Шумеры. Забытый мир. Мариан Белицкий. Тайны древних цивилизаций. Книга Белицкого представляет собой серию популярных очерков, посвященных истории и культуре древних обитателей Двуречия. Автор затрагивает широкий круг вопросов, включая историю открытия древнейших цивилизаций Месопотами, политическую историю шумерских городов-государств, социальную структуру шумерского общества, религиозные представления, литературу, науку, ремесло, право, быть шумеров. Вместо предисловия. Появление этой книги – неожиданность для самого автора. А дело обстояло следующим образом. В конце 1959 год. Просматривая в библиотеке большую энциклопедию всеобщей литературы Тшаски, Иверта и Михальского, я остановился на разделе, посвященном письменности в шумере и акаде, написанном ПРОФ. Юзефом Бромским. Это оказалось настолько интересно, что случайное любопытство переросло в незатухающий страстный интерес. Убедившись, к стыду своему, что знания мои о шумерах ограничены, помнил лишь, что некогда существовало такое государство на территории Месопотамии, я решил восполнить этот пробел и расширить свои познания. Обратившись к старым и новым публикациям, я открыл необычайный, таинственный и притягательный мир. Благодаря помощи, которую мне, не специалисту, пытающемуся заглянуть в тайну пятитысячелетней давности, оказала всегда терпеливая и снисходительная пани Д.Р. Кристина Лычковская из Варшавского университета, я получил доступ ко многим работам о шумерах. К сожалению, интерес к шумеру в Польше никогда не был велик, а война и более актуальные послевоенные проблемы от них не благоприятствовали углублению этого интереса, а также собиранию литературы о шумере. Поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи знакомых и незнакомых людей, которые предоставили мне возможность ознакомиться с трудами, отсутствующими в Польше. Особенно я благодарен профессорам с М. Крамеру и Шпайзеру из Пенсильванского университета, США. В ответ на мою робкую просьбу они щедро снабдили меня материалами и благословили на трудное дело, вторжение писателя в область знаний, доступную лишь узкому кругу специалистов. Открывая для себя шумер, я все больше проникался желанием приобщить и других к изучению истории и культуры народа, который несколько тысяч лет назад создал великолепную, недавно открытую и все еще открываемую, цивилизацию. Если говорить всерьез, мы до конца не знаем, чьим наследием пользуемся, не отдаем себе отчета в том, где находятся истоки нашей культуры. Записывая свои мысли, мы не думаем о том, что шумеры первыми создали письменность. Считая, не помним, что они первые создатели числовых записей и математических формул. Глядя на звезды, забываем, что они первыми вели астрономические наблюдения. Получая в аптеке лекарства, не знаем, что первые на Земле рецепты были составлены шумерскими врачами. Только немногие из нас представляют себе, сколь волнующая и увлекательна история шумеров, какую величественную культуру они создали и как многое из их достижений, вопреки забвению, длившемуся тысячелетия, сохранилось в мыслях и делах пришедших им на смену цивилизаций. Через 40 веков, благодаря упорному и напряженному, полному самоотверженности и самопожертвованию труду ученых шумер был открыт заново, а достижения шумеров получили высокое признание и стали предметом глубоких исследований и страстных научных споров. Пришлось пересмотреть ряд понятий, переместить во времени и в пространстве возникновения цивилизации. Нашей. Мало того, что на белый свет были извлечены памятники архитектуры и искусства, поражающие нас своим величием и великолепным исполнением, волчных песков пустыни были отняты и заговорили скромные, полуразрушенные глиняные таблички, на которых шумеры так превосходно увековечил и дело человеческого разума, что они стали источником вдохновения для поэтов, философов и ученых, властителей и теологов древнего мира. Стало очевидным, что религиозные, общественные, правовые, эстетические и литературные концепции цивилизации, сформировавшиеся в районе Средиземноморского бассейна, в зоне взаимовлияния древних народов Ближнего Востока и греческой культуры, восходят к далекому прошлому, к шумеру. Оказалось, что именно здесь, в долине Двуречья, возникли самые древние своды законов и любовные песни, организованные формы торговли и промышленного хозяйства. Это здесь следует искать прототипы Ноя и Необи, Ада и Рая, Евклидова закона и басен Азопа. Накопленные учеными знания о тысячелетней истории и достижениях шумеров несоизмеримы с той малой долей, которая известна нам. Разве не следует перебросить через эту пропасть хотя бы узкий мостик? Эта книга – итог моего шестилетнего труда, которую я отдаю на суд читателей, и должна послужить именно таким мостиком. Основываясь на открытиях и исследованиях ученых-шумерологов, она повествует о древнем народе, его увлекательной истории и высокой культуре. Однако считаю своим долгом предупредить читателя, что этот труд не является историко-философской или культурно-исследовательской научной работой. Цель его – приблизить к массовому читателю забытый мир и таинственный народ, которому мы так многим обязаны. Варшава, февраль 1965 год. М. Глава 1. Тайны, вырванные у пустын, мягкий знак. Мы будем говорить об истории открытия Месопотамии, но не той, которая славилась богатыми и великолепными городами, и не той, где сейчас простирается пустыня со страшными песчаными бурями, адским зноем и безжалостно палящим солнцем. Речь пойдет о Месопотамии, которая затаилась под движущимися песками. История ее открытия полна приключений, необычайных событий, сенсаций. Неудивительно, что историями Месопотамии посвящено множество книг, пользующихся огромным успехом у читателя. Даже сведения, представляющие узкопрофессиональный интерес, читаются в них на одном дыхании, как приключенческий роман с искусно построенной фабулой. Уже первые, робкие и неуверенные шаги по пути в забытое прошлое человечество приводили к сенсационным открытиям, поражали и изумляли. Открытия, связанные с Месопотамией, ошеломляют и сегодня. Интерес к ним огромен. Молодой лондонский юрист Остин Генри Лойярд, очарованный сказочным Востоком, бросил свою адвокатскую практику и отправился в 1839 году. В далекое путешествие. В 1849 году. Опубликованный им двухтомный труд Ненилия и ее следы, где он описал свои впечатления и открытия, мгновенно разошелся. О Месопотамии, древней, впервые открытой стране, в Европе уже ходили легенды, не менее волнующие, чем повествование о богатствах халифов и красоте Багдада. Сначала искали Ненилию. Месопотамия на протяжении веков привлекала к себе путешественников и исследователей. Эта страна упоминается в Библии, они повествуют античные географы и историки. Где-то здесь библейское полиствование поместило колыбель племени Авраама и Вавилонскую башню, воздвигнутую гордецами, пожелавшими с ее помощью взобраться на небо. Тут же располагались Ненилии и страшный город Немврода. Где-то неподалеку возвышались мощные стены Персиполя, столицы царя Дария, разрушенной Александром Македонским во время одного пиршества, когда он, как поведал греческий историк Деодор, уже не владел собой. Столь же мало была известна история, а равно и прошлое Месопотамии. Позднее здесь царил ислам, поэтому иноверцам трудно было попасть сюда. Интерес к прошлому, желание знать, что было до нас, всегда являлись главными факторами, побуждающими людей к действиям, нередко рискованным и опасным. Правда, Равин и Студелы. Королевство Новора, Вениамин, сын Ионы, от них не с научно-исследовательскими целями отправился в 1160 году. В 13-летнее странствование по Востоку. Но именно ему мы обязаны самым ранним, написанным в 1178 и напечатанным в 1543 году. На древнееврейском языке. А спустя 30 лет на латинском, подробным отчетом, в котором речь идет о памятниках древней Месопотамии. Совершив паломничество в Палестину, Вениамин из Туделы направился в Тадмар, затем пересек пустыню, переправился через Эфрат и путешествуя частично по суху, частично водным путем вверх по течению реки Тигр, добрался до Масула, чтобы посетить здесь своих единоверцев. Холмы с погребенными в них руинами, выступающими из-под песков, произвели на него сильнейшие впечатления и пробудили страстный интерес к прошлому древнего народа. Вот что он пишет. Этот город стал теперь столицей Персидского царства. Раскинувшийся по берегам Тигра, он сохранил былое величие и великолепие. Между ним и древней Меневией существует только мост, но Меневия совершенно разрушена. Среди древних стен раскинулись лишь многочисленные деревни и поселки. В это же время по Месопотамии путешествует еще один пилигрим, Равин Петахиаш из Ратисбоны. Ум. в 1190 году. В его записках говорится, что Неневия стала уже горой руин. К сожалению, Петахиаш не сообщает, где она находится. О руинах Неневии рассказывает и христианский миссионер Рикольдо де Монте де Кроча, посетивший Месопотамию в 1290 году. Потом, воистину великое пространство Земли преодолев, пребываем мы в Неневию, город значительный. Неневия с ее многочисленными развалинами, о которых пишет Рикольдо, это не что иное, как город Масул. Более подробное описание этих мест оставил баварский лекарь и натуралист Лиангард Роволф из Аугсбурга. Он посетил Масул примерно в 1575 году. В своей работе Бекрэйбанг Беррайзе Лиангард Роволфен. 1582, он рассказывает о расположенном вблизи города высоком круглом холме, который, подобно пчелиным сотам, густо населен бедняками. На этом месте и вокруг него, пишет Роволф, некогда находился могучий город Неневия. Какое-то время являвшийся столицей Ассирии. Предположения первых европейских путешественников не всегда были правдоподобны, но всегда увлекательны. Они будоражили и пробуждали надежду найти Неневию, город, о котором пророк Наум сказал. Разорена Неневия. Кто пожалеет о ней? Наум 3, 7. Неневия в 612 граммах. До нашей эры. Разрушенная и преданная огню победоносными медийскими войсками, разгромившими в кровавых сражениях ненавистных ассирийских царей, Неневия, проклятая и забытая последующими поколениями и властителями, стала для европейцев воплощением легенды. Совсем по-иному обстояло дело в арабских странах. В Персии еще жива была традиция сохранять память о давних временах, а арабские географы, такие как Абу Альфида, Ибн Хаукал или Икут Альмустасями, в своих трудах указывали местоположение древних месопотамских городов. Как жаль, что Европа не знала работ этих арабских ученых. И все же, по крайней мере, четверо европейских путешественников того периода утверждали, что развалины Неневии находятся вблизи Масуа. Я имею в виду Энтони Шорли. 1599, Джона Картрайта. 1601, Пьетро Делла Вали. 1616, 1625, Иш, Б. Таверньо. 1644. Правда, ни у одного из них не было четкого представления о том, под каким из многочисленных холмов в окрестностях Масуа погребены остатки этого города. Предположив, что один из холмов скрывает Неневию, Картрайд довольно точно определил размеры столицы ассирийских царей. Позднее Таверньо утверждал, что Неневия находится под холмом на Би-Юнус, а еще через сто лет другой французский путешественник перенес город на западный берег Тигра в верхнее его течение. Лишь в 1766 году. Датский ученый и путешественник Карстен Нибур, остановившись в Масуле по пути из Бомбия, предпринял энергичные поиски, в результате которых наконец было найдено правильное местонахождение Неневии под холмами напротив Масула, на противоположном берегу реки. Однако пройдет еще 80 лет, прежде чем поле Нильбата и Лоярд собственными глазами увидят разыскиваемую в течение многих столетий древнюю Неневию. К сожалению, рамки нашего повествования, ограниченного по объему, не позволяют подробно описать все открытия, сделанные в Месопотамии, и приключения ее первооткрывателей. Мы рассказали довольно подробно о самом раннем периоде поисков, в особенности поисков Неневии, только потому, что они, хотя и не ставили перед собой такой цели, более всего способствовали открытию шумера, точнее говоря, искали следы Осирии и Вавилона, то есть. Материальные свидетельства достаточно глубокого, но известного прошлого. Никто из названных путешественников даже не предполагал, что история Месопотамии уходит корнями в столь далекие времена, о которых пойдет речь в этой книге. Не думал об этом и неаполитанский купец Пьетро де Лавале. Отправляясь в 1616 году. В путешествие на восток, он надеялся лишь заглушить муки любви. Родители невесты выдали ее замуж за другого. Во время своих многолетних скитаний, которые де Лавале описал в письмах к родным и друзьям, составивших вместе с заключительным отчетом трехтонное описание путешествий. Опубликовано в 1660-1663 ГГ. Он исходил вдоль и поперек земли тогдашней Перси. Мы обязаны ему сведениями об остатках древнейших городов, в частности руин Вавилона и Персиполя. Этот путешественник интересует нас по двум причинам. В письме, датированном 5 августа 1625 года. Он рассказывает о своем пребывании на холме Мукояр, где он нашел кирпичи, покрытые какими-то удивительными знаками. Аналогичные знаки Делла Валле уже видел в руинах Персиполя. Может быть, это фрагменты орнамента. Или, как утверждают арабы, это следы когтей сатаны и демонов. А что, если это странная, доселе неизвестная письменность? Валле настаивает на том, что это письмена. Ведь четыре года назад в письме о посещении развалин Персиполя он воспроизвел пять знаков, которые, по его мнению, обозначают какие-то понятия. При этом, с достойной удивления проницательностью, Делла Валле заявляет, что их следует читать. Слева направо. Такого рода картинки он видел несколько раньше на кирпичах в руинах Вавилона. Валле подробно описывает Мукоярскую находку. Ему показалось, что кирпичи были высушены на солнце. Это удивило его. И он, дабы убедиться, что не ошибается, принялся копать в разных местах. В результате Валле обнаружил, что основание постройки было сложено из кирпичей, обожженных в печах, но по величине не отличавшихся от высушенных на солнце. Запомним имя этого итальянца, Пьетро Делла Валле. Ведь это он первый из европейцев, воткнул лопату в песок, скрывавший руины самого древнего шумерского города, Ура! Мукояра. Это он, купец, бродяга и авантюрист, впервые доставил ученым клинообразные письмена, тем самым положив начало двухсотлетней истории их прочтения. Затруднения со странными знаками. Вторым путешественником, который, подобно Делла Валле, сам того не сознавая, наткнулся на следы шумеров, был упомянутый уже датчанин Карстен Нибур. Организовав и возглавив по приказу датского короля так называемую арабскую экспедицию, Нибур 7 января 1761 года. Выехал из Копенгагена. Среди задач, которые ставила перед собой экспедиция, следует назвать две. Сбор памятников древности и поиски Вавилона. Кроме того, Нибур мечтал собрать и изучить как можно больше клинописных текстов, загадка которых волновала лингвистов и историков того времени. Судьба датской экспедиции оказалась трагической. Все ее участники погибли. Остался в живых лишь Нибур. Преодолевая болезни, не страшась трудностей, он продолжил полное опасностей путешествия по пустыне. Его описание путешествий в Аравию и соседние страны, изданное в 1778 году, стало чем-то вроде энциклопедии знаний о Месопотамии. Ею зачитывались не только любители экзотики, но и ученые. Наряду с добросовестным и подробным отчетом о том, что нашел и увидел в тех краях ее автор, книга содержит множество необычайно ценных сведений о памятниках прошлого. Не будем распространяться о деталях, оставим в стороне описание и рассуждение о Ниневе, Вавилоне и Вавилонской башне, отметим главное. Именно Нибуру современная наука обязана весьма скрупулезной тщательно выполненными копиями персипольских надписей. Поддержав точку зрения Пьетро де Лавале, а также гипотезы ряда других ученых, Нибур был твердо убежден, что настоящие письмена следует читать слева направо. Он первым определил, что надписи, состоящие из трех отчетливо разграниченных колонок, представляют собой три рода клинописи. Он назвал их, ай, два и три классами. Хотя прочесть надписи Нибуру не удалось, его рассуждения оказались необычайно ценными и в основном правильными. Он, например, утверждал, что Ай-класс представляет собой староперсидскую письменность, состоящую из 42 знаков. К тому же Нибуру мы должны быть благодарны за гипотезу, что каждый из классов письмен представляет иной язык. Копии, выполненные этим путешественником и открывателем, опубликованные в его книге, а также его аргументированные предположения были использованы гратифендом при расшифровке клинописи. Мы уделяем этому вопросу столько внимания лишь потому, что он и оказался ключом к решению загадки существования шумера. На пороге девятнадцать столетия научный мир уже располагал достаточным количеством клинописных текстов, чтобы перейти от первых, робких попыток к окончательной расшифровке таинственной письменности. Ряд ценных наблюдений высказал Фридрих Христиан Мюнтер, датский ученый. В докладе, прочитанном в Датском Королевском научном обществе в 1798 году, он предположил, что Ай-класс Панибуру, представляет собой алфавитные письмена, второй класс, слоги и три класс и диографические знаки. Он высказал гипотезу, что все три разноязычные, увековеченные тремя системами письма-надписи из Персиполя содержат одинаковые тексты. Эти наблюдения и гипотезы были верны, однако для прочтения и расшифровки указанных надписей этого оказалось недостаточно, прочесть персипольские надписи не удалось Нюнтеру, не работавшему в те же годы Алафу Герхарду Тевсину. Лишь Гратифент, преподаватель греческого и латинского языков лицея в Гютингене, добился того, что оказалось не под силу его предшественникам. История эта имеет довольно пикантное начало. Рассказывают, будто Гратифент, страстный любитель шарат и ребусов, в трактире побился об заклад, что решит головоломку из Персиполя, чем якобы вызвал хохот и насмешки. Кто мог предположить, что сложнейшая проблема, над которой тщетно бились известные ученые Европы, будет решена скромным учителем? Приступая к работе, Гратифент пользовался не столько своим опытом завзятого ребусника, хотя этот опыт, несомненно, помог ему, сколько достижениями своих предшественников. Он располагал отличными копиями Небура, знал описанную Сильвестром де Сасси формулу древнейших персидских правителей «Царь царей», имел возможность пользоваться словарем Дюперона, содержавшим много древнеперсидских выражений. Гипотезы Мюнтера, Тихсена также были ему известны. Все это, разумеется, никак не уменьшает заслуг Гратифенда, который нашел решение столь же гениальное, сколь и простое. Короткоход его рассуждений можно представить так. Колонка, написанная знаками Ай-класса, представляет собой алфавит, насчитывающий около сорока букв. Три из них повторяются особенно часто, это гласные, в том числе буква А. Согласно предположениям Мюнтера и Тихсена. Из сосредоточения этих гласных Гратифент сделал вывод, что перед ним надписи на языке Зент. Внимание его привлекла также группа, царь, состоящая из семи клинописных знаков. И Гратифент принимает за исходное, что они означают слово «царь», а не «царь царей», как думали его предшественники. Но в таком случае группа знаков, предшествующая слову «царь», должна соответствовать имени властелина. В конце концов Гратифент составил такую схему надписи. «Ой, царь великий. Царь царей. Ха, царя, сын, ахиминит». Разумеется, прежде чем дойти до этой слепой формулы, Гратифенду пришлось тщательно и детально проанализировать каждый знак. Он строил предположения, касающиеся грамматических форм неведомого языка, напряженно думал, анализировал, еще раз думал и еще раз анализировал. И что же? Предположения Гратифенда оказались верными. Внимательно изучив и проанализировав исторические данные и подставив вместо символов своей схемы имена владык, он получил следующий перевод надписи. «Ксеркс, царь великий, царь царей. Дария царя, сын, ахиминит». Трудно представить себе, какого колоссального труда стоил Гратифенду верный перевод этого выражения и какого объема исследований он потребовал. Ведь древнеперсидские имена были переданы у греческих авторов не всегда фонетически точно и единообразно. Так, имя «гистосп» было известно в нескольких вариантах. Гашасп, кистасп, густасп, вистосп. Гратифенд безошибочно расшифровал восемь знаков древнеперсидского алфавита, а лет через тридцать французы Жен Бюрнуф и норвежец Кристиан Ласен нашли правильные эквиваленты почти для всех клинописных знаков, и таким образом, работа по дешифровке надписей Ай-класса из Персиполя была в основном закончена. Однако ученым не давало покоя тайны письмен два и третьих классов, да и древнеперсидские тексты еще плохо читались. В то же самое время, когда Бюрнуф и Ласен публикуют свои работы по древнеперсидской письменности, проходивший службу в Персии майор и дипломат Генри Кресвик Раулинсон также предпринимает попытку расшифровать клинописные надписи. Каковы бы ни были служебные, официальные или неофициальные, интересы Раулинсона, его личной страстью были археологии и достигшие в то время первых успехов сравнительное языкознание. Для того чтобы продолжать исследование древних языков, увековеченных в клинописных надписях, требовались новые тексты. Раулинсон, по-видимому, знал о том, что на старинном тракте, около города Керманшах, находится высокая скала, на которой видны колоссальные таинственные изображения и знаки. И Раулинсон отправился в Бюрхестун. Рискуя жизнью, он взобрался на отвесную скалу, на которой были выбиты огромные барельефы, и приступил к копированию надписи. За лето и осень 1835 год. Стоя над пропастью на шаткой приставной лестнице, Раулинсон перерисовал большую часть древнеперсидского текста клинописной надписи из Бюрхестуна. Вскоре, в 1837 году, Раулинсон отослал в лондонское азиатское общество скопированный и переведенный текст двух отрывков. Из Лондона эту работу немедленно переправляют в Парижское азиатское общество, чтобы с ней ознакомился выдающийся ученый Бюрнув. Труд Раулинсона был оценен очень высоко. Безвестному Датоле майору из Персии присваивают звание почетного члена Парижского азиатского общества. Однако Раулинсон не считает свой труд законченным. Две оставшиеся нерашифрованными части бехестунской надписи не дают ему покоя. Дело в том, что надпись на бехестунской скале, так же как надпись в Персиполе, высечена на трех языках. В 1844-1847 годах. Раулинсон, повиснув на канате над глубокой пропастью, срисовывает остальную часть надписи. Теперь в руках ученых оказалось два пространных текста, изобилующих собственными именами, причем содержание их было известно по древнеперсидскому варианту. К 1855 году. Эдвину Норрису удалось дешифровать и второй тип клинописи, состоявший примерно из сотни слоговых знаков. Эта часть надписи была на эламском языке. Загадка происхождения шумеров. Трудности по дешифровке двух первых типов клинописи оказались все же сущим пустяком по сравнению с теми осложнениями, которые возникли при чтении третьей части надписи, заполненной, как выяснилось, вавилонским и диографически слоговым письмом. Один знак здесь обозначал и слог, и целое слово. Больше того, одним и тем же знаком могли передаваться различные слоги и даже различные слова. В качестве примера приведем простейший случай. Слог, содержащий звук ИР, мог быть передан шестью различными знаками, в зависимости от того, с какой гласной он соседствовал. РА, Р, РИ, АП, РУ, УР. Согласные выступали только в составе слога, тогда как гласные иногда фигурировали как отдельные знаки. Эту двойственность прочтения можно проиллюстрировать на таком примере. Группа клинописных знаков, обозначающая имя царя Набу-Куду-Риуцур. Навуходоносор, прочитанная в соответствии со звучанием отдельных знаков, должна была бы читаться так. Поэтому неудивительно, что никто не хотел верить, что когда-то кто-то мог изобрести столь запутанный способ письма. А смирчакам, допускавшим существование подобной системы письменности, расшифровка этих знаков, передающих всю многозначность мертвого, давно забытого языка, казалось невозможной. Между тем к середине 19. Языкознание сделало большие успехи и лингвисты, исследующие структуру древних языков, уже имели за плечами немалый опыт. Дискуссии велись не только вокруг попыток расшифровать клинописные знаки третьего класса, но и вокруг их происхождения и характера языка, на котором был составлен этот текст. Исследователи задумались над тем, сколь древна клинопись и каким изменениям она подверглась за многолековой период своего существования. Совместными усилиями целого ряда ученых, среди которых прежде всего следует назвать имена Эдварда Хинкса, Уильяма Тальбота и Жуля Аперта, были преодолены огромные трудности в изучении вавилонского языка. Неоценимую помощь в этой работе оказали археологи, доставлявшие многочисленные таблички с надписями. Читать их могли уже и Раулинсон, и Хинкс, и Оперт, и Тальбот. В середине 19. Человеческий гений одержал еще одну победу. Родилась новая наука, а сериология, занимающаяся изучением всего комплекса проблем, связанных с древней Месопотамией. Как мы уже говорили, удивительная многозначность клинописи побудила ученых заняться вопросом о ее происхождении. Само собой напрашивалось предположение, что письмо, которым пользовались синицкие народы, вавилоняне и ассирийце, было позаимствовано ими у какого-то другого народа не синицкого происхождения. К этому выводу пришел Хинкс в своем труде о надписях из Харсабада. Хинкс, как и многие другие исследователи, считал руины Харсабада остатками древней Миневи. И хотя язык этих надписей, по его мнению следует считать синицким, сама форма их имеет совершенно иной характер и является индоевропейской по происхождению. Не синицким считает происхождение этой письменности и Раулинсон. В работе, опубликованной в том же, 1850 год. Он выводит клинопись из Египта. Несмотря на то, что Хинкс и Раулинсон сделали чересчур поспешные выводы, в скором времени опровергнутые наукой. Например, вывод о скифском происхождении Вавилонян, следует признать, что основная их мысль была правильной. Открытие Шумера. И вот 17 января 1869 года. Видный французский лингвист Жу Леоперт на заседании Французского общества нумизматики и археологии заявил, что языком, увековеченным на многих табличках, найденных в Месопотамии, является. Шумерский. А это значит, что должен был существовать и шумерский народ. Таким образом, неисторики и археологи первыми четко сформулировали доказательства существования Шумера. Это вычислили и доказали лингвисты. Слова Аперта были восприняты сдержанно и недоверчиво. Были возражения. Вместе с тем кое-кто в научных кругах высказался в поддержку его гипотезы, которую сам ученый считал аксиомой. Гипотеза Аперта побудила археологов начать поиски материальных доказательств существования Шумера в Месопотамии. Многое в этом плане мог дать тщательный анализ древнейших надписей. В дискуссии о том, прав или не прав Аперт, наиболее яростным его оппонентом выступил Жозеф Галиви, который в течение ряда лет оспаривал существование Шумера и утверждал, что язык, названный Апертом Шумерским, фантасмагория. Теория Галиви, горячо защищаемая им еще в 1905 году, заключалась в том, что вавилонские жрецы, дескать, ввели идеографическую систему письма, чтобы сделать непонятными для непосвященных свои записи и переписку. Немало ученых считало шумерские тексты древневавилонскими. И вот в 1871 году. Арчибальд Генри Сайс публикует первый шумерский текст, одну из надписей царя Шульги. Два года спустя Франсуа де Ленорман выпускает в свет первый том своих акадских исследований с разработанной им шумерской грамматикой и новыми текстами. С 1889 года. Весь ученый мир признает шумерологию областью науки и определение шумерский принимается повсеместно для обозначения истории, языка и культуры этого народа. О многих ассериологах и шумерологах, которым мы обязаны знакомством с культурой и обычаями, текстами и эпосом, с царскими надписями и молитвами, мы еще не раз будем вспоминать на страницах этой книги. Однако уже сейчас хотелось бы назвать хотя бы несколько имен из плеяды исследователей клинописных текстов. Леонард Кинг, Франсуа Тиро Данжен, Леон Легран, Гуго Радау, Эдвард Кьера, Сирил Гетт, М. Никольский, Арно Пебель, Адам Фалькинштейн, М. Крамер. В Польше большие заслуги в деле популяризации знаний о шумере принадлежат проф. Юзефу Бромскому, опубликовавшему первые переводы шумерских текстов на польский язык. Нет ничего удивительного в том, что не археологи, вырывающие у песков месопотамских пустынь тайны минувших веков, и не историки так уверенно заявили всему миру. Здесь находился шумер. Память о шумере и шумерах умерла тысячи лет назад. О них не упоминают греческие летописцы. В доступных для нас материалах из Месопотамии, которыми человечество располагало еще до эры Великих Открытий, мы не найдем ни слова о шумере. Даже Библия, этот источник вдохновения для первых искателей колыбели Авраама, говорит о халдейском городе Уре. Ни слова о шумерах. То, что произошло, по-видимому, было неизбежно. Первоначально возникшие убеждения в существовании шумерского города лишь впоследствии получило документальное подтверждение. Это обстоятельство ни в коем случае не умаляет заслуг путешественников и археологов. Напав на свет шумерских памятников, они не имели ни малейшего понятия о том, с чем имеют дело. Ведь они искали не шумер, о Вавилон и о Сирию. Но если бы не эти люди, лингвисты никогда бы не смогли открыть шумер. После того, как Пьетро Делло Валет первым добрался до руина Ура, находящихся под холмом Мукояр, прошло два столетия, прежде чем следующий европеец коснулся развалин шумерского города. В 1818 году. Английский художник Роберт Керр Портер отправился из Багдада на поиски памятников старины. Он остановился в Алюхай-Мире, где находился фрагмент диоритовой стелы Хамурапи. Портер не знал, что руины, которые он так внимательно осматривал и срисовывал, не что иное, как остатки шумерского города Киша. 17 лет спустя английский путешественник и видный ученый Джеймс Б. Фрейзер в сопровождении практиковавшего в Багдаде врача Джона Росса проводит поиски в труднодоступных районах Южной Месопотамии и добирается до Варки. Урук, Джахи, Ума и Мукояра. Сообщение о древневавилонских памятниках, рассказы путешественников о холмах, под которыми скрыты таинственные руины, в сочетании с самыми фантастическими бытующими среди местного населения легендами о таящихся под развалинами и песками неисчислимых сокровищах, дискуссии ученых о раскрывающихся перед ними страницах неизвестного прошлого, вот что притягивало людей, и, пожалуй, интерес к этому был в то время не меньшим, чем сейчас к загадкам космоса. А поскольку археологию считали такой областью науки, в которой каждый может сказать нечто весьма существенное, стоит только добыть какой-нибудь древний предмет, охотников прославиться было немало. Сообщения о поразительных открытиях в Месопотамии и Египте побуждали все большее число людей заниматься ориенталистикой. Возросший интерес к Востоку имел еще одну причину, никак не связанную с наукой. Это была эпоха великой колониальной экспансии, когда европейские. И не только европейские, державы устремляли жадные взоры на Восток. Правительство и торговые компании финансировали всякого рода экспедиции. На картах Востока, особенно ближнего и среднего, быстро стираются белые пятна. Это имело особое значение, потому что именно там пролегал путь в Индию. Некоторые исследователи и археологи выступали сразу в нескольких ролях. Они агенты разведки, и тайные уполномоченные торговых компаний, и советники тех или иных правительств. Во всяком случае, никто не упускал возможности приложить руку к исследованию тайн Месопотамии. В 1835-1837 годах. Английская Евфратская экспедиция провела картографические исследования двуречия. Сведения об отмеченных картографами загадочных холмах, возвышающихся среди песков пустыни, вызвали у Уильяма Кенета Лофтуса желание своими глазами увидеть это чудо. Случай представился в 1849 году. Когда его, известного своим интересом кавелонским древностям, назначили членом турецко-персидской пограничной комиссии. Отправляясь к месту назначения, комиссия располагалась в Мухаммаре, у впадения реки Корун в Тигр, Лофтус выбрал сухопутную дорогу. Она была значительно труднее, но зато предоставляла возможность ознакомиться с почти неисследованными районами. Во время этой поездки, путь его пролегал мимо Сунифара, в арке и Мукояра, Лофтус увидел холмы необычной формы. Подобные холмы он видел впервые. Они произвели на Лофтуса огромное впечатление, поэтому по прибытии на место он тут же выхлопотал отпуск для проведения пробных раскопок. Выбор Лофтуса пал на самый крупный из увиденных им холмов, в арку. Этот момент следует считать началом серьезного изучения шумерской эпохи. От современности к древнему шумеру был проложен мост. Добираясь до варки, Лофтус во главе небольшого каравана пересек пустыню между Шат-Алькаром и Йофротом. Условия, при которых велись растопочные работы, оказались невероятно тяжелыми. Людей нещадно жгло солнце и мучила жажда. Воду приходилось возить из рата, а до него было два часа езды. Зачарованный необычным пейзажем, Лофтус жадно глядел на величественные руины. Даже песку, который веками нес сюда ветер ближневосточных пустынь, не удалось засыпать в гигантские развалины. Вот на фоне вечернего неба обозначилась высшая точка холма, который арабы назвали Булария. На нем какое-то возвышение, по форме напоминающее башню. Чуть дальше еще одна башня, венчающая развалины. Это вусвас, говорят о ней местные жители. По их словам, так звали одного чернокожего искателя сокровищ, который нашел здесь золото, но исчез бесследно вместе со своей добычей. Едва прибыв на место, Лофтус поспешил взобраться на вершину Буварии, чтобы оттуда взглянуть на окрестности. В предвечерние часы, когда в пустыне бывает отличная видимость, он заметил уже известное ему возвышение Мука-Яр, находившееся за несколько десятков километров отсюда, за рекой. Еще дальше на востоке, где, казалось, небо сливается с землей, обрисовывались контуры еще одного холма Сенкеря. Взволнованный до глубины души, английский геолог даже понятия не имел о том, что стоит на вершине развалин Библейского Эриха, что обширный холм на краю горизонта, это остатки города Ларсы, который уже после падения Шумера, с приходом новых племен, превратился в могучее государство. Три недели, проведенные среди руин Шумерского города, вопреки надеждам Лофтуса не дали сенсационных результатов. Раскопки велись на небольшой глубине и в результате были открыты лишь бедные захоронения Парфянского периода. Однако эти довольно скромные результаты не обескуражили Лофтуса и не отбили у него охоты к дальнейшим поискам. Через четыре года он возвращается в Варку, на этот раз по поручению только что созданного в Лондоне Фонда о сирийских исследований. Его сопровождает рисовальщик. Гутчер, наброски которого явились ценным дополнением к отчету о проведенных исследованиях. Лофтус начинает поиски с вершины Буварии. Ему сопутствует удача, хотя сам он еще до конца не понимает ни значения своего открытия, ни того, что им обнаружены памятники, насчитывающие около пяти тысячелетий. Вместе с тем он не может не осознавать всю необычность происходящего. Из-под песка показывается искусно украшенная стена, мозаичный орнамент которой состоит из нескольких тысяч небольших разноцветных конусов, вдавленных в нее. Теперь с еще большей энергией, окрыленной успехом, Лофтус ищет и находит новые удивительные произведения искусства. Рассказы местных жителей еще больше возбуждают его интерес к холму Вуслос. Контуры руин под толстым слоем песка указывают на то, что здесь скрыто здание, ориентированное по четырем сторонам света. Лофтус приступает к исследованию отвесной южной стены. Немалого труда стоило пробить сквозь мощные стены туннель, который привел исследователя в небольшие помещения со стенами толщиной от трех до шести метров. В своих отчетах Лофтус называет эти помещения хранилищами и сокровищницами. В последующие годы Лофтус совершает сенсационные открытия в Немруде, Неневе и других городах. Своими исследованиями, связанными с историей Урука, он вполне заслужил право именоваться пионером шумерской археологии. Поскольку темой этой книги является история шумера, нам придется умолчать о многих, пусть даже очень важных археологических раскопках в Северной Месопотаме, сосредоточив все внимание на открытиях, непосредственно связанных с шумером. Поэтому хотелось бы, чтобы знакомый с археологией читатель не удивлялся тому, что здесь опущены имена многих заслуженных первооткрывателей или объедены молчанием замечательные результаты исследований, проводившихся лоярдом в Неневе. Всех интересующихся этими вопросами отсылаем к книге к Керамо-боги, гробницы, ученые. Когда откопали у рук. Попытаемся дать хотя бы беглый обзор всех раскопок в шумере, начатых Лофтусом, открытия Пьетро де Лавале и других исследователей. Предшественников Лофтуса, мы оставим в стороне, и ведущихся по сей день. Хотя Лофтус и обратил внимание археологов на холм Варка, прошло немало лет, прежде чем здесь появились новые группы исследователей. Эдуард Захал, берлинский профессор-ориенталист, совершивший в 1897-1898 годах. Путешествие по всей Месопотамии вместе с известным археологом Робертом Кальдивеем, осмотрел холм Варка. После Лофтуса он первый посетил эти районы Месопотамии. С грустью описывает он это забытое Богом и людьми место. В раскопанных Лофтусом траншеях можно было встретить одних лишь гиен. Среди обломков Захал обнаружил черепки, покрытые зеленой и голубой глазурью, то тут, то там из-под песка торчали куски алебастра, как поблескивали на солнце кусочки ляпис-лазури. Трагическое угнетающее зрелище, напишет Захал позднее, имея в виду не только руины, все, что осталось от минувшего великолепия неведомого города, но и промахи археологов. Два года спустя здесь ненадолго остановятся члены американской экспедиции, проводившей исследования в Нипуре. Руководитель этой экспедиции Джон Петери расскажет потом об арабских женщинах, искавших в руинах украшения и предметы, которые затем продавались на базарах. Ближайший сотрудник Петерса Герман Гильпрехт утверждал, что Урук не может считаться благодарным объектом для исследований, поскольку наиболее интересные достопримечательности этого города, одного из древнейших городов Месопотамии, пришедшего в упадок несколько тысячелетий назад, были либо уничтожены, либо разграблены. Такое же мнение 10 лет спустя высказал немецкий ученый Цейон Фонд, сомневавшийся в том, что после Лофтуса кому-нибудь удастся открыть в Уруке более или менее значительные шумерские памятники. К счастью, это мнение не было расценено как окончательный приговор, обрекающий Урук на забвение. В ноябре 1912 год. К раскопкам в Уруке приступает хорошо оснащенная экспедиция, организованная германским обществом ориенталистов, которую возглавил Юлиус Иордан. Работа этой экспедиции ничем не напоминает кустарные, дилетантские начинания первых археологов. Раскопки ведутся систематизированно, по культурным слоям, все глубже и дальше в прошлое. Шестимесячный труд экспедиции приносит отличные результаты. Откопаны стены нескольких храмов, найдены многочисленные предметы домашнего обихода. Но Первая мировая война прерывает удачно начавшиеся работы. Они возобновляются лишь в 1928 году. За 11 сезонов кампаний, прерванных на этот раз Второй мировой войной, был отрыт ряд слоев храма Бога Ана, который строился разными правителями в течение почти двух тысяч лет. Затем был обнаружен так называемый Белый храм, датируемый периодом Джиндет-Насра около 2800 года до нашей эры. А также храм богини Юнанны, Иоанна, воздвигнутый в эпоху Урука, Джиндет-Насра и заботливо реставрируемый на протяжении всей истории шумера вплоть до основания монархии селевкидов. Земля открыла ученым тайну мощных городских оборонительных стен первой половины три тысячелетия. Здесь же, в Уруке, были найдены самые древние из известных нам табличек с рисунчатым письмом, плоские и цилиндрические печати, а также в менее глубоких слоях, таблички более позднего времени, печати и валики, покрытые надписями, разными знаками, и многое другое. Уцелевшие камни боковых стен рассказали ученым о колоссальном размахе строительных работ властителей третьей династии Ура. Среди многочисленной утвари была найдена знаменитая жертвенная алибастровая ваза с тремя рядами барельефов. Под тяжестью обрушившегося здания она раскололась на 15 частей. Исследователи считают, что ваза была повреждена в глубочайшей древности и что шумерские мастера много тысяч лет назад собрали ее обломки и скрепили их медными обручами. Не было недостатка и в мелких предметах, фигурках зверей и птиц, изделиях из глины и камня, а также мигало. Однако самой ценной находкой, даже по сравнению с алибастровой вазой и древнейшими печатями, оказалась изумительной красоты мраморная женская головка. Об этом и других памятниках шумерской культуры мы будем говорить в последующих главах. Вход в захоронение мавзолей эпохи Третьей династии Ура. Раскопки в Уруке, возобновленные немецкими археологами в 1954 году. Как мы увидим позже, в этой области наблюдается продолжение исследовательских традиций, дали ученым бесценные материалы различных периодов шумерской культуры, от самого древнего. Окей. Три тысячи лет до нашей эры. Именуемого культурой Урука, до последнего правителя Третьей династии Ура. Холм, полвека назад признанный Гильпрехтом непригодным для археологических изысканий, оказался бесценной сокровищницей предметов древности. Его раскопки продолжаются. Как выглядит место, где ведутся археологические работы? Горы песка и щебни из раскапываемых частей города, сверкающие на солнце рельсы узкоколейки, по которой вывозят мусор и песок. Она проходит по ступеням Зиккрата, связывает руины древнейших храмов, бьется среди остатков некогда мощных стен. Ни одно поколение археологов уже работало в Уруке. Много тайн раскрылось перед ними, и, однако, нет конца чудесам и находкам. Возьмем хотя бы открытый в сезоне 1966-67 г. Неизвестный раньше рукав Ефрата, который предположительно связывал Урук с Непнуром, или откопанные неподалеку от Зиккрата храма Бога Ана двухметровые стены, сложенные из огромных камней, или открытое вблизи храма Эанна древнейшее святилище эпохи, предшествующей периоду Джимдет-Насра. Время показало, что право не те археологи, которые в погоне за сенсацией отказываются от трудных поисков, а те, кто возвращается к местам, казалось бы до конца исследованным, кто без устали ищет и находят. Археологу, утверждает проф. Фуат Сафар, нужны терпение и отвага, упорство и знания, ибо только людям, обладающим этими качествами, пустыни поведает, что скрывают ее недра. Драма в Непуре. Жизнь многих первооткрывателей может послужить основой для приключенческого романа или фильма, столько интересного они пережили, в стольких необычайных событиях, совершенно не связанных с древней историей, приняли участие. Все это были люди с чрезвычайно разносторонними увлечениями. Среди них, наряду с Раулинсоном и Ботта, был также упомянутый выше Генри Остин Лойярд. Однако нас интересует не политическая его деятельность и не огромные его заслуги в комплексном исследовании прошлого двуречия, а, к сожалению, довольно скромное участие в изучении истории шумера. В январе 1851 год. Лойярд, овеянный славой открывателя Немруда, Ниневи, Ашура и других древних городов, выбирает в качестве очередного района поисков холм, названный арабами Нифер. По-видимому, он много слышал о нем от своих арабских друзей и знал о том огромном впечатлении, которое произвел вид этого холма на Лофтуса и Фрейзера. Может быть, решающее значение для него сыграло мнение Жюля Аперта, полагавшего, что в арабском названии этой местности отразилась древневая Вавилонская Нипур. Зрелище песчаных гугров, кое-где возвышающихся над пустыней на 29 метров, было впечатляющим. Но чтобы добраться до них, необходимо было переправиться на лодке через опасные болота. Этот путь Лойярд проделывал каждый день. Он уходил из лагеря на рассвете и возвращался поздно вечером. Прежде всего его заинтересовал самый высокий холм, выступающий над покрытыми песком развалинами. Обломки кирпичей, камни, глыбы сухой глины, все это, казалось, сулило археологу значительный успех. Сам того не подозревая, он обнаружил руины Зиккрата, на котором некогда стоял большой и глубоко почитаемый храм Эн-Лиля и Кур. К сожалению, Лойярд в первую очередь искал такие памятники древности, которыми можно удивить мир. Среди арабов ходили легенды о якобы спрятанном в руинах огромном черном камне. Этот камень заинтересовал Лойярда. Но, копая не глубоко, он, так же как Лофтус Вурё, наткнулся лишь на скромные могилы Парфянского периода. Обескураженный бесплодной погоней за легендарным камнем, измученный приступами лихорадки, Лойярд приходит к выводу, что в Нипуре он уже ничего интересного не найдет, и отказывается от дальнейших поисков. Даже если это правда, если он действительно пережил минуту слабости, то это продолжалось недолго. Через 25 дней после ликвидации лагеря в Нипуре Лойярд приступает к раскопкам одного из холмов над руинами Неневи. Прошло несколько десятилетий, и в 1889 году, в Нипуре появилась американская экспедиция, первая группа исследователей из нового света, которая занималась изучением древней Месопотамии. В нее наряду с руководителем Джоном Петерсом и упомянутым уже Германом Гильпрехтом. Немецким ученым, переселившимся в США, входили десять. Хойнис и еще три исследователя. Ни один из членов экспедиции не был археологом, и ни один, кроме Хойниса. Фотографа и администратора, не знал условий работы в Месопотамии. А условия эти были нелегкими. Надо было не только преодолеть упорство Земли, не желающей раскрывать свои тайны, но и наладить контакт с местным населением, которое от них не спешило оказывать помощь ученым. Получив разрешение на растопочные работы, экспедиция немедленно взялась за дело. Сразу же возникли трудности. Не хватало рабочих. Если тридцать лет назад местные жители отнеслись к лаярду сердечно и дружелюбно, то теперь они не скрывали своей враждебности. И все же работы продвигались. Под одним из холмов были обнаружены руины храма, на некоторых обломках сохранились надписи. Этот холм, обозначенный экспедицией номер один, таил в своих недрах остатки дворца. Холм под номер пять оказался кладезем табличек с надписями, почему его и назвали холмом табличек. В середине апреля работы пришлось прервать. Совершенно неожиданно группа ученых была втянута в межплеменные распри. Два рода племени афаков разделяла кровная вражда. Работавший в экспедиции молодой араб, желая помочь своим сородичам в их борьбе с врагами, решил увезти лошадей экспедиции и на время совершения кражи был застрелен сторожем. В ответ на это афаки объявили ученым войну и предводительствуемые сыном местного шейха, напали на лагерь. Почти все оборудование и оснащение экспедиции было сожжено. К счастью, членам экспедиции удалось спасти добытые с таким огромным трудом материалы. Американцы сумели избежать участи Фреснева и Аперта, которые 40 лет назад в результате нападения арабских разбойников потеряли все ценное, найденное при раскопках. В следующем году Петер и Хейнис вновь приезжают в Нипор. Отношения с местным населением наладились, но сказалось отсутствие археолога-профессионала. Бессистемность поисков, погоня за сенсационными находками, которые могли бы поразить воображение жителей нового света, не могли не повлиять на результаты исследований. И все же их следует признать отличными. При обследовании Зиккрата выяснилось, что он строился при царе Урнаму. Выкопанный рабочими туннель привел к слоям раннединастического периода. Во время раскопок на холме номер 10 были обнаружены руины храма эпохи Третьей династии Ура, а среди них – две тысячи табличек. Вместе с пяти тысяч табличек, найденных в холме табличек, это составило огромную коллекцию. Позднейшие исследования привели ученых к выводу, что холм номер 5. Холм табличек, представляет собой остатки древнего квартала, где находились библиотека, канцелярии и конторы песцов. В 1893 году. Хюйнис организовал новую экспедицию. Он прибыл в Месопотамию в сопровождении одного только Джозефа Мейера. Хюйнис собирался надолго остаться в Нипуре, чтобы довести до конца работы, начатые в предыдущие годы. Первым несчастьем, обрушившимся на него, были болезни и смерть единственного помощника, Мейера. Однако это не сломило фотографа из Филадельфии, он не отказался от своих планов. Вызывает изумление сила духа этого человека, который без помощника, в полном одиночестве, невзирая на опасность, жару, усталость и болезни, упорно продолжает работы. Он продержался в пустыне три года и за это время тщательно обследовал два холма, добрался до более глубоких слоев зеккрата и собрал более восьми тысяч табличек. В 1899-1900 годах. Когда группа ученых из США возглавил Гильпрехт, рядом с ним работал неутомимый Хюинис. Раскопки велись очень тщательно и планомерно. Ученым удалось восстановить план города, определить расположение храмов и жилых кварталов. Копая на большой глубине, они добрались до фундамента зеккрата, сложенного в очень отдаленную эпоху. В Нипури была открыта уже известная по другим раскопкам, применявшаяся шумерами система дренажа почвы с помощью глиняных труб диаметром от сорока до шестидесяти сантиметров, найдены могилы, в которых были захоронены останки людей после их частичного сожжения. Огромное значение имело открытие храмовой библиотеки, которая дала ученым около 20 тысяч табличек. После этого в Нипуре надолго воцарилась тишина. Почти полвека никто, за исключением непрошенных гостей, искавших в руинах ценные, пользующиеся спросом на антикварном рынке предметы, не нарушал покоя священного города. Археологические работы возобновились только в 1948 году. Когда американская экспедиция. В ее состав входили такие исследователи, как Дональд МакКоун, Карлтон Кун и Таркильд Якобсен, добралась в юго-восточной части Зеккрата до храма эпохи Третьей династии Ура, над которым строили свои святилища сначала Вавилония, а затем Ассирийцы. Углубив роскоп, ученые открыли еще более древний фундамент. Здесь же были найдены таблички с записью молитвенных гимнов. В частности, гимн в честь богини Наншо, судебных протоколов, а также хозяйственных расчетов. Во время сезона 1961 год. Американцы нашли клад, более 50 фигурок, сложенных под полом храма. Эта находка, как и обнаруженная в Тель-Асмаре. Ишнуни, Ихофаджи Статуэтки, говорит о религиозных обычаях шумеров первой половины три тысячелетия до нашей эры. Очередным шумерским городом, куда направились исследователи, был Киш. В 1816 году. Британский чиновник по особым поручениям на Ближнем Востоке, страстный любитель древностей, богач Дэс. Букингэм во время одной из своих поездок обратил внимание на два холма Алюхаймер, разделенные высохшим руслом реки. Предполагают, что пять тысяч лет назад здесь протекал Ифрат. Своими впечатлениями он поделился с портером. Букингэм допускал, что Алюхаймер, где среди уже открытых мощных кирпичных стен выделялись более светлые, поблескивающие слои пепла, может быть одним из районов разыскиваемого Вавилона. Непривыкший к адской жаре пустыни и ураганным ветрам, путешественник не захотел предпринимать поиски на свой риск и за свой счет. Портера же уговаривать не пришлось. В сопровождении Карла Беллина, секретаря британского резидента в Багдаде, тоже увлекавшегося археологией, портер отправился на место раскопок. Здесь он нашел кирпичи с надписями, несколько обломков алебастровой плиты с текстом и часть стелы хамурапи. Но самое главное, портер сделал в зарисовке руин. Эти рисунки в будущем станут бесценным документом. А статуэтка молящегося мужчины из тёль Асмара Б, фигурка молящейся женщины из Хафаджи. Полевые археологические исследования в тёль Алюхаймере впервые стали проводиться в 1852 году. Организованная французским правительством экспедиция, возглавляемая Фюльгенцеем Фреснелом и Жюлем Апертом, проработала здесь в течение недели. Во время пробных раскопок были обнаружены кирпичная мостовая эпохи Новуходоносора-2, базальтовая статуэтка более ранней эпохи и множество мелких предметов. Спустя 60 лет сюда прибыл соотечественник Фреснелла и Аперта Анрида Женуяк. После трёх месяцев напряжённых поисков французский археолог обнаружил зекурат из красного кирпича и возвышающиеся над ним руины храма бога войны Забабы. Кроме того, в западной части возвышенности, на месте поселения, было собрано множество табличек. После Первой мировой войны, начиная с 1923 года, в тёле Алюха и Мерей вела работы объединённая группа археологов Оксфордского университета и Чикагского музея «Естественная история», возглавляемая Стефаном Лэнгдоном и Эрнестом Макеем. В центре внимания всех десяти экспедиций, организованных этой группой, был Восточный холм с руинами, относящимися к глубочайшей древности. В ходе раскопочных работ на холме А был открыт знаменитый дворец из плоско-выпуклого кирпича, построенный предположительно при царе Мессилина. Дворец неплохо сохранился. Археологам удалось точно воспроизвести его план. Уцелели фрагменты лестниц, многочисленных залов и помещений различного назначения, а также фрески и рельефы. В руинах была найдена каменная табличка с рисуночным письмом. Дворец, вероятно, подвергся разрушению или был покинут обитателями еще в ранединастический период и никогда не отстраивался заново. К тому же времени относятся и захоронения. Возможно, руины. Или опустевший дворец, использовались в качестве кладбища. В гробницах было обнаружено множество различных предметов. Медные орудия, украшения из жемчуга, золота и серебра, печати из известняка, шпата, лазурита и красного железняка. В одном из погребений археологи нашли глиняную модель двухколесной повозки, в нескольких других – страусовые яйца. Интересный материал дали раскопки западного холма, где было обнаружено так называемое кладбище с гробницами эпохи Мессилима, напоминающими по конструкции гробницы Ура. В некоторых из них обнаружены следы коллективных захоронений. В более глубоких слоях найдены глиняные изделия, характерные для эпохи Джимдет Насра. Некогда здесь был густонаселенный край. А теперь, следуя за календарем археологических открытий, перенесемся в один из самых неприветливых уголков Месопотамии, в Тюляльму-Каяр, откуда в 1625 году. Делла Валле вывез кирпич с надписью. В 1835 году. Через эти места проезжал Джеймс. Фрейзер. Потрясенный зрелищем разбросанных среди пустыни бесчисленных холмов с руинами, Фрейзер посвятил этому путешествию книгу, в которой высказал предположение, что поразившая его пустыня некогда представляла собой прекрасный, цветущий и густонаселенный край. О поездке в Мукояр мечтал Раулинсон, однако осуществить это желание ему помешала работа над расшифровкой бехистунской надписи. Раулинсон подал идею исследовать Мукоярский холм своему коллеге, британскому вице-консулу в Басре Д. Е. Тейлору, который страстно увлекался археологией. Когда Британский музей по рекомендации Раулинсона предложил ему взять на себя руководство археологическими раскопками в Мукояре, он с радостью согласился. В начале 1854 год. Тейлор прибыл на место. Он знал Мукояр по описаниям, однако то, что он увидел, произвело на него ошеломляющее впечатление. Усеянная холмами пустыня напоминала бурный океан. Между холмами, поднимая песчаные вихри, носился ветер. Там же, откуда ветер сдул песчаный покров, обнажились какие-то обломки, части разрушенных зданий. Сомнений быть не могло, перед ним огромный город, погруженный в глубокий, вечный сон, город, который ему предстояло разбудить. С чего начать поиски? Опытный глаз из множества холмов выбирает один, расположенный в северной части этого района. Его очертания напоминают трехэтажное здание, причем третий этаж, как легко заметить, на 5-6 метров смещен по отношению ко второму. Угадываются даже колонны и лестницы, идущие вдоль склона. Тейлор руководит раскопками, производимыми местными жителями. Постепенно возникают остатки стен, колонн, лестниц. По словам старожилов, над третьим этажом когда-то возвышался огромный дворцовый зал, который еще помнят их отцы и деды. Прежде всего Тейлор пытается найти надписи о том, кто строил этот храм. Подобные надписи вавилоняне обычно размещали на наружных углах стен. И Тейлор находит все четыре. Перед ним храм Бога Нанны. Вавилонского Сина, города Ура. Эта весть вскоре облетела весь мир. Найден библейский Ур. Это были годы величайших археологических открытий, когда люди, казалось, уже привыкли к сенсациям. Но такому сообщению трудно было поверить. Из надписей следовало также, что храм восстановил во славу Бога Луминанны Вавилонский царь Набонид, что начали его строительство царь Урнаму и его сын, царь Шульги, что в годы, предшествующие царствованию Набонида, многие цари строили дом Нанны, Сина. Между тем работы продолжались. Было раскопано довольно большое здание из крупного кирпича. Стены его сохранились настолько хорошо, что здесь поселились рабочие Тейлора. После того, как была выкопана шахта, появилась возможность обследовать фундамент Зиккрата. Это расположенное в нижних слоях раскопа, сложенное с плоско-выпуклого кирпича огромное сооружение свидетельствует о незаурядном мастерстве Зочи в древности. В западной его части обнаружили два кувшина с табличками, каждая из которых была заключена в глиняный конверт. Когда работы уже близились к концу, Тейлор нашел еще два таких кувшина, несколько конусов, покрытых клинописными знаками, и много других предметов, относящихся к различным эпохам. Как ни странно, но после удивительных открытий Тейлора Ур более 60 лет прождал очередного археолога. В 1918 году, когда еще шла война, сюда по поручению Британского музея приехал офицер разведки, проходивший службу в Багдаде, Кэмпбелл Томпсон. Ему удалось собрать кое-какой, довольно скромный археологический материал. А через год здесь начал вести раскопки Г.Р. Хал. Хал раскопал часть восточных стен района храмов, занимавшего платформу, представлявшую собой неправильный четырехугольник, самая длинная сторона которого — 400 метров. Здесь находились храм Нанны, Зиккурат и еще несколько храмов. Проведенные халом измерения показали, с каким размахом строили зочи и древности. Кроме храмов Хал раскопал городские стены и жилые дома. Затем он приступил к раскопкам стен большого сооружения, которое назвал дворцом Урнаму. Среди развалин дворца Урнаму были обнаружены две головы из диорита, фрагменты из вояний эпохи Шульги и множества глиняных сосудов. Однако наиболее интересные памятники старины были обнаружены в Урё за 12 экспедиций. 1922-1934, которыми руководил Леонард Вули, один из выдающихся археологов. О замечательных открытиях Вули мы будем подробно говорить в последующих главах, а пока лишь отметим, что благодаря его изысканиям Ур поистине ожил, превратился в один из наиболее изученных городов древности. Если прежде археологи стремились как можно больше раскопать и изучить, то теперь перед ними возникла новая и может быть более сложная задача, уберечь от разрушения памятники старины. Вырванные у пустыни драгоценные реликвии, оказавшись без защитного покрова, каким являлся для них толстый слой песка, с ужасающей быстротой разрушаются под губительным воздействием солнца и дождей. Поэтому ученым приходится сейчас не только решать загадки прошлого, но и ломать голову над тем, как сохранить освобожденные от песка древние сооружения. Иногда предпринимаются попытки реставрировать отдельные здания, хотя строительный материал, применявшийся в древнем двуречии, чрезвычайно усложняет эти работы. Тем не менее реконструкция Зиккрата в Урё идет успешно. Группа иракских специалистов ведет наблюдение за тем, чтобы этот памятник шумерского зодчества был восстановлен максимально близко к его первоначальному виду. Раскопки ведутся также в ближайших к Уру населенных пунктах, Тёле-Ля-Бейде и Эреду. Руины древних городов, скрытые под песками курганов Абу-Шахрейн, неподалеку от Ура, заинтересовали еще Тейлора. Его внимание привлек многогорбый трапециевидный холм посреди мертвой пустыни, возвышающейся над окрестностями на 12 метров, со склонами, обращенными на четыре стороны света. Трудно поверить, что несколько тысячелетий назад здесь шумело море, а город располагался на берегах пресноводной лагуны, оставившей после себя единственный след, раковины речных улиток, которые сейчас находят в песке пустыни. В столице бога Энки, Эреду, Тейлор, он в то время не знал, в каком именно шумерском городе оказался, раскопал большого базальтового льва и остатки здания из плоско-выпуклого кирпича. Его внимание привлекли также развалины высокого сооружения, венчающего руины города. Несколько более тщательно обследовал Эреду Кэмпбелл Томпсон. Он нашел базальтового льва, частично уже засыпанного кочующими песками, раскопал основание лестницы, расположенной вдоль юго-восточной стены и ведущей на верхние этажи Зиккрата. Приехавший сюда через год Хал обнаружил кирпичи с печатью Амар Зуэна, третьего правителя династии Ура, и более древние, с печатью Урнаму. Хал раскопал также пять жилых домов, состоящих из нескольких строений и фрагменты двух городских улиц. На стенах домов сохранилась штукатурка, кое-где разрисованная широкими 7 см 5 мм, красными и белыми полосами. Пожалуй, нет другого места на земле, где условия работы археологов были бы так тяжелы, как в Эреду. Здесь почти беспрестанно неистоствуют песчаные бури, а когда ветер стихает, нещадно палит солнце. Холм хранит свои тайны в сердце безводной пустыни. Природные условия делают продолжительные археологические работы здесь почти невозможными, с сожалением писал в 1928 году. Стефан Лэнгдом, археолог, прекрасно знающий двуречие. Песчаные бури поднимаются внезапно, и через несколько мгновений становится совершенно темно. Песок образует сплошную стену, сквозь которую никакому, даже самому бывалому и знающему пустыню путешественнику не пробиться. Становится нечем дышать. Крупные острые песчинки проникают всюду, засоряют глаза, душат. Горе человеку, чьи нервы не выдержат такого натиска. Беда, если он, полузадушенный, попытается бежать. После того, как буря утихнет и песчаные вихри улягутся, он может оказаться так далеко от лагеря экспедиции, что без посторонней помощи будет не в состоянии вернуться к своим. Случалось, что затерявшихся, обессиленных людей обнаруживали только через много часов и далеко от Иреду, хотя до бури они находились в каких-нибудь 100 метров от основания холма. Но Иреду влечет к себе. В 1946-1949 годах. Здесь по поручению правительства Ирака работала группа иракских ученых. Наджаль Азиль, Фуат Сафар и Мухаммед Али Мустафа. В экспедиции принимал участие Сетан Ллойд. У Иреду было вырвано немало тайн. Но какой самоотверженности и твердости духа потребовало это от археологов. Казалось, все песчаные бури объединились против ученых. То, что вчера было раскопано, сегодня снова оказывалось под слоем песка. Песок не щадил и базу экспедиции. В борьбе с ним приходилось прибегать к помощи современной техники. Любопытна в этом смысле история базальтового льва. Более ста лет назад он был раскопан Тейлором, затем, спустя 70 лет, его вновь нашел Хал, а теперь иракские ученые обнаружили его под полутораметровым слоем песка. Напомним, кстати, что фрагменты такой же фигуры льва были найдены в двух километрах от Иреду. Каким образом очутились там обломки черного базальта, неясно. Может быть, их перенесли туда кочующие пески. Большинство ученых считают, что эти львы составляли пару, охранявшую вход в храм бога Энки в эпоху Третьей династии Ура. Судя по данным археологии, цари Третьей династии Ура строили в Иреду много и с размахом. Кирпичи с надписями Урнаму, Шульги и Амарзуэна говорят о том, что эти правители, разрушив старые здания, преступления, которого им не могут простить современные археологи, соорудили на их месте высокую, укрепленную каменной стеной платформу площадью 300 квадратных метров, а на ней уже возводили храмы. При помощи глубоких шахт археологи добрались до разрушенных шумерскими строителями более ранних культурных слоев. Снимая одно напластование за другим, исследователи дошли до слоя, отражавшего деятельность строителей эпохи Джимдет-Насраю Рука-4. Под ним находились еще более глубокие слои со следами строительных работ, что говорит о чрезвычайной древности всей постройки. Всего было вскрыто 17 слоев, представляющих собой последовательные этапы строительства храма в честь бога Энки. Что же касается населенности этого района, то следы деятельности людей обнаружены в 19 культурных слоях. На холме, расположенном в километре к северу от центральной платформы, Фуат Сафар раскопал два больших дворца, построенных из высушенного на солнце плоско-выпуклого кирпича. Наружные стены этих строений имеют толщину 2 метра 60 сантиметров, внутренние – 1 метр 30 сантиметров. Произведенные Сафаром измерения показали, что план резких дворцов, воздвигнутых в первой половине три тысячелетия, полностью совпадает с планом дворца Авкиша. В жилом районе были обнаружены прекрасно сохранившиеся стены одного из домов, даже своды над некоторыми дверными проемами, а размер окон легко угадывался. Сохранилось и большинство боковых помещений, окружавших центральный зал. В одном из них имелась лестница, которая вела на крышу. Из многочисленных мелких находок следует назвать глиняную модель парусника, почти идентичную серебряному кораблю из царских гробниц Ура. Найденная в развалинах дворца 16-сантиметровая алебастровая статуэтка мужчины напоминает фигуры на стеле Эанна Тума. На голове у мужчины высокий конусообразный шлем, глаза и оружие сделаны из перламутра и лазурита. К сожалению, на статуэтке нет надписи, указывающей, чье это изображение. Археологические раскопки в Эреду, продолжающиеся по сей день, полностью подтвердили догадку ученых о том, что этот город является одним из самых древних поселений в южной части долины двуречья, что именно здесь появились первые шумеры, здесь было их первое царство и отсюда они двинулись дальше, на север и восток, на завоевание всей долины Тигра и Ефрата. Эти сокровища притягивали словно магнит. Читатель, несомненно, обратил внимание на то, что между учеными, искавшими следы Месопотамской, а следовательно, и шумерской культуры, и даже между государствами, которые эти ученые представляли, в середине 19. Разгорелось соперничество за обладание как можно более обширной, богатой и уникальной коллекцией Месопотамских древностей. Это стало делом чести для музеев столиц крупных государств. Правительства и государственные музеи, проводившие научные исследования, охотно субсидировали археологические экспедиции. За сокровищами устремились дипломаты, военные и служащие компаний. Им удавалось собрать некоторое число исторических памятников и документов. Однако этот ажиотаж принес немалый вред науке, потому что участники экспедиции были заняты главным образом поисками таких предметов, которые могли произвести впечатление на публику. Характер ведения поисков в тот период, варварское обращение с бесценным археологическим материалом, слабость археологии как науки, отсутствие специалистов и разработанной методики исследований, всем этим можно объяснить то множество пробелов, которые существуют в наших знаниях о шумерах. В середине 19. В Лувре уже содержится множество памятников вавилонской и ассирийской культуры, привезенных в основном бота. Французские исследователи кружат по Месопотамии. Где только они не ведут поиски. Лишь в местах шумерских поселений они появляются довольно редко. Посетители музеев хотят видеть новые экспонаты. Правительство из соображений престижа, ведь это стало чуть ли не вопросом национальной чести. Охотно ассигнуют деньги. Ученые, занимающиеся проблемами языка, истории и культуры с нетерпением ждут новых текстов. В 1872 году. Французским вице-консулом в Басре был назначен страстный поклонник древности, археолог-любитель Эрнест Досарзек. Основываясь на данных оперта, который в 1851-1855 гг. прошел из конца в конец всю Месопотамию и ознакомился с районами, где велись археологические раскопки, Досарзек в качестве объекта для поисков выбирает холмы Тела, надеясь найти там нечто необычайно интересное. От своего приятеля-купца Асфара вице-консул немало слышал о статуях и кирпичах с надписями, которые местные жители находили в этих холмах. И все же, отправляясь в марте 1877 год. В сопровождении архитектора до Севеланжа в пустынные, никем по-настоящему не обследованные места, Досарзек не был уверен, он сам это подчеркивает, в правильности своего выбора. Однако счастье сопутствовало ему. Заручившись поддержкой местного шейха, Досарзек начинает копать и сразу же убеждается в том, что эти холмы действительно подлинные сокровищницы древности. Удачи следуют одна за другой. Город, где велись раскопочные работы, с упадком государства шумеров утратил свое значение, и в последующие эпохи здесь редко селились люди, поэтому уже под верхними слоями песка начинают попадаться старинные кирпичи с надписями, обломки сосудов, глиняные конусы, сплошь покрытые кленообразными письменами. А у подножия одного из холмов лежал фрагмент большой статуи, на плечах которой красовались искусно выполненные классические, по форме кленописные знаки. Эта находка и решила вопрос о месте поисков. Земля щедро раскрывает перед исследователями свои тайны, раскопки дают богатейший материал, но из-за жары и отсутствия воды в середине июня приходится прервать работы. Новый раскопочный сезон Досарзек открывает в феврале. За четыре месяца ему удается закончить раскопки дворца, обследовать фундамент платформы и изучить план города. В руинах обнаружен фрагмент каменной плиты, известной в науке под названием «Стелы Коршунов», и нижняя часть найденной в предыдущем сезоне статуи. Когда Докэбзеку стало известно, что этим изваянием всерьез заинтересовался Армустрасом, путешественник и археолог, ученик и друг Лоярда, он хотел вывести его. Но сделать это не удалось. Основание статуи оказалось слишком тяжелым. На следующий год в Телы приехал Расом и проработал там несколько недель. Он тоже не смог вывести статую, но в его руках оказалось множество табличек и надписи правителя Гудия. Кроме того, было сделано несколько пробных раскопов. Открытие Телы навсегда связано с именем Досарзека. Этот замечательный археолог вновь приехал туда в 1880 году. И в течение последующих 20 лет руководил десятью экспедициями, во время которых были найдены голова огромной статуи Гудия, семь его менее крупных скульптурных портретов, недостающие фрагменты с тела Коршунов и Анна Тума, множество статуэток и фигурок из бронзы. Докэбзеком были раскопаны величественные и великолепно отделанные храмы, жилые дома, архив, где хранились десятки тысяч табличек самого различного содержания, в том числе судебные протоколы, на основании которых было детально изучено шумерское законодательство. Раскопанные культурные слои раскрыли историю города и последовательные этапы его строительства. В нижних слоях кроме кирпичей и предметов домашнего обихода обнаружили изделия шумерских ремесленников первой половины три тысячелетия до нашей эры. Вскоре после того, как в тело начались археологические работы, ученые отождествили найденный город с шумерским лагашем. Сейчас легко говорить об этих находках, но чего они стоили до сорзеку? Конкуренты с завистью и неприязнью следили за его успехами. Не обошлось даже без интриг, была сделана попытка восстановить местное население против французской экспедиции. Но да сорзек, не только археолог, но и дипломат. С 1888 года. Он, консул, аккредитованный в Багдаде, не оставался в долгу у своих противников. Сломить его смогла только болезнь. В 1900 году. Да сорзек слег. И хотя после длительного лечения ему удалось ненадолго подняться, продолжать раскопки он уже не мог. Наука многим обязана да сорзеку. Обнаруженные им надписи дали возможность оперту, гейзии, а не доказать существование языка шумеров. На основе его материалов в результате систематических изысканий были подробно изучены отдельные периоды истории шумера, в особенности эпоха первого расцвета Лагаша. 24. До нашей эры. И второй расцвет этого города-государства. Шумерский ренессанс, годы царствования Третьей династии Ура, 21. До нашей эры. После до сорзека руководство работами в тело взял на себя Гастон Кросс. В 1903-1909 годах. Им были организованы четыре экспедиции, получены ценные материалы о шумерском зодчестве и обследовано кладбище под так называемым холмом М. В 1929-1931 годах. Анрида Женуяк дошел до культурных слоев, соответствующих эпохам Джимдед Насра, Урука и Эля-Бейда. В экспедициях Женуяка принимал участие Андре Паро, который впоследствии возглавил работы. Среди открытий Паро следует назвать гробницы преемников Гудя. Трудно перечислить все археологические открытия, благодаря которым стало возможно изучение языка, истории, культуры и быта народа и государства, на протяжении тысячелетий пребывавших в Забвении. Это заняло бы слишком много места. Поэтому назовем лишь некоторые настойчивости и энергии немецкого археолога Роберта Кальдивея, который вслед за Гильпрехтом больше года провел в Фаре, мы обязаны открытием города Шурупака, в руинах которого были найдены различные предметы и всевозможные таблички, в том числе содержащие списки богов, чиновников, перечнестроений и многое другое. Пожалуй, еще более значительным следует считать открытие, сделанное Кальдивеем тремя годами раньше. В 1887 году. Кальдивей начал раскопки двух холмов неподалеку от Тела. На выбор места работ повлияло то обстоятельство, что именно в районе Тела до Сарзеком были сделаны необычайно интересные находки. Под холмами блестелок Кальдивей надеялся найти не менее ценные памятники старины. Холмы Сургул и Эль-Хиба возвышались над пустыней более чем на 10 метров. Прорыв в Шургуле десятиметровую вертикальную шахту, археологи обнаружили захоронения, которые затем стали попадаться всюду, где бы они ни копали. Погребения выглядели необычно. В них покоились полуобуглившиеся останки, в большинстве случаев завернутые в циновке. Часть пепла и сожженных костей находилась в урнах. Рядом лежали топоры и пучки стрел, золотые украшения и изделия из глины. В сосудах хранились финики, зерно, маслины, вино. Гробницы разделялись проходами-улочками, настолько узкими, что по ним трудно было передвигаться. Было ясно, что археологи открыли город мертвых. Загадка Сургула до сих пор ждет разрешения. Более обильный материал дали раскопки холма Эль-Хиба. Здесь были раскопаны стены храма, в котором, по-видимому, воздавали почести повелительницы подземного царства Эрешкевель. Голова божества Эстюль Асмара. В числе важнейших археологических открытий следует назвать еще несколько. В 1902 году. Немецкий ученый Вальтер Андре открыл Уму. А в 1903 году. Адап, где впоследствии вели поиски другие археологи, в частности американцы Бинкс и Пирсон. В 1919 году. По инициативе уже известного нам по раскопкам Вурио Гео-Эр. Хала начались работы в Телле-Ля-Бейде, которые продолжаются и по сей день. Здесь были обнаружены следы наиболее древней месопотамской культуры. С 1925 года. Велись раскопки в Джимдет-Насре, где Стёффен Лэнгдон открыл материальные свидетельства более позднего по сравнению с эпохой Эля-Бейда, периода истории культуры Древнего Двуречия. В 1930-1936 годах. Американский ученый Генри Франкфорд при раскопках в Телле-Асмаре обнаружил руины Эшнуны. Позднее, в 1935-1937 годах. Он открыл Телле-Аграб. С недавнего времени датская экспедиция ведет исследование на одном из островов архипелага Бахрейн, который, по-видимому, был перевалочным пунктом на пути шумеров к берегам Тигра и Ефрата. Много тайн еще хранят пески месопотамской равнины. Но благодаря усилиям многих поколений следователей, ученых, искателей приключений и просто людей, глубоко интересующихся прошлым человечества, шагающих в одиночку, с рюкзаком за плечами или оснащенных современной техникой, бредущих наугад или вооруженных знаниями и опытом предшественников, благодаря труду десятков и сотен неутомимых археологов мы можем сегодня составить представление о том, что происходило в Двуречии 4-5 тысячелетия назад, можем подробно рассказать о царях и жрецах, о ремесленниках и крестьянах, о жизни и занятиях шумеров и о превратностях их судьбы. Глава 2. Крупица Тысячелетняя история. Человеку, побывавшему сегодня в Южном Ираке, в той его части, которую, словно две руки, с двух сторон обнимают Тигр и Ефрат, между 33 и 31 градусами северной широты, трудно поверить, что 5-6 тысячелетий назад здесь был один из самых многолюдных и, как полагают, самый цивилизованный уголок нашей планеты. Сейчас эти места, пустынные, с бесчисленными топами и болотами в поймах рек, выглядят в высшей степени неприглядно. Солнце с безоблачного неба излучает зной. Сильные ветры гонят тучи песка. Скудные дожди выпадают редко. Лишь на короткое время, весной, желто-бурая пустыня расцвечивается зеленью трав и яркой пестротой цветов. Угрюма эта земля. Однако именно здесь возник очаг цивилизации на земле, древнейшая из известных культур, древнейшая из открытых до сих пор государств. Древнейшее население двуречия. Данные археологии говорят о том, что в шести и пять тысячелетиях до нашей эры. Сначала в Северной, а затем и в Южной Месопотамии существовали оседлые поселения, жители которых занимались не только охотой, рыболовством и собирательством, но также земледелием. И в Северной и в Южной частях двуречий возникали как близкие друг к другу, так и существенно различающиеся между собой культуры. До нас дошли следы этих культур. Изделия из камня и глины, сосуды с характерным для каждой из них способом орнаментации, орудия труда, охотничье оружие, украшения, фигурки и статуэтки, отражающие древнейшие верования. Наши сведения о народах, которые некогда жили на этой территории, создавали здесь древнейшие культуры и основывали первые поселения, очень скудны. К числу наиболее древних поселений принадлежит открытое в 1948 году. Экспедиции Роберта Брейдвуда поселения в Калат-Джарма, возникшее, по-видимому, в 7 тысячелетия. Оно находилось приблизительно в 50 километрах к востоку от города Киркук, в северной части Месопотамской равнины, между реками Нижний Зад и Деяло. Брейдвуд и его сотрудники опубликовали материалы, из которых яствует, что Джарма было оседлым поселением. Так в эпоху неолита был сделан решающий шаг, переход от кочевого образа жизни к оседлости. Глиняных сосудов здесь не обнаружено, должно быть, их еще не умели делать. Зато найдено множество глиняных фигурок животных, благодаря которым стало известно, что жители Джарма уже одомашнили собак, свиней, коз и овец. Между камнями, служившими жерновами, сохранилось зерно. Однако, поскольку каменные мотыги не обнаружены, ученые полагают, что жители Джарма еще не умели обрабатывать землю, а лишь собирали дикорастущие злаки. Глиняные статуэтки богини-матери свидетельствуют о существовании уже зачатков религии. Методом радиокарбонного анализа, при помощи которого современная археология определяет возраст находок, установлено, что поселение в Джарма возникло не позднее 4750 год. До нашей эры. Через два года после открытия, сделанного Брейдвудом, неподалеку от Джарма было раскопано еще одно поселение подобного типа. Существует предположение, что жители Двурещи пытались вести оседлый образ жизни и в более ранние периоды. Об этом свидетельствуют, например, раскопки в Барда-Балка. Несколько более молодой по сравнению с культурой Джарма является культура Хасуна, получившая название от города Близмасула, открытого в 1943-1944 годах. Экспедиции Иракского музея. Здесь уже нашли и глиняные сосуды с расписным орнаментом, и каменные сельскохозяйственные орудия. Дома жителей Тель Хасуна вначале примитивные, из одного помещения, впоследствии расширяются. Двор окружают сразу несколько строений. Обнаруженные здесь орудия труда и предметы повседневного обихода свидетельствуют о том, что жители этого поселения быстро осваивали ремесло и искусство украшения сосудов. За короткое время они научились изготовлять большие глиняные сосуды для хранения зерна, складывать специальные печи для выпечки хлеба и многое другое. Подобные поселения обнаружены и в других районах Месопотамии, например в нижних культурных слоях Ниневии и Варпачи. Более того, предметы материальной культуры, найденные в поселениях, расположенных на большом расстоянии от Месопотамии, например в Сирии, тоже обнаруживают сходство с глиняными изделиями из Тель Хасуна. Эти пока еще весьма скромные и спорные свидетельства культурной общности, охватывающей пространство от Тигра до берегов Средиземного моря, безусловно, представляют одно из важнейших открытий послевоенного времени. Не следует забывать. Речь идет о каменном веке, когда человек еще не знает металла, мир вокруг дик и непонятен, лишь немногие участки земного шара заселены, а расстояние в 200-300 километрах представляется огромным и преодолеть его труднее, чем спустя 10-20 столетий тысячи километров, разделяющие страны с многочисленным населением. И тем не менее люди познают мир, завоевывают, заселяют новые территории, принося с собой традиции уже созданной ими ранее культуры. Все это необходимо помнить, чтобы понять процессы и события, связанные с появлением шумеров на берегах Тигра и Ефрата. Но пока еще шумеры не появились на Месопотамской сцене. Другие доисторические культуры возникают и расцветают в долине Двуречия. Населяющие этот район народы осуществляют очередной, после перехода от кочевого образа жизни к оседлости, скачок в развитии цивилизации и культуры. Кончилась эпоха неолита, представителями которой были жители Джарма и Тель-Хасуна. Около середины, пять тысячелетия народы Передней Азии вступают в Халкалит, Медно-Каменный век. Первые следы этой новой культуры мы находим в северной части Месопотамии, на берегах притока Ефрата, Хабура. Здесь, в Тель-Халафе, неподалеку от которого сейчас находится оживленная железнодорожная ветка Бейрут-Багдад, в 1911 году. Начал археологические раскопки барон Макс фон Оппенген. Это произошло спустя 12 лет после того, как местные жители сообщили ему о том, что, по их мнению, Тель-Халаф скрывает руины очень древнего поселения. Собираясь хоронить на холме покойника, они убрали верхние слои нанесенного ветром песка и наткнулись на каменные изваяния животных с человеческими головами. Испуганные люди в панике разбежались. Проведя несколько экспедиций перед Первой мировой войной в 1927-1929 годах, Оппенген добрался до самых глубоких слоев. Изумительной красоты расписные лепные сосуды, по мнению специалистов, являются наиболее совершенными из всех изделий подобного рода, выполненных в древности. Трудно представить себе, каким образом древним мастерам удалось добиться такой законченности формы без помощи гончарного круга. Сосуды изящно украшены черным и оранжево-красным орнаментом в виде геометрических фигур и изображений птиц, животных и людей, покрыты глазурью и обожжены в специальных закрытых печах при высокой температуре, благодаря чему напоминают изделия из фарфора. Такие же закрытые гончарные печи, в которых регулировалась температура, обнаружены в Каркинише, Тепекгавре и других доисторических поселениях. Печи, а также сходство самих гончарных изделий, найденных в этих поселениях, свидетельствуют о несомненной общности культуры и их жителей. Не будем подробно описывать бесценные сокровища доисторических эпох. Их немало находили прежде и продолжают находить. Постараемся, коротко, в общих чертах, рассказать о глубоком прошлом той страны, где спустя тысячелетия возникло царство шумеров. Археологические материалы свидетельствуют о том, что здесь имели место процессы, сыгравшие огромную роль в истории цивилизации. Здесь возникали, наслаивались друг на друга различные культуры, создавались все более многочисленные поселения, жители которых совершенствовали орудия труда, производили разнообразные изделия, умели обрабатывать землю и строить. Следы оседлой жизни этого древнейшего, архаического периода и истории Двуречья сосредоточены в северной части Месопотамской равнины. Нас же интересует главным образом ее южная часть, побережье Персидского залива, который в древности занимал гораздо большую территорию, простираясь на северо-запад почти на 120 километров. Воды залива подходили к Эреду, Толе-Ля-Бейду и Уру, а Тигр и Эфрат не сливались в одно русло при впадении в залив. Здесь, в местах появления на исторической арене шумеров, оседлые поселения стали возникать несколько позднее. При раскопках в Уре, которые велись после Второй мировой войны, в самых глубоких слоях были обнаружены следы поселений второй половины, пять тысячелетия. Существует некоторое сходство в отделке глиняных сосудов, найденных в ранних слоях Эреду, и сосудов из тель Халафа, но различий между ними значительно больше. Глиняные изделия обнаружены непосредственно над детственным слоем, то есть, над чистым песком. Точно такие же изделия встречаются в более поздних слоях, и лишь над шестым слоем к ним примешивается керамика другого типа, известная по раскопкам в тёле-ля-беде. В Эреду найдены не только сосуды, орудия, оружие и предметы повседневного обихода, но и руины небольшого храма, построенного из высушенного на солнце кирпича и относящегося к наиболее раннему периоду истории поселения. Этот храм, первый из четырнадцати, если не семнадцати доисторических святилищ, возводившихся один за другим на одном и том же месте следующими друг за другом поколениями зодчих, считается древнейшим в этом районе земного шара. В более поздних археологических слоях ученые наткнулись на следы жилых домов, хижин из тростника, снаружи и изнутри облепленных глиной. Тростниковые стены истлели, но их отпечаток на глине пережил тысячелетие, и сейчас можно видеть, как строили свои жилища древнейшие обитатели побережья Персидского залива. Поселение Тюлель-Абейт, некогда располагавшееся на берегу Ефрата, который сейчас изменил свое русло, возникло, по-видимому, на рубеже пять и четыре тысячелетий до нашей эры. Обнаруженные здесь глиняные зеленоватые сосуды украшены темно-коричневым плечерным геометрическим орнаментом. Изображения животных или людей в орнаменте встречаются редко. Зато в большом количестве найдены глиняные фигурки людей и животных. Эль-Абейтские сосуды выделывались вручную, иногда на медленно вращавшемся гончарном круге, приводимом в движение при помощи рук. Дома строились из тростника, обмазанного глиной, или из высушенных на солнце больших глиняных глыб. Мозаика из конусов не только украшала стены, но и предохраняла их от размыва дождевой водой. Тель Эль-Абейт, по-видимому, представлял собой большое и многолюдное поселение. На окраине Эреду, расположенного неподалеку от Эль-Абейта, раскопано кладбище. В могилах, а их больше тысячи, рядом с останками людей найдены обейские керамические изделия. Влияние обейской культуры простиралось далеко за пределы южной части долины Двуречи. Поселения с культурой такого типа, имеющие сходство не только керамических изделий и орудий, но и способов погребения, обнаружены в окрестностях Масуа. Ученые выявили признаки общности культуры Эль-Абейта и некоторых поселений, расположенных на Иранском Нагоре и даже в долине реки Инд. Эти наблюдения тем более важны и интересны, что имеются свидетельства контактов между жителями Тель Эль-Абейта и обитателями этих далеких районов земного шара. Так, в эпоху культуры Эль-Абейта население южной Масопотами изготовляло бусы из лазурита и украшения из зеленого полудрагоценного камня Амазонита. Эти камни в Двуречи не добывались, а возились. Амазонит – из центральных районов Индии или Забайкалия, а лазурит – из Центральной Азии. Следовательно, торговые связи древнейшего населения южной Масопотами были географически очень широки. На сцену выступают черноголовые. Большинство ученых утверждают, что именно в этот период, в эпоху расцвета культуры Эль-Абейта, то есть. Во второй половине четыре тысячелетия, в Масопотамии появляются шумеры, народ, который в более поздних письменных документах называет себя черноголовыми. Откуда и когда, в какую эпоху пришли шумеры, вот главное, трудное и, как утверждают многие исследователи, неразрешимая загадка. Мнения ученых по этим вопросам чрезвычайно противоречивы и совпадают теперь, пожалуй, лишь в одном. Шумеры, народ пришлый. Как происходило завоевание Масопотамии, откуда, когда, каким путем черноголовые пришли в двуречье и какова их роль в создании древнейших месопотамских культур. Чтобы раскрыть перед читателем всю сложность этой проблемы, прервем ненадолго рассказ об истории отдельных месопотамских культур и займемся вопросом о происхождении шумеров. Бесспорно одно. Это был народ, этнически по языку и культуре чуждый синицким племенам, заселившим Северную Месопотамию приблизительно в то же время или немного позднее. Говоря о происхождении шумеров, не следует забывать об этом обстоятельстве. Многолетние поиски более или менее значительной языковой группы, родственной языку шумеров, ни к чему не привели, хотя искали повсюду, от Центральной Азии до островов Океани. Проблема происхождения шумеров возникла сравнительно недавно. Еще в 20-е годы было принято считать, что шумеры исконные жители двуречья, творцы древнейших культур месопотами. Этой точки зрения придерживался, в частности, один из наиболее заслуженных исследователей истории двуречья, Генри Франкфорд. Казавшееся чересчур смелым утверждение американского ученого Э.А. Шпайзера, что шумеры появились в долине Тигра и Ефрата в эпоху более поздних культур, не было тогда поддержано авторитетными учеными. И лишь позднейшие раскопки дали дополнительный материал в пользу гипотезы Шпайзера, сделав ее более убедительной и увеличив число ее сторонников. Установить родственные связи шумерского языка с другими языками, как мы уже говорили, пока не удалось. Судить о расовой принадлежности шумеров тоже пока невозможно, поскольку имеющийся в нашем распоряжении антропологический материал недостаточен. Тем не менее Шарлотта Э.А.ТЕН на основании предварительного анализа останков из-за лябельских захоронений Вереда взяла на себя смелость признать шумеров кавказским народом. С этим весьма рискованным утверждением перекликается гипотеза Виктора Христиана, пытавшегося найти сходство между шумерским и кавказскими языками. Тот факт, что в древнейшую эпоху на территории Месопотамии существовали культуры различного типа, как сходные, так и не похожа одна на другую, бесспорно, означает, что здесь жили различные группы народностей. Высокоразвитая культура в этом районе явилась в известной степени итогом общих усилий обитавших здесь племен и народностей, хотя в своей окончательной форме сложилась главным образом под влиянием наиболее сильной этнической группы – шумеров. Многое говорит за то, что шумеры пришли в Месопотамию с юга, со стороны Персидского залива. Необходимо отметить, что большинство известных нам древнейших городов шумеров имеют нешумерские названия. А поскольку эти города возникли в глубочайшей древности, напрашивается вывод, что нешумерские названия – это названия дошумерские. Таким образом, у нас появился еще один довод, подтверждающий гипотезу о вторжении иноязычного народа на территорию, издавна заселенную племенами со своей собственной языковой традицией. Все это дает основания для самых противоречивых предположений. Отни ученые утверждают, что в Месопотамию пришел народ, принесший с собой чрезвычайно высокую цивилизацию. Другие считают, что завоеватели представляли собой примитивную, но агрессивную этническую группу, которая, покорив новую страну, позаимствовала культуру исконных жителей, обогатив ее элементами собственной, и довела эту культуру с течением времени до наивысшего расцвета. Попытки реконструировать древнейшую историю шумеров не помогли отыскать их родину. Возможно, это было Иранское Нагорье, или же далекие горы Центральной Азии, или Индия. Большинство аналогий, по христиану, тянется к Тибету и Осаму. В своих рассуждениях ученый опирается на труды Георга Бушана о тибетоберманской культуре и ее близости к другим первобытным культурам, а также на гипотезу, согласно которой тибетоберманцы пришли в Азию еще в эпоху Неолита, по-видимому, с островов Южных морей. Предположение о том, что шумеры пришли в двуречье морским путем, волнует умы многих ученых. Об этом мы будем говорить дальше. Пока же остановимся на фантастически смелой идее христиана о параллелизме Тибет, шумер, идея, основанной главным образом на сопоставлении обычаев населения этих районов земного шара. Гипотезу христиана поддерживает польский лингвист Ян Браун, считающий, что шумерский язык имеет много общего с языками тибетоберманской группы. Коль речь зашла о гипотезах, приведем еще одну, с большой осторожностью сформулированную английским ученым Гэдом. Его заинтересовало утверждение ряда исследователей об одновременном появлении. Приблизительно в первые века три тысячелетия до нашей эры. В Египте и шумере некоторых сходных обычаев и элементов культуры. Исходя из того, что между шумером и Египтом уже в очень раннюю эпоху существовали контакты, в чем нам еще предстоит убедиться, можно было бы предположить возможность миграции шумеров морским путем и таким образом объяснить одновременное появление одинаковых и загадочных нововведений в культуре и обычаях обеих стран. Шумеры, достигшие в начале Персидского залива, а позднее берегов Красного моря, могли прийти из Индии, неся с собой, например, культуру Кули Южного Белуджистана или культуру какого-либо другого района Юго-Восточной Азии. Гипотеза Гэда, названная им фантазией и сформулированная, как мы уже говорили, с большой осторожностью, звучит однако, так же заманчиво, как многие другие предположения. Но пересказ последних занял бы здесь слишком много места и окончательно запутал бы читателя, которому и без того ясно, насколько сложна и трудно разрешимо рассматриваемая нами проблема. Оставим на время поиски родины шумеров, подождем, пока сами ученые найдут верное решение, и подведем итоги тому, что нам сейчас известно. По всей видимости, страна, откуда пришли шумеры, находилась где-то в Азии, скорее всего, в горной местности, но расположенной таким образом, что ее жители смогли овладеть искусством мореплавания. В этом мнение большинства исследователей более или менее совпадают. Свидетельством того, что шумеры пришли с гор, является их способ постройки храмов, которые возводились на искусственных насыпях или на сложенных из кирпича или глиняных блоков холмах-террасах. Едва ли подобный обычай мог возникнуть у обитателей равнин. Его вместе с верованиями должны были принести со своей прародины жители гор, воздававшие почести богам на горных вершинах. И еще одно доказательство. В шумерском языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Мнение ученых относительно того, каким путем шумеры пришли в Месопотамию, в основном тоже совпадает. Если они, как предполагают некоторые исследователи, действительно спустились с Иранского Нагорья или пришли из более отдаленных горных районов, их путь пролегал через Индию, к морю, а оттуда на запад. Может быть, до них дошли слухи о стране на берегу моря, между устьями двух рек, или они просто плыли наугад в поисках земель, где можно поселиться. Итак, многое говорит за то, что шумеры пришли в Месопотамию морским путем. Во-первых, они прежде всего появились в устьях рек. Во-вторых, в их древнейших верованиях главную роль играл Энки, мудрый, добрый бог, чей дом, Абзу, находился на дне океана. И, наконец, едва поселившись в двуречье, шумеры сразу же занялись организацией ирригационного хозяйства, мореплаванием и судоходством по рекам и каналам. Как же все это было? Весла с силой ударяются о воду. Море кроткое, тихое, ласковое. Вдали вырисовывается затянутая мглой линия берега. Не там ли, в этой дымке, совсем уже близко земля, которую они искали столько мучительных дней. Вода меняется, теперь она уже не такая прозрачная, но и не такая соленая. Грибцам становится труднее работать лёслами. Они грибут против течения. Вода несет с собой ил и делает менее соленой морскую воду. Огромные лодки с людьми и их добром тянутся длинной вереницей. Измучены грибцы, устали их жены и дети. Много дней прошло с тех пор, как они покинули гостеприимный остров, который в воображении их потомков превратится в райский остров Дильмун. Может быть напрасно они уехали оттуда. Может быть, надо было там построить свои жилища и остаться навсегда. В лодках немало людей, которые ропщут, жалуются на злую судьбу, на трудности путешествия, на своих вождей. Но если они хотят достигнуть цели, они должны подчиняться приказам, держаться вместе и терпеливо сносить невзгоды, голод, жажду, усталость. Впрочем, кто знает, что их там ждет. Каких людей, каких животных они встретят, какие трудности им предстоит преодолеть. Пресная вода живым потоком вливается в морскую гладь, это надежда. Сильнее налечь на весла. Дно лодки врезается в речной ил. Первым на берег сходит жрец. Он приносит жертву доброму богу, который привел их сюда, и во имя этого бога принимает во владение неведомую землю, чтобы усталые путешественники могли жить на ней и трудиться во славу бога и к его радости. А как все это происходило на самом деле? К сожалению, мы не знаем, откуда пришли шумеры и сколько их было. Для того чтобы продемонстрировать читателю, сколь противоречивы бывают порой позиции ученых, приведем еще одну гипотезу. Ее автор, выдающийся чешский ассериолог Б. Грозный. В 1943 году. Грозный опубликовал работу, в которой высказал предположение, что миграция шумеров в Месопотамию осуществлялась двумя волнами и что пришли они из Центральной Азии или даже с Ближнего Востока через Центральную Азию. Первая волна, по его мнению, прибыла на место в эпоху Эль-Абидда, вторая, на несколько сот лет позднее, в эпоху Урока. Вопросы, на которые нет ответа. Воздержимся от дальнейшего нагромождения гипотез, теории точек зрения, потому что предполагать можно все что угодно, хотя древние шумеры, как сказал один из специалистов, не могли одновременно жить повсюду и внезапно появиться в Месопотамии только для того, чтобы спустя пять тысяч лет дать заставить ученых ломать над этим голову. Остановимся на наиболее распространенной точке зрения. Первые шумеры, появившиеся в Месопотамии, составляли небольшую группу людей. Думать о возможности массовой миграции морским путем в то время не приходится. Обосновавшись в устьях рек, шумеры овладели голодом Эреду. Это был их первый город. Позднее они стали считать его колыбелью своей государственности. По прошествии ряда лет шумеры двинулись вглубь Месопотамской равнины, возводя или завоевывая новые города. Этот пришлый народ подчинил себе страну, не вытеснив этого шумеры просто не могли, местного населения. Напротив, они восприняли многие достижения местной культуры, и то, что мы сегодня называем шумерской культурой и цивилизацией, безусловно является общим достоянием многих народов, обогащенным и развитым пришельцами, создавшими в двуречи большое и могущественное государство. Спор ученых, от них не оконченный, о времени появления шумеров в Месопотамии непосредственно связан с вопросом о доле их участия в формировании месопотамских культур. Мы уже говорили о различных точках зрения на этот счет. В настоящее время на основе археологических материалов принято считать, что, придя в Месопотамию, скорее всего это произошло в эпоху Эля-Бильда, шумеры застали здесь высокоразвитую культуру. В этом мнение большинства ученых совпадают. Что же касается дальнейших событий, то о них высказываются самые противоречивые суждения. Некоторые исследователи утверждают, что с приходом шумеров начался период упадка, оскудения культуры, обусловленной насильственной ломкой обычаев, традиций, техники и прочее. Предположение о насильственном уничтожении культуры Эля-Бильда, на смену которой пришли культуры Урука и Джимдет Насра, созданные одними шумерами или, возможно, при их активном участии, в последнее время решительно оспариваются сторонниками теории мягкого завоевания и сплава культур в Месопотамии. Нельзя не отметить, что все эти рассуждения не имеют под собой твердой почвы, так как основаны лишь на анализе гончарных изделий. Сравнивая форму, способ изготовления, характер отделки и орнаментации этих изделий и прочее. Ученые определяют последовательность возникновения отдельных культур и их взаимозависимость, хронологию тех или иных явлений, делают выводы о том, какая из двух культур, столкнувшихся в определенный период, одержала верх и подчинила себе другую. Это далеко не новая методика не может считаться бесспорной. И все же, поскольку наука не располагает более совершенными методами датировки событий и явлений столь отдаленной эпохи, приходится довольствоваться тем, что есть. Это одна из причин того, почему исследователи так часто меняют свои суждения. Земля открывает нам все новые тайны, которые заставляют нас пересматривать прежние взгляды. В результате сдвигается хронология, появляются народы, да то ли неизвестные, считавшиеся более поздними или более примитивными. Археологический материал, обнаруженный в нижних слоях Эреду, Эля Бильда и Ура, позволяет восстановить не только древнейшую, доисторическую стадию жизни гипотетических шумеров, но и более поздние культурные периоды, периоды Урука и Джимдет Насра. Ж. ААЦ в своем опубликованном в 1960 году. Труде, подоистории Эреду и Ура решительно отстаивает мысль о преемственности керамики доисторических эпох. Изучив большое количество гончарных изделий, исследовательница установила общность ряда декоративных мотивов и тому подобное. Тем самым доказав преемственность культур начиная от эпохи Тёли Эля Бильда. Не менее убедительным доказательством следует считать общие для отдельных культур, начиная с культуры Эля Бильда, особенности культовых сооружений. Центральный двор-святилище, окруженный вспомогательными помещениями. Стоящий свободно жертвенный стол. Предметы культа, закопанные поблизости от алтаря. Украшения на фасадах храмов. Храм, раскопанный в шести слоя. Эреду, мало отличается от храма эпохи Урука, построенного несколькими столетиями позднее. Культура Эля Бильда имеет и другие общие черты с культурами, которые принято считать доисторическими, шумерскими. Это ритуальные сосуды, принесение рыбы в жертву богам, терракотовые кадильницы, использование символа змеи. Проблема храмового зодчества заслуживает особого внимания. А адс утверждает, что обнаруженный в шести слоя Эреду храм стоял на платформе, под которой видно не менее пяти прямоугольных сооружений, образующих ступени той же платформы. Воздвигая новый храм, жители Эреду не только использовали развалины старого, но и поднимали уровень платформы так, чтобы стены старого храма оказались в пределах нового сооружения. Это заставляет думать о существовании устойчивых религиозных верований и о том, что последующее поколение стремились уберечь от разрушения и сохранить более ранее культовые здания. Трудно предположить, пишет адс, что традиция сохранила бы местоположение храма, его культовое назначение и архитектурную форму начиная с эпохи Эля-Беда вплоть до шумерских времен, если бы в течение этого периода произошли сколько-нибудь существенные изменения в структуре народа. Возвращаясь к анализу керамики, исследовательница с особой настойчивостью подчеркивает отсутствие каких-либо следов иноземного вторжения или изменений, которые нельзя было бы объяснить нормальным и естественным развитием культуры. Таким образом, один из основных аргументов в пользу отсутствия преемственности культур двуречия, резкое изменение стиля керамических изделий, оказывается ошибочным, основанным на ложных предпосылках. Аналогичное суждение высказал выдающийся археолог, много времени и труда посвятивший изучению культуры и реду, Сетон Лоид. Отрицательного мнения о теории резких перемен придерживается и Палис, которому значительно больше импонирует концепция преемственности керамики и других элементов культуры. На той же позиции стоит иракский археолог Беном Абу Эссоов, руководивший растопочными работами в районе Самары, где несколько лет назад было обнаружено доисторическое поселение Телес-Саон. Итак, поиски более ранних следов пребывания шумеров в Месопотамии снова зашли в тупик. Казалось, побеждает мнение, согласно которому они появились здесь в конце эпохи Эля-Бида. Утверждение о более позднем приходе шумеров в двуречии, в эпоху Урука или даже Джиндет-Насра, звучат все реже. Но на основе нового археологического материала и после тщательного пересмотра старого рождаются новые гипотезы, новые предположения. Проследим за дальнейшим ходом размышлений ац, тем более что они касаются проблем, которые в данный момент интересуют нас больше всего. Происхождение шумеров и их приход в Месопотамию. Исследовательница считает эти вопросы нерешенными, хотя и допускает возможность прихода шумеров с Иранского Нагорья. Прежде всего, по ее мнению, остается открытым вопрос о том, как соотносятся культуры Эреду и шумера. Вполне возможно, что наиболее глубокие пласты Эреду не являются древнейшими. Того же мнения придерживаются Сетон Ллойд, Фуат Сафар и другие. И под болотами, под слоем чистого, принесенного во время разливов Рек Песка ждут своих исследователей еще более древние поселения. Ш. Аац воздерживается от окончательных выводов и высказывается весьма осторожно, называя свои суждения предположениями, догадками. Из ее предположений следует, что в эпоху Эля-Бида шумеры не были однородными с этнической, не скультурной точек зрения. Для этого времени скорее можно говорить о культуре, которая лишь позднее в результате смешения и ассимиляции стала однородной. Это сосуществование разнородных элементов нашло отражение и в керамике, и, что более важно, в разнообразии способов погребения умерших в Урео и Реду в эпохе Эля-Бида и Урука. Различные позы покойников, от вытянутой до согнутой наподобие эмбриона, возможно, связаны с различиями в представлениях о смерти и загробной жизни или с обычаями, исчезнувшими в более поздний период в процессе формирования общей, единой для данного народа культуры. Можно как-то объяснять эти перемены, но утверждать, будто на место одного народа со сложившимися верованиями и обычаями пришел другой, опрометчиво. Что касается шумеров, то она не принимает теорию сосуществования и последующего слияния доисторических месопотамских культур, в результате чего образовалась культура шумеров. Не удовлетворяет ее и концепции иноземного происхождения шумеров. Факт вторжения, даже если считать, что оно произошло в эпоху культуры Эреду или Элябидда, представляется ей маловероятным. Ш. ААДС допускает, что в формировании обейцко-шумерской культуры ведущую роль могли сыграть племена, жившие среди болот на юге Месопотамии. Пользу этого предположения говорит традиция жертвоприношений, совершавшихся в храмах Эреду и более поздний период в Лагаша. Археологический материал, найденный при раскопках в храмах Эреду и Лагаша. А по последним данным, и в других городах-государствах, свидетельствует о том, что жители Месопотамии приносили в жертву богу энки не зерно или мясо, что было бы естественно для земледельцев и скотоводов, а рыбу. Впрочем, не одна ж. ААДС обратила внимание на это обстоятельство. В последние годы в ряде исследований сообщается о распространенности в шумерском искусстве мотива рыбочеловека. Это может быть слишком пространное отступление, посвященное предположениям и размышлениям ж. ААДС, еще раз показывает, в каком лабиринте блуждают специалисты-шумерологи, жаждущие отыскать про родину шумеров. Читателя, который надеялся найти в этой книге однозначный ответ на вопросы, когда и откуда шумеры пришли в Месопотамию, ждет такое же разочарование, какое постигло автора несколько лет назад, когда он начал искать его в десятках книг и сотнях научных публикаций. Кажется, с Н. Крамер, неутомимый исследователь и популяризатор знаний о шумерах, в одном из своих докладов сказал. Что касается происхождения шумеров, то мы знаем только то, что мы ничего не знаем. Если же мы станем на ту точку зрения, что шумеры действительно пришли в Южную Месопотамию из какой-то другой страны, нам придется признать, что этот народ, прибывший скорее всего морским путем, был жизнеспособный и энергичный, с жадностью впитавший культуру местного населения и, в свою очередь, щедро обогативший его своими собственными культурными достижениями. Что он появился, по-видимому вначале на юге Двуречья и закрепившись на берегах Персидского залива, двинулся на завоевание всей страны. Что все это произошло не позднее второй половины четыре тысячелетия, ибо к началу три тысячелетия в Месопотаме уже появились культуры, признанные шумерскими. Это были культуры Урука и Джимдет Насра, ими заканчивается архаическая стадия культурной жизни Месопотамии и открывается история государств шумеров. Периоды культуры Урука и Джимдет Насра, по мнению Хартмута Шмёкеля, охватывают трехтысячного, две тысячи шестисотого годов. До нашей эры. Однако хронология, в особенности относящаяся к истории шумеров древнейшего периода, крайне точна и является еще одним предметом споров ученых. Условимся считать конец четыре тысячелетия началом истории шумера. К сожалению, письменные документы этой эпохи еще не подаются полному прочтению. Реконструкция этих эпох опирается, главным образом, на археологический материал. Все началось в Эреду. Вот что гласит царский список. После того, как царственность не зашла с небес, Эреду стал местом царственности. В этом городе, расположенном на берегу пресноводной лагуны, у самого Нижнего моря, Персидский залив, собрались усталые путешественники. Захватив город, они не разрушили его. Он служил им перевалочным пунктом. Записанный через несколько веков миф рассказывает, что здесь находился дворец бога Энки, воздвигнутый на дне океана. Ни один бог, кроме Энки, не имел туда доступа. В первозданном океане построил добрый Энки город Эреду и вознес его над поверхностью вот так, что он засиял, подобно высокой горе. Омываемый пресными водами, этот город являлся собственностью бога Энки, который охранял его и его жителей. Это был священный город. Паломники продолжали посещать его и после того, как в небесной иерархии произошли перемещения и бог Энки отошел на второй план, уступив первенство своему брату Энвелю. На протяжении нескольких веков жители Южной Месопотамии строили здесь святилища. Ишумеры воздвигли в этом месте свой первый храм, пока еще небольшой и скромный, не отличавшийся несовершенством архитектуры, не богатством украшений. Необычная судьба выпала на долю расположенного поблизости от Эреду Эля-Бейда, где имелся старинный храм и где, как предполагают археологи, было запрещено находиться простым смертным. По всей видимости, здесь жили только жрецы, обязанные заботиться о храме и принимать на вечный покой знатных людей из Эреду, Ура и других городов. Судьба этого города, погребенного под холмом Эля-Бейд. Его шумерское название не установлено, по мнению некоторых ученых, свидетельствует о резких переменах, происшедших после вторжения шумеров в его хозяйственной и общественной жизни, но, однако, не коснувшихся его религиозных традиций. По-видимому, напуганные вторжением автохтоны бежали из города, и он остался без жителей, но завоеватели отнеслись с уважением к традиционным верованиям исконного населения. Путь продвижения шумеров на север точно неизвестен. В упоминавшемся уже царском списке перечислены города Баттибира, Ларак, Сипар, Шурупок, которые после Эреду и Допотопа являлись столицами шумера. Археологические раскопки в этих городах пока еще не дали достаточного материала для изучения древнейших периодов истории шумера. А поскольку реконструкция событий той эпохи возможно только на основе археологического материала, нам придется отказаться от намерения следовать за шумерами по пути их предполагаемой экспансии и ограничиться теми данными, которые имеются в нашем распоряжении. Итак, перенесемся в шумерский город Урук, библейский Ирех, неподалеку от которого сейчас находится населенный пункт Варка. Археологические исследования, проводившиеся здесь преимущественно немецкими экспедициями, выявили, что на рубеже 4 и 3 тысячелетий на этом месте было крупное поселение. Поскольку здесь были обнаружены остатки архитектурных сооружений и характерные для целой эпохи изделия, период, к которому они относятся, назвали периодом культуры Урука. Хотя Урук, о котором мы еще не раз будем говорить, расположен приблизительно в 75 километрах к северо-западу от Эреду, в царском списке фигурирует не на первом месте, его раскопки, в особенности и в выслое, говорят о том, что этот город очень рано стал играть роль одного из главных политических, экономических и религиозных центров шумера. Археологический материал свидетельствует также о стремительности, с какой росли культура и могущество государства шумеров. Раскопанный среди развалину Урука небольшой участок мостовой из необработанных известняковых блоков представляет собой древнейшее каменное сооружение Месопотамии. Здесь же обнаружено древнейшее, если не самое древнее, искусственное возвышение, на каких вдву речи строились храмы. Стоявший на нем храм Бога Она, сложенный из известняковых блоков, археологи назвали белым святилищем. Внушительные размеры. 80 на 30 метров, совершенство архитектурной формы, сводчатые ниши, обрамляющие внутренний двор с жертвенным столом, стены, ориентированные на четыре стороны света, лестницы, ведущие в алтарь, все это делало храм настоящим чудом архитектурного искусства даже в глазах искушенных археологов. Храм Бога Она не единственное крупное культовое сооружение столь ранней эпохи Уруке. Комплекс храмов, названный шумерами Иоанны и посвященной богине Инанне, культ которой в этих местах со временем вытеснил культ Бога Она, ненамного моложе. Так называемый храм Де в этом комплексе, имевший 80 метров в длину и 50 метров в ширину, с двором в форме буквы Т в центре и стройными колоннами, еще одно воплощение архитектурного гения шумеров. В шумерских храмах имелись десятки помещений, в которых жили со своими семьями князья-жрецы, инси, правители, державшие в своих руках верховную светскую и духовную власть, жрецы и государственные чиновники. Здесь же располагались административно-хозяйственные учреждения города и храма. Другие шумерские города той эпохи с точки зрения материальной культуры и архитектуры мало отличались от Урука. В центре каждого из них на искусственной платформе возвышался храм в честь Бога-покровителя, владыки и повелителя города, всюду тот же метод укладки с тем, такие же ниши и свободно стоящий жертвенный стол и прочее. Тождество материальной культуры, религиозных верований, общественно-политической организации различных шумерских городов-государств не подпежит сомнению. Однако это от них не доказывает их политической общности. Напротив, скорее можно предположить, что с самого начала экспансии шумеров вглубь Месопотамия возникло соперничество между отдельными городами, как вновь основанными, так и завоеванными. Сохраняя культурную и религиозную общность, а также тождественную хозяйственно-политическую структуру общества, шумеры вместе с тем создали из отдельных городов самостоятельные, нередко жестоко враждующие между собой государства. Отголоски этих войн, которые велись еще на заре истории шумера, дошли до нас в строках эпических поэм, сложенных в более поздние века, когда описываемые в них события превратились в легенды, а живые люди, в богоподобные существа. Однако отложим на время вопрос о соперничестве между городами-государствами и об их общественно-политическом устройстве и вернемся к материальной культуре той эпохи. Непрекрасные сосуды и невеликолепная архитектура. Мы поговорим о них позже, привлекают особое внимание исследователей, а возникшая в это время письменность. Именно в тех культурных слоях у рука, о которых идет речь, были обнаружены первые таблички с пиктографическим письмом. В Эрмитаже хранится один из древнейших памятников письменности, плитка с пиктографическими значками, высеченными, как полагают советские ученые, около 2900 года. До нашей эры. В настоящее время в музеях Европы, Азии и Америки имеется уже около четверти миллиона шумерских табличек и фрагментов. Изучена и обследована лишь небольшая их часть. Известно, что по крайней мере 95% этих документов представляют собой тексты хозяйственного содержания. Описи инвентаря, счета, расписки, отчеты, сведения о жертвоприношениях и храмовом имуществе. На этом основании ученые пришли к выводу, что письменность в шумере возникла в связи с хозяйственными потребностями и особенностями экономики. Шумерские города-государства нуждались в точном учете всех материальных ценностей, расходов и доходов. Появившаяся благодаря достаточно прозаическим, будничным потребностям шумерская письменность быстро прошла несколько фаз развития и довольно скоро заметно усовершенствовалась. Первоначальные рисунки предметов, малопригодные для обозначения сложных понятий, были заменены значками, передававшими звуки речи. Так возникло фонетическое письмо. Древнейшие таблички, в большом количестве найденные в так называемом слое УРУК-4 представляют собой пиктограммы, изображающие человека, части его тела, орудия и прочее. Эти слова говорят о людях, о животных и растениях, об орудиях и сосудах и так далее. Из них мы узнаем, что у шумеров были пауги, повозки, корабли, вазы на полозьях, различные орудия и утварь. Позднее пиктограммы стали заменяться и диаграммами, смысл которых не совпадал со значением рисунка. Знак ноги, например, стал обозначать не только ногу, но и различные действия, связанные с ногой. Первоначально таких значков, в которых уже нелегко было разгадать прототип картинку, насчитывалось около двух тысяч. Очень скоро их число сократилось почти на две трети. Одним и тем же знаком стали передавать одинаково звучавшие или однокоренные слова. Например, слова, обозначавшие орудия пахоты и пахоту. После этого уже оставалось сделать всего один шаг, чтобы знаки приобрели чисто звуковое значение, возникло слоговое письмо. Однако ни шумеры, ни народы, заимствовавшие у них систему письма, не сделали следующего шага, не создали алфавитного письма. Создали шумеры и систему исчисления, десятиричную и шестидесятиричную. При помощи соответствующих символов они научились обозначать как очень большие величины, как и самые малые дроби. Мягкой, пластичной глины было сколько угодно под руками. Под лучами солнца она быстро высыхала, превращаясь в камень. Не было недостатка и в тростнике, из которого делались палочки для письма. Может быть, этим объясняется страсть к письму, так владевшая шумерами, да и их преемниками в Месопотамии. Шумерские песцы выдавливали клинописные знаки вначале на небольших. 4-5 см в длину и 2 см 5 мм в ширину, и пузатых глиняных табличках. Со временем они становятся крупнее. 11 на 10 см, и более плоскими. Попытки хотя бы приблизительно датировать время возникновения письменности у шумеров ведут к таким же запутанным и ожесточенным спорам, как и вопрос об их происхождении или времени появления в Месопотамии. Предметом дискуссии является, например, датировка упомянутого выше письменного документа, камня с пиктографическими знаками. Однако, поскольку в археологических слоях, относящихся приблизительно к 2900 году. До нашей эры. Мы уже находим много табличек с идеографическим письмом вместо рисуночного, можно сделать вывод, что с момента возникновения древнейших записей прошло по меньшей мере 200-300 лет. Заметен, кстати, что вокруг этой проблемы родилось множество малоубедительных и даже фантастических гипотез. Если допустить, что письменность шумеров не могла развиться за слишком короткий срок, а они пришли в Месопотамию незадолго до эпохи Урука, то возникает предположение, что шумеры владели искусством письма еще на своей прародине. Такая гипотеза существует. Может быть, они писали вначале на дереве, а позднее, уже в Месопотамии, лишившись этого пищевого материала, нашли новый, глину. Едва ли стоит сомневаться в существовании определенной зависимости между широко распространенными в шумере цилиндрическими печатями и пиктографическим письмом. Встречающиеся уже в ранних археологических слоях и еще не слишком многочисленные в период Урука 4, эти печати в период Джим Дед Насра получили самое широкое распространение. В них воплотились великолепный художественный вкус и замечательное мастерство шумерских резчиков. Цилиндрические печати периода Урука имеют 8 см в высоту и 5 см в диаметре. Отиск такой печати длиной 16 см рассказывает нам сейчас об очень многом. Здесь и картины быта, и отголоски давно забытых верований. Через 50 веков мы находим запечатленное в камне дыхание той эпохи. Археологический материал, относящийся к этому времени, необычайно богат и выразителен. Благодаря ему ученые смогли с большой достоверностью восстановить внешний облик шумерских городов-государств, их хозяйственно-политическую структуру, занятия жителей и религиозное верование. Раскопки рассказывают о том, как набирало мощь государство шумеров, как развивались их ремесло, торговля, зодчество. Поражает и восхищает темп культурного и экономического развития шумера. Как мало понадобилось времени, чтобы вместо ослепленных глин и тростниковых хижин появились огромные постройки, чтобы безжизненные затопляемые во время разливов рек или, наоборот, безводные и пустынные районы превратились в цветущие сады, поля и луга, изрезанные сетью ирригационных каналов, которые служили также и для судоходства. Даже при самом беглом обзоре достижений шумеров в области материальной культуры в эпоху урука поражаешься необычайной жизнеспособности этого народа и многообразию его талантов. Это был народ строителей, художников, хороших организаторов и так далее. Экспансия шумеров, отголоски которой запечатлены в позднейшем эпосе, вела на север. Соперничавшие между собой города-государства всячески старались укрепить свою мощь. Процветает торговля, растет сеть ирригационных каналов, расширяются площади орошаемых земель, развиваются религиозные культы, один из важнейших элементов духовной жизни шумеров, считавших, что люди созданы богами и являются их собственностью, а поэтому должны служить богам и умножать их богатство и благосостояние. Шумерские города-государства ревниво оберегают свою территорию, независимость, внимательно следят за успехами друг друга, готовы в любой момент напасть, захватить, подчинить. То и дело вспыхивают войны за власть. Предпринимаются даже попытки захватить господство над всем шумером, в чем мы убедимся позднее. За короткое время после вторжения в двуречье в социальной структуре шумерского общества произошли кардинальные перемены. В эпоху Урука это было уже общество, разделившееся на богачей и бедняков. Этому древнейшему классовому обществу, по-видимому, было не чуждо примитивное рабство. Урук, год 2900 до н.э. Что представлял собой шумерский город-государство Урук 2900-х годов до н.э. Посмотрим на этот город. Который, по-видимому, именно в это время захватил гегемонию над всем шумером и сделался подлинным центром страны, глазами немецкого ученого Хартмута Шмекеля, который в книге Ур. Осирия и Вавилон нарисовал такую картину. На долину Ефрата опускаются короткие сумерки. С лугов, покрытых зеленой, сочной травой, возвращаются храмовые стада. Их погоняют ноги и пастухи. Медленно бредут сытые, отяжелевшие животные. Лишь молодняк, шаловливые козлята и ягнята, нарушает чинный строй. Да чего хороши стада. Вдоволь будет молока, много шерсти отнесут работники на склады храма, когда наступит время стрижки. Немало потрудятся и пряхи, работающие в храмовых мастерских. Овцы, козы, коровы входят в широкие ворота у рука. Их гонят в хлева и овчарни храма и нанны. Сейчас пастухи поручат стадо скотникам, а сами пойдут на склад за ежедневной порцией хлеба и пива. На улицах города, в жилых районах, движение, шум, суета. Кончился знойный, душный день. Настала пора долгожданной вечерней прохлады. Вдоль глухих глиняных стен, однообразие которых нарушают лишь небольшие проемы, ведущие внутрь домов, возвращаясь из своих мастерских в храме, шагают кузнецы и гончары, оружейники и скульпторы, каменщики и резчики. Женщины несут воду в высоких кувшинах. Они спешат домой, чтобы поскорее приготовить ужин для мужей и ребятишек. Тут и там в толпе прохожих можно увидеть воинов. Медленно, словно боясь уронить свое достоинство, идут по улице жрецы, дворцовые чиновники, песцы. Нарядные модные юбочки делают их заметными в толпе. В социальной иерархии они стоят значительно выше ремесленников, работников, земледельцев и пастухов. Шумные, озорные мальчишки после бесконечно длинного дня изнурительной учебы в храмовой школе песцов побросали наконец свои таблички и с беззаботным смехом провожают караван ослов, которые несут корзины с товарами с кораблей, только что разгруженных на пристани. Вдруг откуда-то издалека доносится крик, потом другой, третий. Крики приближаются. Толпа расступается, образуя широкий коридор, люди смиренно склоняют головы. По направлению к храму едет Энси. Вместе со своей семьей и придворными он весь день работал на строительстве нового оросительного канала и теперь после трудового дня возвращается во дворец, который находится рядом с храмом. Воздвигнутый на высокой платформе, опоясанный широкими, ведущими на самый верх лестницами, этот храм является гордостью жителей, Рука. Вдоль его внутреннего двора длиной 62 и шириной 12 метров протянулись 11 залов. А внизу, в хозяйственных помещениях, там где находятся кладовые, амбары и склады, жрецы приводят в порядок таблички с зафиксированными на них жертвоприношениями, с утра совершенными в храме, все поступившие в казну доходы минувшего дня, которые еще более увеличили богатство Бога, владыки и повелителя города. Аэнси, князь Жрец, правитель Рука, лишь слуга Бога, на чьем попечении находятся принадлежащие Богу земельные угодья, богатство и люди. Не будем вдаваться в подробности нарисованной шмек-келем картины. Достаточно того, что мы получили общее представление об обычном дне, точнее вечере шумерского города, о его внешнем облике, оцарившей в нем атмосфере и занятиях жителей. Все это в равной степени может относиться к Эреду, Уруку и другим крупным шумерским центрам, гостями которых мы еще будем в ходе нашего повествования. А сейчас нам предстоит на короткое время покинуть Месопотамию. Дело в том, что, поселившись в долине Двуречья, весьма бедной полезными ископаемыми, шумеры оказались вынуждены вступить в широкий товарный обмен с соседями. Их контакты не ограничивались соседними областями, Элумом и Лурестаном, они простирались гораздо шире. Археологи обнаружили следы влияния культуры Урука на культуру стран района Средиземного моря, Сирии, Анатолии и другие. Даже туда добрались караваны шумерских купцов, привозивших свои изделия и вывозивших сырье и минералы, которых не хватало в Месопотамии. При раскопках в Египте в слоях, относящихся к эпохе Нагада-2, соответствующей культуре Урука-4 были обнаружены привезенные из шумера предметы роскоши, сосуды с ручками, пестики. Кроме того, здесь были найдены нехарактерные для этого района цилиндрические печати. Обращает на себя внимание тот факт, что на сланцевой плитке древнейшего, легендарного, правителя Верхнего и Нижнего Египта Менеса присутствует типичный шумерский мотив, восходящий к эпохе Урука, фантастические животные с длинными переплетенными шеями. В египетском искусстве более позднего времени нередко используются и другие мотивы, известные по шумерским рельефам, древнейшим печатям и табличкам. Например, полульвы-полуорлы, лев, набрасывающийся на овцу, и другие. Наиболее интересной в этом смысле находкой является знаменитая рукоятка кинжала, вырезанная из слоновой кости и обнаруженная при раскопках в Джибелеле-Араке, неподалеку от Абедаса, в Верхнем Египте. Рукоятка относится к эпохе Джимдет-Насра. Около 2800 года. До нашей эры. На одной ее стороне представлены традиционные мотивы. Думузи с двумя львами, собаки, дикие, козы, лев, набрасывающиеся на овцу, пастуки, погоняющие стадо. Более интересна другая сторона, с изображением сцен сражений как на море, так и на земле. На основе анализа человеческих фигур и конструкции лодок некоторые ученые сделали вывод, что на рукоятке из Джибелеле-Арака изображена битва, разыгравшаяся между шумерами, прибывшими в Египет по Черному морю, и местным населением. Подобное предположение может показаться чересчур смелым, но факт, что в те отдаленные времена шумеры действительно добирались до Египта и оказали определенное воздействие на формирование египетской культуры, едва ли подлежит сомнению. Гипотеза, согласно которой не только иероглифическое письмо возникло благодаря шумерам, но и сама идея создания письменных знаков родилась в Египте под их влиянием, имеют своих сторонников. Существует еще одна неразрешенная проблема, проблема двух стран, часто упоминающихся в шумерских мифах. Маган и Мелуха. Эти чрезвычайно богатые заморские страны фигурируют уже в сказаниях о легендарных временах, по-видимому частично совпадающих с периодами Урука и Джимдет Насра. Маган, это, по мнению многих исследователей, район Амана, расположенного на юго-западном побережье Персидского залива. Мелуха, таинственная страна, которую одни отождествляют с Нубией, другие, с Сомали. Во всяком случае большинство ученых склонно считать, что в глубокой древности шумеры совершали далекие морские путешествия и что Африка, в особенности территория, расположенная вблизи Красного моря, не была для них неведомой землей. Строительство крупных городов с бьющей ключом хозяйственной жизнью, великолепной архитектурой и бурно развивающимися ремеслами, возникновение письменности и создание систем счисления, овладение техникой строительства ирригационных каналов и связанный с этим расцвет земледелия, садоводство и животноводство, расширение торговли, развитие мореходства, вот в нескольких словах достижение того периода истории шумера, который назван. По месту важнейших археологических находок, периодом урока. Следующий период, датируемый большинством ученых 2800-2600 годов. До нашей эры. Получил название от города Джимдет-Наср, расположенного примерно в 35 километрах к северо-востоку от Киши. Археологи Стефен Лэнгдон и Эрнест Маккей обнаружили здесь не только предметы, характерные для целой эпохи, великолепные глиняные сосуды с черно-желтым орнаментом на темно-красном фоне, большое количество изделий из металла, но и что особенно важно, первые признаки использования сплава меди с оловом. А это означает, что в период Джимдет-Насрами Сапотамия вступила в бронзовый век. Не следует думать, будто открытое в Джимдет-Насре поселение сыграло особо важную роль в истории шумера. Название периода, понятие условное, принятое наукой только для констатации того факта, что именно здесь была идентифицирована культура данной эпохи. Памятники же этой эпохи следует искать прежде всего в крупных городах, в археологических слоях, соответствующих периоду Джимдет-Насра. Таких памятников открыто много. Они свидетельствуют о быстром распространении культуры предшествующего периода, а также о дальнейшем ее развитии и совершенствовании. Здесь уже встречается значительно больше табличек и цилиндрических печатей, многие из которых имеют не только огромную познавательную, но и художественную ценность. Приглядимся повнимательней к ним. Вот перед нами отиск печати. Высокая фигура бородатого мужчины в длинном, до колен, одеянии, в опоясывающей лоб, повязке. Это НС. Он опирается на воткнутое острием в землю копье. Перед ним на коленях, сложив руки, вероятно в мольбе, стоит жрец, за его спиной, три связанных пленника. Рядом с ними, обнаженные стражники с палицами в руках. Нетрудно догадаться, что резчик, живший около 2800 года. До нашей эры. Запечатлел в этой сцене победу какого-то шумерского правителя над врагами. Перевернем эту анонимную, но довольно выразительную страничку из истории шумера и рассмотрим печать, скорее всего созданную в конце эпохи культуры Урука и названную исследователями процессия на корабле. В центре небольшой, с двумя грибцами лодки, нос которой украшен пучками растений, стоит жрец в длинном одеянии, с повязкой на голове. Руки его сложены как для молитвы. Позади жреца, что-то вроде культового стола, перед ним, лестничный алтарь на спине быка. Алтарь украшен двумя пучками растений, которые считают символом богини Инанны. Вполне возможно, что на этой цилиндрической печати из лазурита высотой 4 см 3 мм и диаметром 3 см 5 мм шумерский мастер увековечил какой-то важный культовый обряд. Особенно много замечательных произведений искусства шумерских резчиков этого периода найдено при раскопках в урио и уруки. Здесь и печати, и таблички, и небольшие статуэтки из глины, лазурита, перламутра, алебастра, металла. Появляются инкрустации. Например, в фигурке отдыхающего теленка пятна на шкуре инкрустированы лазуритом. Наряду с мелкими предметами встречаются крупные рельефы на жертвенных сосудах, вазах и каменных плитах. В слое Урук-3, соответствующем периоду Джамдет-Насра, обнаружена базальтовая стела высотой 80 см с изображением правителя во время охоты на львов. Рельеф состоит из двух частей, расположенных одна под другой. Вверху бородатый охотник-князь, в круглой шапочке, вонзает копье вбросившегося на него льва. Внизу тот же правитель выпускает стрелу из сильно натянутого лука. Среди находок в Уруке обращает на себя внимание 20-сантиметровая ваза для жертвенных приношений из желтоватого известняка, которая использовалась во время храмовых торжеств. У основания вазы представлены довольно живые фигуры львов и быков, а выше ближе к горлышку, два стоящих на задних лапах льва. Реалистическое, почти натуралистическое изображение животных в шумерском искусстве того времени сочеталось с довольно небрежным выполнением человеческих фигур. Художник, с фотографической точностью, передававший каждую деталь, каждый мускул животного, почти не интересовался подробностями анатомического строения человека. Главными для него были лишь выразительность жеста и движения, достоверность показа эмоционального состояния. На раскопанной в Уруке изящной, прекрасной формы культовой вазе из алебастро высотой в одном метре художник изобразил множество сцен, отражающих жизнь, обычаи и обряды шумеров. Рельефные украшения на этой вазе расположены тремя горизонтальными рядами, нижний из которых, в свою очередь, состоит из двух частей. Над животворными водами буйно колосятся хлеба, а над ними пасутся стадо тучных коров и телят. Средний ярус заполняют идущие друг за другом обнаженные люди, в руках у них кувшины с молоком и вазы с зерном и всевозможными плодами. Это народ. Он несет в кладовые храмы плоды своего труда в полях, садах и на лугах. Верхний и самый широкий ярус рассказывает о приношении даров и жертв. Богиня Нанна, которую можно узнать по характерному символу из тростника, принимает дары от своих почитателей. Судя по размеру ног. Остальная часть изображения разрушена, непосредственно перед ней стоит НС. Он первым воздает почести богини. За правителем следуют знатнейшие жрецы. В глубине, как бы за спиной богини, видны большие сосуды, до краев наполненные плодами, а также овцы, бык, коза и маленькие фигурки людей, может быть, это слуги богини, а может быть, жрецы, охраняющие ее богатство. Разве не о самом главном в жизни шумеров, не о том, что обусловило их расцвет и могущество, рассказывает эта собранная из осколков ваза. Животворные воды, которые текли по вырытым людьми каналам и скапливались в водохранилищах, позволяли шумерам собирать с полей, лугов, садов и огородов богатые урожаи. Бесчисленные стада давали в изобилии молоко и шерсть. И все это, они были убеждены, принадлежало не им, а божеству, чьей собственностью являлись и они сами. Они все отдавали богу, получая от него свою долю через НС, наместника бога на земле и посредника между ним и людьми. Шумеры верили. Только смиренное служение богам, только следование всем их предначертаниям, передаваемым через НС, может обеспечить благорасположение и защиту могущественных сил, которые создали Вселенную и управляют ею и жизнью людей. Дамы из урука. Среди находок, относящихся к этому периоду, наибольшее восхищение вызывает так называемая «дама из урука», лицо женщины из алебастра. Это пленительно прекрасное лицо поражает каким-то необыкновенным спокойствием и задумчивой сосредоточенностью. Под резко очерченными глубокой бороздой бровями две огромные сливовидные глазные впадины, некогда заполненные перламутром, остатки которого сохранились в одной из них. В молчании сомкнуты тонкие губы, но маска, а это скорее всего была маска, которая либо украшала статую богини, либо во время культовых обрядов закрывала лицо жрицы, исполнявшей роль богини, говорит с нами через тысячелетия о чувстве прекрасного, о гармонии, жившей в душе этого народа, об огромном художественном вкусе шумеров и о красоте их женщин. Дама из урука явилась причиной горячих споров между ассириологами и египтологами. Первые утверждают, что она красивее своей соперницы Нефертити, хотя и старше ее на полторы тысячи лет. Египтологи же отстаивают право прекрасной египтянки называться самой красивой женщиной древности. Как разрешить этот смешной спор, если учесть, что претендентки разделены двумя тысячами километров, почти двумя тысячами лет и каждая из них прекрасна по-своему. Но вот, наконец я своими глазами увидел в Иракском музее в Багдаде одиноко стоящую на постаменте подлинную даму из урука и остолбенел. Я забыл о сотнях интереснейших экспонатов, и тех, что уже видел, и тех, которые еще предстояло осмотреть. Существовало только это много раз виденное на всевозможных фотографиях, хорошо знакомое по описаниям таинственное лицо, созданное пять тысяч лет назад. Глядя на него, я понял, а чего на протяжении стольких веков так волнует Джаконда Леонардо де Винчи. Лицо дамы из урука, да простит мне читатель этот взрыв личных чувств, с его едва уловимой и все же каким-то образом переданной художником улыбкой, с его как бы отсутствующим, но вместе с тем таким проникновенным взглядом, несмотря на то, что глазные впадины пусты, будет сопровождать меня до конца моей жизни. Это лицо поведало мне о прошлом человечества, о шумерах, о человеческой душе. В этом куске алебастра воплотились торжество жизни и нетленной красоты над всем, что бренно и приходящее. О культурном, экономическом и политическом развитии шумера свидетельствуют не только те изделия, которые современному человеку кажутся произведениями искусства. Характер росписи глиняных сосудов также говорит о многом. Известно, что классификация керамики основывается на особенностях орнаментации глиняных изделий. В архитектуре символом эпохи шумера стал небольшой изящный кирпич, названный немецкими археологами Райм Чензайджел. Шумерские храмы урукского периода поражают неразмерами. Они не внушительны, а совершенством архитектуры и великолепием отделки. Пример тому, храм Инанны в уруке. Политическая экспансия шумеров продолжается. Возникают новые города-государства. Шурупок, Эшнунна, Киш и менее значительные населенные пункты с меньшим количеством жителей, такие, например, как Джимдет Насар. Благодаря совершенствованию системы управления хозяйством растет богатство шумерских городов-государств, а вместе с ним углубляется социальное расслоение. Меняются религиозные представления шумеров, расширяются пантеоны их богов и, по-видимому, усиливаются раздоры и учащаются войны между отдельными городами-государствами. Отголоски этих войн можно найти в позднейшем эпосе и мифах, рассказывающих о тех далеких временах, когда люди были как боги, а боги как люди, временах, ставших не только для нас, но и для самих древних шумеров легендой, предысторией. А теперь познакомимся поближе с памятником шумерской письменности, названным учеными царским списком, который вызвал множество самых разнообразных домыслов и толкований. Вначале к этому тексту отнеслись как к историческому документу, затем ему было отказано в какой-либо познавательной ценности. Особенно это относилось к частям, посвященным древнейшим периодам истории шумера, и, наконец, лишь благодаря систематическим и кропотливым исследованиям, а также в результате сопоставлений этого памятника с другими шумерскими документами и с данными археологии его признали весьма сложным, требующим большой осторожности и известной доли критицизма, ключом к самым древним пластам истории шумера. Из труда по истории Месопотамии, написанного по-гречески вавилонским ученым и жрецом бога Мордука Беросом, жившим в IV-III веках. До нашей эры. В годы царствования Антиоха I, известно, что вавилоняне делили историю на два периода, до потопа и после потопа. Он сообщал, будто 10 царей до потопа правили страной в течение 432 тысяч лет, а первые цари после потопа тоже царствовали по нескольку тысяч лет. Его царский список воспринимался как легенда. Ученые, однако, надеялись найти подлинник этого документа и материалы, которыми пользовался жрец и историк. Эта надежда подкреплялась тем, что в ходе археологических раскопок открывались эпохи все более древние, далекие от Вавилонской. Усилия ученых увенчались успехом. Среди многочисленных клинописных табличек удалось обнаружить несколько фрагментов древних списков царей. О том, насколько велик был интерес ко всем этим материалам, свидетельствует хотя бы тот факт, что почти все выдающиеся исследователи шумерологи посвятили их изучению по нескольку работ. Их основная задача заключалась в том, чтобы как можно более точно реконструировать текст при помощи сопоставления отдельных табличек и объединения дополняющих друг друга фрагментов. Особенно тщательно изучил этот документ Таркильд Якобсен, расшифровавший в нем большинство неясных мест. Шумерский царский список был скомпилирован не позднее конца три тысячелетия до нашей эры. В эпоху правления так называемой Третьей династии Ура, а может быть, и несколько раньше. Составляя известный нам вариант списка, переписчики, несомненно, пользовались династическими списками, которые на протяжении столетий велись в отдельных городах-государствах. Не исключено, что имевшиеся в их распоряжении списки иногда также представляли собой компиляции, то есть. В них перечислялись правители не только данного города, но и зависимых городов или таких, от которых он сам зависел. Вполне вероятно, что шумерские переписчики-компиляторы, создавшие версию, дошедшую до наших дней, сами не все понимали в трудах своих предшественников, в династических списках или в существовавших уже, по-видимому промежуточных компиляциях, прототипах царского списка. Работа песцов, составителей известного нам списка, носила в значительной степени механический характер. В тексте встречаются обороты, вышедшие из употребления несколько поколений назад, некоторые знаки содержат ошибки, то ли оригинал был испорчен, то ли песец не сумел разобрать смысл. По всей видимости, имело значение и то обстоятельство, откуда родом был песец и для какого правителя он составлял свой труд. Иначе как объяснить тот факт, что та или иная из перечисляемых династий вдруг оказывалась более древней, чем другие, которые на самом деле были древние ее. Очевидно, переписчик хотел таким образом подчеркнуть особую важность своего родного города или города правителя, которому он служил. Что поделаешь. Шумерские песцы не были ни историками, ни летописцами в нашем понимании. Их целью было прославить свой город или народ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что легенда превращалась в историю, а история – в легенду. Любопытно, что не только до потопа цари жили и царствовали неправдоподобно долго. Представители первых династий после потопа тоже правили по нескольку тысяч лет и уж никак не меньше столетий. Может быть, таким образом подчеркивалась принадлежность этих сказочно-легендарных правителей к богам. Надо сказать, что к большинству из них действительно относились как к богам или полубогам. Следует ли считать, что тексты исторического характера с включенными в них легендами совершенно лишены всякой познавательной ценности? Обратимся к вопросу о всемирном потопе шумерскую легенду об этом событии мы расскажем позднее. Обнаруженный Леонардом в уле трехметровый слой чистого песка без каких-либо следов человеческой деятельности, внезапно прерывающий культурные слои Ура, является бесспорным доказательством того, что около середины четыре тысячелетия здесь имел место мощный катаклизм, охвативший обширную территорию, по тем представлениям, огромную чуть ли не весь мир. В городах, расположенных дальше к северу, толщина слоя чистых речных отложений не так велика, как в Урео. Около полутора метров в Уруке, около полуметра в Кише. На основании этих данных в Уле составил карту территории, захваченной потопом. Более поздние исследования показали, что многие города Месопотамии сохранили следы наводнений, происходивших в разное время. Обнаруженные слои чистой земли относятся к различным периодам. Это открытие нанесло удар сторонникам идей общей Месопотамского всемирного потопа. Однако проблема Великого наводнения, увековеченного Месопотамской традицией, продолжает существовать. Ученые утверждают, что во время самой грандиозной из этих катастроф поселения, расположенные на более возвышенных местах, уцелели. А раз уцелели населенные пункты, уцелели и люди, которые сохранили и передали последующим поколениям память о катастрофе. Если предположить, что во время наводнения, затопившего Урваль Абельскую эпоху, шумеров здесь еще не было, то крупные наводнения следующего периода. Джимдет Насра, происходили уже при них. Об одних они слышали, другие пережили сами. Несомненно одно. В этой заимствованной и распространенной Ветхим Заветом шумерской легенде заключено зерно исторической правды. И в легенде о Зеусудре, шумерском Найо. Зеусудре был сыном шурупакского царя Убартоту, содержатся какие-то отголоски подлинных событий. Итак, в Шурупаке в эпоху Джимдет Насра, то есть. В то время, когда шумеры уже могли владеть этим городом, произошло. Геологически подтвержденное, сильное наводнение. Шумерам, искусным мореплавателям, не представляло особых трудностей построить корабль, чтобы покинуть залитый водой район. Почему не предположить, что из их числа выделился энергичный вождь, жрец, князь или просто бесстрашный мореход, который вместе со своими близкими пустился в плавание по бурным волнам. Многие поколения передавали из уст в уста рассказ о страшной катастрофе и об отважном мореходе. Человеческое воображение рождало все новые подробности, расцвечивало прозу фактов поэтическими деталями, дополняло необыкновенными происшествиями, а последующее поколение верили, что в те далекие, легендарные, овенные тайные времена они непременно должны были случиться. Разумеется, для историка неопровержимым доказательством существования конкретного человека являются лишь документально подтвержденные следы его деятельности. Только при их наличии он может сказать. Такой-то человек жил и действовал в такую-то эпоху. Зилсудра же, подобно другим героям шумерских мифов и царям, правившим да и после потопа, существует только в легендах, в царском списке. Мы можем лишь предположить, что они когда-то существовали в действительности. Рассчитывать на то, что когда-нибудь будут найдены конкретные подтверждения их существования, не приходится. Ведь речь идет о времени, когда письменных документов еще не было и только человеческая память фиксировала те или иные события, тех или иных людей. Какое-то время ученые считали мифическими, легендарными всех древнейших правителей после потопа, не только тех, чье царствование длилось 1500, 900 или 400 лет, но и тех, чье царствование укладывалось в рамки нормальной человеческой жизни. Царский список не вызывал доверия также из-за того, что в нем отсутствуют имена правителей, существование которых не подлежит сомнению, правителей, оставивших свои археологические визитные карточки. Кроме того, в царском списке содержится немало исторических неточностей. Так, когда внезапно ожила фигура одного из шумерских царей, основателя так называемой первой династии Ура, Мессонепады. Его имя содержится в надписи, найденной экспедиции в Уле в руинах Тёле-Ля-Бильда, которая рассказывает о строительстве храма в честь богини Нинхурсак, стало ясно, что этот человек действительно жил и царствовал, но было это не в незапамятные времена, как об этом сообщается в царском списке, а значительно позже. Подобного рода неточности явились причины еще большего недоверия к тексту царского списка, хотя одновременно возрос и критико-аналитический интерес к этому бесценному памятнику шумерской письменности. Путем сложных и кропотливых изысканий, о некоторых из них речь пойдет ниже, ученые нашли наконец решение головоломки. Как разместить отдельные одновременно царствовавшие династии, о которых в царском списке говорится, будто они следовали одна за другой. Царский список сообщает, что после потопа царства было в Киши и что в течение 24 510 лет здесь правили 23 царя. После этого. Хиш был поражен оружием. Его царство в Иоанну было перенесено. Иоанна, как помнит читатель, это название храма в Уруке. Значит, речь идет об этом городе. Здесь последовательно в течение 2310 лет царствовали 12 царей. Когда Урук был поражен оружием, царство переместилось в Ур, где династия из четырех царей правила в течение 177 лет. Затем власть переходит к Авану, городу в стране Элам, где три царя находились у власти 356 лет. После этого на исторической арене вновь появляется Киш, где вторая династия из восьми царей властвовала 3195 лет. Следующей столицей царства был Хамази. Город, по-видимому, расположенный в горах, недалеко от Киркука, который упоминается также и в других текстах, но скорее всего не сыгравший, за исключением этого единственного случая, никакой роли где один. Царь занимал трон 360 лет. После того как Хамази был поражен оружием, царство было перенесено в Урук. Вторая династия, один. Царь, 60. Лет, затем Вур. Вторая династия, 4 царя, 116 лет, затем Вадап. Один царь, 90 лет, и наконец столица оказалась в Маре. Речь идет о соседнем с Шумером государстве, где шесть царей правили в течение 136 лет. Затем столицей царства снова становится Киш, где третья династия представлена царицей, правившей 100 лет, затем Акшак. Шесть царей, 99 лет, снова Киш. Четвертая династия, 7 царей, 491 год, и в третий раз Урук, где единственным и последним правителем перед завоеванием Шумера Акадом в течение 25 лет был Логоль Загесе. Если сложить годы правления всех царей, перечисленных в списке, получится ошеломляющая цифра, 30 тысяч лет. Это полностью подтверждает мнение ученых о том, что компиляторы механически перечисляли одну за другой одновременно царствовавшие династии, в каждом из династических списках, которыми они пользовались, древнейшим царям, как реальным, так и вымышленным, легендарным, приписывался сверхъестественный возраст, тогда как время правления более поздних, чье существование, с точки зрения переписчика, было исторически доказано, указывалось нормальное, соответствующее действительности. Исследователи полагают, что весь этот период, представленный перечисленными выше династиями, занял не более 500-700 лет. Причтение царского списка прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что в нем подчеркивается важное значение Киша. Заметим, что археологические материалы не дают для этого оснований. Может быть, династические списки, составлявшиеся в этом городе, обладали особенно богатой традиции или же имелись какие-то другие, неизвестные нам причины, но, так или иначе, город Киш и его правители оказались в центре внимания переписчиков. Нельзя обойти и другой, более важный вопрос, возникающий при рассмотрении царского списка, это вопрос о войнах, которые велись между отдельными городами-государствами. Словно мрачный рефрен повторяются в царском списке слова. Такой-то город был поражен оружием. Не будем перечислять всех названных в царском списке представителей древнейших династий, тем более что шумерские песцы, как правило, сообщают лишь имена и время правления. Правда, в отдельных случаях наряду с этими лаконичными сообщениями мы находим и кое-какие конкретные данные, своеобразные биографические справки. По мнению Якобсина и некоторых других исследователей, авторы компиляции помимо династических списков пользовались какими-то другими источниками. Например, доступными и известными им царскими надписями. А может быть, они вносили в свои труды сведения, подчеркнутые из мифов. Как бы то ни было, биографические справки в царском списке помогают отделить легенду от истории и с многих точек зрения заслуживают внимания. Мне хочется еще раз напомнить читателю, что я от них не утверждаю, будто всякий легендарный царь, именуемый богом или приравниваемый к богам, является исторической личностью. Я лишь считаю, что за персонажем из легенды может стоять реальный прототип. Эту возможность нельзя исключить даже при отсутствии доказательств, разумеется, если нет опровергающих подобное предположение данных, тем более, что имеется немало мифических персонажей, которые впоследствии оказались реальными людьми. И не только в истории шумеров. В качестве тринадцатого правителя первой династии Киши царский список называют Этану. Этану, пастух, тот, кто вознесся на небеса. Тот, кто объединил все страны. Стал царем и царствовал 1560 лет. В этом коротком, словно взятом из сказки отрывке для историка наиболее интересны слова «стал царем». Эта формула употребляется в царском списке, как правило, в связи с основателями династий. Исходя из того, что она применена к Этане, Якобсен делает вывод, что этот правитель положил начало чему-то новому, необычному. По-видимому, существовало традиционное представление о том, что Этана был основателем династии. Что же касается его предшественников, названных в царском списке, то они скорее всего вымышлены компиляторами. Характерно, что эти неназванные царями предшественники Этаны носят звериные имена синицкого происхождения. Колбун, собака, калуму, ягненок, зукакипу, скорпион, связанные с магией и восходящие к эпохе формирования шумерской народности, к эпохе первобытно-общинного строя. Для историков и исследователей шумерской культуры не менее интересен оборот. Тот, кто объединил все страны. Может быть, в этих словах выразились лишь благие пожелания позднешумерских историков и мыслителей, осознавших важность объединения страны, а может быть, они имеют отношение к первым попыткам консолидации еще немногочисленных, но уже раздробленных сил, к попыткам создания единой государственной организации. И, наконец, чрезвычайно заинтересовавшая историков культуры сообщение о вознесении Этаны на небо. Объяснение этого образа следует искать в поэмах и мифах как шумерских, так и аккадских. Согласно мифам, Этана задумал достать магическую траву, чтобы помочь рожающей жене. На крыльях могучего орла он взмыл высоко в небо. Когда орел поднялся на такую высоту, откуда не видно было земли, объятый страхом Этана разжал руки и стал падать. Здесь текст обрывается. В этом мифе звучат мотивы, которые известны нам по более поздним легендам, например, по легенде об Александре Великом. Он поднялся в небо на крыльях двух могучих голодных птиц, перед которыми на вытянутом копье он держал мясо. Вот какие удивительные ассоциации возникают в связи с коротеньким упоминанием о легендарном шумерском царе, пожелавшем взлететь на небо. А вот что говорится в царском списке о предпоследнем правителе этой династии. Первой династии Киша. Ред. Энми Барагеси. Тот, кто захватил в качестве трофея. Оружие страны Элом. Стал царем и царствовал 900 лет. Шумерологи спорят о том, как перевести этот отрывок. Оружие которого завоевало страну Элом или который при помощи оружия завоевал страну Элом. В любом случае смысл этих слов ясен. Энми Барагеси победил Элом. Характерно, что и по отношению к этому правителю используется формула стал царем, которая четко выделяет его и ставит в особое положение. После Энми Барагеси в течение 650 лет царствовал его сын Ака. Запомним это имя, потому что вскоре нам предстоит ближе познакомиться с этим легендарным правителем. Хиш был поражен оружием. Его царство в Иоанну было перенесено. Рассказывается дальше в царском списке. Здесь, в Уруке. Мескек Гашар. Сын Уту, стал верховным жрецом. И царем и царствовал 324 года. Таким образом, как сообщает царский список, основатель первой династии Урука был сыном бога Солнца Уту, брата богини Инанны, культ которой получил широкое распространение именно в этом городе. Обратим внимание еще на одно обстоятельство, упомянутое в приведенных выше строках. Мескек Гашар был одновременно верховным жрецом и царем. Может быть, в этих словах отражено положение дел в Шумюре, где, как мы уже знаем, светская и духовная власть находилась в руках НС, или же они указывают на то, что правители Урука подавили своих конкурентов из других городов государств. Загадочно звучат следующие слова, посвященные этому правителю. Мескек Гашар вошел в море и вышел из него из-за гор. Мы не знаем ни одного литературного произведения, в котором бы фигурировал Мескек Гашар, поэтому остается только предположить, что этот рассказ иллюстрирует верование шумеров и их представление об устройстве Вселенной. Мескек Гашар, сын Бога Солнца, и его путешествие повторило ежедневный путь этого светила, которое вечером якобы опускается в море на западе, ночью проходит свой путь под землей, а на следующий день, на рассвете, снова выходят из-за гор на востоке, чтобы явить миру свой светлый лик. Эн-Меркар, сын Мескек Гашара. Царь Урука, тот, кто построил Урук. Стал царем и царствовал 420 лет. В то время, когда отец Эн-Меркара пришел к власти, по традиционным представлениям, он, несомненно, являлся основателем династии, так как был прямым потомком бога Уту, города Урука еще не было. Существовал только храм Эанна, вокруг которого строилось поселение. Эта гипотеза, предложенная Арно Пюбелем и принятая большинством исследователей, представляется наиболее убедительной. Кстати, и археологический материал подтверждает, что самым древним объектом в Уруке является храм. Итак, Эн-Меркар строит город. Говоря «строит», мы вовсе не имели в виду некое сверхъестественное действие правителя, как это бывает в связи с другими героями шумерских мифов. В одном из вариантов царского списка, опубликованном Пюбелем, эта строчка звучит так. Тот, при котором был построен Урук. Скорее всего, здесь содержится намек на традиционное личное участие князя в строительстве города, известное нам по другим источникам. Эпос об Эн-Меркаре. Легендарный второй правитель Урука был одним из любимейших шумерских героев, с Н. Крамер отмечает, что из девяти обнаруженных и расшифрованных шумерских героических поэм две посвящены Эн-Меркару, две – Лугальбанды. Причем в одной из них опять-таки фигурирует Эн-Меркар, и пять – Гильгамешу. Забегая вперед, скажем, что все три героя являются представителями первой династии Урука. Попытаемся вслед за Крамером, который скопировал, прочитал и интерпретировал начертанный на глиняных табличках клинописный текст, разобраться в содержании героической поэмы об Эн-Меркаре, названной американским исследователем Эн-Меркар и правитель Араты. Она, несомненно, существовала в устной традиции уже несколько столетий до того, как была записана в начале два тысячелетия. Поэма об Эн-Меркаре – древнейшее произведение этого жанра в шумерской литературе. О том, насколько популярна она была, свидетельствует, в частности, тот факт, что обнаружено 20 табличек. И фрагментов с ее текстом. Самое полное из них – табличка, содержащая более 600 строк текста, разделенного на 12 столбцов, хранится в музее Древнего Востока в Стамбуле. Велик и Прекрасен Урук, Велик и Прекрасен Кулап. Кулап – пока еще не идентифицированный город, расположенный поблизости от Урука и являвшийся частью этого города государства. Некоторые исследователи считают, что это был район Урука, в котором находился храм Иоанна, чем и объясняют особое отношение к нему. Эти города прекраснее, крупнее и могущественнее, чем Арата, город, находившийся вдали от владений славного шумерского героя Энмеркара, сына бога Уту и брата богини Инанны. Нас не должно смущать, что в эпосе Энмеркар, сына отца своего отца, а сестра его отца является также его сестрой. Ведь это легенда, у которой свои законы, а родство с богами лишь приумножает славу правителя. Город государства Арата находился в Персии. Лаурестане, и был отделен от Урука семью горными хребтами. С самого начала существования Урука и Кулапа богини Инанна относилась к ним более благосклонно, чем Карате, за что автор поэмы воздает ей хвалу. Однажды Энмеркар, избранный светлым сердцем Инанны, обратился с мольбой к своей госпоже, владычице доброй. А сестра моя Инанна. Сделай так, чтобы жители Араты. Искусно выделывали золото и серебро для Урука. Чтобы они приносили благородный лазурит, извлеченный из скал. Чтобы они приносили драгоценные камни и благородный лазурит. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Этими сокровищами жители Арата должны украсить священный храм, который Инанна избрала своим жилищем и где Инаннеркар будет возносить молитвы к своей богине. Пусть Арата подчинится Уруку. Пусть жители Араты. Принесут со своих высот горные камни. И построят для меня большой храм, большое святилище. Воздвигнут для меня большое святилище, святилище богов. Заставят признать мои божественные законы в Кулабе. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Сокровища Араты нужны не только для того, чтобы прославлять Инанну. Инаннеркар намерен украсить драгоценными камнями Абзу, священный храм бога Энки в Эреду, чтобы он сверкал, подобно светлой горе. Вот о чем просит царь-богиню. Когда я, находясь в Абзу, буду петь гимны. Когда я принесу божественные законы из Эреду. Когда я прославлю благородный сан Владыке, подобно. Когда я возложу на себя корону в Уруке, в Кулабе. Да будет. Большого храма перенесено в Гепар. Да будет. Гепара перенесено в Большой храм. И пусть народ взирает на это с восхищением. И пусть Уту смотрит на это радостно. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Намерения Энмеркара благородны, угодны богам. Ведь только ради их блага и славы хочет он подчинить себе Арату, богатую строительным камнем и всевозможными металлами, которых так не хватает его родному городу. Выслушав слова Энмеркара, Инанна велит ему последовать ее совету. Послать в Арату мудрого и красноречивого гонца, великие слова мудрой Инанны как приказ пусть он понесет. Она обещает Энмеркару, что жители Араты преклонят колени перед ее царственным братом. Энмеркар выбрал подходящего гонца, передал ему вещи и слова божественные Инанны, приказал подняться на вершину и спуститься с гор на дорогу, ведущую в Арату, и представ перед царем Араты, повторить полные угроз и заклятие его слова. И вот посланец Энмеркара отправляется в путь и строго выполняет все наказы своего господина, которые тот получил от богини Инанны. Устрашенный мощью великих гор. Он пошел по дороге, попирая прах. Он преодолел пять хребтов, шесть хребтов, семь хребтов. Он поднял взор и приблизился к Арате. Радостно вступил он на площадь дворца Араты. Вославил могущество своего царя. И почтительно передал слова, заключенные в его сердце. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Вот что сказал посланец Энмеркара правителю Араты. «Твой отец, мой царь, послал меня к тебе. Господин Урука, господин Кулаба, послал меня к тебе». После такого возвышенного вступления на вопрос правителя Араты о цели его прихода посланец Энмеркара в еще более изысканных выражениях описывает могущество своего господина. Он называет его великим драконом Шумера, Овном, чья царственная мощь достигает крепостей горной страны. Подробно описав величие и могущество Энмеркара, гонец излагает суть его послания. «Я обращу в бегство жителей этого города, и они разлетятся подобно птицам, покидающим свое дерево. Я обращу их в бегство, и они улетят, как улетает птица в другое гнездо. Я опустошу ее Арату, как место. Я разрушу без всякой пощады город. И Арата покроется пылью, как город, проклятый богом Энки. Да, я разрушу город, и он обратится в ничто. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Произнеся эти угрозы, посланец передает требование Энмеркара. Подчиниться у руку и заплатить дань. Однако правитель Араты тоже объявляет себя любимцем Инанны и говорит, что святая Инанна, царица небес и земли, владычица всех божественных законов, покровительствует Арате. Поэтому он отказывается уступить Энмеркару. Тогда гонец заявляет, что именно Инанна, которую Энмеркар сделал госпожой Иоанны в руке, обещала Энмеркару господство над Аратой. Правитель был удручен и огорчен глубоко. Он не знал, что ответить, он долго искал ответ. Он взглянул себе под ноги омраченным взглядом и нашел ответ. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Поврежденный кое-где текст на табличке затрудняет понимание некоторых мест, которые явно противоречат друг другу. Так, в одном месте правитель Араты предлагает решить вопрос поединкам двух воинов, представляющих каждой свою страну, а в другом он готов подчиниться Энмеркару, поскольку Инанна лишила его своей милости, взяла назад свое слово, но при условии, что тот пришлет ему много зерна. Выслушав ответ своего посланца и совершив ряд магических обрядов, Энмеркар обращается за помощью и советом к Богине Мудрости Всеведущей Недобе. Затем он нагружает зерном вьючных животных и отправляет их в путь через семь гор. Караван ведет посланец Энмеркара, которому поручено произнести речь, прославляющую могущество и славу Энмеркара, и потребовать у правителя Араты Сердолик и Лазурит. Из этого и следующего фрагмента поэмы яствует, если мы правильно понимаем текст, что во второй и в третий раз гонец везет уже не устное распоряжение своего царя, а табличку с записанными на ней требованиями Энмеркара. Правитель Араты принимает гонца на площади перед своим дворцом. Народ Араты, обрадованный тем, что получил зерно, согласен дать Энмеркару Сердолик и поручить своим старейшинам построить ему храм. Однако правитель Араты возражает. Провозгласив, в свою очередь, собственное могущество и славу, он буквально словами из послания Энмеркара ставит ему такие же точно условия. Требует от него Сердолик и Лазурит. Узнав об этом, Энмеркар вновь обращается за советом к богам и различным оракулам и совершает всевозможные магические обряды, среди которых особо важную роль играют манипуляции Страстником Сушима, которое он переносит из света во тьму и из тьмы на свет, а когда проходит пять лет, проходит десять лет, срезает этот тростник. Затем Царь Врука в третий раз отправляет посланца в Арату. Однако на сей раз вместо ответа он вручает ему свой скипетр. Вид этого символа власти почему-то приводит в трепет правителя Араты. Охваченный ужасом, правитель Араты совещается со своим Шатаму, советником, и горько жалуется на тяжелое положение, в которое поставила его город немилости Наны. Тем не менее, хотя он поначалу и был склонен выполнить требования Энмеркара, позднее по неизвестным нам причинам он меняет свое решение и снова предлагает Энмеркару выбрать человека-поединка, который должен помериться силами с его человеком-поединка. Таким образом станет ясно, кто сильнее. В ответ на это Энмеркар в четвертый раз отправляет своего посланца в Арату. Он принимает вызов правителя Араты, но продолжает настаивать на том, чтобы ему были присланы золото, серебро и драгоценные камни для храма богини Инанны в Уруке. В противном случае он грозит сравнять Арату с землей. В этом месте мы находим в эпосе вторичное упоминание о какой-то записи. Как полагают исследователи, Энмеркар, опасаясь, что его гонец не сможет повторить слишком длинное послание, вручает ему табличку с текстом. Пока гонец дожидается ответа правителя Араты, к тому приходит на помощь шумерский бог дождя и грозы и шкур, который приносит в Арату дикорастущую пшеницу и еще какие-то зерна. Возможно, бобы. При виде пшеницы, павший духом правитель Араты воспрянул духом и заявил, что Инанна вовсе не отвернулась от Араты и свой дом из лазурита не покинула. Из-за пропусков в этой части эпоса и в особенности из-за повреждений в следующей невозможно понять, как развивались дальнейшие события, завершившиеся в конце концов тем, что народ Араты все-таки принес в дар богине золото, серебро и лазурит и сложил все это во дворе храма Иоанна в Уруке. Вторая поэма об Энмеркаре также повествует о переговорах между правителями Урука и Араты. Долгое время был известен лишь довольно большой, почти в ста строк, начальный фрагмент и отрывок в двадцати пяти строк, завершающий поэму. Однако настойчивые поиски неутомимых исследователей шумерских текстов увенчались успехом. Во время раскопок 1951-1952 гг. В Нипуре американской экспедиции были обнаружены две таблички, существенно восполнившие пробелы в тексте. Хотя интерпретация отдельных сюжетных линий еще не доведена до конца, смысл этого произведения в основном уже ясен. В отличие от первой поэмы во втором сказании об Энмеркаре правитель Араты уже не выступает анонимно. Поэт называет его имя, Энсакушсиранна. Названы имена и других действующих лиц. Первого министра. Лизири или наместника, правителя Араты зовут Энсикгария, его высокого сановника, жреца Машмаша, Ургирнуна, наместника Энмеркара, Неминнадума. Обращает на себя внимание тот факт, что поэт, согласно существовавшей в шумере традиции, указывает время описанных в поэме событий. На основании анализа текста можно предположить, что дело происходило в те дни, когда царем всего шумера был Эннамибарагга Уту. Разумеется, это попытка разместить во времени все случившееся, не более чем поэтическая метафора, цель которой – придать повествованию характер подлинности. А может быть, Эннамибарагга Уту – это еще одно имя Бога Солнца, до сих пор неизвестное науке. Любопытно, что ни в одном из имеющихся в нашем распоряжении текстов не упоминается царь по имени Эннамибарагга Уту. Конечно, перед нами лишь легенда, и все же необходимо подчеркнуть, что безымянный автор, слагавший эту поэму спустя тысячу лет после описанных в ней событий, затрагивает проблему общешумерской власти. Зная, насколько строго шумерские авторы следовали традиции, трудно предположить, что поэт мог допустить столь существенные искажения. Если же это вымысел, то он должен был возникнуть задолго до появления на свет людей, записавших текст этой поэмы на глиняной табличке. В поэме, которую мы назовем «Энмеркар и Энсукуш-Серанна», рассказывается о том, как правитель Араты отправил посланца к царю Урука Энмеркару с требованием, чтобы тот признал его гегемоном и переселил богиню Инанну в Арату. Возмущенный Энмеркар с презрением выслушивает вызов своего противника и в пространном послании, объявив себя любимцем богов, заявляет, что Энанна останется в Уруке. Кроме того, он требует, чтобы Энсукуш-Серанна признал себя вассалом Урука. Тогда правитель Араты созывает своих старейшин, чтобы выслушать их мнение о том, как ему поступить. Предложение подчиниться Уруку он с негодованием отвергает. На помощь правителю Араты приходит жрец Машмаш, который говорит, что готов переплыть реку Урука, чтобы покорить все страны, верхние и нижние. То есть. Северные и южные, от моря до кедровых гор и возвратиться к Арату с доверху нагруженными кораблями. Эти слова, скорее всего, анахронизм. В те легендарные времена сеть ирегационно-судоходных каналов, в лучшем случае, только начинала создаваться и до Араты, даже если она находилась где-то в верхнем течении Деялы, никакие корабли не могли дойти. Обрадованный Энсу Куш-Серанна дает жрецу пять минут золота, пять минут серебра и все необходимое дорожное снаряжение. По прибытии в Урук, в тексте нет описания этого путешествия, Машмаш входит в священный хлев, где стоят корова и козел-богиня Недабы. Там он беседует с коровой. А корова, кто пьет твои сливки, кто пьет твое молоко? Недаба пьет мои сливки. Недаба пьет мое молоко. Мое молоко и сыр. Приносят, как подобает, в большие пиршественные залы, в залы Недабы. Я хотела бы давать свои сливки. Из священного хлева. Я хотела бы давать свое молоко. Из овчарни. Верная корова, Недаба, возлюбленная чадо Энлиля. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Машмаш уговаривает корову не давать больше свое молоко и сливки божественной Недабе. Жрецу удается уговорить и козла Недабы, и в результате все хлева и овчарня у рука приходят в запустение. Великое горе охватило рыдающих пастухов, которых покинули их помощники. В этот момент появляются два пастуха богини Недабы, Маргула и Уредина, сыновья одной матери. Они выслушивают совет бога Уту и с помощью матери Сагбуру расстраивают злые козни жреца. Они вдвоем Маргула и Уредина бросили владыку в реку. Но Машмаш вызвал из воды большую рыбу Сухур. Тогда мать Сагбуру вызвала из воды птицу. Птица. Схватила рыбу Сухур и унесла ее в горы. Второй раз они бросили владыку в реку. Но Машмаш вызвал из воды овцу с ягненком. Тогда мать Сагбуру вызвала из воды волка. Волк схватил овцу и ягненка и унес их на широкую равнину. В третий раз они бросили владыку в реку. Но Машмаш вызвал из воды корову с теленком. Тогда мать Сагбуру вызвала из воды льва. Лев схватил корову с теленком и унес их в заросли тростника. В четвертый раз они бросили владыку в реку. Но Машмаш вызвал из воды дикого барана. Тогда мать Сагбуру вызвала из воды барса. Барс схватил дикого барана и унес его в горы. В пятый раз они бросили владыку в реку. Но Машмаш вызвал из воды молодую газель. Тогда мать Сагбуру вызвала из воды зверя гук. Зверь гук схватил молодую газель и унес ее в чащу леса. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Потерпевшего поражение жреца охватывает ужас. Он почернел с лица, ибо замысел его не удался. Мать Сагбуру осыпает его насмешками и издевается над его глупостью. Он умоляет ее отпустить его с миром варату и обещает за это петь там гимны в ее честь. Но мать Сагбуру не желает его слушать, убивает Машмаша и бросает его труп в Эфрат. Напуганный таким оборотом делая неудачей своего Машмаша, Энсакушсиранна отправляет в Уруб гонца, который передает Энмеркару слова своего господина. А ты, любимец Инанны, ты один достоин славы. Инанна правильно избрала тебя для своего святого лона. От нижних земель до верхних ты один властитель, а я лишь иду за тобой. С самого зачатия я не был равен тебе, ты, мой старший брат. Я никогда не смогу с тобою сравниться. Переулок Ф.Л. Мендельсона. В третий раз мы встречаемся с Энмеркаром в поэме, главным героем которой является Лугальбанда, преемник Энмеркара в Уруке. Текст этого произведения запутанный, трудный для понимания. Оказавшись в далекой стране Забу, Лугальбанда горячо желает вернуться в свой родной город Урук. Ради этого он старается завоевать расположение и добиться поддержки могущественной птицы Индугут, которая определяет судьбы людей и всего живого и выносит каждому окончательный приговор. Ее решение никто и ничто не в силах изменить. Однажды, воспользовавшись отсутствием Индугут, Лугальбанда приближается к ее гнезду и щедро одаривает ее птенцов жиром, медом и хлебом, подкрашивает им лица и надевает на голову корону шугура. Увидев, какие божественные почести оказаны ее детям, Индугут обещает помощь и покровительство тому, кто это сделал, будь то Бог или человек. Лугальбанда предстает перед могущественной птицей, и та восхваляет его доброе имя, называет героем, благословляет в путь, предсказывая благополучное путешествие, и дает ряд советов, которые он должен сохранить в тайне. Друзья Лугальбанды, узнав, что он отправляется в Урук, предостерегают его. «Это дорога, с которой нет возврата», — говорят они. Ни одному человеку не удалось преодолеть высокие горы и переправиться через ужасную реку Кур. Иными словами, Путис Забу в Урук пролегал через царство мертвых. Неустрашимый Лугальбанда не послушался друзей. Воспользовавшись добрыми советами Индугут, он преодолевает трудности и всевозможные препятствия и благополучно добирается до Урука. А в это время правитель Урука Энмеркар пребывает в глубокой скорби. Люди Марту осадили Урук и грозят захватить его. Никто из поданных Инмеркара не решается пойти в Арату, чтобы передать сестре Инмеркара, богине Инане, его просьбу о помощи. За это трудное и опасное дело берется Лугальбанда. Он обещает в одиночку совершить это трудное путешествие и сохранить от всех тайну. После множества приключений, преодолев семь горных криптов, герой приходит в Арату и передает богине слова Энмеркара. В советах Инанна своему брату Энмеркару почти ничего невозможно понять. В них нет ни слова о военной помощи. Инанна говорит о каких-то необыкновенных рыбах, о кувшинах, о мастерах по обработке металла и камня, которых он должен пригласить в свой город. Но каким образом все это поможет Энмеркару, неясно. Герои ищут металлы, строительный камень и прочее. Таковы три поэмы, в которых фигурирует правитель Урука Энмеркар. Вполне возможно, что в этих произведениях отразились реальные события, имевшие место в период археологической культуры Урука. 4-3-го тысячелетия до нашей эры. Это подчеркивает и весьма осторожный в выводах Хартмут Шмёкель. Вот что он пишет. Может быть, это и в самом деле облеченный в форму легенды рассказ о каком-то из шумерских правителей эпохи Урук-4. Героические сказания об Энмеркаре, несомненно, возникли в различные эпохи. Поэма Энмеркар и правитель Ораты, по-видимому, древнейшая из них. Она наиболее строга по форме имения других загружена сказочно-поэтическими образами, особенно по сравнению со второй поэмой, которая содержит мотив, известный по многим сказкам и мифам, созданным спустя многие тысячелетия, мотив борьбы между злыми и добрыми волшебниками, которые сражаются друг с другом при помощи заколдованных зверей, птиц и так далее. Во всех трех поэмах повествуется о соперничестве между Уруком и Оратой. Об Орате поэт рассказывает как о государстве, славящемся своими богатствами, всевозможными металлами и строительным камнем, но бедным продуктами сельского хозяйства. Известно, что в двуречии не было ни строительного камня, ни месторождений металлов и шумерам приходилось все это привозить издалека. Поэтому естественно, что торговля являлась решающим фактором существования и развития отдельных городов-государств и всей страны. Археологические данные показывают, что торговый обмен осуществлялся уже на заре истории шумера, в те времена, когда из каменных блоков возводились первые святилища. Анализируя состояние шумерской экономики и проблему сырья, необходимого для ее развития, автор The History of Mine Карлтон Кун выдвинул предположение, что шумерам к моменту их появления в Месопотамии были уже известны такие металлы, как золото и серебро, и они уже открыли секрет выплавки бронзы. В нашем распоряжении имеется множество доказательств очень раннего использования шумерами металлов. По мнению Карлтона Куна, возившаяся в шумер Олова скорее всего добывалась в горных районах Кавказа, в северном или восточном Иране. Сирию он исключает по следующим соображениям. Если бы шумеры знали о существовании сирийских месторождений Олова, это было бы известно и египтянам, в эпоху древнего царства вывозившим из Сирии кедровое дерево. Итак, древнейшие торговые пути, по которым в древний шумер поступали металл, строительный камень и ценные минералы, вели на север или восток. Так, широко применявшийся в шумере обсидиан возился из Армении, лазурит, из Ирана или Афганистана. Известниковые блоки доставлялись из аравийской пустыни, сотрогов Заира или из Лурестана. Проблема сырья, и прежде всего материалов, необходимых для строительства и украшения храмов, домов Бога, была одной из центральных проблем, которые пришлось решать шумерам уже в первые годы формирования их государства. Это и нашло отражение в их первой эпической поэме. Ведь конфликт между Уруком и Оратой возник именно из-за того, что шумеры хотели получить у Ораты необходимый им строительный камень, драгоценные металлы и минералы. Если опустить в рассказе об Энмеркаре и правителе Ораты сказочную оболочку и естественные во всяком поэтическом произведении сюжетные напластования, то перед нами возникнет сухой и деловой отчет о переговорах, связанных с обменом товарами. Шумеры вывозили в далекий Лурестан хлеб, а возили строительный и отделочный камень. Отношения между партнерами по торговле не всегда складывались благоприятно. Наверняка каждый из них пользовался случаем, чтобы надуть другого. Может быть, легенда закрепила как раз такую попытку мошенничества со стороны правителя Ораты, который, получив из Урука хлеб, отказался заплатить за него камнем, в связи с чем состоялся обмен угрозами. Здесь, как и после других подобных догадок, опирающихся на тексты шумерских эпических сказаний, поставим знак вопроса. Но разве подобает поэтам слагать стихи о поспоривших купцах? Это было бы недостойным занятием. Поэтому приходилось прозаическим событиям предавать поэтический, героический ореол. Что касается истоков шумерской эпической поэзии, возможно и другие толкования, одно из которых наиболее полное и четко изложено Крамером. В своих рассуждениях Крамер опирался на разработанную рядом ученых, и прежде всего английским исследователем М. Чатвиком, теорию так называемого героического века. Согласно этой теории, эпические сказания о героях, созданные разными народами и в разные периоды, от них не являлись лишь плодом воображения поэтов. В них отразились важнейшие общественно-политические процессы того времени. Создатели теории героического века на многочисленных примерах показывают, что в героическом эпосе находят отображение события, происходившие в эпоху переселений народов, нашествия нецивилизованных, варварских племен на высокоразвитые государства, создание новых обществ и государственно-разваленных прежних, погибших. Наиболее известные примеры. Вторжение ахийцев в Грецию, арийцев в Индию, завоевание германцев в Европе. Как недалеки во времени и пространстве эти три героических периода, они, как подчеркивает Чадвик, отличаются одними и теми же характерными особенностями. Сходным общественным строем и политической организацией, аналогичными элементами культа антропоморфных божеств, тождественными эстетическими концепциями и так далее, каждая из этих героических эпох рождала поэтические, по форме героические сказания, которые восхваляли многочисленных правителей маленьких государств, воспевали необычайные подвиги героев. Эти поэмы, предназначавшиеся для пения или торжественной декламации во время перов и застолий при княжеских и царских дворах, являлись достоянием всего народа. По прошествии веков они были записаны с изменениями, сокращениями и дополнениями и таким образом сохранились для последующих поколений. В древнейших прототипах, на столетия опередивших письменные версии, отразилось стремление прославить завоевателей, поставить варваров в один ряд с высоко цивилизованными народами, на которых они обрушили свою военную мощь. Насколько справедлива эта теория и в какой мере она помогает понять и интерпретировать определенные исторические процессы, это вопрос, выходящий за рамки наших рассуждений. Мы заговорили о гипотезах Чадвика и других историков лишь потому, что Крамер, выдающийся исследователь, переводчик и интерпретатор шумерских эпических поэм, распространил концепцию героического века и на шумер. Исходя из анализа эпических поэм как описанных выше, так и тех, с которыми мы познакомимся в последующих главах, Крамер утверждает, что героический век шумера совпал с эпохой переселения этого народа. При этом он исходит из предположения, о котором говорилось выше, что шумеры прибыли в Месопотамию, когда там уже существовало достаточно сильное государство, стоявшее на более высоком уровне цивилизации. Шумеры, поселившиеся на окраинах этого государства. Согласно одной из теорий, часть шумеров прибыла морским путем, а другая – сухопутным. Первая, по-видимому, осела в Южной Месопотамии, а вторая – на северных и северо-восточных границах двуречи, стали служить наемниками. Когда пришельцы научились у местных жителей военному искусству, переняли некоторые достижения культуры, они вторглись вглубь их государства и, завоевав его, создали собственные небольшие города-государства, рвущиеся к обогащению, к захватам новой добычи и новых земель. Все это отразилось в поэтических сказаниях того времени, составивших шумерский героический эпос. О чем бы ни говорили различные гипотезы, всех их объединяет одно – желание проникнуть в тайну происхождение шумеров и их появление в Месопотамии. Что же касается героической поэзии шумеров, то как в поэмах об Энмеркаре и Лугальбанде, так и в сказаниях о Гильгамеше нельзя не видеть отражения определенных исторических событий, среди которых ведущее место занимали торговлю, дружеские связи и вооруженные столкновения шумеров с другими, подчас весьма отдаленными странами и народами. В этих поэмах содержится также немало сведений о жизни и обычаях древнего шумера. Например, мы узнаем из них о зависимости всех политических мероприятий от воражбы, предсказаний, о существовании такого института, как Совет Старейшин, пережитка родового строя, о практическом использовании письма. Вспомним, что в первой поэме об Энмеркаре содержится указание на то, что именно в связи с торговым конфликтом возникла необходимость записать очередное послание Энмеркара. Вспомним, кстати, о дикорастущей пшенице, которую Бог и шкур принес правителю Араты. Разве не звучит это как ироническое напоминание о том, что жители Араты еще не умели обрабатывать землю, тогда как шумеры уже были превосходными земледельцами? Но вернемся к царскому списку. После Энмеркара и Лугальбанды. О последнем говорится, что он царствовал 1200 лет, к власти пришел божественный Дамузи, с которым мы познакомимся ближе, когда перейдем к анализу религии шумеров. С именем этого правителя связан культ умирающего и воскресающего Бога, принятый во многих религиях. Когда Дамузи после ста лет царствования был низвергнут своей божественной супругой Инанны в шумерский Яэт, Кур, страну без возврата, правителем Урука стал Гильгамеш, отец которого был демоном Лилу, верховный жрец Кулабы, царствовавший 126 лет. О Гильгамеше мы еще не раз будем говорить. Сейчас остановимся лишь на его необычном происхождении. Его отцом был демон, стоящий высоко в иерархии этого рода сверхъестественных существ. Согласно шумерским верованиям, подобные демоны могли являться к женщинам и тайно их оплодотворять. Матерью Гильгамеша, по-видимому, была почитавшаяся в Кулабе богиня Нинсун. Об этом говорится в некоторых источниках, в частности в надписи царя Утухенгаля. Сын Гильгамеша царствовал уже только 30 лет. Время правления остальных шести представителей первой династии Урука тоже укладывается в нормальные временные рамки. От шести до 36 лет. Ученые предполагают, что подобная резкая перемена объясняется тем, что события и люди этого периода, не столь отдаленного для авторов первых династических списков, были им лучше известны. Шумеры, которые не имели представления об истории, не говоря уже о доистории. В нашем понимании, тем не менее понимали различия между древнейшими полулегендарными правителями и их позднейшими преемниками. Ошибки копировальщиков и необычайное открытие ученых. Здесь мы еще раз прервем изучение царского списка и познакомимся с одним из наиболее ярких эпизодов в истории изучения шумера. Долгое время все перечисленные в царском списке династий считались легендарными. Исследователи не допускали и мысли о том, что хоть один из названных в списке правителей, даже если годы его царствования умещались в рамки человеческой жизни, мог существовать на самом деле. Смельчаков, которые решались высказывать подобные предположения, считали чудаками или безумцами. Мессонепада, разумеется, тоже причислялся к категории мифических царей. И вот во время одной из археологических экспедиций при раскопках в Тёле-Ля-Бейде Леонард Вули обнаруживает храм богини-матери Нинхурсак. Храм вызывает восхищение. Все в нем величественно и прекрасно. И широкие лестницы, ведущие на террасу, и великолепный портик, открывающий вход во внутренние помещения, и деревянные, обшитые листовой медью колонны, и стены, украшенные мозаикой, рельефами и барельефами, изображающими сцены охоты и культовые обряды. В щебне, скопившемся за тысячелетия во внутренних помещениях храма, обнаружены прекрасные произведения шумерского искусства. Фигурки, статуэтки, украшения, среди которых оказалась небольшая бусинка с выгравированным на ней никому неизвестным именем Ани Пада. Кем был этот таинственный даритель, не забывший увековечить на бусине свое имя? Не он ли основал храм? Подобное предположение казалось заманчивым, но не было ли оно слишком смелым? Упорные поиски привели к результатам, которые потрясли даже привыкшего к сенсационным открытиям воли. Вскоре после находки бусины археологи раскопали табличку из известняка с надписью, заставившей ученых пересмотреть свои представления о том, что следует считать легендарным и что достоверным в истории шумера. Ани Пада, царь Ура, сын Месани Пада, царя Ура. Воздвиг сие для своей владычицы Нин Хурсак. Поскольку имя Ани Пада не значилось в царских списках, ученые заключили, что копировальщик, пользовавшийся династическим списком Ура, составляя свою компиляцию, имел перед глазами табличку с неясным текстом. Не будучи в состоянии прочитать, кто был преемником Месани Пады, он приписал этому царю 80 лет правления, а внука его сделал сыном. Первоначально этот отрывок должен был выглядеть так. И царствовал 80, Халет. Ани Пада. Сын Месани Пады. Царствовал Халет. Эта находка не только показала, что в шумере действительно жил и царствовал правитель по имени Месани Пада, но и что в тексте царского списка имеются пропуски. Вероятно, ни в одном этом случае копировальщики конца три тысячелетия пользовались испорченными оригиналами или не могли прочитать более старый вариант клинописи. Прошло несколько лет, и в Уре были найдены новые доказательства царствования Месани Пады. Теперь на основании ряда надписей мы знаем, что у него была жена по имени Нинтор. Существует предположение, что сын Месани Пады, Мески Агнуна. Царствовавший 36 лет, имя которого в царском списке следовало непосредственно за именем отца, в действительности был его вторым сыном и преемником своего старшего брата. Итак, мы оказались в Уре, в третьей после потопа столицы Шумера, городе, который принес исследователям необычайно богатый исторический материал, открывший перед нами одну из интереснейших страниц истории этого государства. Позднее мы будем говорить о величии и роскоши этого города, о его царях и простых гражданах. Нам уже известно, что отдельные династии. Царскому списку в этом смысле нельзя доверять, царствовали в одной или приблизительно в одно и то же время, что каждое из них правило каким-либо одним городом-государством. Попытки захватить господство над всем Шумером, несомненно, предпринимались, но ни разу не увенчались успехом. Установить абсолютную и относительную хронологию Шумера, в особенности для первой половины три тысячелетия до нашей эры. Неимоверно трудно. На помощь приходит шумерская литература. Исследуя тексты героических поэм и сопоставляя полученные выводы с династическими списками, шумерологи устанавливают, какие именно правители царствовали одновременно. Чрезвычайно интересной в этом смысле оказалась поэма, известная под названием «Гильгамеш и Ака из Киши». В результате анализа этого произведения стала очевидной синхронность Гильгамеш-Ака, а это значит, что время правления первой династии Киши и первой династии Урука отчасти совпадает. Поэма о Гильгамеше, табличка из Тумоля и хронология. Прежде чем решать сложные историко-хронологические ребусы, разберемся в содержании поэмы «Гильгамеш и Ака», познакомимся с ее героями, Акой, последним правителем первой династии Киши, и Гильгамешем, пятым царем первой династии Урука. Сам факт, что оба героя стоят рядом в поэме, наводит на мысль, что они и жили одновременно, а не с интервалом в две тысячи лет, как сказано в царском списке. Вначале, однако, не это привлекло внимание исследователей к поэме, самой короткой в шумерской литературе. Она насчитывает всего 115 строк. Восстановленная по 11 табличкам, большинство из которых найдено при раскопках в Нипуре, и записанная, как и другие тексты, в начале два тысячелетия до нашей эры. Эта поэма, несомненно, была известна шумером значительно раньше. Послы Аки, сына Энми Барагёсе. Из кишек Гильгамеша в Урук явились. Гильгамеш перед старейшинами своего города. Слово положил, речь держит. Переулок Итта. Конёвой. Так начинается поэма. Требования Аки, опущенные поэтом, по-видимому, носили характер ультиматума. Урук должен подчиниться власти Киша. Претензии Аки возмутили Гильгамеша. Произнеся какую-то речь, точно перевести которую не удалось, он созывает старейшин города и обращается к ним с речью. Дому Киша пусть мы не покоримся, оружие М да поразим. Собрание старейшин его города Гильгамешу отвечает. Дому Киша пусть мы покоримся, оружие М не поразим. Гильгамеш, верховный жрец Кулабы. Совершающий геройские подвиги для Энанны. Слова старейшин своего города к сердцу не принял. Во второй раз Гильгамеш, верховный жрец Кулаба. Перед гражданами своего города слово положил, речь держит. Дому Киша пусть вы не покоритесь, оружием да поразим. Собрание граждан его города Гильгамешу отвечает. О стоящие, а сидящие. Вместе с сыном военного вождя сражающиеся. Отправляющиеся в поход верхом на ослах, все, кто имеет для этого силу. К дому Киша пусть вы не склонитесь, оружие М да поразим. Урок, создание богов великих, и Анну, храм, спустившийся с неба. Части которого сделали великие боги. Великую стену, касающуюся тучи, величественный покой, установленный Анном. Ты охранял, ты, военный вождь, герой. Завоеватель, князь, возлюбленный Анном. Его оки выхода, как он может испугаться. Войска их мало, задние ряды его рассеиваются. Эти люди не подумали. Переулок Итте. Коневой. Эти слова порадовали сердце Гильгамеша, придали ему отваги. Призвав своего друга и слугу Энкиду. С последним мы познакомимся ближе по другой поэме о Гильгамеше, он говорит ему. Теперь мотыгу. Сила битвы пусть заменит. Оружие битвы на бок твой пусть вернется. Блеск славы пусть оно создает. Переулок Итте. Коневой. Гильгамеш уверен, что, охваченный страхом, враг будет побежден, его мечты развеются и планы рухнут. Не прошло пяти дней, не прошло десяти дней. Воины Аки, сына Энми Барагёсе. Урук окружили. Разум Урука смешался. Переулок Итте. Коневой. Тогда Гильгамеш обращается к воинам Урука, прося их выбрать героя, который вступит в единоборство с Акой. На призыв царя откликается воин по имени Берхуртур. Он готов отправиться к Аке, чтобы помешать его намерениям. Не успел Берхуртур выйти за городские ворота Урука, как его схватили воины Аки. Они избили героя и лишь после этого привели к своему правителю. Далее следует несколько чрезвычайно запутанных и стилистически сложных фраз, перевод и интерпретация которых очень трудны, а они как раз и содержат ключ к пониманию дальнейших событий, в частности, почему Ака снял осаду. Наконец на городской стене появляется сам Гильгамеш. В своей речи, обращенной к врагу, он превозносит величие и славу Урука, отдавая вместе с тем дань уважения Аке. Заканчивается поэма восхвалением Гильгамеша. Поэма «Гильгамеш и Ака» привлекла внимание ученых прежде всего тем, что в отличие от других шумерских произведений такого рода в ней говорится только о людях и полностью отсутствуют какие-либо сверхъестественные существа. Содержание ее реалистично, почти без фантастического элемента. Исследователь находит в этом историко-героическом эпосе немало ценнейшей информации о шумерском обществе. Например, уже в глубочайшей древности правитель города-государства обсуждал некоторые вопросы не только с Советом Старейшин, но и с Советом Мужей города, то есть, с воинами, с Н. Крамер придает этому факту огромное значение. Он считает, что здесь мы сталкиваемся с древнейшей в истории человечества парламентарной демократией. По мнению Крамера, Совет Старейшин может быть приравнен к Сенату, а Совет Мужей – к Нижней Палате Парламента. В Совете Мужей заседали представители различных социальных слоев общества. Стоящие, сидящие и прочие. Способные носить оружие. Как полагает Крамер, рассказ о шумерском парламенте нельзя считать анахронизмом, то есть, перенесением известных автору из личного опыта учреждений, понятий, институтов в эпоху, о которой говорится в поэме, поскольку в то время, когда она записывалась, подобных учреждений не было. Этот двухпалатный парламент имел своеобразную структуру. Правитель, недовольный решением Совета Старейшин, мог обратиться к Совету Мужей. По-видимому, Совет Старейшин, унаследованный от родоплеменного строя, имел меньше прав, чем Совет Мужей, на который опирался и с чьей помощью создавал свое могущество правитель государства. В поэме представляет интерес упоминания о городских стенах. То были, как мы видим, беспокойные времена. Отдельные небольшие шумерские княжества вели себя по отношению друг к другу в высшей степени агрессивно, и их правителям приходилось думать не только о нападении на соседей, но и о защите своих владений. Они старались сделать как можно более затруднительным доступ неприятеля к городу, сердцу маленького государства. Вот почему при раскопках археологи обнаруживают остатки оборонительных стен почти во всех шумерских городах. Правда, в большинстве случаев эти стены были воздвигнуты позже. Содержащийся в Вавилонской, то есть. В гораздо более поздней, версии эпоса о Гильгамеше рассказ о строительстве в Уруке городских стен в годы царствования Гильгамеша долгое время считался легендарным, тем более что сам Гильгамеш представлен в этом произведении полубогом-получеловеком. Между тем в 1934-1935 годах в Уруке вела раскопки немецкая археологическая экспедиция. Археологам повезло. Они увидели остатки давно разрушенных городских стен. Это были те самые городские стены, которые в 1849 году так удивили и восхитили Лофтуса, не предполагавшего, что перед ним древнейшее оборонительное сооружение Месопотамии. Немецким ученым удалось сфотографировать то, что они увидели, и точно определить, как именно располагались городские укрепления. Это было весьма внушительное сооружение. Двойная стена, окружавшая не только храм и жилые постройки, но и сады и поля, луга, тянулась на 9,5 километра. В северной и южной ее частях имелись ворота шириной 3,5 метра с прямоугольными башнями. 800 полукруглых оборонительных башен, отстоявших друг от друга на 10 метров, делали стену толщиной в 5 метрах почти неприступной. Последующее поколение поражались грандиозности этих сооружений, которые, в их представлении, мог построить бог или полубог. Трудно сказать, только ли при Гильгамеше проводилась эта гигантская работа, на которую, несомненно, были брошены все силы государства, или укрепления возводились и при других правителях. Важно то, что они были построены в 27. до нашей эры. То есть, в то время, когда Гильгамеш, согласно эпосам, мог жить и царствовать в этом городе. Следовательно, не одни лишь речи отважного Берхуртура заставили Аку снять осаду. Неприступные стены, которые не могли не произвести на Аку известного впечатления, сыграли здесь не последнюю роль. А теперь вернемся к вопросам хронологии. На основании текста описанные выше поэмы ученые пришли к выводу, что Гильгамеш и Ака, то есть, пятый правитель первой династии Урука и последний представитель первой династии Киша, жили в одно и то же время. Мы не будем считать этих героев целиком вымышленными. Что же касается первой династии Ура, то большинство исследователей на основании анализа археологических материалов, табличек предметов, обнаруженных в различных культурных слоях, и прочее. Пришли к выводу, что Гильгамеш лет на сто опередил Мессонинаду. По мнению других, в частности Крамера, опиравшегося на теорию героического века, Гильгамеш был старше Мессонипада на 300-400 лет. Особую позицию в этом вопросе занял Якобсен, к мнению которого тогда никто всерьез не прислушался. Якобсен был убежден, что цари первой династии Ура, современники поздних правителей первой династии Урука. По мнению ученого, Гильгамеш опередил Мессонипаду всего на одно поколение. И вот совсем недавно был опубликован материал, подорвавший все существовавшие до сих пор концепции. Небольшая табличка с тремя десятками строк клинописного текста, по-видимому, заставит пересмотреть всю столь тщательно разработанную хронологию древнейшей истории Шумера. Эта табличка, которая названа надписью из Тумоля, частично стала известна в 1914 году, когда Арно Пюбель опубликовал перевод обнаруженного к тому времени фрагмента. Тумаль, это район Нипура, посвященный богине Нинлиль, супруге бога Энлиля, занимавшего главенствующее положение в иерархии шумерских богов. Энлилю принадлежал Нипур, этот второй после Эредо священный шумерский город. В Тумале находился главный храм Нинлиль. Поскольку значение тумальского документа огромно, в чем исследователям еще не раз предстоит убедиться, и связанные с ним рассуждения историков показывают, сколь сложна методика и как велики трудности установления хронологии тех отдаленных эпох, рассмотрим текст найденного в Нипуре документа в той последовательности, в какой с ним знакомились ученые. Эта надпись, составленная в первом столетии два тысячелетия до нашей эры, была сделана при основателе, первой, уже после шумерской династии Исина царей Иши эре. 2017-1985 годов. До нашей эры. Судя по содержанию надписи, Иши эра решил подвести итог всему тому, что было построено на протяжении прошедших столетий в ансамбле храмов Нинлиля, и в особенности рассказать об истории многократно восстановленного Тумоля, принадлежащего богине Нинлиль. Публикуя свой перевод, Пюбель еще не знал точного количества строк, недостающих в начале. Сейчас эта цифра известна 10. Вот переведенный Пюбелем текст. 11. Второй раз Тумаль был разрушен. 12. Гильгамеш построил на Мангура дома Энлиля. 13. Ураугаль, сын Гильгамеша. 14. Сделал Тумаль величественным. 15. Ввел Нинлиль в Тумаль. 16. Третий раз Тумаль был разрушен. 17. Наня построил высокий парк дома Энлиля. 18. Миски Агнуна, сын Наня. 19. Сделал Тумаль величественным. 20. Ввел Нинлиль в Тумаль. 21. Четвертый раз Тумаль был разрушен. 22. Урнаму построил Экур. 23. Шульги, сын Урнаму. 24. Сделал Тумаль величественным. 25. Ввел Нинлиль в Тумаль. 26. Пятый раз Тумаль был разрушен. 27. С года Амарзуэна. 28. До года, когда Иббесуэн царь. 29. Энамгалну в качестве Йоб и Нанны из Урука. 30. Избрал. 31. Нинлиль была введена в Тумаль. 32. По слову Уинамны, Ашгабгаля Энлиля. 33. Ишиэра построил Экура Эгигау. 34. Амбар Энлиля. Как мы видим, эта надпись, текст которой кажется нам несколько монотонным, носит явно исторический характер. Как должны были звучать отсутствующие начальные строки. В то время полагали, что их было пять и что содержание их таково. Впервые Тумаль был разрушен. 10 построил здание у дома Энлиля. З. Сын 10. Сделал Тумаль величественным. Ввел Нинлиль в Тумаль. Какие имена кроются за 10 и З. И найдут ли ученые утраченный фрагмент таблички, насчитывающий почти четыре тысячелетия. Представьте себе, нашли. Изучая в 1955 году. Материалы из коллекции Гильпрехта, хранящиеся в музее Йенского университета им. Фридриха Шиллера, Крамер, чьи размышления на эту тему мы недавно цитировали, наткнулся на две таблички, содержащие тот же самый текст, касающийся Тумаля. Таблички изрядно поврежденные, но они настолько хорошо дополняли друг друга, что в итоге не осталось ни одного непрочитанного знака. Оказалось, что в опубликованном пюбелем тексте не хватает десяти строк. Вот они. 1. Энны Барагёсе, царь. 2. В этом месте тоест. В Нипуре построил дом Энлиля. 3. Ака, сын Энны Барагёсе. 4. Сделал Тумаль величественным. 5. Ввел Нинлиль в Тумаль. 6. Первый раз Тумаль был разрушен. 7. Мессонепада построил Буршушна дома Энлиля. 8. Мискиагнона, сын Мессонепады. 9. Сделал Тумаль величественным. 10. Ввел Нинлиль в Тумаль. Теперь, когда у нас имеется приведенный выше отрывок текста, можно утверждать, что все ученые, включая Крамера, признавшего себя великим грешником, ошибались. Ближе всех к истине оказался Таркильд Якобсен, настаивший на том, что все три первые династии после Потопа принадлежали к одному времени. Если мы отнесемся к надписи из Тумали как к заслуживающему доверия историческому документу, нам придется именно так передвинуть хронологию. Согласно тексту надписей из Тумоля, правители Ура осуществляли контроль над священным городом Непуром до тех пор, пока эта функция не перешла к Гильгамешу. А как быть Сакой, который в надписи из Тумоля выступает в качестве предшественника Гильгамеша, а по нашим представлениям, является его современником. Пересмотрев свою прежнюю точку зрения, Крамер пришел к выводу, что первые правители Ура были современниками как Гильгамеша, так и его противников из Киши. Крамер предложил следующую схему событий этого бурного периода в истории Шумера. В борьбе за господство над всей страной, которую вели между собой правящие династии отдельных городов государств, первый из царей Ура, Мессонепада, победил последнего представителя первой династии, Киша, Аку, и тем самым приобрел контроль над городом Непуром. По-видимому, Мессонепада напал на Киш, овладел городом и сверхаку. Подобное понимание событий позволяет прояснить и загадку печати Мессонепады, который именует себя не царем Ура, а царем Киша, подчеркивая тем самым свое величие и заслуги перед всем Шумером. Это было важно сделать, так как, во-первых, он победил династию с традициями, а во-вторых, укрепил могущество своего государства. По-видимому, это произошло, когда Мессонепада был уже далеко не молодым человеком. Ему хватило времени лишь на то, чтобы построить одно новое здание, Буршушна, в ансамбле храмов Энлили. Строительство Тумоля довел до конца лишь сын Мессонепады, Месскиагнуна. Тут-то и поднял оружие против узурпаторов и зуроправителю Рука Гильгамеш. Гильгамеш победил Месскиагнуну и захватил власть над Шумером. Символом этой власти являлся контроль над Днепуром. В молодые годы Гильгамеш, подобно Месскиагнуне, боролся с Акой из Киши за гегемонию над Шумером. Но своей цели, как и Месскиагнуна, он достиг лишь в преклонном возрасте, потому что уже не он, а его сын Урлугаль смог восстановить Тумаль. Если взглянуть глазами Шумеров. Справедлива ли Крамеровская трактовка событий этого периода в истории Шумеров? Последнее слово здесь, конечно, принадлежит специалистам-историкам. Одного не следует забывать. Реконструкция событий той эпохи опирается на довольно сомнительные и, как мы убедились, постоянно изменяющиеся данные. Вместе с тем гипотеза Крамера звучит вполне правдоподобно, а надпись из Тумоля как исторический документ вызывает доверие. Несмотря на то, что в ней говорится о строительстве культовых зданий, там нет ни слова о вмешательстве сверхъестественных сил, а имеется простое перечисление в хронологическом порядке этапов строительства. Среди строителей, первым назван Эннебарагёся, который, если верить царскому списку, принимал участие и в земных делах. О нем говорится, что он победил Элом. Очевидно, с именем этого правителя шумерская традиция связывала также строительство храма Энлили в Нипуре. Любопытно, что первый после падения шумера царь-чужеземец возобновил его. Не менее убедительно звучит и утверждение Крамера о том, что все перечисленные в надписи события произошли в течение непродолжительного отрезка времени. Становившиеся все более могущественными, города вели непрерывные войны за власть над всей страной, и как непризрачно она была порой, власть переходила от одного города к другому. Урук, Киш, Ур, вот три династии претендовавшие на первое место. Они не только царствовали одновременно. Такое предположение, по-видимому, ближе всего к истине, совпадало и время правления названных выше представителей этих династий. Вторжение неспециалистов в дискуссию, возможно, вызовет негодование кое-кого из историков. Но ведь и их собственные рассуждения часто представляют собой лишь домыслы, которыми они пытаются заполнить пробелы в древнейшей истории Шумера. Археология напоминает увлекательную игру, в которой ее участников на каждом шагу поджидают сюрпризы, порой настолько неожиданные, что все с огромным трудом построенные гипотезы и теории рушатся. Тоже можно сказать о попытках воссоздания истории страны после тысячелетий забвения. Здесь нередко случается, что в связи с каким-либо новым открытием приходится пересматривать концепции, вчера еще казавшиеся справедливыми или почти справедливыми. Ничего не поделаешь. Шумеры, которым мы обязаны столькими открытиями. Подумать только, что на протяжении тысячелетий человечества ничего о них не знало. Не создали историографии в общепринятом смысле этого слова. В шумерской литературе, отличающейся большим разнообразием жанров, от пословиц и песней плачей до мифов и эпических поэм совершенно отсутствуют тексты, представляющие собой, с точки зрения современного ученого, исторические записи. Самое большее, что может найти историк в том или ином шумерском литературном произведении. Это намеки, которые весьма условно и со многими оговорками могут быть приняты во внимание при попытке воспроизвести историю этого народа, его государства, цивилизации. Немного больше такого исторического сырья мы находим в позднейшие периоды шумерской истории, в посвятительных надписях на статуях, сосудах, глиняных конусах, цилиндрических печатях и табличках. Что же касается времени, о котором идет речь, то даже такая, весьма скудная, но более или менее достоверная информация почти отсутствует. Современного читателя, хорошо знакомого с новейшей и древней историей своего народа, с историей других государств и, наконец, с античностью, может смутить подобная историческая анимата шумерских авторов. Чтобы не удивляться этому, нужно постараться проникнуть во многие стороны жизни шумеров и прежде всего понять до конца саму эпоху, когда жили писатели и ученые древнего шумера. Мы должны, насколько это возможно, узнать и постичь их философию и мировоззрение, их представление о Вселенной и месте в ней человека, мы должны, как говорится, побывать в их шкуре и посмотреть на мир их глазами. Подобная нелегкая задача не всегда оказывается по плечу даже самым выдающимся ассериологам и шумерологам. Это касается даже многократно нами упоминавшегося Крамера, который имеет огромные заслуги не только как выдающийся переводчик, интерпретатор шумерских текстов и знаток религии шумеров, но и как ученый, стремящийся проникнуть в тайны психологии и философии этого народа. Никто иной, как Крамер, признал, что основой мышления древних шумеров было убеждение, что известный им мир остается неизменным с момента его сотворения богами. Он писал, вряд ли кому-либо из шумерских мудрецов, даже самым прозорливым, приходило в голову, что некогда их страна была заболоченной пустынной равниной с редкими бедными поселениями и что шумер стал таким, каким они его знали лишь постепенно, в результате усилий многих поколений, в результате неустанного целенаправленного труда его обитателей, которые с удивительным упорством и мужеством добивались все новых достижений. Следует подчеркнуть, что этот вывод подкреплен достаточно многочисленными доказательствами. Шумерам не была знакома система научного мышления, которая возникла лишь в результате накопления опыта многих поколений, племен, народов и эпох. Это не подлежит сомнению. Шумеры накапливали знания и опыт, использовали то и другое для своих практических надобностей, но еще не могли не сделать из всего этого обобщающих выводов, не создать теорию. Еще не приспело время. Шумеры оставили после себя огромное количество разного рода перечней и списков. Ученые располагают множеством табличек с бесконечными перечнями грамматических форм, с математическими задачами, решениями, графиками, табличками со сводами законов. Но все это лишь списки. Каких-либо обобщений, определений, формулировок вы не найдете. До сих пор неясна цель, ради которой составлялись длинные списки названий растений, животных и минералов. Были ли это учебные пособия для шумерских учащихся? А может быть, что-то иное? Вот к какому выводу пришел Гордон Чайлд. Шумерские перечни наименований, это не просто словники, с их помощью можно приобрести власть над теми предметами, которые в них названы. Чем длиннее список, тем большим числом предметов овладеет человек путем их изучения и использования. Возможно, именно это являлось причиной, побуждавшей шумеров составлять и бережно хранить перечни наименований различных предметов. Это отсутствие обобщений сбивает с толку исследователей. Ученые словно недовольны тем, что древние шумеры не пользовались современными научными методами. Надо сразу сказать. В шумере не было историографов в общепринятом смысле этого слова, пишет Крамер. Ни один из шумерских авторов не представлял себе историю так, как мы ее понимаем сегодня, то есть. Как определенную последовательность событий, которые определяются общими закономерностями. Ту же мысль более резко сформулировал в своей работе о сериологии, почему и как. Афил. Аппенхейн. Он пишет. Заслуживает внимания отсутствия исторической литературы, то есть. Текстов с присущим автором пониманием исторической преемственности в развитии месопотомской цивилизации, а также того, что они сами и их традиции, лишь этап в этом развитии. Не слишком ли велики эти претензии, даже если они, как у Аппенхейма, адресованы преемником шумеров в месопотамии? И не звучит ли в этих высказываниях разочарование и бессилие ученых, усердно старающихся найти то, что еще не могло существовать? Полемизируя со своими коллегами-историками, недовольными тем, что шумеры не создали такой историографии, к какой мы привыкли, ассериолог тж. Финкельштейн в своем реферате «Месопотамская историография» подчеркивает. Прежде всего следует учесть, что наше понимание слова «история» неадекватно содержанию какой бы то ни было месопотамской литературы, посвященной прошлому. Мы не должны ограничиваться только теми видами месопотамских источников, которые напоминают наши формы исторических повествований, а также заниматься поисками только такой месопотамской литературы, основное содержание которой – исторические события, как таковые. То, что мы не находим у шумеров памятников исторической литературы, какие оставили после себя народы, появившиеся на арене истории спустя тысячу и более лет, то, что они не предприняли сознательной попытки представить свою культурную и политическую историю, могло проистекать из своеобразного понимания ими исторического процесса, из иного, чем возникшее в последующие тысячелетия, в эпоху иных культур, понимания мира и роли человека. Ключ к постижению этого своеобразия, по-видимому, система мышления шумеров. Их представление о мире не было гомоцентричным. По их понятиям, боги создали Вселенную, сотворив людей лишь для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о собственных нуждах. Все на Земле принадлежит богам, человек же – лишь их слуга и исполнитель распоряжений и приказов. При таком подходе отношения к человеку, к его действиям и опыту как к основному предмету размышлений было невозможно. Таким образом, в центре внимания шумерских мудрецов оказывался не человек, а окружающий его мир. По мнению Финкельштейна, вряд ли когда-либо еще существовала цивилизация, подобная шумерской. А также тем, которые сформировались на ее основе, с таким нагромождением информации при полном отсутствии каких-либо обобщений или выводов. Это звучит весьма убедительно. Ведь любая из последующих цивилизаций могла воспользоваться опытом и достижениями шумеров, благодаря чему путь к обобщениям оказывался уже в какой-то степени проторенным. Шумеры же были народом, лишь накапливавшим строительный материал, из которого позднее начал складываться фундамент научного мышления. Что же касается истории, то шумеры скорее всего ощущали себя не творцами ее, а лишь исполнителями предначертаний богов, ответственными за их нерушимость и неприкосновенность. Правитель, захвативший землю своего соседа, ссылался на традицию, утверждая, что восстанавливает давний учрежденный богами порядок. Люди, которые своими поступками и действиями творили историю, не понимали того, что жизнь развивается по своим собственным неотвратимым объективным законам, не понимали сущности исторического процесса. Это от них не означает, что они не знали своей истории. Напротив, память о минувших делах была чрезвычайно важным фактором их политической и общественной жизни. Они культивировали и чтили традиции. Но на свое прошлое смотрели по-иному, чем мы, и по-иному его использовали. Выдающийся голландский историк Иоганн Хейзинга назвал историю интеллектуальной формы отчета человечества о своем прошлом. Шумеры понимали это по-своему. Их форма отчета была не только отлична от современной, но и принципиальной иной по сравнению с той, в которой выражались мировоззренческие концепции средиземноморских цивилизаций минувших эпох. Вот почему напрасно было бы обвинять шумеров в том, что они не создали историографии и не оставили после себя памятников исторической литературы. Их отчет заключался в легендах, в надписях, казалось бы, не имеющих отношения к истории, в текстах предсказаний. Трезво мыслящему современному человеку последнее может показаться странным, тем не менее для исследователей истории Шумера и Месопотамия тексты предсказаний представляют бесценный источник сведений именно по истории двуречия. Попробуем пояснить нашу мысль на конкретном примере. Для этого еще раз обратимся к рассуждениям Финкельштейна. Если дует северный ветер, мы знаем, что пойдет снег. Это служит для нас предостережением, и мы одеваемся теплее. Для шумерского же синоптика такая комбинация причин и следствий была бы неполной. Для него, когда дует северный ветер и начинает идти снег, а царь идет на войну и терпит поражение, эти три события оказываются неразрывно связанными между собой, образуя единое целое. Если он прежде не слышал о подобном случае или традиция не донесла до него рассказа о подобном сочетании событий, возникает прецедент, и он делает вывод. Если дует северный ветер, если идет снег, а царь отправляется на войну, он потерпит поражение. Или. Северный ветер и снег были для царя 10, который пошел войной на царя Уай, предзнаменованиями поражения. Наличие логической связи между этими тремя событиями не вызывает сомнений у шумера. Чем большее число событий объединялось в единое целое, тем более убедительным считалось предсказание. Отсюда, именно из этой системы мышления, получил распространение в шумере, еще более развился в последующих месопотамских цивилизациях, а от них был воспринят и другими народами метод предсказания тех или иных событий по метеорологическим, природным или астрономическим явлением. Известно, что уже правителям первых шумерских династий оказывали услуги специалисты-предсказатели. Их влияние и круг деятельности, подтвержденные многочисленными текстами предсказаний, значительно возросли и расширились при Акадской династии. Позднее мы вернемся к этому вопросу, а пока еще раз отметим, что и предсказания могут помочь исследователям прошлого установить некоторые исторические факты. Размышления об отсутствии у шумеров соответствующих нашим представлениям исторических источников позволило нам несколько глубже понять особенности мышления героев нашего повествования, их психологию и мировоззрения. Однако они отвлекли нас от основной темы, истории шумера, которая развивалась независимо от того, как этот процесс понимали сами шумеры. Когда Мессилим построил храм. Итак, черпая исторический материал из легенд и эпических сказаний, мы приблизились к тем временам, когда на сцену выступили правители первой династии Урука, деятельность которых подтверждена документально. При этом мы перешагнули некий весьма важный исторический рубеж, часто обсуждаемый специалистами, отделяющий время правления этой династии от более ранних периодов истории шумера. Мы помним, что эпоха, о культурных достижениях которой мы рассказали, по месту важнейших археологических находок, названа периодом Джимдет-Насра. Этот период, характеризующийся высоким уровнем развития культуры, заканчивается, согласно общепринятой хронологии, около 2600 года. До нашей эры. Как подчеркивают исследователи, именно в это время в истории шумера произошли важные события, оказавшие огромное влияние на развитие культуры. В вещественных памятниках этой эпохи обнаруживаются бесспорные и весьма существенные изменения по сравнению с предметами типа Джимдет-Наср. Некоторые ученые считают их свидетельством примитивизации, регресса культуры, оскудения эстетических ценностей. В строительстве, например, вместо изящных удобной формы кирпичей появляются большие, похожие на буханки хлеба, плоско-выпуклые кирпичи. Их форму нередко объясняют влиянием религиозных представлений. Они напоминают жертвенные хлебы. Храмы в этот период строятся уже без того архитектурного размаха, какой был характерен для периода культуры Джимдет-Наср. Они более приземисты, закрыты, к главному жертвенному столу ведет только один вход, расположенный далеко от него. Резко меняются и особенности отделки сосудов, и характер рельефов на фресках и цилиндрах. Вместо полных жизни фигур мы видим лишь схематическое их изображение. Движение, экспрессии становится меньше. Искусство делается более абстрактным. Ученые почти не сомневаются в том, что в этот период в Месопотамию хлынула волна иноземных народов. То ли их привлекли богатство шумеров, то ли они считали эти земли своими. Возможно, здесь некогда до шумеров, жили предки этих народов, трудно сказать. Среди пришельцев преобладали, по-видимому, синицкие племена, прибывшие из иравийской пустыни или из сирийских степей. А может быть, это были субары. Во всяком случае, к какой бы этнической группе не принадлежали иноземцы, они принесли с собой немало бурных потрясений не только в области культуры, но и в других сферах жизни шумеров и оказали существенное влияние на дальнейшее формирование шумерской цивилизации. Вторгшиеся в Месопотамию племена достаточно быстро ассимилировались и были поглощены шумерами. Однако, прежде чем это произошло, в материальной культуре шумеров успели проявиться указанные выше характерные для этой эпохи инновации. Междинастическая борьба за гегемонию стала более ожесточенной. Если мы внимательнее вчитаемся в царский список и попробуем разместить во времени события, о которых в нем рассказано, факт усиления этой борьбы станет для нас очевидным. Информация о чужеземных набегах на земли шумера, данная в тексте царского списка, вероятно, соответствует действительности. А там говорится и о династии Завана, находящегося на территории Эл-Ама, и о династии Схамази, расположенного, по-видимому, далеко на севере. Должно быть, завоеватель Схамази по имени Хатаниш был исторической личностью и действительно осуществлял контроль над Непуром, так как его память долгое время чтилась в Непурском храме Эн-Лили. Этот царь-чужеземец, установив свое извояние в шумерском святилище, закрепился и в шумерской традиции. Царский список говорит также о правителях из Мари, города-государства, расположенного далеко за пределами Южного Двуречия. Среди правителей шумерских городов-государств, оставивших после себя надписи, на основании которых мы сейчас поведем наш рассказ, есть и полулегендарные персонажи, историчность которых не подтверждена археологическими данными. Например. Мари было поражено оружием, его царство. Было перенесено в Киш. В Кишику Баба Карчмарка. Та, которая укрепила основы Киша, стала царем и царствовала сто лет. Мы, цитируем все тот же царский список. О шумерских обычаях и нравах в связи с родом занятий Кубаба до ее прихода к власти мы поговорим в другой главе. Сам по себе этот факт необычайно интересен. Во-первых, правителем стала женщина, а во-вторых, она никак не была связана с предшествующими династиями. Кто же поддерживал ее, жречество, где женщины были широко представлены, ремесленники и купцы, из чьей среды она вышла. За этим лаконичным сообщением, если только что маловероятно, оно не является легендой, стоит, по-видимому, необычный и драматический эпизод истории. К сожалению, только с помощью воображения мы можем представить себе эту женщину, энергичную, деятельную, предприимчивую, шагнувшую из-за трактирной стойки в тронный зал Дворца Меселима. В настоящее время имеется множество документов, относящихся к этому периоду и рассказывающих о делах и поступках правителей, а также о некоторых исторических событиях. Однако пока еще не удалось не расположить эти события в хронологическом порядке, не установить очередность следования друг за другом отдельных правителей. В 26. до нашей эры. Предположительно царствовал Угальяне Мунду, единственный представитель так называемой династии Адаба, согласно царскому списку правившей 90 лет. Адаб не сыграл в истории шумера сколько-нибудь значительной роли, хотя этот город, расположенный на полпути между Непуром и Лагашем, был достаточно богат. В конце первой половины три тысячелетия Адаб достиг вершины своего расцвета. Здесь перекрещивались важные торговые и стратегические пути, а потому власть над этим городом ставила ее обладателей в привилегированное положение. Вспомним, что Меселим в своих надписях датирует события, как это было принято в шумерской традиции, годами правления Н. С. Адаба. Весьма пространная надпись, в которой содержится информация о Угальяне Мунду, была, по-видимому, составлена через 600-700 лет после описанных событий. Она посвящена богине Нинту, великой супруге Эн-Лиля. Надпись гласит, что Угалья Мунду победил 13 взбунтовавшихся князьков, построил храм, посвященный Нинту, и дал название семи вратам и башням ее дома Энамзу. Надпись рассказывает об обычаях этого храма и о совершавшихся в нем жертвоприношениях. Ценность этого документа снижается поздним временем его составления, определенным учеными на основании лингвистического анализа, но факты, которые он сообщает, не вызывают у историков серьезных сомнений. По всей видимости, судьба улыбнулась Угалья Мунду. Ему удалось подчинить своей власти других князьков. Более того, использование в тексте собирательной грамматической формы заставляет думать, что династия Адабы не ограничивается одним правителем, остальные были просто забыты. Может быть, в их числе был и Угальдарю, статуэтка которого с надписью обнаружена в Адабе вместе с другими бесценными находками. Например, в Азвине Селима. Фигурка изображает бритоголового мужчину с крупным носом и сложенными на груди руками. На царе надето длинное, до щиколоток, одеяние из ткани в узлах, напоминающее юбку, сколотую выше талии. Царство было в Урео. Прекраснейшие вещественные памятники той эпохи оставили нам правители первой династии Ура. В этом городе, упомянутом в Ветхом Завете, как мы знаем, вел археологические работы Леонард Вули. Он был первым исследователем, открывшим миру все величия, великолепия и многообразия шумерской культуры середины три тысячелетия до нашей эры. На краю города, неподалеку от городских стен, Вули обнаружил кладбище, на котором долгие столетия хоронили своих покойников-жители Ура. В могилах простых людей останки были либо завернуты в циновки, либо уложены в деревянные или глиняные гробы. Рядом с покойниками лежали предметы личного пользования. Браслеты, ожерелья, искусно выполненные ларцы, оружие, орудия труда, сосуды с едой и питьем. Останки лежали на боку в позе погруженного в сон человека. В сжатых руках они держали у самого рта кубки, в которых когда-то была вода. Среди большого числа погребений выделялись гробницы, которые Вули назвал царскими. Это название принято и сейчас, хотя многие исследователи утверждают, что, то были могилы высокопоставленных жрецов и жриц. Эти обширные, состоящие порой из нескольких помещений усыпальницы строились из камня и кирпича, причем камень доставляли сюда не меньше, чем за 50 километров. Некоторые гробницы тысячелетия назад были опустошены грабителями. Однако до других воры не смогли добраться. Благодаря этому Вули удалось обнаружить уникальные предметы, красота которых превосходила все, что было найдено до тех пор. И даже в ограбленных могилах сохранились вещи, незамеченные грабителями. Так, в могиле человека, имя которого, если верить надписи на цилиндрической печати, было Абарге, лежала серебряная модель лодки. Над этой гробницей оказалась нетронутая грабителями усыпальница дамы, может быть, супруги царя, а может быть, жрицы, в торжественные дни религиозных празднеств выступавшей в роли богини Инанны. Имя этой женщины, Шупат, выигрывано на цилиндрической печати из лазурита. Прах царицы Шупат покоился на деревянных погребальных носилках. Снаряжая царицу в путь, в страну, откуда нет возврата, провожавшие вложили ей в руки золотой кубок и надели на голову драгоценный убор, выполненный с мастерством, каким мог бы гордиться самый искусный ювелир. Густой парик обливала восьмиметровая золотая лента, на лоб свисал венок из тонких золотых колец. Над этим венком лежали еще два, из золотых листьев и цветов. И все это было перевязано нитью из лазуритовых и сердоликовых бусин. В ушах царицы были серьги в форме полумесяца, а в парике, золотой грибень с пятью зубцами инкрустированной лазуритом. Состояние этих украшений и то, как они располагались вокруг останков покойной царицы, позволили Катрин Вуле произвести чрезвычайно точную реконструкцию. Золотой шлем Мескаламдуга. Среди бесценных памятников старины, найденных в царских гробницах Ура, следует назвать золотой шлем и золотую цилиндрическую печать Мескаламдуга. Надпись гласит. Мескаламдуг герой доброй страны, царь. Другие источники, в которых бы упоминалось это имя, неизвестны. Эти предметы представляют огромный интерес не только для археологии. Шлем, свидетельствующий о необычайно высоком искусстве золотых дел мастеров Ура, принадлежит к самым интереснейшим произведениям прикладного искусства шумера. Обнаруженные в гробницах музыкальные инструменты, одиннадцатиструнная арфа, лиры и другие. Говорят о распространении в шумере музыкального искусства. Лиру украшает золотая голова быка с бородой из лазурита. В могилах найдено оружие, тонкой работы кованые кинжалы и узорчатые копья, а также фигурки животных из благородных металлов и драгоценных камней. Как знать, не шумером ли мы обязаны изобретением игры, напоминающей современные шашки. В одной из могил сохранилась двадцати-сантиметровая доска, выложенная лазуритом, сердоликом и перламутром, а также камни для игры. Быть может, это был прообраз современных шашек. Фрагмент штандарта из Ура. Если инкрустации на предметах из царских гробниц Ура носят характер религиозных символов или имеют культовое назначение, то знаменитый штандарт из Ура дает представление о жизни людей той эпохи. Он состоит из двух прямоугольных деревянных пластинок, каждая размером 55 на 22 сантиметра 5 миллиметров, украшенных мозаикой из раковин и лазуритой изображающих разные сцены из жизни шумеров. Предполагают, что штандарт выносили на древке во время торжественных процессий. Деревянная основа истлела, но инкрустации сохранились, что позволило безошибочно восстановить мозаичный рисунок. Пластинка одной стороны штандарта посвящена войне, другой – миру. На обеих сторонах тремя рядами расположены белые фигурки из ракушек на лазуритовом поле. В середине верхнего ряда панели, посвященной войне, стоит царь, которого легко отличить благодаря его высокому росту. Он только что сошел с расположенной позади него колесницы, и воины проводят перед ним обнаженных пленников. Во втором ряду тесным строем движется фаланга тяжело вооруженных царских воинов. На них длинные плащи, пелерины и медные шлемы. В нижнем ряду представлены боевые колесницы, на каждой вознице и воин с дротиком в руках. Под копытами впряженных в колесницу животных лежат тела поверженных врагов. Эта сторона штандарта УРА дает довольно точное представление о вооружении и боевой тактике шумерской армии. Тяжело вооруженные воины во втором ряду образуют фалангу, прообраз боевого строя, который через два тысячелетия принес столько побед Александру Великому. Увековеченные на штандарте боевые колесницы шумеров являются самым древним свидетельством использования этого вида повозок в военных целях. Управлять колесницами было очень непросто. Как выяснилось благодаря другим находкам, относящимся к той же эпохе, их колеса были так закреплены на оси, что вращались вместе с ней. Поэтому оба колеса имели одинаковую скорость, и при поворотах одной из них, зарываясь в землю, тормозило движение. К сожалению, не удалось идентифицировать животных, впряженных в боевые колесницы. Из других источников известно, что повозки, предназначавшиеся для перевозки грузов, были запряжены валами. Относительно боевых колесниц и повозок на полозьях такой уверенности нет. Кости животных, впряженных в колесницу, обнаруженную в одной из царских могил, сохранились очень плохо, но не вызывает сомнения тот факт, что животные принадлежали к семейству лошадиных. Может быть, это были тарпаны, или лошадь Пржевальского, или же дикие ослы, анагры. Это же животное, что мы видим на штандарте из Ура, найдено в виде серебряной статуэтки, украшающей колесницу, а также изображено на барельефах. Однако все изображения стилизованы и мало помогают решению загадки. Относительно боевой тактики шумеров трудно сказать что-нибудь вполне определенное. Возможно, первыми атаковали противника колесницы, сминавшие вражеские ряды, затем в бой вступали отряды легковооруженных воинов и, наконец, победу закрепляли тяжело вооруженные фаланги. Не исключено, что очередность вступления в бой была иной. Принимавший непосредственное участие в сражении царь, по-видимому, вел за собой механизированные части, метателей дротиков, ехавших на колесницах. А теперь посмотрим, как изображена на штандарте из Ура мирная жизнь. И здесь место в первом ряду занимает царь. Он и его семья представлены во время праздничного пира. Члены царской семьи сидят в креслах, окруженные музыкантами и слугами, разносящими напитки. Может быть, они празднуют победу, которая изображена на первой панели. Эта победа, очевидно, принесла городу большую военную добычу, потому что царские слуги, в двух нижних рядах, гонят коров и баранов, несут рыбу, тащат мешки с всевозможным имуществом. Все они, включая царя, одеты в традиционный шумерский наряд, короткие юбки. Однако наибольшее впечатление на исследователей произвело не то, что царские гробницы Ура дали возможность подробно ознакомиться с жизнью и обычаями шумеров. В мрачной усыпальнице Шупат в уле, потрясенной величием и красотой увиденного, обнаружил не только прах знатной дамы. На земле лежали останки ее придворных дам и одного мужчины, арфиста, до последних минут жизни державшего в руках свою арфу. В гробнице Шупат были найдены останки 25 человек из ее свиты. В усыпальнице Абарги обнаружены останки 60 человек. Подобная картина наблюдалась и в других могилах. Воины, провожавшие своих царей в последний путь, были в бронзовых шлемах, а в руках держали по два копья. На женщинах надеты всевозможные украшения и лучшие, парадные одеяния. Потрясенный своим жутким открытием, Вулли решил вначале, что все эти люди, приближенные царя, уходившие в иной мир вслед за своим повелителем, были жертвами культового ритуального убийства. Однако тщательное изучение останков и внимательный осмотр гробницы несли существенные поправки в это суждение. Ничто не говорило о насильственной смерти или принуждении по отношению к свите умершего. Спор по этому поводу ведется по сей день. Наиболее правдоподобным представляется следующее утверждение. Мы столкнулись с редким, не имеющим аналогии обычаям. Подобные захоронения кроме ура найдены только в Кише, восходящем к какой-то неизвестной нам традиции. Люди, которые шли на смерть за своим царственным повелителем, делали это добровольно. Желание умереть вместе со своим царем или жрецом могло возникнуть на основе господствовавших в то время представлений о загробном мире. Об этих представлениях мы будем говорить в одной из последующих глав. Массовые убийства, возможно, явились результатом временной и не слишком длительной вспышки религиозных чувств, религиозной экзальтации, которую шумерологи сравнивают с усилением религиозного фанатизма в Египте в годы царствования Аминхотепа и В. Эхнатона. Около 1372-1352 гг. до нашей эры. Однако, чтобы мы не говорили о побуждениях шедших на смерть людей, ритуал от этого не становится менее жестоким. Открытие царских гробниц ура помогло разобраться и в шумерской хронологии. В начале вули отнес эти погребения к середине четыре тысячелетия до нашей эры. Однако позднее он существенно омолодил свою находку, и в настоящее время в науке принято считать, что царское кладбище ура возникло в 27-26 веках. До нашей эры. Правда, некоторые ученые утверждают, что эти захоронения принадлежат эпохе, предшествующей первой династии ура. Лагаш, богатый город. Оставим на время прекрасный, богатый и многолюдный город Ур. Сейчас, это маленькая железнодорожная станция примерно в 150 километрах к северо-западу от Басры и в 15 километрах от современного русла Ефрата. Четыре с половиной тысячелетия назад Ур выглядел совершенно иначе, чем сегодня. Он был расположен недалеко от моря и связывался с ним рекой, по которой плыли груженые барки. Там, где сейчас простирается пустыня, золотились поля пшеницы и ячменя, зеленели рощи пальм и фиговых деревьев. В храмах жрецы возносили молитвы и исполняли обряды, следили за работой ремесленных мастерских и за порядком в переполненных амбарах. А внизу, у подножия платформ, откуда устремлялись в небо храмы, хлопотал трудолюбивый народ, благодаря усилиям которого этот город сделался могущественным и богатым, на удивление и зависть соседям. Оставим Ур в период его расцвета, когда там царствовали правители первой династии, и отправимся на северо-восток, где в 75 километрах от Ура раскинулся город Гирсу, который до недавнего времени отождествляли с Лагашем. Сейчас ученые полагают, что Гирсу был столицей города-государства Лагаш. Французские археологи, от Досарзека и до Жемуяка до Андре Паро, тщательно обследовали тело. Так сейчас называется этот населенный пункт. Начиная с 1877 года. В тело систематически велись археологические работы, благодаря которым история этого города известна во всех подробностях. Тогда же начались раскопки в Эльхиба, позднее идентифицированном с Лагашем. В царских списках нет ни слова о Лагаша. Этому можно только удивляться. Ведь речь идет о городе-государстве и династии, несомненно сыгравших существенную роль в истории шумера. Правда, в те годы, когда этот город еще не достиг славы, он стоял несколько в стороне от исторических событий. Лагаш являлся важным транзитным пунктом на водном пути, связывавшим Тибер с Йофротом. Через него шли на восток или разгружались здесь прибывшие с моря суда. Обнаруженные при раскопках таблички свидетельствуют об оживленной торговле, которую вели жители города. Как и в других городах, здесь правил во имя владыки города, бога войны Нингирсу, НС. Политическая и экономическая жизнь была сосредоточена в храмах, посвященных Нингирсу, его божественной супруге Бабе. Бау, богиня законодательства Нанши, богиня Гешти Нани, исполнявшая обязанности песца страны без возврата, и Гатундук, богини-матери города. Поселение возникло здесь в эпоху Эля-Бейда. В последующие годы город отстраивался, расширялась сеть эрегационно-судоходных каналов, росла экономическая мощь. Как полагают исследователи, Лагаш с незапамятных времен конкурировал с соседним городом Мумы и войны между этими двумя государствами велись уже на заре истории. В середине три тысячелетия до нашей эры. Наступает период бурного расцвета Лагаша. Городом в это время правит НС Урнанша. Урнанша запечатлен на 40-сантиметровом барельефе, украшавшем храм. Этот барельеф был поднесен храму в качестве интервативного. Посвятительного, дара. Правитель, одетый в традиционную шумерскую юбочку, несет на бритой голове корзину с раствором для строительства храма. Урнанша, взявший себе, подобно Анипаде из Ура, титул Лугаля. Большой человек равно царь, вместе с семьей принимает участие в торжественной церемонии. Его сопровождают дочь и четыре сына, имена которых указаны на барельефе, среди них Акургаль, наследник трона и отец знаменитого Эонатума. Фигура дочери, которую зовут Лида, в одеянии с пелериной, переброшенной через левое плечо, значительно крупнее, чем фигуры царских сыновей. Лида следует непосредственно за отцом, что, возможно, является свидетельством относительно высокого положения шумерской женщины в общественной жизни. Вспомним царицу Кубабу и экономики. Об этом смотри. Дальше. В нижней части барельефа изображен Урнанша, сидящий на троне. С кубком в руках. За его спиной стоит виночерпий с кувшином, перед ним первый министр, делающий какое-то сообщение, и три названных по именам сановника. Надписи Урнанша подчеркивают особые заслуги этого правителя в деле строительства храмов и каналов. О том же сообщается и в позднейших надписях его преемников. Однако Урнанша не ограничивал свою деятельность строительством храмов, зернохранилища и расширением сети водных путей. Как основатель династии, он должен был позаботиться о безопасности города. Совсем близко находился соперник Ума, в любой момент могло произойти нападение эланитов из-за тигра. Храмы же не всегда соглашались осигналовать средства, необходимые для осуществления замыслов царя. Таким образом, интересы царя и храмов не всегда совпадали. Энси нуждались в собственных средствах, чтобы укрепить политическую власть. Мы уже сталкивались с первыми проявлениями самостоятельности княжеской власти и отделения ее от власти жрецов. Постройка в Кише независимого от храма царского дворца. Царь неизбежно должен был начать присваивать себе часть имущества и доходов, по традиции нераздельно принадлежавших Богу, которыми распоряжались храмы. Влагаша этому процессу, по всей вероятности, положил начало Урнанша. Нет сомнения, что именно Урнанша, строивший с большим размахом и возивший для нужд строительства лес Сьюрмаш и строительный камень, именно он, перед чьей статуей в храме Нингирсу после смерти совершались жертвы и приношения, заложил основы политического и экономического могущества своей династии. Это дало возможность третьему ее представителю, внуку Урнанше Эанатому. Около 2400 года. До нашей эры. Сделать попытку распространить свою власть на соседнее с Лагашем государство. После Эанатома осталась раскопанная до Сарзеком белая, каменная стела. Это сильно разрушенная более чем полутораметровая плита покрыта рельефами и письменами. На одном из ее фрагментов изображена стая коршунов, терзающих тело павших воинов. Отсюда название. Стела коршунов. Письмена сообщают о том, что стела была установлена Эанатомом в честь победы над городом Умой. Они повествуют о благосклонности богов к Анатому, о том, как он одержал победу над правителем Умы, восстановил границы между Умой и Лагашем, определенные еще царем Месилимом из Киши, и как, заключив мир с Умой, покорил другие города. На основании вырезанного на стеле коршунов текста, а также надписи, оставленной его племянником Интиминой, можно сделать вывод, что Эанатом пресек поползновение Эламитов на восточной границе Шумера, подчинил своей власти Киш и Акшак, а может быть даже дошел до Маре. Трудно найти человека, более достойного титула царя, чем Эанатом. На стеле высечена мощная фигура человека с большой сетью, опутавшей его врагов. Ученые спорят о том, чье это изображение. Бога войны Нингирс, или победоносного царя. Затем мы видим сцену, где этот человек. Или Бог, на боевой колеснице мчится в водоворот битвы, увлекая за собой тесно сомкнутые ряды воинов. Эта колонна бойцов, вооруженных длинными копьями и огромными щитами, которые закрывают туловище, образуя почти сплошную стену, производят сильное впечатление. В другой сцене изображен царь, награждающий своих верных воинов. Дальнейшие события разыгрались уже в годы царствования следующего правителя Лагаша, Интимины, летописцы которого составили наиболее полный исторический обзор, документ, редкий для той отдаленной эпохи. Прежде чем начать рассказ о войне, которую вел Интимина, и о предшествовавших ей событиях, познакомимся с текстом надписи, увлековеченной на двух глиняных цилиндрах. Энриль, главное божество шумерского пантеона, царь всех земель, отец всех богов, определил границу для Нингирсу бог-покровитель Лагаша и для шара бог-покровитель Ума своим нерушимым словом и мессилим, царь Киша, отмерил ее по слову Сатарана и воздвиг там стелу. Однако уж, Ишакку Умы, нарушил решение богов, и слово договор между людьми, вырвал пограничную стелу и вступил на равнину Лагаша. Тогда Нингирсу, лучший воин Инлиля, сразился с людьми Умы, повинуясь его Инлили верному слову. По слову Инлиля он набросил на них большую сеть и нагромоздил по равнине здесь и там их скелеты. В результате Эонатум, Ишакку Лагаша, дядя Энтимины Ишакку Лагаша, определил границу вместе с Инакали, Ишакку Умы. Провел пограничный ров от канала Иднун в Гуэдину. Надписал стелы вдоль рва. Поставил стелу Мессилиму на ее прежнее место, но не вступил на равнину Умы. Он затем построил там Индуба для Нингирсу в Намнунда Кигаре, а также святилище для Инлиля, святилище для Нинхурсак шумерской богини-матери, святилище для Нингирсу и алтарь для Уту Бога Солнца. Далее следует короткий отрывок, по-разному интерпретируемый различными исследователями. По мнению одних, здесь говорится о Дане, который обложил побежденных Эонатум. Другие считают, что речь идет об арендное платье за обработку полей, принадлежащих Лагашу. Урлума, Ишакку Умы, лишил пограничный ров Нингирсу и пограничный ров Нанша воды, вырыл с тела пограничного рва и предал их огню, разрушил посвященные. Святилище богов, воздвигнутые в Намнунда-Кигаре, получил помощь из чужих стран и наконец пересек пограничный ров Нингирсу. Эонатум сразился с ним под Ганну-Угига, где находятся поля и хозяйство Нингирсу, и Интимина, возлюбленный сын Эонатума, разбил его. Тогда Урлума бежал, а он Интимина истреблял войска Умы до самой Умы. Кроме того, его Урлумы отборный отряд из 60 воинов он истребил. На берегу канала Лумы-Гернунта. А тело его Урлумы людей он Интимина бросил на равнине на съедение зверям и птицам и затем нагромоздил их скелеты. В пяти различных местах. После этого идет описание второй фазы войны, когда в качестве противника Интимины выступает жрецыль, по всей вероятности, узурпатор, захвативший власть в Уми. Интимина ишак Кулагаша, чье имя изрек Нингирсу, провел этот пограничный ров от Тигра до канала Игнум по нерушимому слову Энвире, по нерушимому слову Нингирсу и по нерушимому слову Нанша и восстановил его для своего возлюбленного царя Нингирсу и своей возлюбленной царицы Нанша, соорудив из кирпича основание для Намнунда Кигары. Пусть Шулутула, личный бог Интимина, Ишак Кулагаша, которому Эннен дал скипетр, которому Энки-шумерский бог мудрости дал мудрость, которого Нанша хранит в своем сердце, великий Ишак Кунингирсу, получивший слово богов, будет заступником, молясь за жизнью Тимины перед Нингирсу и Нанша до самых отдаленных времен. Человек из Умы, который когда-либо перейдет пограничный ров Нингирсу и пограничный ров Нанша, чтобы силой завладеть полями и хозяйствами, будь то действительно гражданин Умы или чужеземец, да поразит его Эннель, да накинет на него Нингирсу большую сеть и опустит на него свою могучую длань и свою могучую стопу, да восстанут на него люди его города и да повергнут его ниц посередине его города. А теперь попытаемся этот запутанный текст, в котором деяния богов и поступки людей переплелись настолько тесно, что картина исторических событий оказалась довольно затемненной, изложить языком исторической науки, в соответствии с интерпретацией современных ученых. В давнем споре между городами Лагаш и Ума в свое время в качестве арбитра выступил царь Киши Месилим. Лагашские историки таким образом подтверждают тот факт, что в руках Месилима была власть над всем шумером. Месилим в качестве суверена определил границу между Лагашем и Умой и в знак ее нерушимости поставил там свою памятную стеллу с надписью. Это должно было положить конец распри между городами с соперниками. Через какое-то время, уже после смерти Месилима и, по-видимому, незадолго до прихода к власти Урнанша, правивший в Уме Инсиуш, вторгся на территорию Лагаши и захватил Гуэдину. Не исключено, что область с этим названием до вмешательства Месилима принадлежала Уме. В годы царствования Урнанша могущество Лагаши возросло, и появилась возможность отомстить соседнему городу-государству. Внук Урнанша Эанатом решил изгнать завоевателей со своей земли. Он победил Инсиума и Накали и восстановил прежние границы. Рвы, разделявшие эти два маленьких государства, служили также для орошения полей. По-видимому, в это же время Эанатом решил распространить свою власть и на другие города. Для этой цели ему нужно было прежде обеспечить безопасность своего города. Желая задобрить жителей Умы, он разрешил им обрабатывать землю на территории Лагаша. Однако они должны были часть урожая отдавать правителю Лагаша за пользование землей. Очевидно, гегемония Эанатома не имела под собой достаточно прочной основы, потому что в конце его жизни население Умы, по-видимому, взбунтовалось. Иханси Урлума отказался платить возложенную на Уму Дани в Торксе на территорию Лагаша. Он уничтожил межевые столбы, предал огни с телами Селима и Эанатома, прославлявшие победителей его предков, разрушил построенные Эанатомом здания и алтарей. Кроме того, он призвал себя на помощь чужеземцев. Кого именно, мы не знаем, но догадаться не так уж трудно. Вдоль границ шумера было достаточно государств, чьи правители с удовлетворением взирали на внутренние распри шумеров и были готовы в любую минуту вторгнуться в их страну. Это могли быть и эламиты, и жители Хамази. А на севере в это время уже складывалось будущее могущественное государство Акацеев. Однако Урлуме не повезло. Интимина, совсем еще молодой военачальник, одержал блистательную победу. На голову разбил противника, уничтожив большую часть его войска, а остальных обратил в бегство. О численности участников сражения можно судить по приведенной в хронике цифре — 60 убитых над каналом воинов. Интимина скорее всего не вошел в Уму, но ограничился восстановлением прежней границы. Между тем ситуация в Уме, то ли в результате смерти побежденного правителя, то ли вследствие какого-то бунта, изменилась. Власть перешла к бывшему верховному жрецу города Забалом по имени Иль. По мнению некоторых историков, Забалом находился на территории Умы. С другой стороны, не исключено, что речь идет о городе, расположенном неподалеку от Урука. Если принять последнее, то Ума уже в ту пору представляла собой могущественное государство, владевшее обширной территорией. Серебряная ваза Интимины. Как и у Руума, Иль не придавал слишком большого значения пограничным соглашениям. Он отказался выполнять обязательства, а когда Интимина через послов потребовал у него объяснений и призвал к покорности, заявил претензии относительно территории Гуэдины. Как не запутан составленный летописцами Интимины текст. Фрагмент, посвященный спорам между Интиминой и Ильем, мы опустили, можно догадаться, что до войны дело не дошло, перемирие же было заключено на основании решения, навязанного какой-то третьей стороной, по-видимому, тем же чужеземным союзником Умы. Была восстановлена прежняя граница, но граждане Умы не понесли никакого наказания. Они не только не должны были выплачивать долги или дань, им даже не пришлось заботиться о снабжении водой пострадавших от войны земледельческих районов. Описанные события относятся к одной из войн, которые ввел Интимина. А было их много. Правитель Лагаша хотел сохранить полученное наследство. Чтобы держать в повиновении зависимые города государства, ему приходилось вести и дипломатическую игру. Интимина, как и анатом, был искусным политиком. Не только из любви к богам они воздвигали многочисленные храмы. Это была политика. С их помощью легче было завоевать симпатии граждан, глубоко почитавших своих богов. Надписи Интимины повествуют о строительстве храмов для таких богов, как Нанна. Бог Луны Энки, Энлиль. Из этого перечня можно заключить, что власть Интимины распространялась на Урук, Эреду, Нипур и Дру. Ее города. О влиянии Интимины на ряд городов государств шумера говорят и такие факты. В Нипуре была найдена 76-сантиметровая миниатюрная диоритовая статуя этого правителя, в Уруке, надпись о заключении Братского Союза между Интиминой и правителем Урукалу Галькингенеш Дудуй о предпринятом Интиминой строительстве храма Инаны. Существует много доказательств того, что Интимина принимала активное участие в сооружении каналов не только в своем родном Лагаше, но и за его пределами. Горькая цена величия. Стремление властвовать над всем шумером и завоевательная политика преемников Урнанша дорого обходились его народу, и не только народу. Немалые средства шли на строительство культовых сооружений вдали от Лагаша. Содержание большой и хорошо вооруженной армии тоже требовало немалых затрат. Как ни заботились наследники Урнанша о развитии хозяйства страны, им то и дело приходилось протягивать руки к богатствам, накопленным храмами. Поэтому чем активнее становилась политика НС, стремившихся к гегемонии над шумером, тем сильнее беспокоились жрецы. Их интересам и влиянию угрожала все более серьезная опасность со стороны правителей династии Урнанша, приобретавших все большую независимость от храмов. Легко выобразить, сколько интриг и заговоров затевалось жрецами против Анатому и других представителей династии. Надо сказать, что сын Интимины уступал своему отцу как в воинской доблести, так и в дипломатических способностях. В годы его правления к власти удалось пробраться противникам династии. До нас дошли сведения о двух жрецах, особенно активно участвовавших в закулисной борьбе храмов против дворца. В результате этой борьбы политическая партия жрецов возвела на трон своего ставленника Лугалянду. Лугалянда не присваивал себе титулов, какими украшали свои имена его предшественники. Он именовался НС Лагаша и вместе со своими сподвижниками занимался только своими собственными делами. Жрецы стремились как можно скорее возместить убытки, понесенные в связи с политикой династии Урнанша, придворные торопились сколачивать состояние. В богатом городе с зажиточным населением было с кого драть три шкуры. Как ни старался Лугалянда в своей политике блюсти интересы жрецов, того, что уже произошло, изменить было нельзя. Наряду с храмом возникла мощная общественно-экономическая сила, княжеский дворец с чудовищно разрушимся бюрократическим аппаратом. Пока страна воевала, дворцовые чиновники довольствовались малым, но едва смолк звон оружия, они ринулись на борьбу за первые места в государстве. Во имя осуществления своих замыслов и ради достижения собственных корыстных целей они всячески стремились упрочить ту силу, которая могла противостоять влиянию храма, то есть. Княжеский дворец. Как и его предшественник Эмин Тарзи, Лугалянда, ставленник жрецов, попал под давление с двух сторон. Создается впечатление, что оппозиционная по отношению к политике и анатома интименной группировка по меньшей мере дважды делала ставку на людей, которые не смогли воспротивиться дворцовой комарилье и устоять перед собственной алчностью. На основании хозяйственных документов из архива Лагаша мы можем восстановить социальный облик Лугалянды. Его никак нельзя было назвать управляющим владениями Бога. Это был крупный землевладелец, которому принадлежали обширные поместья, раскинувшиеся на огромной по тем временам территории 161 гектар. Более того, его супруга Барнантара имела собственные поместья. Два из них занимали ББСГА. Люди, трудившиеся на землях Барнантары, хотя они и не были рабами, в документах названы ее собственностью. Еще совсем недавно каждый свободный гражданин Шумера принадлежал Богу и мог помимо дома и движимого имущества иметь также рабов. Все и все, в том числе правители страны, были собственностью Бога, то есть. Храма. В документах же из Лагаша правители и его жена сами выступают в качестве собственников земель, богатства и даже людей, трудившихся в их поместьях. Лугалянда и его энергичная супруга от своего собственного имени осуществляли всевозможные деловые операции, с большим размахом заключали торговые сделки, тогда как прежде все это находилось в ведении администрации храмов. Из табличек мы узнаем о подарках, которые довольно часто получала Барнантара, о ее дружбе и торговых связях с супругой правителя Адаба. Обогащалась, разумеется, не только княжеская семья. Немало загребали и дворцовые сановники. Измученные поборами военных лет, когда приходилось оплачивать великодержавную, говоря современным языком, политику преемников Урнанша, граждане Лагаша теперь должны были гнуть спины ради быстро обогащавшихся дворцовых сановников. Естественно, что оппозиционное настроение и ненависть к дворцу, искусно подогреваемые и используемые жречеством, росли. Правление Луголянды не было продолжительным. 7-9 лет. Произошел насильственный переворот. Был ли он связан с кровопролитием, или это была мирная дворцовая революция, неизвестно. Отни исследователи утверждают, что после переворота Луголянды был убит, другие, что ему было разрешено дожить остаток дней в одном из храмов. Относительно Барнантары известно, что она прожила еще два года, в течение которых продолжала вести свои дела, и что ее общественное положение существенно не изменилось. Проишедший переворот Влагаша связан с именем Уруинингена. Этот человек, через 44 столетия названный первым в истории реформатором, до того как стал правителем страны, был чиновником из окружения Луголянды. Какую он занимал должность и к какой партии принадлежал, мы не знаем. Среди ученых нет пока единого мнения по вопросу о том, был ли переворот Влагаша спровоцирован жречеством, или инициатива исходила от дворцовой оппозиции. Скорее всего, Уруинингена был человеком, ненавидевшим зло и несправедливость и преданным традициям. Ему тяжело было наблюдать, как рушится могущество его родного города. Некоторые ученые утверждают, что реформы Уруинингена далеко не столь революционны, как это следует из его надписи, а сама надпись скорее является литературным произведением, чем историческим документом. Заняв место Луголянды, Уруинингена в течение года именовал себя Энси, после чего присвоил себе титул Луголя. Царя. Недолгие годы царствования Уруинингена заполнены интенсивным строительством, строятся новые каналы, ремонтируются старые, реставрируются городские стены, возводятся храмы и реформаторско-законодательной деятельностью, о содержании которой мы узнаем из надписи на так называемом конусе Уруинингена. Обнаруженные при раскопках в тело документы. До нас дошло несколько конусов с более или менее одинаковым текстом, представляют собой рассказ о несправедливостях и народном горе и о попытках исправить зло. Пожалуй, ни в одном документе мы не найдем столь выразительной и так подробно нарисованной картины жизни шумерского общества. Этот текст, большинством ученых признанный историческим, можно смело назвать гимном доброму правителю. Рассказ о деятельности Уруинингена начинается восхвалением этого царя, построившего храмы с большими кладовыми для покровителя и владыки Лагаша Нингирсу и его жены богини Бабы. Уруинингена, кроме того, приказал вырыть канал в честь богини Нанши. После этого составитель текста рассказывает об извечных порядках шумера. С дней давних, с древнего времени, когда корабельщики мытари корабли выставляли, ослов пастухи мытари выставляли, овец пастухи мытари выставляли, сети рыбаки мытари выставляли, жрецы шутук зерно за аренду на самом болоте отмеряли. Иными словами, жизнь текла по установившимся законам и обычаям, каждый выполнял свои обязанности и пользовался дарами богов в соответствии с общепринятыми правилами. После этого летописец, не указывая причин, мы можем лишь догадываться, что все это случилось в результате политики предшествующих правителей, развертывает перед нами мрачную картину зла и несправедливости. Быки богов огород потиси. НС. РЭД. Обрабатывали. Поле хорошее богов огородом, местом радости потиси стало. Ослы тягловые, быки в ерма всех верховных жрецов им впрягались, зерно всех верховных жрецов воины потиси выдавали. Как должны были потрясать современников летописцы описанные несправедливости. Владение бога Нингирсу и его семьи были захвачены НС и его семьей. У дома потиси, у поля потиси, у дома жены, у поля жены, у дома детей, у поля детей контроль был установлен. Какое кощунство! Какой грех перед богами! Тяжело было гражданам Лагаши видеть святотатственные поступки НС. Но во сто крат тяжелее для них были грабительская налоговая политика и самовластия чиновников. За все приходилось платить. Когда хоронили покойника в гробнице, жрец брал за это семь кувшинов пива, 420 хлебов, 1 дробь 2 мера зерна, 1 одеяние, 1 козленка и 1 ложе. Помощник жреца получал 1 дробь 4 мера зерна. Всюду свирепствовали сборщики налогов. У гребцов они отнимали лодки, у рыбаков – у лов. За разрешение остричь белую овцу нужно было платить в дворцовую казну серебро. Человек, оказавшийся у власти, быстро сколачивал состояние за счет своих соотечественников, как бедняков, так и состоятельных граждан. Чиновники добрались и до храмов. Рассказ о несправедливостях, чинимых по отношению к храмам, нисколько не похож на метафору, что отчасти затемняет представления о характере осуществленных у Руинингена и социальных реформ. Его приход к власти, разумеется, не был обусловлен тем, что он выступал в качестве народного заступника. Вероятнее всего, его поддержали жрецы, ревниво следившие за ростом дворцовых богатств. Однако, придя к власти, у Руинингена не оправдал надежд жрецов, которые желали только одного, чтобы доходы снова хлынули в закрома и сокровищницы храмов. Как рассказывает дальше автор надписи, у Руинингена, послушный словам бога Нингирсу, который дал ему власть в Лагаше и повелел властвовать над юссарами. То есть, над 10 на 3600 человек. Божественные решения прежние. К ним людям приложил, слово, которое царь его Нингирсу ему сказал, он установил. Иными словами, у Руинингена вернул стране прежние законы, установленные богом Нингирсу. По словам составителя надписи, сборщики налогов исчезли с кораблей. Не стало их и на берегах прудов. В дома Инси и на поля Инси вернулся бог Нингирсу в качестве их хозяина. На землях бога Нингирсу. То есть, в Лагаше, до самого моря не осталось ни одного сборщика налогов. Это, конечно, не означает, что были ликвидированы все налоги и сборы. У Руинингена лишь определил их максимальный размер, то есть, реформировал фискальную политику. Покойник гробницы положен, пиво его три кувшина, хлебов его восемьдесят, один ложа, ай козленка. Лугаль выступил также против всяческих проявлений самовластия чиновников, жрецов и просто богатых людей по отношению к беднякам. Если шуб Лугалю подчиненному царя осел хороший рождается и если надзиратель его хочу у тебя купить скажет, то если он шуб Лугаль, когда он ему надзирателю продает, серебро для удовлетворения моего хорошая отвесть мне ему скажет, или же когда он ему не продает, надзиратель в гневе из-за этого пусть его не избивает. Теперь уже никто не смел врываться в сад матери бедняка. Запомним эти слова, так как они отзовутся эхом в законодательных актах позднейших. В том числе и последних, шумерских правителей. Кроме того, эти слова характеризуют правителя, при котором могущественный человек не мог обижать сироту и вдову. Реформы у Руинингена пришлись ни по вкусу ни в дворцовых кругах, ни храмовым служащим. Лугаль существенно сократил дворцовый персонал, ограничил власть чиновников и несколько прижал жрецов. Таким образом, он не угодил никому, кроме простого народа, который был тогда безгласен. Однако давние обычаи, как это яствует из хозяйственных документов, были только наполовину восстановлены у Руинингена. Он не отказался от экономических прерогатив дворца, отвоеванных его предшественниками, у храмов. То, что он со второго года правления присвоил себе титул Лугаля, по мнению некоторых исследователей, характеризует его как продолжателя светской концепции власти в противовес храмовой. О том же говорят, по существу, и его социально-экономические мероприятия, и среди них главное место занимает установление правового порядка. Как широко простирались владения у Руинингена. Царский титул в ту эпоху уже не был признаком господства над всем шумером. Стремление властвовать над шумером, несомненно, было присуще у Руинингена, и не исключено, что ему подчинялись еще какие-то города кроме Лагаша, например, Нипур, управление которым давало право на царский титул. Насчет того, появился ли у Руинингена слишком поздно, когда кратковременное могущество Лагаша уже нельзя было восстановить, или слишком рано, когда он еще не мог рассчитывать на поддержку простых граждан, нам остается только строить догадки. Во всяком случае, у Руинингена был одинок. Одни его ненавидели за то, что он обуздал их самовластия, другие за то, что он не оправдал их надежд получить абсолютную власть. Что с того, что его почитало и восхваляло простонародье. Эта бесправная часть общества практически не решала ничего. Реформы у Руинингены, несомненно, были не по вкусу и энси других городов-государств. Глубокие социально-экономические преобразования, происходившие в Лагаша в годы царствования династии Урнанша, по-видимому, имели место и в других шумерских юродах-государствах. Эта династия находилась у власти предположительно в те же годы, когда в Уре правили преемниками Санипады. Опираясь на лингвистический анализ текстов, междинастическую синхронизацию и тому подобное. Некоторые ученые утверждают, что Урнанша был современником Аанепады. Пример у Руинингены мог заразительно подействовать на других узурпаторов, поэтому предположение о заговоре правителей шумерских городов против владыки Лагаша весьма правдоподобно. Царь, который пришел слишком поздно. И вот на горизонте появляется новое лицо. Царский список сообщает, что царство было перенесено в Урук, где в течение 25 лет правил царь Лугальзагёся. До того как Лугальзагёся присвоил себе царский и множество других титулов, он был лишен сей города Ума. Сейчас невозможно установить, каким образом правителям маленького и незначительного государства удалось навязать свою власть в руку. Его следующим шагом явилось выступление против извечного врага Умы, Лагаша. Это произошло на восьмом году царствования у Руинингена. Наконец-то после стольких веков унижения жители Умы смогли отомстить своему соседу-сопернику. Пылает город, осквернены храмы, людей лишают имущества, свободы, жизни. Трагичен конец короткого, словно одно мгновение. Что такое одно столетие по сравнению с тысячелетиями человеческой истории? Периоды величия и славы Лагаша. Немногое уцелеет от Гирсу, где находилась царская резиденция, правда Лагаш, расположенной рядом, враг пощадит. Храмы не будут разрушены, и, возможно, в одном из них среди жрецов проживет остаток своих дней у Руинингена, реформатор, мечтавший изменить систему управления страной. Не исключено, что он даже сохранит номинальную власть. Луголь за Гесси не помышлял о реформах. Из тьмы тысячелетий перед нами встает фигура необычная, но совсем в другом плане, чем у Руинингена. Это был претендент на титул Императора. Какую роль в его завоевательных планах играло властолюбие, выражал ли он экспансионистские устремления определенных кругов, или им руководило убеждение, что для спасения шумера необходимо объединить его, превратить в централизованное государство, трудно сказать. Но каковы бы ни были побуждения Луголь за Гесси, он объединил страну. Он появился на арене истории в момент невероятно сложный и опоздал. Опасность, нависшую над страной, он уже не мог устранить. Ему удалось лишь отсрочить развязку. На короткий миг, пока на страну еще не обрушились бедствия и несчастья, он вернул шумерскому оружию былую славу. В причитании, записанном на одной из найденных табличек, было сказано. На царе Гирса у Руинингена не лежит никакого греха. На основании того, что шумерский историк именует Руинингену царем Гирсу, можно предположить, что Луголь за Гесси не убил своего предшественника, а лишь сослал его, оставив за ним этот менее значительный титул. Виновен в гибели страны Луголь за Гесси, им си умы, пусть его покровительница богиня Недоба. Богиня зерна и тростника. Ред? Заставит его нести свой грех. Не правда ли, похоже на попытку оправдать Руинингену. Может быть, это нужно было сделать, потому что кто-то считал, что виной всему реформы побежденного царя. Что же касается Луголь за Гесси, то он вызывает безусловное порицание. Наверное, не одни лагажцы и проклинали честолюбивого завоевателя из Умы. А Луголь за Гесси переносит столицу из своего родного города в Урук, завоевывая Тур, одерживает победу над Ларсой. Когда же он покоряет Нипур, местные жрецы награждают его титулом «Царь стран». Затем он подчиняет себе Киш, где, как предполагают, в то время царствовало Урзабаба. Теперь под его властью фактически оказались все земли Шумера. Но человеку такого масштаба трудно было удовлетворить свое непомерное честолюбие. Однако создается впечатление, что им руководила не жажда власти, а понимание политической ситуации. У границ Шумера стояли враги, акации, эламиты, жители горной страны Кутиев-Ована и множество других племен, лишь дожидавшихся момента, чтобы напасть на раздробленное и ослабленное внутренними распрями государство. Правителю, чтобы устранить эту опасность, необходимо было неуклонно расширять свои владения, в том числе и за счет территорий тех стран, откуда можно было ждать нападений. Дойдя до Нижнего моря, царские войска двинулись на запад, к Верхнему Средиземному морю, и дальше, пока не дошли до Сирии. Они рвались также на север и восток. Пусть сыплются на голову в Угользагесе проклятия побежденных правителей, жрецов и жителей завоеванных городов, он не остановит своего продвижения вперед. Он хочет воплотить в жизнь свою мечту о великой, объединенной Шумерской империи. Надпись на обломках вазы, найденной в Нипури, говорит о Лугользагесе как об избраннике всех главнейших шумерских богов. Он — тот человек, на которого Ан взирает благосклонным взглядом, кого Энки наделил мудростью, чье имя возвестил Уту дитяне дабы, вскормленное священным молоком Нинхурсак, Витиси Нанны, наместник Нанны. Все это не просто поэтические метафоры, свидетельствующие о религиозности шумеров. Это прежде всего доказательство власти Лугользагесе над городами, которые принадлежали этим богам. Когда Энлиль, царь стран, передал Лугользагесе царство над страной, когда он обратил к нему взоры всей страны, бросил к его стопам земли, отдал ему их с восхода до захода, тогда он открыл ему путь от Нижнего моря по Тигру и Йофроту до Верхнего моря. С восхода до захода по велению Энлили не было ему соперника. Сделал он Лугользагесе так, что страны отдыхали в мире, наводнил земли водами радости. Сделал так, что у рук засиял полным блеском. Поднял голову ура, как голову быка, до самого неба. Ларсу любимый город Уту наполнил водой. Благородным возвысил Уму, любимый город Шара. Нетщеславие подсказало владыке эти слова. Не ради хвастаства были они начертаны на найденной вазе. Царь понимал. Шумер должен быть объединен. Пусть Энлиль, царь стран, поддержит мою мольбу перед своим возлюбленным, отцом Маном. Пусть он продлит мою жизнь, позволит странам жить в мире. Народы, многочисленные, как душистые травы, пусть подчинит моей власти. Пусть благосклонно взирает на страну. Благоприятную участь, которую определили мне боги, пусть никогда не переменит. Чем продиктованы эти мольбы, честолюбием ли первого в истории шумера-императора или его тревогой, что, несмотря на кровь и пожары, он не сумел отвратить от своей родины грозящей беды. Кажется, что покинутый всеми деспот беспокоится не о себе, его страшит будущая судьба того, что он создал. Он чувствует себя одиноким, во сто крат более одиноким, чем у Руинингена. Ни народ, ни правящие олигархи, ни жрецы не простили ему крови, которой оплачено единство и могущество страны. Они строят козни, вступают в сговор с изготовившимся к прыжку врагом. Слишком поздно пришел царь Лугальзагесе. Он опоздал на несколько поколений. Столетия гражданских войн, борьбы за власть, за гегемонию, отсутствие согласия и единства в стране не могли не сказаться. Те, кого он объединил, не хотят единения, потому ли, что оно силой навязано им, или же потому, что Лугальзагесе, в большей степени вождь, полководец, чем политик, не сумел привлечь их на свою сторону. Нет, не избежать своей участи Шумеру, как и его последнему царю, правлением которого закончился ранединастический период. Следующий шумерский царь появится более чем через два столетия. Свергнутый владыка, запертый в клетку, выставленный на осмеяние толпы перед вратами Энлили в Нипуре, возле того самого храма, которому он совсем недавно принес в дар жертвенную вазу с описанием своих деяний, увидит, как хозяйничают в священном городе и во всей стране новые люди, чужеземцы. Под властью завоевателей. Наступил 2316 год до нашей эры. Год, открывший, как считают историки, эпоху господства в Шумере Акадской династии. Упадок Шумера, утрата объединенным под властью Лугальзагюсе государством независимости обусловлено множеством причин. На северных границах Шумера образовалось могущественное синицкое царство, Акад. Синицкие племена северной части Южного Междуречия давно беспокоили Шумер своими набегами. Есть много доказательств того, что проникновение синицких народов, в том числе Акад-Циев, имело место уже в глубокой древности. Одним из признаков их влияния следует считать, например, синицкие имена правителей Киши, которые встречаются уже в эпоху первой династии. Так, если Куба обоносила Шумерское имя, то ее сын, неупомянутый в царском списке, но известный по другим источникам, имел синицкое имя Пузурсуэн. Цари четвертой династии Киши, как и последние правители Акшака, имели исключительно синицкие имена, что говорит о несомненном и весьма раннем проникновении Акад-Циев в глубь Шумера. Наивысшей степени это проникновение достигло в двадцати четырех в. Когда при дворе Урзабабы, царя Киши, побежденного царем Лугальзагюся, жил муки Акадец Саргон, который позднее будет именоваться Саргоном Великим. Этот человек был ловким, дальновидным и проницательным политиком. Для него не были секретом ни слабость двора в Киши, ни сепаратистские устремления отдельных династий. Он переждал то время, когда Лугальзагюся одерживал победы, и, возможно, видел дальше, чем завоеватели Зумы. Саргон понимал, что объединение Шумера неизбежно окажется кратковременным, недолговечным и непременно обернется против Лугальзагюся. И он не ошибся в своих расчетах. Получив подходящий момент, Саргон во главе своих соплеменников, лишь ожидавших его сигнала, двинул на Шумер свои войскай. Победил Урук, сокрушил его стены. В битве с жителями Урука одержал победу. Лугальзагюся, царя Урука, взял в плен в этой битве, отправил его в клетки для собак к вратам Энлили. Саргон, происхождение которого неизвестно. Легенда гласит, будто он был найден в Камышовом ковчеге, любопытное совпадение с преданием о Моисея, построил город Акад и сделал его своей столицей. Отсюда и название народа. Саргон был выдающимся политиком и военачальником. Ему удалось успешно осуществить планы Лугальзагюся. Созданное им объединенное государство просуществовало почти два столетия. Он не только овладел Шумером, но и вышел далеко за пределами Месопотамии. Империя Саргона и его потомков, сыновей Римуша и Маништусу и внука Нарамсуэна, простиралась до Сирии, Ливана и даже Кипра на западе, Гортавра на севере, Загра и Лама на востоке. Блестящие победы Саргона были возможны благодаря прекрасно организованной армии. Централизованное государство с гибким административным аппаратом облегчало успешное проведение завоевательной политики. Люди, смеявшиеся над запертым в клетке Лугальзагюся, с изумлением замечали, что победитель осуществляет планы свергнутого им царя. Политическое поражение Шумера не повлекло за собой тех последствий, которые нередко в подобных ситуациях наблюдались в истории. Шумерская цивилизация и культура, достигшие необычайно высокого уровня развития, не были разрушены в результате иноземного вторжения. Напротив, Акации переняли многие культурные достижения Шумеров. В частности, письменность, и, в свою очередь, внесли большой вклад в дальнейшее развитие месопотамской цивилизации. Существенную роль, по-видимому, сыграло осознание Шумерами своей культурно-религиозной общности, которое помогло им противостоять ассимиляции, сохранить своеобразие традиции и даже передать завоевателям свою культуру. Эпоха расцвета Акадской династии, представители которой, начиная с сына Саргона Акадского, именуют себя богами и носят символы богов, продолжалась около двух столетий и закончилась со смертью Шеркалишари, сына Нарамсуэна. Дальше наступает Междуцарствие, когда очередной царь, едва придя к власти, тут же уступает трон другому. Кто был царем, а кто не был царем? Был Иги царем. Был Нанун царем. Был Ими царем. Был Илулу меж царем. Эти четверо были царями и царствовали три года. Рассказывает царский список. Акадская династия сходит со сцены, но память об Акад-Циах остается, она хранится в титулатуре шумерских правителей, в произведениях искусства, архитектурных сооружениях, скульптуре, литературных памятниках, созданных в годы правления династии Саргона и свидетельствующих о бурном расцвете культуры этого народа, сопровождавшимся столь же бурной политической жизнью. Итак, царство Акады и шумера распалось. Теперь резко вспыхивают противоречия между севером, которые скорее можно назвать сенитским, чем семитизированным, и шумерским югом. Во все время господство династии Саргона, несомненно, имело место если не борьба за независимость, то во всяком случае, враждебность и антипатия к завоевателям. Мы, правда, не располагаем документами, свидетельствующими о попытках борьбы с акадским владычеством, о вооруженных выступлениях против захватчиков, но на основании некоторых шумерских текстов можно составить представление о чувствах побежденных победителем, к числу таких текстов относится давно известное ученым поэтическое произведение под названием «Плач, разрушение Акада». Благодаря исследованиям последних лет, а также открытию в известной коллекции Гильпрехта в Музее Йенского университета им. Фридриха Шиллера отсутствовавших ранее фрагментов оказалось, что это произведение, причислявшееся к распространенному в шумерской литературе жанру плачей, скорбных песен, по существу, является историческим документом, возникшим, несомненно, в эпоху Кутийской ночи. Известные до 1955 года. Фрагменты этого произведения рассказывали о разорении и опустошении захваченной врагами столицы династии Саргона Акадского. После того как Крамер предварительно изучил часть табличек с этим текстом из упомянутой коллекции Гильпрехта, стало ясно, что автор плача о разрушении Акада пытался в поэтической форме дать анализ исторических событий и их причин. По мнению шумерского поэта источником несчастий, обрушившихся на Акад, был гнев богов, недовольных поведением Акадцеев. Когда Энлель, рассерженный, словно небесный бык, предал смерти жителей Киши и словно разъяренный бык, сокрушил дома Урука, обратив их в опрах, передал Энлель Саргону, царю Акада, власти царства в странах от нижних до верхних, от южных до северных. Так начинается повествование о гибели столицы Саргона. Автор рассказывает о великолепии и величии, мощи и процветании, которыми город обязан богине Инаня. Акадская Штар. Это она построила здесь свой дом, благодаря ей горожане не испытывали недостатка ни в чем, во всех домах были серебро и золото, медь и драгоценные камни. Всем было хорошо, и старикам и детям. У каждого было вдоволь пищи, воды и всевозможных напитков. Во время веселых народных празднеств отовсюду доносились пение и музыка. На Акадских базарах резвились обезьяны, теснились слоны, лошади, ослы и другие животные из далеких стран. У причалов стояли груженные корабли. Жители веселились и радовались. Царь Наром Суэн еще больше прославил и возвысил город. Он построил великолепные храмы, воздвиг неприступные стены, но городские ворота держал открытыми. Ворота были подобны тигру, впадающему в море, широко распахнуло и Инанна, их уста, в шумер корабли отовсюду привозили всевозможные сокровища. Следует обратить внимание на политическую и географическую неточность, которую позволил себе поэт-историк желавший выразить свои чувства. Акад был расположен за пределами шумера. АВТ. Марту кочевники с гор, которые не знают, что такое хлеб, приводили тучный скот и овец. Люди из Мелухи, жители Черной страны привозили изделия разных стран. Эламиты и Субары несли дары совсем как вьючные ослы. Приходили сюда все правители, вожди и военачальники, каждый месяц и на праздник Нового года приносили щедрые дары. После этого достаточно объективного и полного описания города и могущества его правителей, тон повествования резко меняется. Инанна больше не принимает даров, в ее храме ульмаш поселился страх. Богиня. Ушла из города, покинула его, подобно девушке, которая оставила свою комнату. Священная Инанна покинула свой храм в Акаде. Словно воин с поднятым оружием, она кинулась на город в яростной борьбе, обнажила его грудь перед врагом. Не прошло пяти, не прошло десяти дней, и Акад был разрушен и покинут. Безымянный поэт-историк объясняет, отчего, по его мнению, цветущая столица могущественного государства оказалась поверженной в прах. Нарам Суэн, не вняв словам Энлили, позволил своим воинам ворваться в Икур, храм Энлили в Нипуре. Медными топорами они разрушили храм, надругались над святыней, ограбили храмовые кладовые, захватили сокровища Нипура и отвезли их в Акад. Это рассердило Энлили. Когда осквернили его любимый дом, он сделался подобен яростному наводнению. Он обратил взор к горам и привел оттуда Кутиев. Автор уподобляет и в саранче, от которой нет спасения. Всю землю покрыла саранча, так что. Посол не мог совершать свое путешествие, моряк не мог плыть на своем корабле. Разбойники таились у дорог, ворота страны превратились в развалины. Поскольку всякое передвижение по суше и воде стало невозможным и путешественники и купцы не могли ездить из города в город, на шумер обрушилась новая беда, голод. Обширные поля и луга не родили хлеба. В рыбных прудах перевелась рыба. Орошенные сады перестали давать мед и вино. Так выглядит страна под властью варваров, страна, на которую обрушились невзгоды, голод и всякие напасти. Но боги не забыли о своих преданных детях, шумерах, они не остались равнодушны к страданиям своего народа. Восемь главнейших богов принимают решение заступиться за шумеров перед Энлилим и отвратить его гнев от их страны. Вознеся молитвы к Энлилю, они сообщают ему, что город, виновный в разрушении Нипура, сам будет разрушен. Обратив свои лица к Акаду, они проклинают его. А ты, город, который посмел напасть на Экур, который глумился над Энлилим. Ты, Акад, который посмел напасть на Экур, который глумился над Энлилим. Да обратятся твои улицы в прах. Да превратятся твои глиняные кирпичи в грязь. Да будут они прокляты богом Энке. Да вернутся твои деревья в леса. Да будут они прокляты Немильдой. Твои смертоносные топоры, да несут они смерть твоим женщинам. Твои убойные бараны, да пойдут на убои твои дети. Твои несчастливцы, да утопят они своих детей. А Акад, да обратится твой дворец, с радостным сердцем построенный, в развалины. Там, где отправлялись твои обряды и молитвы. Пусть лис-охотник сметает хвостом могильные холмы развалин. Да зарастут твои каналы, подобно тропинкам, на которых растет только сорная трава. Да зарастут твои дороги, и пусть на них растет одна лишь трава плача. И пусть на твоих каналах и пристанях. Не появится ни один человек. Испугавший дикого козла, насекомых, змей скорпионов. А твои луга, на которых росли полезные растения. Пусть родят один лишь тростник слез. А Акад, да течет вместо пресной воды горькая. Сказавший. Я буду жить в этом городе, не найдет места для жизни. Сказавший. Я буду лежать в Акаде, не найдет места для отдыха. Ненависть звучит в этих словах, ненависть к завоевателям, подавлявшаяся на протяжении почти двух столетий унижений и притеснений. Она звучит в каждом слове проклятий, которые посылают Акаду боги. Нет, это не боги. Это шумеры проклинают Акад, символ могущества народа-победителя, который сам оказался побежденным иноземными захватчиками. Акад обречен на гибель не потому, что его люди совершили святотатство, осквернили храм Энлили. Его преступление в том, что была нанесена обида верным почитателям шумерских богов. Теперь боги отомстили. Об этом говорится в последних строках плача, составленных в тех же выражениях, что и проклятие богов, с той лишь разницей, что все, к чему призывали боги, свершилось. Сбылась мечта шумеров о падении Акада. И хотя те, кто пришел после Акад-Циев, обрушившись на давних врагов шумера, словно бич божий, еще страшнее, радость по поводу крушения Акада переполняет сердце. Шумеры ослаблены и политически недальновидны. Многовековые раздоры между городами-государствами, оказавшимися под властью Акадской династии в одинаковом положении, утихли лишь на время. Попытки объединить шумер, если они и предпринимались после смерти последнего из преемников Саргона, ни к чему не привели. Цари IV династии Урука были лишь местными правителями. А ведь именно теперь особенно необходимо было объединиться, потому что ужасы Акадского владычества, ничто по сравнению с новейшей над всей Месопотамией угрозой со стороны дикого горного племени Кутиев. С восточных гор в долину Двуречья хлынули орды варваров. С этими племенами шумеры сталкивались уже не раз. А теперь Кутий, народ, по мнению ряда ученых, скорее всего кавказского происхождения, которых не так давно громил Шар Калишари, дождались своего часа. Разваливающаяся держава потомков Саргона была для них столь же лакомой, сколь и легкой добычей, тем более что отдельные шумерские князьки, по-видимому, готовы были сговориться с кем угодно, лишь бы освободиться от господства Аккада. Даже дракон с гор, как они его называли, казался им подходящим союзником. Кутий не знали милосердия, для них не было ничего святого. Они жгли и разрушали города, предавали огню храмы, оскверняли алтари и статуи богов. Кощунственные поступки Нарамсуэна бледнеют перед их святататством. Никто до них не совершал ничего подобного. В те времена победители относились с почтением к богам побежденного народа. Не было предела жестокости дракона с гор. Никто, ни старая женщина, ни малое дитя, не чувствовал себя в безопасности. Ярость Кутиев обрушилась в первую очередь на Синицкий север. От гордой, прекрасной и богатой столицы Саргона Акада не осталось ничего. Мы уже знаем об этом из приведенной выше скорбной песни о том, как был проклят и уничтожен Акад. О грабив город, варвары буквально сравняли его с землей, так что до сих пор не удается найти его следов. В пламени гибнет Ур вместе с великолепным храмом бога Нанны. Разрушен Урук. Его правитель, если он рассчитывал при помощи Кутиев освободиться от господства Акада, жестоко просчитался. Правда, в некоторых шумерских городах Кутии повели себя менее жестоко. То ли они насытились разрушениями и решили сохранить отдельные города, чтобы те могли впоследствии приносить им богатую дань, то ли их смягчили смирение и повиновение властей и горожан, но часть городов они пощадили. К числу уцелевших городов принадлежит Лагаш. Почти сто лет хозяйничали в шумере Кутии. На троне за это время. 91 год и 40 дней, если верить царскому списку, сменился 21 царь с варварскими именами. Можно только удивляться шумерской культуре, выдержавшей это второе, во много раз более тяжелое, чем первое испытание. Поистине мощь и величие культуры проверяются в тяжелые периоды истории, в такие, когда гибель самих основ культуры побежденного народа кажется неизбежной. Господство Кутиев в Месопотамии закончилось, по-видимому их полным изгнанием. Ученые предполагают, что все эти спустившиеся с гор племена на протяжении ста лет почти не растворялись среди местного населения, как синицкого, так и шумерского. И тогда, в конце три тысячелетия, наступил последний кратковременный, всего одно столетие. Период самостоятельного развития шумера, шумерский ренессанс, богатый великолепными достижениями во всех областях жизни. Среди историков, пытающихся разгадать сложнейший ребус, историю шумера, есть скептики, по мнению которых тексты, рассказывающие о хаосе, жестокостях и разрушениях периода владычества Кутиев, родились под влиянием шумерской национальной пропаганды, которая велась уже после обретения независимости. Немецкий ученый Шмидт Теке и другие исследователи полагают, что отдельные города, по крайней мере в южной части Двуречья, и под властью Кутиев сохраняли некоторую самостоятельность, имели свое правительство, вели торговлю с другими государствами и так далее, разумеется, часть обвинений в адрес Кутиев можно считать преувеличенной. Правда и то, что ряд шумерских городов процветали. Мы еще будем об этом говорить, хотя это стало возможно лишь в последние годы господства Кутиев, когда завоеватели уже почувствовали, что теряют почву под ногами, а покоренная страна начала оправляться после тяжелых ударов. Победоносный Энси Утухенгаль Человек, возглавивший борьбу против Кутиев, был правителем славного города Урука, в котором родился знаменитый герой шумерских эпических поэм, легендарный Гильгамеш. Утухенгаль, так звали Энси Урука и предводителя победоносной армии шумеров, выбрал подходящий момент для решительной битвы с Кутиями, завоеватели были ослаблены в результате споров о престолу наследия, а стремление освободиться из-под иноземного гнета приобрело широкий размах в стране. На сороковой день правления Кутийского царя Терикона и его армия сразилась с войсками шумера, предводительствуемыми Утухенгалем. О событиях, предшествующих битве, и о самом ходе сражения мы узнаем из надписи Утухенгаля. Надпись начинается рассказом о том, кем был противник шумеров. Змея, приползшая с гор, враг богов, уничтоживший царство шумерий Циев, наполнивший шумер враждой. Далее мы узнаем, что Кути. Уводили в рабство мужей и жен, родителей и детей. Ненависть и вражда воцарились в стране. Тогда Энлиль, бог страны, повелел Утухенгалю. Могучему царю, урука, царю четырех стран света, царю, в словах которого нет обмана. Стереть само их Кутиев ими с лица земли. Придя к своей госпоже и царице Божественной Эннне, Утухенгаля обратился к ней с мольбой. А моя владычица, лица боя, ты, которая бросается могучим прыжком на вражеские страны, Энлиль, повелел мне вернуть царство и независимость. Инанна, великая госпожа, будь мне опорой. Узнав о намерениях Утухенгаля, Тириком, царь Кутиев, изрек надменно. Никто не устоит передо мной. Он укрепил берега Тигра до самого моря, оградил луга на юге и перекрыл дороги на север. А дороги при Кутиях, как яствует из текста, стали труднопроходимыми, заросли травы, потому что никто за ними не следил. Утухенгаль, могучий богатырь, которому Энлиль дал силу, а Инанна свое сердце направился в Урук, чтобы выступить против Тирикона. Принеся в храме жертвы, он сказал жителям своего города. Энлиль отдал мне в руки Кутиум, Инанна стала мне опорой, Божественный Дамузи определил мою судьбу, Гильгамеша, сына богини Немсун, сделал моим хранителем. После этих слов сердца жители, Рука и Кулаба переполнились радостью. Весь город поднялся за своим правителем, который шагал впереди воинских отрядов и приносил жертвы богам, призывая их на помощь. Весть о продвижении Утухенгаля вызвала панику в лагере Тирикона, потому что пять дней назад к шумерскому царю были посланы гонцы от кутийских вождей. Послы были схвачены, а войско шумеров на рассвете снова двинулось в путь. Вступив в Муру шумеры снова вознесли молитвы Энлилю. Аутухенгаль просил бога дать ему оружие, приносящее победу. Ночью начались приготовления к решительному сражению. Едва забрезжил рассвет, предводитель шумеров обратился к богу солнца Уту с просьбой быть его союзником. После этого Утухенгаль, могучий герой, двинул свои войска вперед и победил. В тот день Тирикон, царь Кутиев, бежал с поля боя в Дубрум, ища там пристанище. Но жители Дубрума признали царем Утухенгаля, которому Энлиль дал победоносную мощь, и не помогли Тирикону. Люди Утухенгаль схватили Тирикона и увели в плен вместе с женой и детьми. Так Утухенгаль вернул царство и независимость шумеру. Как легко религиозная оболочка текста отделяется от описания подлинных исторических событий. И как живо напоминает этот документ. Надпись Утухенгаля, созданная через многие века и тысячелетия хроники, в которых исторические факты и события переплетаются с человеческим вымыслом, а все повествования направлены на то, чтобы убедить читателя. Люди, творящие земные дела, являются лишь исполнителями воли богов. Таблички, на которых записан текст надписи Утухенгаля, относятся к послешумерской эпохе. У некоторых исследователей, прежде всего у Детербока, а вслед за ним и у других немецких ученых, возникло подозрение, будто этот текст не имеет ценности как исторический документ. Хотя автору, пишет Гютербок, был известен официальный титул Утухенгаля, однако, судя по композиции и стилю, перед нами бесспорно литературное произведение, а не царская надпись. Против этого заключения решительно выступили Якобсен и другие ученые. Якобсен подчеркивал, что при чтении текста обращает на себя внимание точность в передаче подробностей военного похода Утухенгаля, что композиция соответствует традиции составления царских надписей, начиная с уже известной нам надписи Энтимены. Сравнивая обе эти надписи, Якобсен отмечает, что в обеих имеется вступление, образно рисующее возмутительное поведение врага, изложение повелений богов о необходимости начать борьбу и, наконец, описание битвы и итоги военного похода. Разница состоит лишь в том, что в надписи Утухенгаля гораздо подробнее описано приготовление к бою и первая фаза битвы. Это объясняется тем, что Энтимена сражался недалеко от города Лагаша, а Утухенгаль встретил врага вдали от родного города. Кроме того, лингвистический анализ, которому Якобсен и другие исследователи придают очень большое значение, показал, что использованные в этом документе грамматические формы и обороты характерны для периода, предшествующего началу царствования Третьей династии Ура. Подобные формы в эпоху шумерского Ренессанса уже превратились в архаизмы и вышли из употребления. Трудно предположить, что через 200 лет после описанных в тексте событий нашелся человек, который занялся подделкой надписи Утухенгаля. Судя по форме, эта надпись была высечена на статую или стеле. Некоторые обороты в ней служат как бы отсылками к иллюстрации. Оригинал надписи Утухенгаля не сохранился, но остались копии, выполненные добросовестными писцами, старавшимися в первые века два тысячелетия до нашей эры. Спасти от забвения материалы, касающиеся истории и культуры шумера. Сравнительно недавно обнаружен еще один литературный памятник, связанный с историей Утухенгаля, миф о борьбе Инанна с Эбехом. Воинственная Инанна, владычица Урука, потребовала, чтобы Эбех, бог передних гор в горной цепи Загра, подчинился ей. Кутийский бог Эбех отказал, Тогда Инанна, несмотря на предостережение своего отца, бога она, вступила в бой и победила этого горного башка. Этот миф, в поэтической форме рассказывающий о подлинных исторических событиях, метафорически прославляет победу Утухенгаля. Победы Утухенгаля, завоеванные при участии далеко не всех шумерских городов, хотели воспользоваться все. Изгнание ненавистных Кутиев было огромной радостью не только для тех, кто сражался против них, но и для тех, кто риску и борьбе предпочел купленную ценой внижения жизни верми. В некоторых фразах царской надписи о независимости, о том, что царство вернулось в руки шумера, с огромной силой и звучит, может быть впервые зародившееся чувство патриотизма. Как иначе назвать это чувство, если речь идет не об избавлении от врага какого-то одного города, не о победе над соперником, а об освобождении всей страны. Победа над Кутиями пробудила дух патриотизма и народной общности, мечты о возрождении давних, овеянных славой традиций. По мнению лингвистов, именно в это время возникли фразеологические обороты для выражения этих чувств. А многочисленные исследователи к этому времени относят и создание оригинала царского списка, документа, отражающего преемственность истории шумера. Всего семь лет правил Уту Хенгаль страной, которую он освободил. Есть какая-то трагическая закономерность, роднящая судьбы всех великих людей шумера. Они появлялись то слишком поздно, то слишком рано взваливали на свои плечи гигантский груз и падали, придавленные им. Так было с реформатором Уруинингеной, так было с объединителем Угользагесси, нечто подобное произошло и с Уту Хенгалем. Признательность соотечественников очень скоро иссякла. И тут против Урука выступил НС Ура по имени Урнаму, который отнял трон Уту Хенгаля и провозгласил себя царем всего шумера. Однако золотой век шумера, связанный с царствованием династии Урнаму и гегемонией Ура, не наступил бы, если бы ему не предшествовало царствование Уту Хенгаля. Корни расцвета шумера уходят в тот семилетний отрезок времени, когда Урук в третий и последний раз вписал великую и славную страницу в историю шумера. Гудья, справедливый пастырь. Как мы уже говорили, не все города Месопотамии в равной мере страдали от гнета завоевателей. Так, трагической участию Урука и Ура избежал Лагаш. Притом избежал дважды. В первый раз его пощадили Акации, может быть, потому что после нашествия Луголь-Загесе этот город не представлял для них сколько-нибудь серьезной опасности. Создается впечатление, что мечты о могуществе и гегемонии, ради которых шли на все Интиминаи и Нанатом, были чуждо спокойным, занятым торговлей лагашитом. Они нисколько не стремились к героическим подвигам и вооруженной борьбе, не возмущались, не рвались в бой с завоевателем. Превыше всего они ценили мир и тишину своих домов и процветание хозяйства своего маленького государства, лежащего на перекрестке важных торговых путей. Это, по-видимому, вполне устраивало Акациев. Развитие торговли шло на пользу всем, в том числе и им, а лагашские купцы не скупились и свою лояльность подтверждали не только датировкой контрактов по победоносным походам предста. Ветелей династии царей и богов. Нет оснований считать, что они поднялись на борьбу даже в тот период, когда могущество Акациев ослабло. Возможно, лагашиты предвидели нашествие Кутиев. Во всяком случае, они поспешили выказать лояльность новому завоевателю. И дракон Гор пощадил лагаш, сохранив за ним некоторую автономию. Энси Урбаба, правивший лагашем в первой половине 22 в. в своей надписи сообщает о строительстве храмов в честь шумерских богов. Мало пострадавший от нашествия лагаш поднимался, отстраивался, собирался с силами. Бог Нингирсу благосклонно взглянул на свой город и выбрал Гудя справедливым пастырем страны, так что власть его простерлась на 60 кэп 60 на 3600 человек. У Руинингена, как мы помним, властвовал над 10 сырами. Теперь же число поданных возросло в шесть раз, что говорит о благополучии лагаша в годы иноземного господства. Кем был этот справедливый пастырь, оставивший после себя огромное количество письменных памятников, которые представляют собой неоценимый источник знаний о самых разных сторонах жизни шумера в той эпохе. Гудя значит призванный. Отни ученые говорят, что Гудя был зятем Мурбабы, унаследовавшим после него трон, другие считают его узурпатором, захватившим царский жезл насильственным путем. Поэтому ему и понадобился эпитет призванный. Что за удивительная фигура. Давайте взглянем на него. Вот он стоит с благоговейно сложенными на груди руками. Поло свободного плаща переброшено через левое плечо, с правой стороны груди плащ искусно сколот и не спадает мягкими складками. Бритая голова, спокойное, сосредоточенное лицо. Это, как считают историки, молодой Гудя. А вот другая статуя. Царь сидит на низком стуле. На голове круглый головной убор. Тоже задумчивое, серьезное лицо. Руки прижаты к груди в молитвенном жесте, ладонь к ладони. На коленях, план храма. Спина статуи, одежда спереди и стул покрыты прекрасной архаизированной клинописью. Это Гудя в зрелом возрасте. Голова Гудя из Лагаша. Был лица, строитель похож на свои диоритовые статуи. Трудно сказать. В них много элементов стилизации. Впрочем, мы сейчас не в состоянии оценить, насколько шумеры владели искусством портрета и стремились к точному воспроизведению черт лица оригинала. Для них, возможно, важнее всего была основная мысль, выразителем которой был этот царь. Стремление к миру и благосостоянию, к возвращению доброго старого времени. Есть в этом человеке нечто такое, что выделяет его из массы известных нам НС и делает прообразом правителей, имена которых связаны с возникновением и развитием итальянского возрождения. Если верить надписям, мечтой, более того, целью жизни Гудя было служение богам, строительство для них домов. А надпись ее наставил великое множество, в том числе пространный, в 1365 строк, рассказ о постройке храма. Эн-Нинну, начертанный на двух глиняных цилиндрах метровой высоты. Когда читаешь этот подробный рассказ с множеством метафор, выспренних слов и искусных оборотов, невольно спрашиваешь себя. Для чего, зачем? Не будем спешить с ответом, познакомимся сначала с содержанием этого бесценного документа. Когда на небесах и на земле судьбы были определены, Лагаш гордо поднял голову к небу. Энлиль благосклонно взглянул на владыку Нингирсу. В нашем городе все расцветает как следует. И повелел тогда Нингирсу, бог города Лагаша, чтобы выбранный им наместник, правящий его владением, построил большой и прекрасный храм. Своего царя, владыку Нингирсу, увидел Гудя в этот день во сне. Построить дом для него приказал ему Нингирсу. К великой божественной мощи Энину обратил он взгляд Гудя. Не разгадав смысла этого сна, Гудя обратился к своей матери, богине Гатундук, за разъяснениями. А моя царица, священного она возлюбленная дочь. Его воительница, гордо поднявшая голову. Ты, сохраняющая жизнь в стране шумер. Знающая, что происходит в твоем городе. Царица, мать, сотворившая Лагаш. Когда ты обращаешь свой взор к людям, к ним приходит изобилие. Юноша, на которого ты взглянешь, обретет долгую жизнь. Нету меня матери, ты моя чистая мать. Нету меня отца, ты мой чистый отец. Ты приняла мое семя, в святилище меня родила. Гатундук, как прекрасно звучит твое чистое имя. Закончив молитву, Гудя принес жертвы, благосклонно принятые богини. После этого он отправился на корабле в храм богини Нанша, который принес в дар хлеб. В храме Гудя возливал жертвенную воду и молился. А Нанша, великая жрица, владычица божественной мощи. Госпожа, подобно Энвелю, определяющая судьбы. Моя Нанша, чье могущественное слово. Определяет движение всего. Ты, вестница богов. Царица всех стран, мать, толкующая сны. Явился мне во сне мужчина, огромный, как небо. Огромный, как земля. Если поглядеть на его голову, был он богом. Если поглядеть на его крылья, был он птицей мдугат. По облику, ураганом. По правую и по левую руку от него стояли два льва. Он приказал мне построить для него дом, но я не разгадал до конца его волю. Гудя рассказывает богине обо всем, что увидел во сне, описывает фигуры из сна. К этому мы вернемся в другом месте, смиренно склонив голову, выслушивает слова богини и, радостный, возвращается домой, чтобы начать великое строительство Энинну, дома 50. С тех пор все дни и ночи он посвящает этому строительству. Надпись сообщает о том, как возник план храма, какие сны видел Гудя, что они означали и как, наконец, начались строительные работы. Царь разослал гонцов, созывавших людей на строительство. И потянулись караваны, везущие из близких и далеких стран все необходимое для сооружения большого храма. Постепенно поднимаются отдельные строения, появляются украшения и так далее, наконец, мы узнаем, с какой торжественности ввели в Энинну бога Нингирсу со всей его святой. Не только в гимнах о строительстве Энинны, как иногда называют этот текст, но и в других, менее пространных надписях сообщается о том, какие дары приносил Гудя богам, какие храмы для них строил, как чтил их величие и славил могущество. Проще всего было бы сделать из всего этого вывод, что перед нами царь Святоша, старающийся заслужить милость богов и долгую жизнь. Но это не так. Набожность, смирение, покорность воли богов, прославление их деяний словом и делом считались первейшим долгом не только правителя, но и самого ничтожного из его поданных, свободных или рабов. Здесь дело в другом. Бурное проявление любви. Гудя к богам означает нечто большее. Справедливый пастырь Гудя, стремясь вернуть богам власть, какую они имели над людьми сотни лет назад, надеяться таким образом воскресить славу и мощь шумера. Ему кажется, что, восстановив традиции, превратив храмы в центры политической, хозяйственной и культурной жизни страны, он сумеет нейтрализовать тяжелые последствия вражеских нашествий, поддержать былое величие своего народа, помешать его упадку, обеспечить мир и сделать своих поданных счастливыми. В поступках этого правителя, равнодушного к громким титулам, избегающего вооруженных столкновений, есть некое трагическое величие, которое заставляет отнестись к нему с особым уважением. Потому что он не только построил Эминну. Дом, который, словно большая гора, достигает небес и ослепительный блеск распространяет на шумер. Но и сделал прекрасным и богатым свой город, дал возможность его гражданам жить в мире и достатке. Кроме молитв в гимне Гудя содержится множество сведений о том, как жили его поданные. Здесь нет ни слова о слезах, несправедливости или принудительном труде. Подробно и живо описывается прекрасная жизнь логашитов под властью Гудя. Мать не поднимала руки на ребенка. Ребенок не противился словам матери. Раба, совершившего дурной поступок. Его господин не бил за это. Рабыню, попавшую в злую неволю. Ее госпожа не била по лицу. К правителю, который дом-храм строил. В Гуде никто не приходил с жалобами. Царь очистил город от злых языков, освободил его жителей от колдунов, которые их притесняли. Еще более выразительно свидетельствует о проведении ряда социальных реформ. Которые мы сейчас назвали бы либерализацией общественных отношений, описание торжества, связанного с видением нингирсов, построенной для него храм. Семь дней длился веселый праздник, во время которого. Рабыня со своей госпожой сравнялась. Раб шел рядом со своим хозяином. Гудя не допускал в своей стране беззакония, он стоял на страже справедливости, как этого требовали боги нингирсу и нанше. Бедного имущий не обижал. И вдову сильный не обижал. Если в доме не было сына-наследника, с дочерьми поступали по справедливости. Разве здесь не слышится отголосок идей первого в истории реформатора, у Руинингена? Разве в этом не выразилось желание следовать традиции, что, по мнению Гудя, являлось лучшим способом предотвратить крушение государства? Стремление Гудя реставрировать монархию старого типа, по-видимому, нашло поддержку у широких народных масс и у жрецов, которые вновь стали благодаря мероприятиям правителя решающей силой не только в хозяйственной жизни города, но и в политике. Как говорится в гимне Гудя, благодаря благодеянию нингирсу, неспосланным им за исполнение его воли, храмовые амбары были полны масла и шерсти, зерна и вина. С другой стороны, не подлежит сомнению и тот факт, что восстановление традиций ни в коей мере не означало отказа от хозяйственной и политической эмансипации дворца. У правителя были свои владения, у храма – свои. Наряду с этим возникали и обогащались поместья частных лиц, непременный и естественный результат расцвета торговли. Из гимна Гудя и других надписей мы узнаем, что Лагаш имел при Гуде развитые торговые связи со многими странами. Строительный лес возился из Урсу, кедры из Амана, золото, из страны Хаху-Диорит, из Магана, крупные каменные блоки, с гор Марту. Западные страны. В горном районе Кимаш. В Эламе, добывалась медь, в горах Барсеп, асфальт и так далее тяжело груженные караваны вьючных животных привозили все эти сокровища в Лагаш. Поэтому неудивительно, что амбары были подобны тигру, когда его воды поднялись. Вот о чем рассказывает надпись на так называемой булаве. Для своего царя Нингирсу, могучего героя Энлиля, Гуде, Энси Лагаша, добыл и привез этот мрамор с гору Ренгерас над верхним Средиземным морем и сделал из него булаву с тремя львиными головами и посвятил ее ему Богу, чтобы он сохранил его Гудеа жизнь. Гудеа в равной степени можно назвать и царем жрецов, и царем купцов. Последние благодаря политике своего правителя процветали не меньше, чем первые. То же можно сказать о ремесленниках. Чуть не со всех концов тогдашнего мира получали они материал, из которого изготовляли предметы первой необходимости, различные украшения, оружие и прочее. Для царя, горожан и на вывоз в соседние города. За ценное и столь необходимое сырье Лагаш платил готовыми изделиями. Хозяйственные таблички того времени рассказывают о расцвете ремесел, о зарождении новых профессий, о кузнецах и каменщиках, плотниках и резчиках, ювелирах и граверах. Высокие налоги, необходимые для покрытия огромных расходов на строительство, которые население процветающего Лагаша платило в царскую казну, не были таким тяжким временем, как во времена правления преемников у Руинингена. Когда именно Гуде стал НС Лагаша, точно неизвестно. Ученые до сих пор не смогли установить, в каком году он пришел к власти, при Кутиях или после освобождения страны Уту Хингалем. Несомненно одно. Наивысший расцвет торговли наступил после изгнания Кутиев. В надписях правителя Лагаша нет ни слова ни об освобождении страны от иноземного ига, ни о царе-победителе из Урука. Между тем, если бы не победы у Тухенгаля, Гудея не мог бы посылать своих купцов в дальние страны за строительными материалами для Унино. Удивительно мало внимания уделяет Гудея всему тому, что происходило за границами его государства. В его надписях и других текстах никак не отражены чрезвычайно важные события общешумерского значения. Почти ничего не сообщается о торговле с соседними городами, в то время как весьма подробно описываются заграничные источники сырья. Может быть, здесь имеет место тихое возвращение к прежним отношениям между городами-государствами, то есть. возрождение сепаратистских тенденций, решительным противником которых был Уту Хингаль. Создается впечатление, что Гудея сознательно обходил молчанием все происходившее вокруг, словно желая подчеркнуть, что его города не касаются важные, но бренные приходящие земные дела. Однако вместе с тем он охотно пользовался происходившими вокруг переменами, извлекая из них выгоду для своего народа. Когда он Гудея, читаем мы в надписи на статуях, строил храм для Нингирсу, Нингирсу, его любимый царь, открыл ему все торговые пути от Верхнего моря до Нижнего. Эта надпись содержит бесспорный, хотя и не всеми историками признанный исторический намек. Мы помним, что, победив Терикона, Уту Хингаль очистил перерезанные кути и яме торговые пути. Гудея же, который в это время уже начал строительство Энино, воспользовался плодами этой победы. Экономическая политика Гудея не ограничивалась расширением торговых связей и строительством. Мы имеем свидетельство того, что он уделял большое внимание сельскому хозяйству. Надписи, хозяйственные таблички, отчеты храмовой администрации и многое другое указывает на то, что по приказу Гудея-Лагашита расширяли сеть оросительных каналов, увеличивали посевные площади, разбивали сады, сажали деревья. Если у Руинингена и Луголянда возили горное вино, то во времена Гудея-Лагаша стали выращивать свой виноград. Все, что говорится об изобилии, о полях, щедро родящих хлеб, о заполненных скотных дворах и множестве овец в загонах, не пустые слова, хотя они и звучат несколько хвостливо. Они отражают истинное состояние экономики Лагаша. Как широко простиралась власть Гудея. Есть основания предполагать, что Урук и Нипур в какой-то мере признавали господство Гудея, платили ему дань или другого рода подати. Однако наиболее вероятно, что Гудея и в особенности его преемники подпали под власть новой династии, третьей династии Ура. Никаких данных о стремлении Гудея к гегемонии или захвату других городов-государств Шумера у нас нет. В единственном документе, сообщающем о том, что царь установил мирные, добрососедские отношения с Эломом, между прочим, вскользь говорится. Он разрушил город аншант в стране Элом. Возможно, в этом единственном случае, когда до нас донесся звон оружия, речь шла о каком-нибудь карательном походе против не слишком щепетильных торговых партнеров или об экспедиции, связанной, например, с обеспечением безопасности медных рудников, но не о компании, подобной тем, какие предпринимались предшественниками Гудея 3-4 столетия назад. Таким образом, Гудея сохранился в шумерской традиции как правитель, превыше всего ценивший мир, как воистину добрый и справедливый пастырь народа, занимающегося торговлей, земледелием, ремеслами. Это были годы полного спокойствия. В тени от храмов, которые воздвиг Гудея. Словно гору из лазурита, тянущуюся к небесам, словно гору из алебастра, вызывающую восхищение. Жители Лагаша могли приумножать храмовые, царские и свои личные богатства, наслаждаться днями радости и изобилия. Не слышался на улицах Лагаша плащ беззащитных вдов, обиженных сирот или голодных бедняков. Даже рабы имели возможность отдыхать и радоваться. В дни торжественных праздников жрецы-музыканты играли на дудках, били в бубны, перебирали струны арф. Один из текстов Гудея говорит о назначении музыки, которая нужна. Чтобы радостью наполнить Энину. Чтобы изгнать из города печаль. Успокоить сердце в унять страсти. Слезы, плачущих глаз осушить. Высеченная из голубого диорита статуя, посвященная богине Гатундук, изображает царя с планом храма на коленях. Взгляд Гудея устремлен вперед. Кажется, он размышляет о своем великом замысле — построить дом пятидесяти и тем самым вернуть шумеру былое величие и славу. Гудея видел путь к возрождению страны не в завоеваниях и войнах, а в тяжелом повседневном труде. Выше славы победоносного вождя для него была слава доброго и справедливого пастыря, заботящегося о том, чтобы его поданные ни в чем не испытывали нужды. Строитель, друг художников, влюбленный в искусство и литературу. Как знать, может быть, и соавтор некоторых текстов, покровитель купцов и ремесленников, приверженец традиций, таким предстает перед нами этот правитель. Боги, которым он смиренно служил, выполнили его просьбу. Дали ему долгую жизнь и многолетнее царствование. Боги! А может быть, не боги, а счастливые поданные, для которых с его именем были связаны благополучие и покой. Покидая этот мир, уходя в страну без возврата, Гудея передал своему сыну Урнин-Нгирсу сильное и богатое государство. Его сын, а затем и внук Перигна, великолепные гробницы которых через четыре тысячи лет раскопал Андре Паро, при поддержке могущественных верховных правителей страны продолжили дело отца и деда. И все же тысячелетняя история города-государства Лагаша, начало которой символизирует скромный храм эпохи Джимдет Насра, окончилось вскоре после того, как Гудея открыл перед ним Гирсу врата его дома и заставил храм и Нину засиять, подобно солнцу среди звезд. Как немудра была политика этого праведного царя, она не смогла остановить неотвратимый ход истории. Возврат к прошлому явился лишь передышкой. В последний раз и ненадолго вспыхнула ярким светом звезда Лагаша, а затем наступили упадок и забвения. Вскоре после 2000 года. Лагаш захватили чужеземцы, по-видимому и ламиты. Утратив свою роль торгового города, он быстро обеднел и обезлюдил. Все попытки позднейших месопотамских правителей оживить его окончились неудачей. Руины заброшенных домов и храмов занесло песком пустыни, и только досорзек раскрыл тайну холма Тела, под которым погребен некогда цветущий, богатый и прекрасный город. Шумерский Ренессанс. Ни сам Гуде, ни его политика не были явлениями исключительными для того времени. Возрождение охватило всю страну, признаки его обнаружены археологами почти во всех шумерских городах. Мудрые правители, их разумное, направленное на укрепление единства страны политика и целесообразное хозяйственное, культурное и общественное деятельность, таковы характерные черты этой эпохи. В последнее столетие истории шумера мы становимся свидетелями явления, которое можно было бы назвать отчаянной попыткой восполнить многовековые пробелы и исправить ошибки, приведшие страну на грань катастрофы. Ни один правитель Лагаша ищет возможности возрождения величия своего народа, полагаясь на преемственность между старыми и новыми временами. Тем же путем идут сюзерены Гудея и его наследников, цари Третьей династии Ура. Каким образом власть оказалась в руках основателя этой династии Урнаму, мы не знаем. Может быть, его назначил правителем Ура Утухенгаль, а может быть, он стал Энси еще до того, как Урук сделался первый после освобождения Атыга. Кутиев столицей шумера. В те годы, когда Утухенгаль именовался царем шумера, Урнаму был его наместником Вурио. В одной из посвятительных надписей он просит у богов долгой жизни для своего сюзерена. Он хочет выглядеть лояльным и соблюдает установленный обычаем ритуал. Этот чистолюбивый человек и дальновидный политик, по-видимому, долго вынашивал планы захвата верховной власти над страной, умной и последовательно готовился к их осуществлению. О его чистолюбивых притязаниях говорит, например, тот факт, что, являясь Энси Ура, он называет себя потомком почитавшейся в Уруке богини Нинсун, то есть братом Гильгамеша. Однако притязания, это еще не все. Правителю Ура удалось свергнуть Утухенгале не потому, что он оказался хитрее или способнее своего гегемона и соперника, Урнаму лучше, чем победитель Кутиев, понимал сложившуюся в стране обстановку. Утухенгаль пришел к власти под лозунгом «Освобождение шумера», использовав патриотические чувства своих соотечественников. Но земля шумеров давно уже была населена не только имя. Шумеры, по справедливому мнению ряда ученых, в это время составляли в своей стране меньшинство. Государство Утухенгале населяло много народностей, представлявших собой две основные культурно-этнические группы. Утухенгаль, полководец, но не политик, не учел или недооценил важности этого явления. Урнаму, политик, но не полководец, понял, в чем ошибка. Он понял. Чтобы пернуть славу шумера, он должен опереться на патриотизм обоих народов, продолжить не одну шумерскую, но и аккадскую традицию. Подчеркивая, что его государство — это государство шумеров, Утухенгаль подорвал свою власть, а его находчивый соперник из Ураловка этим воспользовался. Мы не знаем, как это случилось, может быть, произошел дворцовый переворот и вооруженное столкновение, при котором правитель Урука оказался побежденным, но Утухенгаль после семи лет шести месяцев и пятнадцати дней царствования должен был уступить место Урнаму. О политическом кредо нового царя можно судить по его титулу «Царь Ура», «Царь Шумера» и «Аккада», который фигурирует на печатях и в надписях, обнаруженных в самых различных городах всюду, где Урнаму сооружал храмы тех или иных богов. Кирпичи с его печатью найдены в Эреду, Нипурии, Луни. Для Нанна, своего владыки, Урнаму, могучий муж, царь Ура, царь Шумера и Аккада, воздвиг храм Нанна. Гласит найденная при раскопках каменная табличка, положенная в фундамент при закладке храма в Уруке. Рядом с ней обнаружена тридцати сантиметровая статуэтка человека, несущего корзину со строительным материалом. По мнению некоторых ученых, это изображение самого Урнаму, который, как и Гуде, традиционно принимал участие в строительстве храмов. Строительство храмов в годы царствования Урнаму не было продиктовано ни преклонением перед богами, ни желанием следовать традиции. Это была политика. Восстанавливая или сооружая дома богов, возвращая им былой блеск, царь создает символы величия своего государства, играя на религиозных чувствах своих поданных, объединяет их вокруг богов и своей персоны. Он использует древнейшие верования как средство для сплочения населения всей страны. Урнаму строят с большим размахом. Зикурат Вуре, воздвигнутый Урнаму и его сыном Шульги, вызывал восхищение, он являлся предметом подражания для многих последующих правителей Месопотамии. В 1854 году Д.Е. Тейлор впервые откопал отдельные части этого огромного сооружения и нашел там цилиндры с надписями последнего вавилонского царя, Набонида. 556-539 годов. До нашей эры. Которые гласят. Янабонит, царь Вавилона. Зикурат Игишширгаль, то есть. Игишнугаль, храм бога Нанны Вуре, который царь Урнаму до меня строил, но до конца не довел, Шульги, его сын, закончил. Из надписей Урнаму и его сына Шульги я узнал, что Урнаму строил этот Зикурат, но не довел строительство до конца и что Шульги, его сын, закончил работы. Теперь Зикурат стал ветхим. Над старым фундаментом, на котором строили Урнаму и его сын Шульги, я соорудил Зикурат, мощный, как в давние времена. Полтора тысячелетия отделяют Набонида от Урнаму. Этот большой отрезок времени был заполнен непрерывными разрушительными войнами. Но Зикурат Ура, несмотря ни на что, выстоял, и восхищенный Набонид захотел воздвигнуть храм столь же грандиозный, как тот, который построили его предшественники. Мало того, это сооружение в отличие от крупнейшего Зикурата всех времен, Зикурата Вавилона, или, как его называет Библия, Вавилонской башни. Этюмен Анки, сохранилась по сей день и сейчас, в 20-ти, нашей эры. Производит не менее сильное впечатление, чем во времена Набонида, в 6. до нашей эры. Эта ступенчатая храмовая башня стояла на огромном возвышении, террасе из кирпича сырца, облицованного снаружи обожженным кирпичом, скрепленным асфальтом. Облицовка достигает толщины около трех метров. Осуществленная в улере конструкция Зик Крата Ура с большой достоверностью передает необыкновенную красоту и архитектурное совершенство этого сооружения. И сегодня, если вы окажетесь у подножия этого огромного сооружения, восстановленного лишь до уровня второго этажа, и остановитесь перед лестницами, ведущими вверх, к несуществующим уже храмам и алтарям, вам захочется склонить голову перед этим гигантским творением рук человеческих, перед этой махине, построенной четыре тысячелетия назад посреди плоской, как стол, равнины. Вы будете поражены величием дел шумеров, Евгением и смелостью, с какой они бросали вызов силам природы. В противоположность Гуде, Урнаму не оставил после себя пространных текстов с описанием своей деятельности. Сохранились лишь короткие надписи. К сожалению, Стелла, на которой был начертан текст, прославлявший деяния этого царя, дошла до нас в сильно разрушенном виде. Уцелели лишь осколки этой плиты из белого известняка, а первоначально она достигала 3 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Стелла была разделена на пять горизонтальных рядов. Верхний ряд представляет собой горельеф, изображающий. Символически, солнце и луну. В нижнем ряду царь Урнаму обращается с молитвой к небесам, а оттуда к нему спешат крылатые люди с сосудами в руках, полными воды жизни. Вулли так расшифровал эти горельефы. Крылатые люди — древнейшее скульптурное изображение ангелов. Сосуды с водой жизни обозначают строительство каналов во время правления Урнаму. Следующие три ряда стелы посвящены строительству Зекрата. Урнаму представлен здесь дважды. На первом горельефе он стоит, повернувшись вправо, перед сидящим богом Наины и совершает возлияние, наливает воду в высокий кувшин. На втором, Урнаму делает то же самое, стоя перед женой Нанны, богиней Нингаль, но повернувшись влево. Эта сцена, по-видимому, отражает тот момент, когда боги побуждают царя строить храм. В следующем ряду можно различить только царя, несущего на плечах корзину со строительными инструментами. Ему помогает идущий сзади слуга. Еще ниже мы видим лестницу. Урнаму придавал большое значение сооружению храмов в Эреду и Нипуре. Эреду, священный город бога Энки, интересовал его как один из главных религиозных центров страны и как важный морской порт. Канал Атура де Эреду, вырытый по приказу царя, служил не только для орошения возделываемых земель, это был кратчайший и наиболее удобный путь, связывавший столицу с Персидским заливом. Что же касается Нипура, то, как мы помним, этот город Энлили был центром духовной жизни Шумера. Нипурские жрецы имели право даровать правителю царский титул. Владыкой города, представлявшего собой средоточие религиозной жизни Шумера, являлся верховный бог Шумерского пантеона. Вот почему Урнаму начинает работы по восстановлению Экура. Этим он обеспечивает себе расположение и поддержку ученых жрецов, которые возносят ему хвалу в обращенной к Энлилю песне молитве о благополучии доброго владыки. В ней рассказывается о том, что Энлиль благосклонно взглянул на Урнаму и изрек. Он будет пастырем. То есть, царем. После этого Бог повелел своему избраннику вернуть Экуру блеск и мощь. Когда Урнаму приступил к исполнению воли Бога, Энлиль усмирил враждебную страну, и для жителей Шумера настали дни изобилия. Далее в молитве говорится, что все боги благосклонно смотрели на Урнаму, а Энлиль дал ему полную власть над черноголовыми, так что имя его звучало от небес до земли. Создавая централизованное государство, Урнаму действует иначе, чем его предшественники-объединители. Он не надеется на оружие и не прибегает к насилию. Хотя и в его царствование то в одном, то в другом конце страны вспыхивали войны, а вербует себе сторонников среди различных слоев населения. Его поддерживают жрецы, которых устраивают богоугодные начинания царя, помогающие им восстановить свое влияние и престиж. Состоятельные граждане, быстро обогащающиеся за счет развития хозяйства и процветания торговли. Простой народ, радующийся миру и спокойствию в стране. Однако, следуя традиции, Урнаму в то же время совершает и немало поступков, противоречащих ей. Царь-политик сознает, что вернуть прошлое невозможно, что воспетые в мифах и сказаниях давние шумерские формы управления государством устарели, не говоря уже о том, что шумерский царь является наследником не только шумерских, но и аккадских традиций. Поэтому он строит управление государством по образцу Нарамсуэна. По-видимому, уже во времена Урнаму НС становится лишь назначаемыми царем-губернаторами. Урнаму реорганизует армию и налоговую систему, составляет Кодекс законов. О законодательной деятельности Урнаму речь пойдет позже. Таким образом, Урнаму создает основы нового государства, укрепление и совершенствование которого станет задачей его преемника. Основатель третьей династии Ура, по-видимому, получил титул царя в довольно преклонном возрасте. Он царствовал с 2112. До 2094 года. До нашей эры. Эти годы положили начало эпохе пышного расцвета шумера благодаря централизованному и гибкому управлению монархов из Ура. Перед сыном Урнаму Шульги, когда он вступил на трон. Около 2093-2002, 2046, стояла более простая задача, укрепить государство и продолжить дело отца. И Шульги со всей энергией взялся за ее решение. Неуклонно и последовательно он упрочивает и расширяет полученное в наследство государство, доводит до конца строительства начатых. При отце зданий и сооружений. Археологи находят кирпичи с печатью Шульги там же, где и с печатью Урнаму. Подобно отцу, Шульги воздвигает храмы не только в Уре, но и в других городах шумера. Вождь и политик, Шульги прекрасно понимает, что рассчитывать только на воскрешение народных традиций, выражающихся, в частности, в строительстве храмов, нельзя. Духовное возрождение, по его мнению, должно сопровождаться возрождением военной мощи, тем более что враждебные страны в любую минуту готовы напасть на Шумер. Шульги доводит до конца начатую Урнаму реорганизацию армии. Еще при Урнаму в шумерской армии появляется новый род войск, лучники. Вот как характеризуется шестнадцатый год царствования Урнаму. Год, когда жители Ура были взяты в войско в качестве лучников. Шульги пошел дальше. Он почти полностью заменил тяжело вооруженные фаламни пехоты, знакомые нам по стеле коршунов, отрядами легковооруженных лучников. Может быть, он учел трагический опыт Луголь-Загеси, чье тяжелое и неманевренное войско было разбито быстрыми, подвижными отрядами АКЦЕФ. Но скорее всего мысль о необходимости модернизации стратегии и тактики подсказал Шульги собственный опыт. Разве можно было противостоять набегам кочевников-сенитов с запада и эламитов с востока, имея малоподвижное, тяжело вооруженное войско. Есть основания предполагать, что Шульги раздавал земли своим воинам или небольшим подразделениям и благодаря этому преданные царю гарнизоны, имевшие свои собственные источники доходов, верно защищали интересы государства. При Шульги в Шумере, по-видимому, уже имелось и наемное войско. Хотя документы, свидетельствующие о появлении наемников, относятся ко времени правления преемников Шульги, начало этому скорее всего положил Шульги. В годы его царствования на западных границах Шумера все чаще появляются вооруженные отряды государства Мари. Очевидно, это были амариты, хотя ученые осторожно называют их кочевниками с запада. Государство Мари, которое упоминается в надписях Гудя. О столкновениях с народом Мари, то есть. С амаритами, говорится и в более ранних источниках, например в документах акадского царя Шар-Калишари из династии Саргона, располагалась к западу от Ефрата. Амариты были известны как храбрые воины. Во времена Амар-Зуэна они часто упоминаются либо как солдаты, либо как царские послы, осевшие на шумерской территории. Естественно предположить, что Шульги старался превратить воинственных врагов в солдат своей армии. Унаследованное царем Шульги государство было невелико, оно занимало южную и центральную часть долины Двуречия. Чтобы принудить врагов к повиновению и воспрепятствовать консолидации их сил, следовало продемонстрировать им свое военное могущество. Поэтому Шульги во главе своего реорганизованного войска приступил к завоеваниям и добился ряда значительных успехов. Подчинил своей власти Элом на востоке, ввел свои войска в страну Симур-Ру, расположенную между Нижним Забом и Деялой на северо-востоке, а в Ашуре, много веков назад являвшимся одним из шумерских фортов, вновь разместил воинский гарнизон из Ура. Еще дальше продвинулся Шульги на западе и северо-западе. Он полностью подчинил себе, по мнению одних ученых, или приобрел влияние, по мнению других, в Канише, в Каппадокии и Алалахе, находившемся в северной Сирии, у реки Аронт. Таким образом, войска Шульги продвинулись от Нижнего моря до Верхнего, так же как армия Саргона и Нарамсуэна. Неудивительно, что Шульги взял себе титул. Царь Ура, царь Шумера и Акада, царь четырех стран света. Повсюду в завоеванных странах Шульги ставит своих наместников, размещает воинские гарнизоны. Губернаторами городов и провинций он назначает своих сыновей. В одной из надписей сообщается, что он даже дочь сделал правительницей мараши, или преданных людей. Удержать в повиновении такое огромное, раздираемое внутренними противоречиями государство, было нелегко. То в одном, то в другом месте вспыхивают восстания, и Шульги приходится предпринимать военные походы или посылать карательные экспедиции во все концы своей державы. Исследователь этой эпохи Вайднер сообщает, что в одной только стране Симур-Ру за время правления Шульги произошло пять бунтов, подавленных его войсками. Последний год царствования Шульги характеризуется как год, когда Харши и Хумурти были разрушены. Гимн царю Шульги. Царь Шульги был поистине могущественным правителем, который властвовал над многими странами, диктовал свою волю многочисленным царям, князьям и наместникам. Чуть не до края света простиралась его власть. Его храбрые воины готовы были в любой момент нанести сокрушительный удар по непокорным и бунтовщикам. Могущество Шульги было столь огромно, что он решил взять себе титул бога. В надписях перед его именем, как и перед именами древних шумерских богов, стоит знак, символ бога. Однако не только сознание своего могущества побудило царя принять такое решение. Приравнивая себя к богам, Шульги следовал традиции аккадских царей. После него этот обычай переняли его наследники. Этот явно пропагандистский политический акт сослужил царям богам неплохую службу. Одно дело бунтовать против царя человека, другое против царя бога. Это соображение тоже, несомненно, сыграло свою роль. Ибо все предпринимаемые шаги царей третьей династии Ура, якобы придерживавшихся традиции, но при этом энергично реорганизовывавших политическую и общественную жизнь, содержали рациональное зерно, были направлены на достижение определенных практических целей. Таким образом, при дерификации Шульги и его преемников не последнюю роль сыграли интересы государства. В результате Шульги был окружен восторженным почитанием своего народа. В глазах шумеров и аккадциев он был равен богам. Он открыл пути во все страны, принес народу богатство и благосостояния. Энлиль и Нанна, весь огромный пантеон шумерских богов, далеко, Шульги же, рядом. И от этого создавалось ощущение уверенности в завтрашнем дне. Царь приносил своей стране реальное благо, был ее подлинным защитником и благодетелем. До нас дошел почти полный текст гимна Шульги, записанный после падения Третьей династии Ура, но составленный, несомненно, при жизни этого царя. На основании 14 более или менее удачно дополняющих друг друга фрагментов и почти не испорченных копий Адам Фалькенштейн восстановил полный текст этого замечательного литературного произведения, в котором отражены исторические события и нарисована фигура отважного и мудрого вождя. Зиккурат Ура и реконструированная часть из стен дворца Шульги. Безымянный поэт превозносит до небес величия своего царя, который воздает хвалу самому себе. Я царь, я в материнском чреве был уже героем. Я дикоглазый лев, драконом порожденный. Царь и пасты черноголовых. Герой и бог всех стран. Дитя, рожденное Минсун. Священным Анном в его сердце призван. Судьбу мою определил Энлиль. Минлиль любимец, таков я, Шульги. Путем Нинтур шагающий смиренно. От бога Энки получивший мудрость. Могущественный царь Нанны. Лев Уту, пасть свою раскрывший. И Нанны избранные ради свершения побед, таков я, Шульги. Осел, что гордо шествует своей дорогой. Конь быстроногий с развивающимся хвостом. Жеребец Шакана, любящий быстрый бег, таков я. Я как писец, обученный не собой. Доблести и мужеству, моим. Равны мои познания. Я соперник его вечных слов. Влюбленный в справедливость. Я презираю зло. Слова вражды я ненавижу. Я, Шульги, царь могучий, идущий впереди людей. Я богатырь, коего тешит силой его чресл. Одно движение стопы, и пробежал по всем дорогам. Пути все обозначив, замки там построил. У их подножий я разбил сады, место для отдыха там создал. И поселил надежных там людей. Тот, кто приходит сверху и кто приходит снизу. Может. Не бояться. Идущий по дороге идти может и ночью. И чувствовать себя как в укрепленном городе. Дабы достигло мое имя дней далеких, избежав забвения. Дабы в стране шумер хвалу мне воздавали. Дабы чужие страны были мне подвластны. Я, всем владеющий, постигший быстроту, отправился. Из Непура на строительство в Ур. Как будто это близко. Сердце спешить велело. Как юный лев неутомимый, я показал всем свою силу. Короткой юбкой опоясал бедра. Подобно голубю, что, вспугнутой змеей, внезапно ввысь взлетает. Так двигал я руками. Такие делал я огромные шаги, как птицы им дугут, стремящиеся в горы. Построенные мною города пришли ко мне. И благосклонным взглядом я поглядел на черноголовых. Бесчисленных, как овцы. Подобно стебелькам на склонах гор, в земле прижатым. Подобно Богу Солнце, что людям дарит свет, так в Игишнугаль вошел я. Храму Нанны и его хозяйством достаток я принес. Зарезал скот, забил овец немало. Велел трубить и в барабаны бить. И весело звучать, велел я барабаном. Я, Шульги, приумноживший богатство, принес я в жертву хлебы. Как лев на царском троне, испугавшись. Я пал в высоком храме Нингаль на колене. Дал питьевую воду, льющуюся долго. Колени преклонил, хлеб для еды принес я. Подобно соколонин шаре, я взлетел. Направившись из Нипура в свой город. В тот день ревела буря, ураган поднялся. Южный ветер боролся с северным. А молнии с семью ветрами заполонили небо. От рева бури земля дрожала. И шкур рычал во глубине небес. А ветры неба сковали воды на земле. Крупинки града, мелкие и крупные. Секли мне спину. Я царь, не устрашился, не выказал тревоги. Как юный лев, я продолжал свой путь. И как осел степей, я неся быстрым шагом. Как жеребенок, мчался я один. Подобно Уту, вечером спешащему в свой дом. Так я прошел огромный путь. И с удивлением взирали на меня солдаты храбрые мои. В один и тот же день я праздновал Эшеш и в Нипуре и Вуре. И с юным Уту, братом мне и другом. В дворце, что он построил, напиток крепкий пил я. Певцы мне пели барабаном и барабанчиком в Торе. С моей невестой девственной Анной. Владычицей побед на небе и земле. Я сел, вкушая яства и напитки. Ни один судья не в силах отменить мой приговор. Куда я обращу свой взор, туда и шествую. И все, что пожелает мое сердце, моим становится. Ан возложил на мою главу истинный венец. И скипетр я получил в Святом Икуре. На трон, излучающий свет и стоящий. На мощном фундаменте я вступил и гордо поднял голову к небесам. Сделал великим могущество моего царства. Себе я подчинил чужие страны, дал людям прочность и надежность жизни. Во всех концах земли народ в своих жилищах. До дней далеких будет славить мое имя. В песне. И прославлять величие мое. Великой царской мощи вознесенной. Выгешну голенанной. Могуществом, и силой богатырской. И жизнью в радости богами одаренной. Великой силой ненам миром наделенной. Я, Шульги, тот, кто разгромил все вражеские страны. Кто людям дал надежность жизни. Кто владел божественными силами неба и земли. Кто не имеет равного себе. Дитя, о ком заботятся герои небес священной Нанна. Сюжетную основу песни составляет рассказ о путешествии Шульги по случаю ежемесячного праздника полнолуния Эшеш. Погода неблагоприятствует поездке царя, разражается буря с градом, тем не менее он, преодолев за один день около 150 километров, принимает участие в празднествах в Ниппуре и Урё. Насколько это совпадает с реальными историческими фактами, для нас не столь уж важно. Интересно другое. Многократное упоминание о скорости передвижения Шульги. Вероятно, здесь автор имеют в виду его военные походы, способность Шульги быстро перебрасывать войска с одного конца обширного государства на другой. Заслуживает внимания также сообщения о строительстве замков на далеких торговых путях. Гимн Шульги оперирует конкретными фактами, насыщен историческими реалиями, которые известны по другим источникам. В нем рассказывается о ряде мероприятий царя. Он послал доверенных людей на отдаленные пограничные заставы, разместил там воинские гарнизоны, солдаты которых имели свои сады, обеспечил безопасность купеческих караванов. Царь бог Шульги не ограничивался строительством одних только храмов. Он соорудил в Урре огромный дворец и Хурсак, в котором разместился весь чиновничий аппарат государства. Богу, Богова, Кесарю, Кесарева. Все те функции, которые прежде выполняла храмовая администрация, теперь перешли к царским чиновникам. Дворец контролирует все стороны хозяйственной жизни шумера, ведет учет налоговых поступлений, доходов от царских поместья и мастерских, податей и дани. Продолжая начатую отцом унификацию, Шульги вводит обязательную для всего государства единую систему мер и весов, определяет точный размер пошлин и так далее. Желая еще больше утвердить себя в роли бога, а может быть, для поддержания традиции, восходящей первой династии Ура, Шульги строит для себя рядом с гробницей своего отца и матери на древнем царском кладбище, на глубине Юм обширную гробницу из обожженного кирпича, настоящий подземный дом. Следующий после Шульги царь построил там же еще два дома, для себя и своей жены. Над подземными гробницами, обнаруженными в уле, выселся мавзолей. Хотя военные походы отнимали у царя немало времени, он, как мы видим, управлялся и с другими делами. У него даже было хобби. Обнаруженные в пузе Ждагане, недалеко от Нипура, таблички привлекли к этой местности внимание ученых. Первоначально считалось, что Шульги нес здесь свою личную резиденцию, построенную на 39-м году царствования. Однако исследования последних лет показали, что в этом месте находилась не резиденция, а ферма царя. В документах хозяйственной отчетности перечислено животное, которые здесь содержались. Сохранились таблички, удостоверяющие поступление на ферму в пузе Ждагане крупного рогатого скота, овец, коз, ягнят и других животных. В качестве налогов, даров и жертвоприношений от поданных царя. Есть и таблички расхода, из которых яствует, что ферма поставляла на царскую кухню всевозможные мясные продукты. В пузе Ждагане держали не только домашних животных. Коров, баранов, коз, свиней, ослов, но и диких. Зубров, туров, ланей, олени и другие. Молоко косули считалось любимым напитком богов и приносилось им в дар. Страстно увлекавшийся охотой царь собирал на своей ферме различные виды диких горных козлов, муфлонов, антилоп, газелей, а также кабанов и медведей. Последних, по-видимому, было много, так как мясо молодых медведей поставлялось на дворцовую кухню, а старые несли охрану городских ворот, что вызывало у приезжающих страх и восхищение перед царем, которому служат даже грозные дикие звери. Перечни пойманных царем и для царя животных являются сейчас бесценным источником сведений об азиатской фауне того времени. Шульги процарствовал 48 лет. Он оставил после себя огромное, богатое, прекрасно организованное государство. Понятие «богатое» требует небольшого комментария. Не подлежит сомнению, что в результате политики Урнаму и Шульги противоречия между богатством и бедностью резко углубилось. Возродились храмы как экономическая сила страны. Благочестие царей, строителей храмов должно было служить примером для граждан, и без того достаточно преданных своим богам. Широкой рекой потекли в храмы жертвоприношения богам, которые совершались из самых различных побуждений. Из чувства долга, ради получения помощи от храма, в порыве религиозных чувств или для того, чтобы заслужить милость небес. Интересные сведения по этому вопросу содержат таблички из архивов Непора, обработанные в 1910 году. Гильпрехтом и в 30-е годы Т. Фишером. Характерно, что в них нет никаких упоминаний о вывозе товаров из священного города. Зато о ввозе говорится очень много. Из Лагаша привозились рыба, ячмень, ценные минералы, орудия труда, из гирсу, рыба и пшеница, изура, ячмень и фасоль. Или бобы, изумы, ячмень и тростник, изурубили. Города богини Нинтинубга, кирпич. Все эти товары большими партиями доставлялись судами. Многочисленные таблички сообщают о том, что в шумерских храмах, по старинному обычаю, было развито производство самых разнообразных изделий, например в Непуре, изделий из шерсти, ткани и одежды. Шерсть получали от овец и коз, которые поступали в храм в виде жертвоприношений и паслись на храмовых лугах. Размах производства шерсти в Непуре был так велик, что его храмы превратились в настоящую сокровищницу государства. Дворец. Так принято называть все, что находилось в непосредственном подчинении царя, несомненно, играл в экономической жизни страны не меньшую роль, чем храмы. Царю, как и храмам, принадлежали поля, луга, бесчисленные стада, корабли, ремесленные мастерские. Кроме того, наряду с предприятиями царя существовали предприятия высших дворцовых чиновников и инси, наместников и губернаторов отдельных городов и провинций. Имущественное положение царских поданных зависело от их положения в обществе. Чем ниже ступенька лестницы, на которой стоял человек, тем скромнее был его достаток. Обогащалось и купечество. Торговля благодаря безопасности торговых путей стала прибыльным делом. Судебные документы того времени сообщают об имущественных спорах, о долговых обязательствах и даже о купле-продаже земли. Не следует забывать и о царском войске. Солдаты наживались за счет военной добычи, часто весьма богатой, и всевозможных льгот. Например, они получали от царя земельные наделы. Число богатых граждан росло, а рядом умножились ряды бедняков. В некоторых документах говорится о том, как отцы вынуждены продавать в рабство своей семьи и детей, чтобы избавиться от долгов и не умереть с голоду. Правда, рабы-шумеры находились в относительно лучшем положении, чем представители других племен, взятые в плен на войне или проданные своими военачальниками. Прошли времена, когда каждый раб был на вес золота, когда о них заботились и обращались с ними по-семейному. В результате военных походов Шульги число рабов в стране значительно увеличилось, да и традиционные шумерские нравы изменились, стали более суровыми. Хотя они и побеждали. Итак, недовольство в государстве Третьей династии Ура росло изо дня в день, создавая угрозу самому его существованию. Опасность положения еще усугублялась тем, что в шумере давно уже возобладали иноземные народы, главным образом сениты. Правда, Урнаму и Шульги в своей политике в равной мере опирались как на шумеров, так и на акадцеев. Но последние теперь оказались в большинстве. Возможно, это были не акадцы, а какие-то другие семитские народы, говорившие на языке, близком к акадскому. На западные границы шумеры непрерывно совершали набеги воинственные племена Марту, амариты. Они захватили Сирию и теперь готовились расправиться с шумером. Об этом народе рассказывает короткая легенда, посвященная бракосочетанию бога Марту с дочерью шумерского бога Нумужды. Когда Нумужда, восхищенный героическими подвигами Марту, решает отдать ему в жену свою дочь, ее подружки приходят в отчаяние, потому что бог Марту, а значит, и народ, который он представляет, ест сырое мясо. Всю свою жизнь не знает, что такое дом, а вымерев, остается непогребенным. Эти дикие кочевники все чаще появлялись на западных границах шумера, нападая на плохо укрепленные города. Одновременно они все большими группами просачивались на территорию шумера и мирно оседали в различных городах, увеличивая численность нешумерского населения. Так в шумере формировалась новая сила, более тесно связанная с племенами кочевников пустынь Аравии и Сирии, чем со страной, в которую эти кочевники проникли. Роскошь, в какой жили привилегированные слои шумерского общества, благосостояние коренного населения шумера вызывают у них зависть и неприязнь. Их радуют слухи о бунтах и набегах их соплеменников и других врагов шумера. Задачи, которые стояли перед Амар Зуэном, вступившим на престол в 2045 году, до нашей эры, были нелегки, хотя он и получил в наследство сильное и хорошо организованное государство. В конце жизни шульги бунты участились. Отражение этого явления мы находим, например, в датировке событий. 47-й год царствования Шульги характеризуется как год, когда Кимаш был разрушен. Последний год царствования престарелого правителя, как мы уже говорили, ознаменован разрушением Харша и Хумурти. Документы свидетельствуют о том, что Амар Зуэн был энергичным и мужественным правителем, продолжившим политику своего отца. При нем, как и при Шульги, строились храмы и дворцы, развивались торговли и ремесла, царь-бог назначал высших государственных и храмовых сановников. Вместе с тем, для того, чтобы удержать в своих руках завоевание своего предшественника, ему приходилось вести многочисленные войны. Амар Зуэн одержал ряд побед. В частности, он разрушил Урбилум, который, по-видимому, взбунтовался. На отдаленных границах стояли сильные гарнизоны из шумеров и наемников, амаритов и эламитов. Особенно много в царском войске было амаритов. О преклонении, каким была окружена особа царя Бога, ярко свидетельствует надпись, найденная в Ашуре, где было расквартировано войско Амар Зуэна. Назначенный царем наместник провинции оставил документ следующего содержания. Зарикун, наместник Ашура, слуга, построил храм для Белотикалем, своей госпожи-богини, дабы Амар Зуэн, могущественный царь Ураица четырех стран света, жил долго. Надо полагать, что Зарикун не являлся исключением и что доблестный воин-правитель пользовался уважением не только своих соотечественников, но и чужеземцев. После восьми лет царствования Амар Зуэн умер и был похоронен в подземной гробнице рядом с дедом и отцом. После него к власти пришел Шу Суэн, который был, если верить царскому списку, сыном Амар Зуэна, а по предположениям ряда исследователей, его младшим братом. В пользу последние версии свидетельствуют, по-видимому, некоторые литературные тексты, в частности, знаменитая любовная песнь царю Шу Суэну. История Шумера и судьба его последних правителей сейчас, по прошествии четырех тысячелетий, наводят на грустные размышления. Последние цари Шумера были отважны, мудры и дальновидны, они одерживали победы, достигали больших успехов, и тем не менее их государство стремительно и неотвратимо клонилось к упадку. Состарилась шумерская цивилизация, одряхлела культура. Обращенная в прошлое, она не могла не устоять перед трудностями, связанными с новой социально-политической обстановкой, не впитать в себя живительные силы нового. В результате она закоснела в своем традиционализме, оскудела и отошла в прошлое. Всякое государство подобно прекрасному плоду, который с ожесточением разъедают черви, снаружи и изнутри. Цари Ураа понимали это. Шу Суэн, как и его предшественники, вел непрерывные войны на протяжении всего своего кратковременного царствования. 2036-2028. Не забывал он и о сооружении храмов. В последний год его царствования было закончено строительство дома бога Шара Уми, на шестом году, установлена стела в честь Эн-Лили и его божественной супруги Ниндель. Таким образом, в политике Шу Суэна, как и в политике многих других правителей, мы наблюдаем два направления. С одной стороны, борьба с внешним врагом. Шу Суэн ведет бои на западе и на востоке, с другой – стремление найти поддержку у богов, пропаганда традиционных верований, призванных объединить коренное население страны вокруг монарха. Древнейшие шумерские культовые обряды с их сложным ритуалом отправлялись в эти годы с особенной пышностью. Торжественный обряд священного бракосочетания, на протяжении тысячелетий считавшийся одним из главных шумерских праздников, символизировавший вечный цикл умирания и возрождения жизни, послужил источником вдохновения для принимавших в нем участие жриц, которые создали две первые в истории культуры любовные песни. Мы приведем одну из них, песню, которую безымянная жрица посвятила богиня-баба. Копия этой песни, записанная уже после падения шумера, была найдена в Нипуре. В 1924 году. Ее опубликовал Эдвард Киера, в 1947 году. Перевел Адам Фалькенштейн, затем с Н. Крамер. В распоряжении ученых имеется всего один экземпляр этого произведения, да и тот в значительной степени поврежденный, поэтому лакун в стихах заполнить не удалось. Автором этой песни была скорее всего высокопоставленная жрица Лукур, занимавшая в храмовой иерархии столь же высокое положение, как и упомянутая ею супруга царя, Кубатум. Кстати, при раскопках в уроке найдено жемчужное ожерелье Кубатум с надписью, в которой сообщается ее имя, а также то, что она была жрицей. Занимая менее высокое положение, поэтесса не могла бы столь свободно говорить о матери и жене царя. Она дала жизнь тому, кто чист. А моя царица с восхитительными руками и ногами, моя Абиссинте. А моя царица чья голова? Моя царица Кубатум. А мой господин, кто волосами? Господин Маишу Суэн. А мой господин, своим словом. А сын Шульги. За то, что я пела, за то, что я пела, господин меня одарил. За то, что я пела песню радости, господин меня одарил. Золотой подвесок, печать из лазурита господин мне подарил. Золотой браслет, серебряный браслет господин мне подарил. А господин, прекрасен твой подарок. Обрати на меня свой взор. Шул Суэн, прекрасен твой подарок. Обрати на меня свой взор. госпожа господин подобно оружию твой город словно убогий протягивает к тебе руку господин мой шу суэн он простирается у твоих ног словно молодой лев а сын шульги мой бог вино корч марки сладостно подобно ее вину сладостно ее чресло сладостно ее вино и и финиковое вино сладостно ее вино сладостно ашу суэн одаривший меня своей милостью обласкавший меня ты одаривший меня своей милостью обласкавший меня ты одаривший меня своей милостью возлюбленные энлилим мой шу суэн мой царь бог своей земли оставим пока в стороне все вопросы касающиеся обычаев и обрядов шумеров отраженных в этой песне трудно сказать чего в ней больше религиозного экстаза или страстной земной любви эту тайну 4000 лет назад унесла с собой в могилу царская возлюбленная жрица нас интересуют сейчас детали позволяющие дополнить образ царя бога являясь посредником между людьми и небесными силами он сам считался божеством заканчивается песня словами которые принадлежат уже не счастливые возлюбленные царя а поданный восхваляющий своего владыку и его божественное величие наука располагает множеством свидетельств о божествлении царя об этом говорит хотя бы тот факт что в различных городах шумера строились храмы в честь царя бога шусуэна эти храмы воздвигавшиеся состоятельными гражданами высокопоставленными чиновниками административного аппарата государства ничем не отличались от храмов прежних времен домов богов в руинах одного из храмовых помещений найдена следующая надпись шусуэну любимцу энлили царю коего энлили сбрал в своем сердце могущественному царю царю ура царю четырех стран света своему богу слуга его уголь магура начальник городской стражи наместника ура любимый дом построил храм для царя бога шусуэна заложил также царский наместник в шнуне и туре подобные дома шусуэна раскопаны в адабе и лагаша этими сооружениями несомненно выражались верноподанническое отношение и благодарность царю одновременно они были символами его величия призванными предостеречь и ободрить его граждан символами скорее политическими чем религиозными последнее ни в коем случае не означает что обожествленного царя чтили меньше чем старых богов к нему как и к богам обращались с мольбами о помощи о долгой жизни о заступничестве перед верховными божествами по обычаю к жертвоприношению прикладывалась письменная просьба к богу в последующие годы письма к богам стали одним из наиболее распространенных литературных жанров они строились по образцу традиционной шумерской летания примером может послужить просьба молитва некоего уршаги гражданина ура к царю автор не называет и не царя которому он обращается со своей молитвой однако нетрудно догадаться что его адресатом был один из последних царей ура а может быть царь который уже ушел в иной мир к моему царю с многоцветными глазами носящему бороду из лазурита я обращаюсь золотой статую из военной в добрый день сфинксу воздвигнутому в чистой овчарня избранному в чистом сердце инанны господину герою инанны скажи его приговор подобен воле сына она его приказ подобно словам бога не приложен его слова подобно каплян дождя обильно падающим с неба не счастливы так говорит уршага его слуга мой царь заботился обо мне сыне ура потому что мой царь этот царян да не будет разрушен дом отца моего да будет не неприкосновенен фундамент дома отца моего да будет это известно моему царю уршага славит царя исследователи полагают что речь идет об амарзуэне или шу суэне как бога ставя его в один ряд санам и нанной в изысканных выражениях говорит о раболетном преклонении перед владыкой которого он просит о благополучии для себя и своей семьи к сожалению божественность шу суэна не мешала его врагам нападать на шумер несмотря на то что царские войска одерживали победы и царь устраивал карательные экспедиции придавал города огню немногих уцелевших жителей обращая в рабство соседи шумера как на западе так и на востоке не складывали оружие они устраивали набеги по всей видимости захватывали те районы которые были расположены вдалеке от охраняемых дорог городов и фортов за пределами собственными сапотами и власть царя по-видимому распространялась только на крупные центры дороги с прилегающими к ним землями берега рек и каналов в бескрайних степях и пустынях хозяйничали враждебные шумеру племена чтобы защититься от них шу суэну приходилось с большей поспешностью чем его предшественникам строить оборонительные стены вокруг городов так на пятом году своего царствования он возводит укрепление вокруг какого-то не идентифицированного наукой города марту расположенного в западной части его державы при шу суэне укрепляются стены ура и у рука готовясь к защите от набегов западно-сенитских кочевников царь приказывает построить заградительную стену в районе среднего течения ефрата все эти мероприятия шу суэна ясно показывают откуда надвигалась главная наиболее реальная и ощутимая опасность который дряхлый шумер уже не в силах был противостоять последний царь шумера не военные походы не политика умиротворения по отношению к все более агрессивному врагу уже не могут спасти государство которое после смерти шу суэна унаследовала его сын их безуэн 25-летнее царствование и безуэна 2027-2003 последний акт трагедии шумера до нас дошла надпись рассказывающая о победах и безуэна а его благочестия о жертвоприношениях богам о том что он укреплял городские стены и содержал большую армию которая принесла ему немало побед однако за внешним фасадом показной мощью скрывается приближающийся крах империи хотя официальным языком шумера деловым и обрядовым продолжает оставаться шумерский народ говорит по-акадски шумерский островок чрезвычайно малочисленную группку людей держащуюся одной лишь силой традиции пытающуюся отстоять прошлое и свои интересы заливают волны семитских влияний отдельные провинции начинают более или менее решительно освобождаться от господства ура при этом одних насильственно подавляют западно-семитские племена другие добровольно подчиняются их власти постепенно утрачивается единый и обязательный для всего государства способ датировки событий существовавший со времен ур-наму и шульги начиная с 5 года царствования и безуэна документы составленные в северных провинциях датируются иначе чем в урё у руки или непуле они уже не соотносятся с теми событиями которые центральная власть считает наиболее важными и существенными а это означает что царь фактически утратил контроль над этими районами набеги враждебных шумеру племен ограничения сферы влияния столицы постоянные войны все это подорвало основы экономики страны резко сократился ввоз и вывоз товаров подскочили цены сопоставление торговых табличек 7 и 8 годов царствования и безуэна показывает что в стране по крайней мере в отдельных районах был голод что цены поднялись в 60 раз на восьмом году царствования и безуэна за 1 шекель серебра можно было купить всего пять козерна вместо 300 к равных один гуру или 126 литров или 2,5 к масла 1 литр легко представить себе насколько трудным было положение этого царя страна в огне неприятельские войска захватывают все новые территории теперь уже в самом сердце шумера в ларсе располагаются амориты под предводительством на планума и ши эра отложившийся военачальник и безуэна захватывает иссен а затем не пур в его руках оказываются не только храмовые богатства но и царская сокровищница как предполагает сооруженная здесь еще шульги мало того захватив священный город не пур и ши эра приобретает право на титул царя шумера теперь безуэн царь совсем небольшого растерзанного врагами государства одинокий всеми покинутый сознавая полную безнадежность сопротивления он все-таки продолжает бороться хотя по его убеждению трагедия шумера не спослана богами это не мешает ему именующему себя богом протестовать против приговора богов он не складывает оружие перед более сильным чем он врагом в архивах не пура найдены три таблички из них одна сохранившаяся почти полностью с текстом письма и безуэна к одному из его губернаторов пузурном ужде энси казалу до сих пор не идентифицированного города расположенного к востоку от тигра в стране бога нам ужд и этот текст был записан непурскими песцами спустя сто или двести лет после падения и бессуэна некоторые шумерологи фалькенштейн вайтнер и другие безусловно признают подлинность письма более осторожные исследователи полагают что это литературный текст служивший образцом в школах песцов для упражнений в эпистолярном искусстве письмо по их мнению содержит множество чисто литературных оборотов и огромное количество метафор не подходящих для царя который в отчаянии обращается к своему вассалу с мольбой о помощи наконец письмо изобилует грамматическими и стилистическими оборотами характерными для после шумерского периода несмотря на все это самые строгие критики не отрицают его исторической и фактографической ценности считая что имеющиеся в нашем распоряжении текст представляет собой модернизированную в языковом отношении и литературно доработанную копию неизвестного нам оригинала будем считать что автором письма действительно был и бессуэн и послушаем чего он требует от своего наместника узурному жде губернатору казалу скажи так говорит царь твой и бессуэн с тех пор как я отправил к тебе отборные войска я передал их в твое распоряжение как губернатора казалу однако если я был целиком на твоей стороне не так было с твоими отрядами и твоим предсказанием почему ты прислал ко мне гонца с такой вестью и шера следит за мной и как только он меня отпустит я прибуду разве ты не знаешь что и шера вернулся в свою страну почему же ты вместе с кирбубой губернатором геркаля не выслал против него войско которые я передал в твое распоряжение почему ты не длишь н линь наслал беду на шумер его шумера враг выходит из своей страны хочет захватить власть над страной шумером энлиль отдал царство недостойному человеку и ши эре человеку не шумерского племени шумер был унижен на совете богов отец энлиль приказы коего воистину так постановил до тех пор пока в уре творится зло и ши эра из мари будет его ур разрушать до основания не будет давать покоя шумеру если он и ши эра назначит вас наместниками городов они по слову энлили перейдут к и ши эре и потом после того как ты отдашь город врагу и ши эра не будет считать тебя своим преданным слугой немедленно пришли сюда вор помощь чтобы восстановить доброе слово и положить конец лжи дозволь им тем кто придет на помощь доказать его жителям не медли не выступая против меня его и ши эра рука не достигнет города человек из мари не получит власти несмотря на свои гнусные намерения потому что теперь энлиль вывел народ марту из их страны эламиты пойдут со мной и схватят и ши эру когда страна обретет свое прежнее место ее великолепие вновь станет известно во всех странах времени ждет не в этом письме звучат гнев отчаяние надежда покинутого всеми одинокого царя те на кого он надеялся кому доверил свое войско предали его в критический момент не помогли ему не бросились в бой ссылаясь на то что они со всех сторон окружены врагами а ведь он всегда покровительствовал им поддерживал их царь обвиняет своего наместника в измене подозревает его в сговоре с врагом стремящимся захватить всю страну царь сетует на то что энлиль отдал царство недостойному человеку эти слова несомненно представляют собой метафору притом весьма прозрачную энлиль символизирует ниппор город этого бога че жрецы как мы уже говорили обладали традиционным правом назначать царя благочестивый царь воспитанной в кругу цивилизации которая приписывает воле богов все происходящее на земле объясняет трагедию шумера их гневом всячески подчеркивая эту мысль он тем не менее не делает из нее казалось бы естественного и единственно посильного вывода коль скоро боги на своем совете унизили шумер нужно покориться угрозы обращенные к пузурну мужде и киргубе если они перейдут на сторону и шерры доверие которого все равно уже потеряли звучат как бунт против богов признавая право богов решать судьбу его страны и обрекать ее на гибель и без уэм однако просят своего наместника прислать вур войска и не оставлять его в беде гордый дерзкий бесстрашный царь принимает кощунственное решение направленное против решения богов против людей против истории бороться и борется до последних минут своей жизни и без уэм оптимист или только делает вид чтобы побудить действием своего губернатора и других союзников которым еще верят он надеется что к нему на помощь придут и ламиты неприятельские орды будут изгнаны из шумера и страна вновь обретет свое величие и блеск время не ждет этими словами после которых по-видимому следовал призыв немедли обрывается письмо и без уэна ни одна историческая хроника как бы старательно она не была составлена учеными жрецами не могла бы так выразительно рассказать о последнем акте трагедии разыгравшиеся на земле шумера мы слышим в этом письме и звон оружия и гордый вызов брошенный врагам последним шумерским царем свою родину с ее тысячелетней истории и без уэм как некогда в уголь за гюси защищает до конца он ведет себя подобно романтическому герою пренебрегающему реальностью устремленному к цели которой он посвятил всю жизнь сознавая безнадежность своего положения он все-таки не хочет смириться однако реальность оказалась еще более суровой и безжалостной чем предполагал последний шумерский царь защищаемый и мир фактически уже не существовал прежние порядки которые он пытался сохранить были непригодны в новых условиях жизни они были никому не нужны кроме него самого до горстки преданных ему шумеров все теснее сжималось вражеское кольцо вокруг столицы последнего клочка шумерской земли где властвовал законный царь большинство подданных и без уэна оказалось на стороне его непримиримого врага и ши эры наместники жрецы войска все перешли на службу к завоевателю восточные соседи шумера на которых так надеялся и бессуэн тоже договорились с новыми хозяевами фактически уже прибравшими к рукам всю месопотамию в 2003 году до нашей эры согласно принятой нами хронологии эламиты ворвались в осажденную столицу урпал последний царь шумера в путах удалился в аншан ур был поражен оружием его царство высин было перенесено бесстрастно и лаконично сообщает царский список что можно прибавить к этому что и сен уже не меньше десяти лет был столицей государства и ши эры которого сговорчивые непурские жрецы давно титуловали царем шумера исполнилась воля богов гнев завоевателя обратился против завоеванного города отца и бессуэн чью имя в позднейших вавилонских предсказаниях стало синонимом крушения действительно ли он был отправлен в путах вглубь и лама и нашел там убежище ведь и ламиты по мнению фалькенштейна и других исследователей если даже и были причастны к окончательному разгрому и бессуэна не сочувствовали и шеи документы говорят о том что вскоре после падения последнего царя шумера лом оказался не то в состоянии войны не то просто во враждебных отношениях с царством и ши эры что расквартированная воля войска эламитов были изгнаны из города новым правителем к сожалению мы до сих пор не имеем никаких сведений о том при каких обстоятельствах был низвергнут или взят в плен и бессуэн может быть проиграв последнее сражение он искал не столько пристанище для себя сколько возможность вновь начать борьбу за власть и возрождение славы шумера подобные ни на чем не основанные надежды питал не только незложенный владыка гибель шумера крушение тысячелетнего царства явилась потрясением как для современников этих событий так и для потомков рухнули древнейшие устои общественные жизни традиции обычаи но сформировавшуюся на протяжении тысячелетия культуру не так то просто было уничтожить как бы продолжает дело начатое последними царями ура песцы при дворах новых правителей в храмах и школах бережно собирают памятники шумерской мудрости и искусства они переписывают мифы стихи эпические сказания пословицы шумеров пользуясь мертвым шумерским языком который в течение почти двух последующих тысячелетий сохранялся только как сакральный язык во времена селивкидов в хиев до нашей эры то есть в эллинистическую эпоху вавилонских храмах богослужения еще велось на шумерском языке народы в послешумерскую эпоху создававшие в месопотамии свои государства почти полностью восприняли достижение шумерской культуры ее письменность особенности архитектуры системы счета знания в области астрономии и так далее спустя тысячу и более лет после падения шумера правители месопотамии говорили о царях ураю рука киши и лагаша как о своих предшественниках о том насколько тяжелым потрясением явилось крушение царства и бессуэна для коренного населения шумера рассказывает поэма жалобы и бессуэна в ней поэт провожает безвозвратно уходящий старый мир надежда по мнению некоторых исследователей звучащие в последних к сожалению плохо сохранившихся строках поэмы не сбудется никогда и тем не менее слова завершающие скорбную песня бы бессуэне будем считать что ими поэт закончил свое произведение как бы пророчат обещают торжество неистребимой культуры и замечательных достижений шумерской мысли которыми так широко пользовались последующие поколения народы и цивилизации они предвидят тот восторг какой через четыре тысячелетия охватит ученых открывших тайну шумеров хотя страницы истории человечества посвященное царство шумеров с падением и бессуэна была дописана до конца пусть наш рассказ об истории шумера о тысячелетии славы и забвения взлетов и падений закончат строфы жалобы последнего шумерского царя к сожалению этот текст впервые опубликованные лэнгдоном и затем дополненный фолькенштейном дошел до нас не полностью и не весь подается прочтению безумные лихо ураган могучий поднялся дабы все вокруг разрушить шумерские законы истребить дабы разрушить давних дней порядок изгнать из края доброго владыку в руины обратить дома и города пустыми стали хлевая загоны коров уже в коровниках не видно и овцы переводятся в загонах лишь горькая вода течет в каналах в полях хороших лишь трава растет а степь рождает только слез траву не будет мать заботиться о детях дочь по имени не позовет отец жена не насладиться лаской мужа к ее коленям не сбегутся дети кормилица им песен не споет унижен царство трон не слышно приговоров справедливых владычество шумера удалилась в страну чужую кое шумером нужно почести воздать он и энли такое повелели на страны он во гневе поглядел в страну врагов энли свой взгляд направил покинула свое творение ненту иной бог энки русла реком проложил он и энли тогда решили так что шумер что выйдут люди из домов отцовских и будут угнаны в страну чужую захватит враг субаров и ламитов поработит и в рабство обратит и свой дворец шумеров царь покинет царь бисуэн пойдет в страну лам преодолев все горные вершины земли аншан достигнет он краев как птица чье гнездо разорено и как чужой кто в дом свой не вернется пустынный берега рек тигра и ефрата взрастет на них лишь дикая трава ноги ничьей не будет на дорогах и в дальний путь никто не побредет в руины обратятся города черноголовые в своих домах погибнут не обработает поле мотыгой пахарь и в степь стада свои не выведет пастух корова не дадут ни молока не масло а овцы не дадут потомство о страх великий в загон не поспешит табличек в конюшне степная дичь исчезнет жизнь заглохнет и мест для отдыха не будет у зверей и высохнут пруды название забыто тростник задушит сорная трава в садах не будет молодых побегов засохнут плодоносные деревья так царь всех стран и он решили постановили и судьбу определили никто не может отменить слов она словам энлили кто не покорится в стране шумеров испугались люди царь удалился стонут его дети глава ай-яй-яй боги которые правят миром а религий шумеров современной науке известно очень много и вместе с тем очень мало мы знаем имена десятков и сотен богов прочитали множество мифов повествующих о них об их происхождении взаимоотношениях деяниях и круге обязанностей но само существо религии шумеров ее истоки и философская основа остаются до сих пор предметом изучения и споров ученые сетуют на то что шумерские жрецы и богословы оставили после себя лишь списки богов мифы и молитвы они создали четкой системы которая помогла бы понять основные положения религии шумеров и ее философские предпосылки эта задача требует кропотливой работы с различными текстами надписями и литературными произведениями дополнительные трудности вызывает то обстоятельство что до нас дошли лишь немногочисленные оригиналы три тысячелетия до нашей эры сохранившиеся в том виде в каком их составили авторы большинство же мифов и молитв были переписаны жрецами уже после падения шумера когда основные положения шумерской религии были приняты усвоены и соответствующим образом изменены не шумерскими народами населявшими месопотамию с давних времен или прибывшими сюда в конце три тысячелетия до нашей эры сам факт что шумерские верования религиозные обычаи богов восприняли другие народы что эти народы пользовались шумерским языком как сакральным является бесспорным свидетельством совершенства и убедительности теологических доктрин созданных на протяжении тысячелетия жрецами эреду и у рука непура и ура киша и лагаша перед учеными стоит задача требующая огромного труда и напряжения освободить первоначальное верование шумеров от более поздних наслоений выделить в разработанной и законченной сложившейся на протяжении многих столетий системе космологических и теологических взглядов основные положения религии древнейшей эпохи для понимания образа жизни и истории шумеров необходимо изучение их верования обычая в конца три тысячелетия не менее важные проникновения в тайну верований шумеров относящихся к началу шумерской эпохи так как религиозные представления в особенности у первобытных народов дают полную картину повседневных забот тревог и чаяний человека иными словами представления о небожителях с поразительной точностью отображают все что происходит на земле известно что шумерские жрецы которые занимались не только теологией но и точными науками медициной сельским хозяйством административным управлением кроме того вели наблюдение за небом и небесными светилами разработали систему взглядов о происхождении вселенной и об управляющих ею законах мы уже знаем основу жизненной философии шумеров боги создали людей чтобы они им верно служили эти и другие представления шумеров сложились в течение длительного времени прежде чем мы перейдем к их описанию попытаемся заглянуть поглубже в прошлое те далекие времена от которых письменные документы не дошли до нас разумеется все это не более чем предположение однако они построены на основе тщательного анализа и сопоставления религии шумеров с религиями других народов и эпох когда шумеры создали богов наш рассказ о религии шумеров мы начнем не сакраментальными словами когда боги создали человека а другими когда люди создали богов мы не знаем откуда пришли шумеры тем более нам неизвестно каких они принесли с собой богов и чем руководствовались создавая основы новой унаследованные от предков или позаимствованные у местного населения религии поселившись в месопотамия они уже имели по-видимому определенные верования отдельные черты которых вероятно были общими для народов эпохи и неолита общими не значит одинаковыми как подчеркивают исследователи сходство некоторых обрядов кажущихся нам сейчас идентичными не более чем иллюзия вот что пишет о верованиях первобытных народов населявших месопотамию в том числе и шумеров гордон child если смешение науки с теологией в те времена было неизбежно то истоки религии востока представляются чисто материалистическими культ богов имел своей целью не то что мы называем очищением святостью или покоем божьим он прежде всего призван был обеспечить хороший урожай дожди в периоды засух военные победы удачу в любви и делах детей богатство здоровье и долгую жизнь этот весьма любопытный тезис child относится к религии шумеров довольно позднего периода когда в шумерском обществе уже существовали высокая организация и четкое социальное расслоение хотя материалистические источники религии дают о себе знать и в более ранние эпохи толчком вызвавшим развитие религиозных представлений у шумеров и у других месопотамских народов был страх который следовал по пятам за человеком четыре тысячелетия до нашей эры страх перед голодом шумеры совершили великую городскую революцию как ее называют многие ученые в результате которой наряду с переменами в экономике произошли и перемены в духовной жизни общества благодаря интенсификации земледелия из земледельческого общества выделились группы людей занятых в других отраслях хозяйства и живущих за счет труда земледельцев на по-прежнему главной заботой оставалось сохранить урожай не допустить гибели посевов от засухи или других стихийных бедствий олицетворение сил природы самые древние из шумерских богов списки которых относящиеся к середине три тысячелетия сохранились на древнейших табличках являлись воплощениями сил природы боги олицетворяли собой в первую очередь наиболее конкретные явления природы у шумеров были боги небо море пресной воды луны солнце ветра и другие наряду с этими богами существовала целая плеяда богов ответственных за рождение человека и его успехи за урожай в целом и за отдельные сельскохозяйственные культуры эти боги были теснее связано с повседневной жизнью людей ближе им нужнее если принять гипотезу чайлда и якобсина старше первых естественно что человек прежде чем заняться отвлеченными рассуждениями на тему о том какая сила движет луной с практической материалистической точки зрения должен был попытаться проникнуть в тайну тех сил от которых зависит созревание ячменя размышляя над всем этим нам следует учесть жизненный опыт первобытного человека движение луны представляется ему неизменным земля же родит по-разному то обильно то скудно только влияя на нее человек может принудить или уговорить землю приносить лучшие урожая ритуальные половые обряды которые можно наблюдать у примитивных народов и в наше время своими корнями уходят вглубь тысячелетий они должны стимулировать силы плодородия мужчина олицетворяет собой мужское начало как пишет child он выполняет роль семени или растительности вообще и на какое-то время становится царем зерна к числу таких божеств у шумеров следует отнести например до музеи даму с ними мы вскоре познакомимся ближе эти боги по всей вероятности были старше великих и прославленных богов возглавлявших шумерский пантеон доисторическую эпоху превыше всего почитались силы природы непосредственно связанные с хозяйством от которых зависели изобилие и урожай лишь с течением времени по мере накопления опыта было установлено какое влияние на урожай и прочее оказывают те или иные силы природы и исходя из этого построена система взаимосвязи богов а также установленных ранг о бедствии каким являлся голод или точнее о страхе перед ним рассказывает множество более поздних текстов этот страх подобно дамоклову мечу висел над жителями месопотамии в трех тысячелетия хотя угроза голода уменьшилась благодаря тому что люди по крайней мере в этом уголке земного шара научились бороться с ним но в четырех тысячелетий все концентрировалась вокруг этого главного вопроса религиозные обряды почитания богов покровителей отдельных поселений а затем и городов имели одну общую цель и носили одинаковый характер несмотря на то что боги именовались по-разному культовые обряды например обряд ритуального полового акта в котором сочетались мужчина и женщина играющие роль богов совершались для того чтобы обеспечить достаток продовольствия и обильные урожая с этой же целью строились специальные дома храмы куда приносили дары полей лугов рек и так далее строили амбары храмы все члены общины при этом религиозный экстаз отлично сочетался с деловитостью и нам на входящие в группу главных богов шумерской мифологии супруга злополучного бога дамузи об удивительной судьбе этой пары рассказывают многочисленные мифы которым мы еще вернемся первоначально несомненно являлась олицетворением женского начала обеспечивающего плодородие земли и одновременно покровительницей дома где хранились плоды божественного союза амбар стал центром первобытного города это еще был не храм в полном смысле слова а просто дом в котором вместе с зерном скотом собранными ягодами пойманной рыбой и прочее жили по-разному называвшиеся высшие силы которые в позднейших общешумерских мифах получили имена дамузи и нанны в названиях шумерских храмов которые как мы знаем с большим размахом и великолепием строились на месте прежних культовых сооружений сохранилась память об их первоначальном назначении например мой добрый дом где мой народ делит плоды а роли и нанны как олицетворение божества амбара убедительно свидетельствует ее обещание содержащиеся в сказании о гильгамеша и небесном быке она обещает собрать вам баре столько зерна что его хватит на семь лет и народ спасется от голода который наступит после освобождения быка двери гепара в храме и она где богиня дожидается своего супруга дамузи названы дверями амбара позднее храмы амбара уступили свое место продовольственным складам имевшим как религиозное так и хозяйственное назначение на основании лингвистического анализа ученые связывают имя дамузи с такими понятиями как жизнь здоровье это имя толкуется так тот кто дает стимул жизни и нам на по общему мнению означает госпожа небес божество которое умирала факт существования культа дамузи и нам на в самую архаическую эпоху кажется более чем вероятным посвященные дамузи обряды несомненно носят отпечаток очень древних церемоний связанных с оплакиванием всего умирающего в осенне-зимний период и возрождающегося к жизни весной первобытные шумеры для которых каждый бог являлся представителем силы природы управляющей этим циклом заставляли умирать исчезать в аду и возвращаться к жизни не только дамузи но и других богов отголосок этих верования и представлений ход мысли древних шумеров может быть представлен так бог олицетворяет силы природы природа умирает следовательно умирает и бог природа возрождается возвращается к жизни и божество звучит и в повествованиях о нисхождении энлили в ад и в мифе об энлили и нинлиль и в рассказе о смертельной болезни бога энки энки нинхурсак и в легенде об уходе бога и шкура в страну без возврата оплакивание умирающего божества относится к числу наиболее распространенных религиозных обрядов шумера об обрядах связанных с культом до музей и нанны мы еще будем говорить а пока остановимся на скорбной песне посвящен на исчезновение другого бога даму хотя многие ученые отождествляют даму с дому зи шумерские боги часто выступают под разными именами правы по-видимому исследователи которые относя даму к тому же кругу верований что и дому зи считают его однако самостоятельным божеством почитавшимся в частности влагаше согласно трактовки т. якобсина даму был богом животворных весенних вод питающих корни деревьев и трав культ даму предположительно зародился в южной части долины двуречья с другими богами например с ним гешзидой господином хорошего дерева богом покровителем будья не назу и другие его стали отождествлять лишь тогда когда жрецы начали упорядочивать пантеон шумерских богов в еще более поздний период с ним стали отождествлять умерших царей третьей династии ура скорбная песнь посвященная даму рассказывает об отчаянии его матери она ищет своего сына по всему свету тем временем засуха грозит смертью и уничтожением всему живому над тем кто далеко я плачу в страхе что он может не прийти над моим сыном который далеко я плачу в страхе что он может не прийти над моим даму который далеко над моим помазанником который далеко священного кедра где я мать, его родила. Из Иоанны, вверх и вниз, я посылаю стянание в страхе, что он может не прийти. Стянание из дома господина я посылаю в страхе, что он может не прийти. Стянание из города господина я посылаю в страхе, что он может не прийти. Мой плач, это плач о конопле, поле может ее не родить. Мой плач, это плач о зерне, борозда может его не родить. Мой плач, это плач о большой реке, она может не дать жизни своим водам. Мой плач, это плач о поле, оно может не дать жизни ячменным зернам. Мой плач, это плач о болотах, они могут не дать жизни карпам и форелям. Мой плач, это плач о зарослях тростника, старый тростник может не дать жизни молодому тростнику. Мой плач, это плач о лесах, они могут не дать жизни оленям и косурям. Мой плач, это плач о степях, они могут не дать жизни кустам Тамариска. Мой плач, это плач о садах, они могут не дать жизни вину и меду. Мой плач, это плач о богородах, они могут не дать жизни Латуку и Кардамону. Мой плач, это плач о дворце, он может не дать долгой жизни. Другой текст повествует о том, как мать-даму в поисках сына идет через пустыню, отчаянно призывая его. Но даму в тисках смерти. Он не может издать ни звука, не может ответить на материнский зов. Я не тот, кто может ответить матери, зывающий ко мне в пустыне. Той, чей голос эхом разносится по пустыне. Она не услышит ответа. Я не трава, не могу для нее зацвести. Я не воды, не могу для нее подняться в берегах. Я не трава, прорастающая в пустыне. Я не молодая трава, расцветающая в пустыне. В одном из шумерских текстов фигурирует сестра Даму, которая спешит на помощь матери в ее поисках. Мать, искавшая свое дитя среди бескрайних мертвых пространств, в корнях высохших деревьев и трав, не нашла его. Его обнаружила сестра в царстве мертвых. Однако, бессильная перед законами ада, она не может вырвать его оттуда и остается с ним, чтобы служить ему утешением и опорой. Кто твоя сестра? Я твоя сестра. Кто твоя мать? Я твоя мать. День, который наступит для тебя, наступит и для меня. День, который увидишь ты, увижу и я. Наконец, Даму разрешено вернуться к жизни. Он садится в лодку и вместе с сестрой плывет в Ур. Но его по-прежнему сопровождает жуткий призрак смерти, и когда лодка приближается к городу, над водами несется предостерегающий крик. Город Ур. На мой громкий крик. Затвори свой дом, затвори свой дом, город, затвори свой дом. Храм Ура. Затвори свой дом, город, затвори свой дом. Пусть твоя невеста жрица не выходит из дома Гепара. Город, затвори свой дом. Приведенные выше фрагменты молитв, которые возносили жители Урая Урука, дают возможность ознакомиться не только с религиозными обрядами, связанными с культом Даму. Плач, поиски Бога, ожидание его возвращения, но и с древнейшими верованиями шумеров. По мнению специалистов, которые сравнительно недавно обработали и интерпретировали эти тексты, в них отразился культ Даму в его древнейшем виде, свободном от более поздних напластований. По-видимому, этот культ отражал верования первых шумерских земледельцев, поселившихся в южной части долины двуречия. Со временем он проник и на север, где столкнулся с аналогичным культом Дамузи, принадлежавшим в отличие от культа Даму к кругу верований скотоводческих племен. В шумерской мифологии Дамузи – пастух. В царских списках он тоже выступает как царь-пастух. Сходство обрядов впоследствии привело к слиянию, если не полному, то по крайней мере частичному, обоих культов. Это и навело современных исследователей на мысль, что речь идет о различных вариантах одного и того же культа. Однако новейшие открытия и исследования позволили выделить культ Даму в его первоначальном, чистом виде, что поможет дальнейшему изучению древнейших верований шумеров. Не отразились ли в рассматриваемых обрядах еще более древние верования и обычаи? Мы привели широко известную гипотезу Чайлда, касающуюся истоков ритуального полового акта. Чайлд рассматривает его как магический обряд, который призван помочь таинственным сверхъестественным силам, дающим людям обильный урожай. Но прежде чем собрать урожай, зерно надо закопать в землю. В сознании первобытного человека это могло представляться так. Заключенная в зерне сила должна умереть, чтобы через какое-то время вновь возродиться. Чайлд пишет, что человек, исполнявший во время обряда роль царя зерна, подобно зерну, должен быть зарыт в землю, чтобы позднее появиться вновь. Применительно к людям это означало, что он должен быть убит и заменен более молодым и сильным. Не следует понимать это буквально. В магических обрядах применялись различные приемы, чтобы избежать убийства, его представляли символически. Мужчина, игравший роль божества, мог на какое-то время исчезнуть, а для того чтобы убедить высшие силы в подлинности происходящего, разыгрывались сцены всеобщего отчаяния, из которых шумеры переняли поиски бога и плащ по поводу его исчезновения под землей. Насколько древен культ умирающих и воскресающих богов, говорит и тот факт, что, невзирая на частичную утрату ими своего значения в период расцвета шумерской цивилизации, то есть, уже в историческую эпоху, когда в иерархии сверхъестественных сил они опустились на более низкие ступени, посвященные им обряды и связанный с ними круг верований продолжали играть важную роль в духовной жизни шумеров. Обряд священного бракосочетания на протяжении тысячелетия оставался основным обрядом шумерского культа, а в годы царствования третьей династии Ураун даже служил источником вдохновения для поэтов. С древнейшими верованиями, восходящими к доисторической эпохе, связан и культ бога Энки. Исследователи сходятся в мнении, что какое-то время Энки являлся главным божеством шумерского пантеона. Принесена ли вера в этого бога в Месопотамию шумерами, или в образе Энки соединились древнейшие верования шумеров с верованиями автохтонного населения, жившего на берегах Персидского залива, в Эреду, Элябейде и вблизи этих поселений, трудно сказать. Одно несомненно. Культ этого бога был распространен чрезвычайно широко. В шумерской мифологии бог Энки выступает как владыка водных пространств. Он, по-видимому, был богом человеческих сообществ, существовавших преимущественно за счет рыбной ловли. В глубочайшей древности ему приносили жертвы в виде рыбы, а он должен был обеспечивать богатый лов. Когда шумеры двинулись на север и у них стали развиваться различные отрасли хозяйства, Энки, не утратив своего значения, приобрел массу новых функций. Однако память о его прежней роли сохранилась, доказательством чего могут служить жертвоприношения в виде рыбы, которые совершались в логаше и после того, как уже не рыболовство, а земледелие стало основным занятием населения этого города-государства. Энки, согласно мифам, был добрым, милостивым богом, помогавшим людям в их делах. Всем, чему они научились, они были обязаны ему. Он упорядочил и организовал жизнь на земле. Правда, в тот период, когда возникли эти мифы, Энки уже был третьим по значению богом в иерархии шумерских богов, но воздаваемые ему почести и круг его обязанностей указывают на то, что у шумеров жива память о его былом величии. Богов становится все больше. Постепенно, параллельно с развитием общественной, политической и духовной жизни росла численность шумерских богов. Познавая все новые явления природы, люди стремились проникнуть в тайну управляющих ими сил, научиться воздействовать на них. Реальным, осязаемым явлением предавался облик богов, которых люди представляли подобными себе, только более сильными и могущественными. Религиозные представления шумеров отражали явления и процессы повседневной жизни. Общество богов, по шумерским понятиям, было устроено наподобие общества людей, с более или менее могущественными его представителями, с теми, кто издает приказы и кто их выполняет. Если люди живут семьями, значит, и у богов должны быть семьи. Если слово человека, имеющего власть в обществе, закон для остальных, значит, и у богов ничего иного быть не может. А поскольку слово бога обладает несравненно большей силой, нежели слово человека, то достаточно богу выразить свою волю, чтобы она тут же была исполнена, достаточно назвать предмет, который он хочет создать, и предмет готов. В развитом обществе, где уже произошло социальное расслоение и заложена основа государственности, религия перестает быть частным делом отдельных лиц, возносящих молитвы в кругу своей семьи. Служение богам, заботу об их домах, посредничество между ними и смертными берут на себя лица, освобожденные от всяких других обязанностей. Расширяются функции богов, которые еще недавно ограничивались обеспечением людей продовольствием. Одновременно с возникновением на земле иерархии людей на небесах создается иерархия богов. Было бы ошибкой недооценивать еще один момент. Действия человека обусловлены не только элементарными, инстинктивными импульсами, такими как голод, половое влечение, страх, в нем живет потребность к духовной жизни. С возникновением абстрактного мышления люди развили в себе потребность в новых стимулах для своей деятельности. Этой потребности отвечала религия, роль которой в жизни примитивных народов достаточно точно охарактеризовал Чайлд. Без духовного багажа не только целые общества клонятся к упадку, но и отдельные личности постепенно утрачивают жизненные стимулы. Религия в качестве духовного багажа шумеров, увеличивающегося одновременно с развитием хозяйственной и политической жизни, развивалась чрезвычайно быстро. Каждый шумерский город имел своего бога-покровителя, довольно быстро превратившегося в бога-властелина. Сотворив богов, люди попали к ним в зависимость, превратились в их слуг. Не умея объяснить своего появления в мире живых существ и не в силах понять своей особой роли в этом мире, пришли к выводу, что мир и человек созданы богами. Отсюда всего один шаг до основной религиозно-философской концепции шумеров, согласно которой боги создали людей для того, чтобы те им служили. Общественно-экономические условия той эпохи способствовали рождению еще одной доктрины, в равной мере как теологической, так и политической. Шумеры утверждали, что в мире все принадлежит богам, земные же владыки, это лишь исполнители воли богов, посредники между ними и людьми. Храмы становятся уже не местом пребывания бога, который обязан заботиться о благосостоянии всего общества, а житницей бога. Все, что в них хранится, считается теперь его собственностью. Как мы уже говорили, согласно верованиям древних шумеров, все события на земле являлись отражением того, что происходит на небесах. Война среди людей, это война между богами, которую ведут на земле их слуги. Если один город завоевал господство над другим, это означает, что бог опобедил бога бы и подчинил его своей власти. Вступив в завоеванный город, победители не упраздняли культ его бога, бог этого города становился либо сыном бога завоевателей, либо его слугой. Со временем у него прибавлялись новые функции, аналогичные тем, которые выполнял бог победителей. Это одна из причин того, что боги с разными именами довольно часто имели одинаковый круг обязанностей. Возросшее число богов. Их насчитывалось уже более трех тысяч, включая демонов, накопленные шумерами сведения о Вселенной требовали разработки теологических и космологических концепций. Надо полагать, что такие концепции у шумеров существовали, хотя в их литературе не обнаружено систематического их изложения. Возможно, что они нашли какой-то особый способ изложить свои воззрения. Во всяком случае, созданная шумерскими мыслителями и богословами система представлений о проблемах земной жизни и о Вселенной, о взаимоотношениях между богами и людьми оказалась настолько убедительной, что ее восприняли народы, жившие в одно время с шумерами, по соседству с ними. Более того, эти взгляды оказали решающее воздействие на религии, сложившиеся в более поздние эпохи. Представление шумеров о возникновении мира, о появлении человека, как и множество мифологических сюжетов, переработанных в соответствии с новыми философско-этическими концепциями, нашли отражение в Библии и дожили до наших дней. Мы еще встретимся с ними, а сейчас попытаемся, опираясь на работы историков, и прежде всего на труды Крамера, автора наиболее полного исследования по шумерской мифологии, Якобсена, Этциарды и другие. Рассказать о взглядах шумеров на мир и управляющие им силы. Необходимо учесть, что они не могли существовать в неизменном, застывшем виде на протяжении всего тысячелетия шумерской истории. Они, несомненно, менялись как и функции богов, их роль, их влияние на ход истории. Мы попытаемся изложить нечто вроде окончательной версии, которую с готовым виде переняли последующие цивилизации. Царь Небес Ан. Главными божествами шумерского пантеона были Ан. Небо, являвшееся воплощением мужского начала, и его супруга Ки. Земля, олицетворявшая собой женское начало. Оба эти начала возникли из первозданного океана, который породил космическую гору из прочно связанных между собой небо и земли. От союза этих двух богов родился бог Энлиль, бог воздуха, разделивший небо и землю. В то время как он поднял. Унес, небо, Энлиль опустил. Унес, свою мать землю. К сожалению, до нас не дошел ни один шумерский миф о сотворении мира. Ход событий, как они представлены в прекрасно сохранившемся акадском мифе Энумо Элиш, по мнению исследователей, не соответствует концепциям шумеров, хотя подавляющее большинство фигурирующих в нем богов и сюжетов восходит к шумерским верованиям. В нашем распоряжении имеется всего несколько подлинников. Кавычки здесь необходимы, так как эти тексты были записаны уже после падения шумера, рассказывающих о сотворении мира и отделении неба от земли. Это шумерские мифы. Вот о чем рассказывается во вступлении к поэме Гильгамеш, «Энкиду» и «Подземное царство». После того как небо отделилось от земли. После того как земля отделилась от неба. После того как человеку было дано имя. После того как Бог Небо-Ан поднял небеса. После того как Бог воздуха Энлиль опустил землю. Из вступления к мифу о сотворении Мотыги мы узнаем, что Энлиль. Решил отделить небеса от земли. Решил отделить землю от небес. Переулок Ф.Л. Мендельсона. На основании этого весьма лаконичного сообщения мы можем сделать следующий вывод. Богом, Творцом Земли был Ам. Первоначально небо и земля не существовали раздельно, а представляли собой единое целое. Отделение неба от земли явилось началом сотворения мира. А затем уже боги изобрели и установили на земле порядок жизни и поведение живых существ. Казалось бы, Ам, подобно богам-творцам в других религиях, должен был играть ведущую роль в шумерской мифологии. И действительно, она глубоко почитали, его имя всегда стояло на первом месте, но целый ряд функций, которые по праву принадлежали этому богу, приписывались Энлилю. Ам всесилен и всемогущ, но сам он почти не вмешивается в земные дела людей. По-видимому, Ам, общий бог, уступил место другим богам, представлявшим интересы отдельных городов-государств. В Уруке, где культ Ана развился в очень раннюю эпоху, его довольно скоро вытеснила Инанна. Почести этому богу воздавались на протяжении всей истории Шумера, но делалось это символически. Он передал свои функции другим богам, и прежде всего Энлилю, которому передал всю свою мощь. Теперь он лишь наблюдает за тем, чтобы все шло согласно установленному порядку. Инициатором же всех созидательных начинаний, согласно шумерской мифологии и теологии, выступает сын Ана, Энлиль. Некоторые исследователи считают, что в Энлиле соединились два божества Иоанн, согласно взглядам шумерских богословов, чьи концепции сложились не позднее середины три тысячелетия, передал Энлилю владычество над сонным богов и господство над Вселенной. При этом он навсегда остался отцом всех богов. Его небесные сыновья и дочери зовутся Ануннаками. Детьми она. Об этом говорит вступление к мифу Скот и Зерно. На горе небес и земли. Он зачал богов Ануннаков. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Фрагмент стен храма бога Ана в уроке. Чуть позже мы познакомимся с дальнейшим текстом этого вступления, в котором содержится ключ к пониманию представлений шумеров о месте человека во Вселенной. Однако прежде следует разобраться в том, как представляли себе шумеры деяния и судьбы богов. Чтобы избежать слишком частых отклонений от темы, связанных с поразительным сходством отдельных мотивов шумерской мифологии с библейскими сюжетами, попытаемся коротко ответить на вопрос. Как возникли эти параллели? Мы уже говорили о том, что отдельные положения шумерской религии оказали влияние на верование многих народов. Шумеры уже растворились среди племен завоевателей, но плоды тысячелетней работы их мыслей рук продолжали жить. Живы были и традиции их культуры, легенды, мифы, представления о Земле и Вселенной. Достижениями шумерской культуры, трансформируя и обогащая ее, пользовались те народы, которые впоследствии жили в Месопотамии или в соседних с ней странах. Древние евреи широко использовали шумерские легенды, представления о мире и человеческой истории, космогонию, приспосабливая их к новым условиям, к своим этическим принципам. Результаты подобной переработки шумерских представлений порой оказывались неожиданными и весьма далекими от прототипа. Человек нужен богам. Нелегкой была жизнь богов. Тяжело жилось и тем, кто сотворил Вселенную. К числу богов-творцов некоторые исследователи, кроме она и Энлили, причисляют также и Энки, и тем, кого на первых порах породил Ан, и всему сонму младших божеств, рожденных уже детьми она. Забот у них было предостаточно. Мир был еще молод, неорганизован. И главное, некому было служить богам, заботиться об их пропитании, о приумножении их богатств. Иными словами, не было людей. О том, как выглядел только что возникший мир, рассказывается в мифе Скот и Зерно. О споре между богом Скоталлахаром и богиней Зерна Ашнан. Во вступлении к этому мифу нарисована мрачная картина первозданного мира. Нет ни богини Зерна Ашнан, даже имя ее еще не названо, ни бога Скоталлахара, ни богини ткачества Уту. Нет ни коз, ни овец. Божественные дети, ануннаки, ничего не знают о существовании злаков, у них нет ни хлеба, ни платья, ни посуды. И они. Живали растения, как овцы. И пили воду из канав. Когда же в Зале Созидания, в Священном Дуку, появились оба божества, Лахар и Ашнан, их плоды. Ануннаки из дома Дуку съедали, но не утоляли голода. В своих превосходных овчарнях молоко шум. Ануннаки из дома Дуку выпивали, но не утоляли жажды. И вот, чтобы следить за их превосходными овчарнями. Человек получил дыхание жизни. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Об этом мифе мы еще будем говорить в другой связи. Сейчас же остановимся на интересующем нас вопросе о сотворении человека. Боги вдохнули в человека жизнь, то есть. Создали для того, чтобы он служил им. При этом неизбежно приходят на память слова из книги бытия. И вдумал Господь Бог в ноздри его дыхания жизни. 2, 7. Заметим, кстати, что и Библия подчеркивает тот факт, что человек был создан для того, чтобы служить Богу. Так постановил Эннель. Мир в его первозданном виде представлял собой пустыню, где ничто не росло и никто не жил. Его прежде всего следовало организовать и упорядочить. По представлениям шумеров, о которых мы можем судить по мифам, этим делом занялись Эннель и Эннель. Эннель вначале был, по-видимому, Богом, почитавшимся племенами, которые заселяли северные районы Двуречия. Со временем он стал верховным Богом, который произносит нерушимое слово, определяет судьбу. Он, царь всех стран, отец Богов, царь неба и земли. Существует гипотеза, что организация и поддержание порядка в мире первоначально являлись функциями Бога Эннки. В городе Бога Эннлили, Нипури, шумерские правители получали титул царя и власть над всем шумером. В одном из мифов, посвященных Эннелю. Эннлили сотворение Мотыги, рассказывается, что после отделения неба от земли этот Бог сделал так, что из земных глубин проросло семя страны и родилось все, что было нужно. Затем Эннель сделал мотыгу и отдал ее черноголовым, чтобы они могли обрабатывать землю и возводить храмы для своих богов и дома для себя. Для понимания деяний Эннлили и роли, приписываемой этому Богу, очень важен литературный текст, представляющий собой спор между летом и зимой, Эмеш и Энтен. Решив, что на земле должны произрастать различные деревья и растения, дабы в его стране воцарилась изобилие, Эннель сотворил двух братьев. Одного из них он назвал Энеш. Лето другого, Энтен. Зима. Братьям было поручено следить за тем, чтобы жизнь на земле шла заведенным порядком. Строго говоря, их нельзя считать богами, выполнявшими определенные функции. Скорее это олицетворение явлений природы. Согласно приказу Эннлиля. Энтен заставил овцу рожать ягнят, а козу – рожать козлят. Корову и быка он заставил размножаться, дабы сливок и молока было в изобилии. На равнине он радовал сердце дикой козы, осла и барана. Птицам небесным велел на обширной земле вить гнезда. Рыбам морским велел в зарослях тростника метать икру. Пальмовые рощи и виноградники он заставил давать в изобилии мед и вино. Деревья, где бы они ни были посажены, он заставил плода носить. Сады он надел в зеленый убор, украсил их пышной растительностью. Он умножает зерно, брошенное в борозды. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Энтин, которого Энлил сделал земледельцем богов, властвовал над животворной водой, дающей изобилие. Эмеш, так же как и его брат, строго выполнял повеление бога. Эмеш сотворил деревья и поля, расширил хлева и овчарни. В хозяйствах он умножает урожай, покрывает землю. В дома он приносит урожай обильный, наполняет житницы доверху. Он заставляет возводить города и жилища, строить дома по всей стране. И воздвигать храмы, высокие, как горы. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Современными исследователями недостаточно хорошо изучена сложнейшая шумерская идиоматика, поэтому трудно более подробно охарактеризовать обязанности каждого из братьев. Но, судя по тексту, круг обязанности Энтена был чрезвычайно широк. Как-то раз между братьями разгорелся спор, во время которого Эмеш заявил, что Энтин не достоин звания земледельца богов. После этого оба брата отправились со своими жалобами к Энвелю. Энтин сказал. Отец мой Энвель, ты поручил мне заботу о каналах. И я доставлял воду, дающую изобилие. Сделал так, чтобы поле примыкало к полю, наполнил житницы доверху. Приумножил зерно, брошенное в борозды. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Энтин жалуется на то, что брат, который ничего не понимает в земледелии, спорил с ним и даже толкнул его. Чтобы завоевать благосклонность Энлиля, Эннеш начинает свое обращение к богу свистивых фраз. Затем он похваляется своими делами и жалуется на брата. Эннеш тоже хочет называться земледельцем богов. Спор решает Эннель. Воды, приносящие жизнь всем странам, поручены Энтену. Земледельцу богов, который производит все. Эннеш, сын мой, как же ты можешь сравнивать себя с твоим братом Энтеном? Переулок Ф.Л. Мендельсона. Желая подчеркнуть глубокий смысл слов Энлиля, решение которого незыблемо, автор поэмы рассказывает о том, как Эннеш преклонил колени перед Энтеном и как потом в доме Энтена оба брата дружно веселились. Так благополучно и мирно разрешился спор между двумя братьями, спор, который в значительно более молодой библейской притче о Кайне и Авеле принял совершенно иной оборот. Там вопрос о первенстве решила смерть. Как подчеркивают исследователи, общность мотивов в шумерском и древнееврейском преданиях не подлежит сомнению. В обеих притчах мы сталкиваемся с отголосками чрезвычайно знаменательного процесса, процесса вытеснения скотоводческого хозяйства земледелием, с конкурентной борьбой между пастухами и землепашцами за более высокое общественное и политическое положение. О важности самой проблемы говорит повторение этого мотива в других мифах шумеров, например, в мифе Скот и Зерно, где Лохар и Ашнам спорят, кто важнее. Боги Энлили-Энки вмешиваются в спор и выносят окончательное решение. Победила богиня Зерна. К этому чрезвычайно существенному вопросу мы еще вернемся, когда будем анализировать миф о сватастве бога пастухов и бога земледельцев Кынане. Не только в мифе Эмеш и Энтен, но и во многих других боги приходят в Икур, центральный храм Энлили в Нипуре, чтобы воздать ему хвалу, снискать его благосклонность и просить разрешить спор. Так поступают даже боги высшего ранга. Энки приходят к Энлилю за благословением для своего храма в Эреду. Нанна хочет услышать от Энлили доброе слово для своего владения, ура! Все это укрепляет славу главного бога шумерского пантеона, делает его высшим судьей и непререкаемым авторитетом не только для людей, но и для богов. Как Энлиль соблазнил Минлиль. И все-таки Энлиль не всесилен. Во всяком случае, не всегда был всесилен. В мифе, с которым мы сейчас познакомимся, звучат отголоски старинных верований, сложившихся в те времена, когда Энлиль еще не был всемогущей, ему приходилось подчиняться приказам других богов. Это было в те незапамятные времена, когда на земле еще не было людей. В Непуре, городе, где обитали боги, жил юноша Энлиль, которого старуха Нанбаршагуну. Еще один вариант богини-матери, решила женить на своей дочери Нинлиль, девушке из Непура. Вот чему она учит свою дочь. В чистом потоке, женщина, в чистом потоке, омойся. Ступай, Нинлиль, вдоль берега потока Нумбирду. Ясноглазый властелин, ясноглазый. Великая гора, отец Энлиль ясноглазый увидит тебя. Пастырь. Определяющий судьбы, ясноглазый увидит тебя. И тут же обнимет. Тебя поцелует тебя. Переулок Ф.Л. Ниндельсона. Ниндель с радостью выполнила то, чему учила ее мать. Она искупалась в чистом ручье. Пошла вдоль берега. Энлиль увидел богиню и восхитился ее красотой. Властелин хочет с нею сочетаться, она не желает. Энлиль хочет с нею сочетаться, она не желает. Мое луна мало, оно не знает сойти. Мои уста малы, они не умеют целовать. Переулок Ф.Л. Миндельсона. Богиня не подалась искушению, но и Энлиль не отказался от своего намерения. Призвав своего визиря Нуску, он рассказал ему о том, как страстно он хочет обладать Ниндель. Желая помочь своему господину, Нуску пригнал барку, на которой Энлиль отправился на прогулку со своей избранницей. Во время прогулки Энлиль силой овладел богиней, чтобы она родила ему сына, бога волны Наину. Безнравственный поступок Энлиля навлек на него гнев богов, хотя Ниндель от них не жалуется на свою участь. В мифе нет ни слова о том, что Ниндель сопротивлялась избраннику своей матери. И все же, в то время, когда Энлиль находился в Киуре, храме богини Ниндель, его возлюблены. Великие боги, числом 50. Судьбу вершащие боги, числом 7. Схватили Энлиля в Киуре, сказав. Энлиль, нечестивец, уходи из города. Но нам мир эпитет Энлиля, нечестивец, уходи из города. Переулок Ф. Л. Ниндельсона. Приведенный отрывок мифа содержит важные сведения о том, как было устроено общество богов. Хотя Энлили занимает в пантеоне главенствующее положение, верховную власть держит в своих руках совет, состоящий из 50 главных богов, среди которых особыми прерогативами пользуются семь божеств, судьбу вершащие. Вполне понятно, что такое представление о власти на небесах является отражением тех отношений, какие сложились на земле, где правители, инси, хотя и возглавляют иерархию, правят не единолично, а совместно с советом старейшин, в котором выделяется группа наиболее опытных и доблестных мужей. Миф об Энлили и Ниндель возник, по-видимому, в глубочайшей древности, когда еще существовали сохранившиеся от родового строя формы примитивной демократии. Вторым доказательством древности этого мифа является факт осуждения Энлили на изгнание в подземное царство. Ват, что, в свою очередь, связано с культом Дамузи и Даму. Однако вернемся к мифу. По приговору богов Энлиль отправляется в ад. За ним следует его верная супруга, уже носящая в чреве его ребенка. Трудно объяснить причину ее поступка. То ли она не хочет остаться одна и покинуть в беде мужа, то ли приговор богов касается ее. Решение богини беспокоит Энлиля. Его сын, который должен сиять на небесах, разгоняя сумрак ночи, родится в мрачном, темном подземном мире. К счастью, он придумывает довольно сложный план. Он поочередно принимает облик трех служителей подземного царства, которые находятся на пути в ад. Человека-двери, человека-подземной реки и перевозчика, и трижды оплодотворяет Ниндель, при этом богиня не замечает метаморфоз своего супруга, чтобы она родила три божества, которые заменят в аду своего старшего брата Наяну и таким образом позволят ему вознестись на небо. Нам известны имена первых двух сыновей, рожденных для спасения Бога Луны. В образе человека-двери Энлиль оставил в чреве Ниндель семена слонтая. Нергала, как человек подземной реки, семени Назу. Третье имя пока не удалось прочесть. Неизвестно также, каким образом был отменен приговор богов, и Энлиль смог вернуться на свой небесный трон. Изучение этого мифа не закончено. Гимнный Энлилю. Энлиль был наиболее почитаемым богом шумерского пантеона. Он считался владыкой не только священного города Нипура, но и всей страны и даже всех стран. Храм Энлили в Нипуре являлся главным религиозным центром страны. Во время совершения обрядов в мифах и молитвах нередко первым упоминалось имя этого бога. До нас дошло несколько молитв, воздающих хвалу Энлилю. Энлиль, чьи повеления достигают самых отдаленных пределов, чье слово свято. Повелитель, чьи решения нерушимы, чьи предначертания вечно. Тот, кто взором охватывает все земли. Тот, чей свет проникает в сердца всех земель. Энлиль, вольно выседающий на белом помосте, на высоком помосте. Совершенствующий законы власти, господства и царства. Тот, перед кем склоняются в страхе все боги земли. Перед кем ничтожны боги небес. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Энлиль наводит страх на нечестивцев, угнетателей, грабителей, нарушителей закона. Его большая сеть не допустит, чтобы злодеи и преступник избежали ее пут. Цитируемый гимн в честь Энлиля, один из самых длинных, но, к сожалению, плохо сохранившийся и фрагментарный, представляет этого бога как творца всех ценностей, всех благ. Без Энлили, великой горы. Не было бы возведено ни одного города, не было бы заложено ни одного селения. Не было бы построено ни одного хлева, не было бы устроено ни одного загона. Не возвысился бы ни один царь, не родился бы ни один верховный жрец. Ни один жрец-мах и ни одна верховная жрица не были бы избраны гаданием по внутренностям овцы. У работников не было бы ни смотрителя, ни надсмотрщика. Реки в паводок не разливались бы, рыбы морские не метали бы икру в зарослях тростника. Птицы небесные не вели бы гнезд на земных просторах. В небе летучие облака не отдавали бы свою влагу. Переулок Ф. Л. Нендельсона. Таким образом, Энлиль выступает как созидательный бог. В некоторых мифах ему даже приписывается одна из главных ролей в сотворении человека. Например, во вступительной части мифа о создании мотыги сказано, что Энлиль изготовил модель головы человека. Многие деяния бога Энки были предписаны Энлилим, совершались согласно его воле. Это он составил божественные правила жизни, не о которых мы вскоре будем говорить. Из текстов молитв и псалмов, исполнявшихся хорами жрецов в храмах Энлили в Нипуле и других городах, встает образ всемогущего и грозного, внушающего страх и трепет бога, который озирает своим прозорливым взглядом все стороны жизни. Вот как прославляли этого бога в гимнах, которые звучали в Икурио. Владыка, которому известна судьба страны Шумер, герой. Мулиль, Владыка, которому известна судьба страны Шумер, герой. Отец Мулиль, Владыка всех стран. Отец Мулиль, Владыка нерушимого слова. Отец Мулиль, пасты в черноголовых. Отец Мулиль, Всеведущий. Отец Мулиль, Дикий бык, предводитель мужей. Отец Мулиль, чей сон чуток. Огромный дикий бык, которого никто не может испугать. Мулиль, купец далекой земли. Владыка, супруга которого купчиха далекой земли. Владыка, по слову коего в изобилии струятся жир и молоко. Владыка, чье обиталище. Нипур, главенствует над городами. Владыка, коему подвластные города спешат, чтобы услышать. Во всей стране от гор, где заходит солнце, до горы, его решения. Нет ни одного владыки, ты единственный владыка, где солнце восходит. Мулиль, во всех странах нет у тебя владычицы, твоя супруга единственная владычица. Повелитель, дождь с небес, вода на земле в твоих руках. Мулиль, главенство над богами в твоих руках. Отец Мулиль, ты помогаешь произрастать травам, созревать ячменю. Мулиль, от твоего ослепительного сияния вскипает рыба в море. Птицы небесные, рыбы морские трепещут перед тобой. Отец Мулиль, высокими. Ты сделал, люди собирают их в корзины. Владыка шумера, ты принес сверкающее оружие, куда исчезли корзины на долгое время. Отец Мулиль, ты праведного отличаешь от лгуна. Понимание этого бога как непобедимого полководца и вместе с тем ловкого купца, как творца и защитника всего сущего отвечало не только духовным запросам человека того времени, но и политическому и экономическому положению шумера конца три тысячелетия до нашей эры. Энлиль, как он представлен в верованиях и теологических построениях шумеров, являлся отражением политической идеи о необходимости централизации или хотя бы подчинения отдельных городов гегемонии единого центра и одного правителя. Слова, с которыми шумеры обращались к Энлилю, полны смирения и страха. Но не риторические ли это обороты, обычные для всех молитв и гимну, обращенных к богам? Создается впечатление, что этого бога действительно боялись. Может быть даже больше боялись, чем чтили и уважали. Его считали свирепым и разрушительным божеством, а не добрым и милостивым богом. Не сложилось ли такое отношение вследствие чуждости, чужеродная торговая марка этого культа для шумера? Некоторые исследователи допускают такую возможность. Они полагают, что культ Энлили утвердился во всем шумере в тот период, когда северные центры завоевывали ведущее положение в стране, и что он вытеснил более древний вьюжный культ бога Энки. К сожалению, решить эти вопросы однозначно и определенно мы не можем. Но как бы ни сложилась ситуация в шумере в трех тысячелетии, Энлиль являлся тем богом, который командовал небесным воинством и которому особенно восторженно поклонялись. Мудрый владыка, составляющий планы, кто разгадает твою волю. Наделенный мощью, господин храма Экур. Рожденный в горах, господин храма Эшара, бешеный вихрь устрашающей силы, отец Энлиль. Взращенный богиней Мах, ты, стремительно вступающий в бой. Страну гор обращающий в прах, серпом срезающий ее, словно ячмень. Против враждебной страны за своего отца ты выступил. Приблизился к горам, чтобы их разрушить. Ты сокрушаешь враждебную страну, как одинокий побег тростника. Все враждебные страны для тебя одинаковы. Стены всех вражеских стран, я ваш запор. Властителей ты повергаешь, к вратам небес подступаешь. Запоры небес срываешь. Замок небес открываешь. Закрытые врата небес отворяешь. Страну, что тебе не подчинится, в прах обращаешь. Враждебной стране, что тебе не подчинится, не даешь возродиться. Владыка, долго ли ты не оставишь страну, которую сотворил своей мыслью. Кто смягчит твое гневное сердце? Приговор, слетевший с уст твоих, нерушим. Кто ему воспротивится? Я владыка, лев святого она, герой страны шумер. Я позволяю радоваться рыбам в море, я не даю упасть птицам. Я мудрый земледелец, который вспахивает поле, я Энвель. Ты, господин, что стал великим, стал героем своего отца. Ни один враг не уйдет от твоей десницы. Ни один злодей не спасется от твоей шуицы. Враждебной стране, коей ты вынес приговор, ты не дашь возродиться. В неприятельской стране, которую ты проклял, ты никого не пощадишь. Ты мулиль. Владыка и Кура, чья муж простирается далеко. Ты первый среди богов. Ты предводитель небесных богов. Владыка, который идет за плугом, ты Энвель. Ты предводитель небесных богов. Владыка, который идет за плугом, ты Энвель. Не только Ан и Энвель считались богами-творцами. К этой категории главнейших богов шумеры причисляли также доброго бога Энки и Нинхурсак. Высокую госпожу. Нинхурсак, выступавшая под разными именами, Нинту. Госпожа, давшая жизнь, Нинмах. Высокая госпожа, и другие. В древнейших перечнях богов стоит впереди Энки. По-видимому, эта богиня первоначально звалась Ки. Земля, и считалась женой она. Небо. Позднее ее культ был вытеснен культом Инанны. Согласно мифу, о котором сейчас пойдет речь, Нинхурсак играет чрезвычайно важную роль в сотворении человека. Боги создали человека. О том, как, по представлениям шумеров, боги создали человека, известно достаточно много. Наиболее подробно и выразительно об этом рассказывает миф о сотворении человека, начинающийся жалобами богов на их горькую и трудную долю. Единственный бог, который мог бы им помочь, бог мудрости и морских глубин Энки, спит глубоким сном в своем храме Абзу на дне океана. Чтобы его разбудить, его мать Наму, Первородный океан, мать, давшая жизнь всем богам слезы своих детей принесла к Энке, призвала его пробудиться, встать со своего ложа и сотворить то, что мудро. Сотворить служителей для богов. Выслушав ее мольбы, Энки стал во главе множества превосходных и царственных мастеров, после чего обратился к богине со следующими словами. А мать моя, существо, имя коего ты назвала, уже есть. Запечатлей в нем образ. Богов. Занеси сердце глины, что над бездной. Превосходные и царственные мастера сделают глину густой. Ты же дай рождение конечностям. Ниммах Мать-Земля потрудится перед тобой. Богини рождения. Будут стоять подле тебя, пока ты лепишь. А моя мать, определи судьбу его новорожденного. Ниммах запечатлит в нем образ. Богов, это, человек. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Два момента в этом отрывке заслуживают особого внимания. Первый, человек создан из глины, второй, богини Ниммах должна запечатлеть в нем образ богов. О том, что глина или земля явились тем материалом, из которого был вылеплен человек, мы знаем также из других источников. В одной из легенд Энки создает какое-то живое существо из грязи. Праха, под своими ногтями. В мифе о создании мотыги также говорится, что Энвель сделал голову человека из праха и поместил ее в землю. На основании этих слов Т. Якоб Сен пришел к выводу, что, по шумерским верованиям, человек был создан под землей и там прошел первые стадии развития, дозрел, а затем вышел на поверхность через отверстие, проделанное в земной оболочке Энвелем. Хотя отдельные моменты различных версий оцениваются учеными по-разному, все сходится на том, что между представлениями шумеров и текстом Библии существует поразительное сходство. И образовал Господь Бог человека из праха земнага. Книга Бытия 2, 7. Требование запечатлеть в человеке образ Богов также созвучно со словами Библии о сотворении человека по образу и подобию Божьему. Однако вернемся во дворец Энки, где согласно мифу происходит пир Богов, устроенный хозяином в честь грандиозного события, сотворения человека. Антропоморфные боги-шумеры не были свободны от людских слабостей, на радостях Энки и Ниммах выпили лишнего. От вина помутился разум добрых и мудрых Богов. Ниммах, взяв глину, слепило шесть уродов, а развеселившийся Энки определил их судьбу и дал им вкусить хлеба. Пока удалось установить дефекты лишь двух творений Ниммах. Что представляли собой первые четыре урода, трудно понять, пятой же была бесплодная женщина. Энки повелел ей пребывать в женском доме. Шестое существо, без мужских органов и без женских органов, по решению Энки должно было предстать перед царем. Некоторые исследователи комментируют этот отрывок мифа как попытку объяснить, откуда берутся физически или психически ненормальные люди. Другие считают, что упоминание о бесполом существе указывает на то, что в Шумюре уже существовали царские евнухи и была потребность в оправдании определенных общественных институтов. Кроме того, бесплодные женщины могли символизировать жриц-проституток, которые находились в свете различных Богов и не должны были иметь потомства. Таким образом, приведенный миф в качестве главного творца человека называет Бога морских глубин, Бога мудрости Энки. Может быть, причина особого поклонения этому Богу заключается в распространенности подобных представлений, хотя наряду с ними существовали и другие, менее популярные верования, приписывавшие создание человека иным Богам. Энки почитался как самый милостивый к людям, добрый и всеведущий Бог. Он почитался как Владыка, полный благородных чувств, знающий решительный ответ. Чья воля неисповедима, знающая все. Энки, полный великого постижения, высочайший предводитель небесных Богов. Мудрец, который изрекает приговор. Произносит слова правды, заботится о результатах. Который находит решение, который от восхода до заката солнца подает советы. Энки, господин истинных слов. Так начинается молитва о долголетии и успехах для одного из послешумерских царей из Исина, Урни-Нурты, пятого правителя после Иши-Эры. Эта молитва появилась через сто лет после падения шумера. Она сохранила не только стилистические особенности, характерные для литературных произведений более ранней эпохи, но и эпитеты, какими наделяли Энки в давние времена. Об Энке говорится как о Боге, который получил от своего отца она божественные законы, мер, чтобы передать их людям. Его называют вторым Энлилем. В отличие от Энлиля, который иногда выступает как отец, иногда как брат Бога мудрости, Энки не пробуждает страха в сердцах людей. В молитвах и мифах неизменно подчеркиваются его мудрость, доброжелательность и справедливость. В мифе «Скот и зерно», начало и основной сюжет которого нам уже известны, Энки советуют Энлилю спустить из Дуку на землю созданных им богов Лахара и Ашнана. Боги спустились из Дуку и благодаря этому. Изобилие, даруемое небесами. Лахар и Ашнан являют на земле. Собранию. Они приносят изобилие. Стране они приносят дыхание жизни. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Энки и Мироздания. Энки фигурирует в нескольких мифах. В одном из них, Энки и Мироздания, рассказывается о том, как бог мудрости упорядочил жизнь на земле. Поэма начинается хвалебным гимном в честь Энки. Он является силой, поддерживающей порядок и гармонию во вселенной, он справедливый мудрец, заботящийся об устройстве мира, о том, чтобы на лугах росла трава, чтобы поле приносили урожай, чтобы множились, стадо. После словословия богу согласно правилам шумерской поэтики следует фрагмент, в котором Энки сам произносит хвалу в свою честь, представляя самого себя как сына Анайнинту, как брата Энлили и предводителя небесных богов. Дальше говорится о почестях, воздаваемых аноннаками богу Энки, после чего Энки снова рассказывает о своей славе и могуществе. Я — повелитель, твердый в своих решениях, в их исполнении. По моей воле воздвигнутых льва, огорожены загоны для овец. Я приближаюсь к небесам, и дождь льет с высоты. Я приближаюсь к земле, и разливается могучий паводок. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Кроме того, Энки славят великолепие и красоту своего дома, храма Абзу на дне океана. В этом месте начинается основная, к сожалению малопонятная, часть мифа. Бог рассказывает о своем путешествии на лодке Магур, он называет ее Козерогом Абзу, с целью обозреть то, что происходит на обширных равнинах Шумера. Из доступных пониманию фрагментов мы узнаем, что чужеземные страны, Мелуха, Маган и Дельмун, отправили в Нипур суда, которые нагружены до небес дарами для Энлили. Аннуннаки еще раз воздают ему почести, прославляя Бога Энки как справедливого и мудрого распорядителя Ме. Содержание мифа отражает устоявшийся веками церемониал, соответствует ритуалу богослужений, отправлявшихся жрецами храма в Эреду. После описания общепринятого культового ритуала представления, знакомство снова появляется Энки, который приступает к определению судеб. Прежде всего он определяет судьбы Шумера. А Шумер, Великая Земля среди всех земель Вселенной. Залитая немеркнущим светом, определяющая божественные законы для всех народов от восхода до заката. Твои божественные законы, славные законы и неизменные. Твое сердце глубоко и неведомо. Истинное знание, которое ты несешь, недостижимо, как небеса. Царь, порожденный тобою, навек увинчен диадемой. Правитель, порожденный тобою, увинчен короной. Твой правитель, почитаемый правитель, вместе с владыкой Яном он выседает на небесном помоете. Твой царь, Великая Гора, Отец Энль. Ануннаки, Великие Боги. Избрали тебя своим обиталищем. В твоих обширных рощах они вкушают пищу. А дом Шумера, да будут хлева твои многочисленны, да преумножатся твои коровы. Да будут овчарни твои многочисленны, да будут овцы твои бесчисленны. Пусть твои нерушимые храмы возносят руки к небесам. Пусть Ануннаки вершат судьбы здесь. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Благословив таким образом весь Шумер, Энки направляется в Ур. Еще одно подтверждение южного происхождения этого мифа. Войдя в храм и сославшись на слово Энлили, произнесшего славное имя Ура, он обещает обилие вод, богатство урожаев и вечную славу. Следующий этап путешествия Энки, Черная гора, таинственная страна Меуха. Бог благословляет ее и обещает ей всяческие блага. Он произносит доброе слово этой стране, деревьям и растениям, птицам и быкам. Среди богатств этой земли Энки называют золото, серебро, медь. Что это за удивительная страна и где она находилась? Может быть, это Сомали, Мудри или какое-то другое африканское государство? А может быть, ее следует искать в Восточной Азии? Или на Аравийском полуострове? Удастся ли когда-нибудь выяснить, что скрывается за шумерским словом Меуха? Как бы то ни было, Энки относятся к этой стране почти так же благосклонно, как к шумеру. По-видимому, эти два государства связывала не только торговля. Благожелательность к ней Бога является отражением благожелательности людей. Следующие этапы путешествия Бога обусловлены необходимостью решить судьбу отдельных стран, одарить их богатствами, обеспечить им достаток. Энки не только произносят слова. Он одновременно совершает ряд важных деяний, благодаря которым его решения могут воплотиться в жизнь. Прежде всего, он наполняет реку Тигр животворной водой. Согласно фрагментарно сохранившемуся тексту, для достижения этой цели Энки превращается в неукротимого быка, набрасывающегося на дикую корову, реку. Эта поэтическая метафора вызывает в памяти миф Озевся, который, приняв облик быка, похитил Европу. Значит, наряду с библейскими параллелями существуют параллели, ведущие далеко на запад, в Грецию. Чтобы Тигр и Ефрат, символизирующие все реки и искусственные каналы, могли функционировать нормально, чтобы их воды служили умножению изобилия, Энки призывает Бога Энбилулу, Стражи Каналов. По слову Бога возникают болота и камыши, в воде появляется рыба и на берегах вырастает тростник. Забота о рыбных богатствах поручается божеству, которое названо Сын Кеша. Затем Энки обращает свое внимание на море, Персидский залив. В этом месте текст мифа совершенно непонятен и почти не подается интерпретации. По-видимому, там рассказывается о строительстве Энки подводного дворца храма. Возможно, эта метафора отразила веру шумеров в то, что Энки построил Эредо на дне океана, а позднее вынес свой священный город на берег. Этим они объясняют появление пресноводные лагуны. Кроме того, вездесущий Энки определил направление морских течений. И наконец Энки назвал имя Бога, который будет управлять бурями, тучами и громами, по воле которого землю будут орошать животворные дожди. Этот Бог – Ишкур. Дальнейшая созидательно-организаторская деятельность Бога Энки касается возделываемой земли и растений, произрастающих на ней. Взяв в руки плуг, Энки проложил на детственном поле священные борозды, чтобы там произрастали хлеба. О том, чтобы был богатый урожай, чтобы в построенных Энки закромах было много зерна, позаботится Бог Энкинду, землепашес Энлили. За вечным полем, на котором по воле деятельного Бога Творца вызревали различные злаки, овощи и зелень, была призвана наблюдать богине Ашнан. Теперь Энки принимается за мотыгу и форму для выработки кирпича, стражем которых он назначает Бога кирпича Капта. Кула. Священной мотыгой Энки закладывает фундамент дома, из священных кирпичей возводит стены дома и ответственным за все эти работы назначает муж даму великого зодчего Энлили. Покинув пахотные поля, радуясь тому, что они уже созданы и установлен порядок, Энки отправляется на вершины гор, создает различные формы животной и растительной жизни. Их опекуном он назначает царя гор, бога Самукана. Чтобы вдоволь было хорошего молока и жирных сливок, мудрый бог строит овчарни и хлева. Дальнейшая забота о развитии скотоводства поручается богу-пастуху Дамузи. Затем дальновидный бог Энки, знающий будущее, определяет границы между владениями городов и государств. Теперь за миром, который почти окончательно организован и устроен, чтобы не нарушился установленный порядок, по слову Энлили будет следить бог солнца Уту. В конце этой части мифа говорится о том, что Энки поручил женщинам ткать одежду. Создав нить, он провозглашает покровительницей ткачество богиню Уту. Прежде чем перейти к последним, сильно поврежденным и приблизительно интерпретированным заключительным частям мифа, вернемся ненадолго к уже изложенной его части. Знаменательна очередность мероприятий Бога. Вначале он благословляет мир, неупорядоченный и неорганизованный. Сотворение мира можно представить себе следующим образом. Он создал мир, Энлиль повелел его организовать, Энки внес в этот мир жизнь и порядок. Своё странствие Энки начинает с юга Шумера. Прежде всего он занимается морем, реками и рыбой, затем земледелием и лишь после этого, животноводством. Сторонники прихода Шумеров в Южную Месопотамию морским путем видят здесь подтверждение своим предположениям. В этом мифе они находят также обильный материал для размышлений о культе водяного бога как о первом культе в древнейших верованиях Шумеров и о путях распространения этих верований. Действительно, ни одному богу Шумера не приписывали стольких созидательных деяний, как Энки. Заканчивается миф довольно неожиданно. На сцену вдруг выступает Инанна. Богиня возмущена тем, что Энки обошёл её, не дал ей никакой власти. Богиня жалуется, что к ней отнеслись пренебрежительно. Её сестры получили власть, права и соответствующие символы власти, она же — ничего. Энки защищается, пытаясь объяснить разгневанной богине, что она имеет множество обязанностей, привилегий и атрибутов божественной власти. Ей даны посох и скипетр, ей поручена забота о пастухах. Она несёт ответственность за предсказания, касающиеся войн. На неё возложена забота от качества и изготовления одежды. И, наконец, в её власти уничтожать, неуничтожимое, истреблять неприходящее. Чтобы умилостивить Инанну, Энки особо благословляет её. Не божественные законы. Одним из наиболее трудных для определения понятий, точный смысл которых до сих пор не установлен, являются не, игравшие в религиозно-этической системе взглядов шумеров огромную роль. Современные исследователи называют не божественными правилами, божественными законами, факторами, упорядочивающими организацию мира. По-видимому, в тот период, когда религиозные воззрения шумеров уже сложились в более или менее стройную систему, не являлись чем-то вроде установленных и контролируемых Энки. Возможно, запланированных Энлилем, закономерностей, предписанных каждому явлению природы или общества, касающихся как духовной, так и материальной стороны жизни. Понятие МИ, несомненно, восходит к очень ранней эпохе. Исследователи религии шумеров толкуют его по-разному. Так, Д, Р. Кастелина понимает МИ как своеобразный прототип всего живого и неживого, в каком-то смысле близкий к платоновской идее, Б. Ламбсбергер, мнение которого разделяют и некоторые другие, пишет. МИА – это одновременно сила и порядок, МИА отдельных богов, выполнявших различные функции, различны. МИА мистически излучаются богами и храмами, они могут приобретать материальную оболочку, могут изображаться материальными средствами в виде символов, одно божество может передавать их другому. С понятием МИА мы встречаемся в молитвах и мифах. В одном из мифов названо более ста МИА, из которых удалось прочесть чуть больше половины и еще меньше расшифровать. Здесь самые разные понятия. Правосудие, героизм, мудрость, справедливость, прямота. Честность, доброта, мир, победа, вражда, ложь, страх, сетывание, разрушение городов, усталость, раздоры. Профессионально-ремесленнические. Ремесло строителя, ремесло кожерника, ремесло корзинщика, ремесло кузнеца, искусство обработки металлов. Наименование или символы власти. Царский трон, возвышенная и вечная корона и другие. Жреческие должности и понятия, связанные с верой и культом. Возвышенное святилище, нисхождение в подземное царство, восхождение из подземного царства. Названы в этом перечне искусство и боевое знамя, проституции и священное очищение, музыкальные инструменты и искусство песца. Здесь приведена лишь часть более или менее произвольно выбранных мне из числа тех, которые удалось расшифровать. Как яствует из этого небольшого перечня, все, что так или иначе было связано с организацией общественной, политической и религиозной жизни. Как абстрактные, так и конкретные понятия, входило в этот удивительный каталог культуры, цивилизации и обычаев. Возможно, что мне в каком-то смысле выполняли ту роль, которую впоследствии стали играть составленные на основе иных этических воззрений заповеди, определявшие поведение людей. Перечень мне, содержащейся в мифе об Эн-Ки-Инане. Одна из наиболее поразительных загадок, над которыми бьются исследователи шумерской цивилизации. Разгадка этой тайны, возможно, помогла бы нам многое понять в философии и этике шумеров. Боги как люди. А теперь поговорим о мифе об Эн-Ки-Инане. Он принадлежит к числу наиболее интересных произведений о богах, являющихся носителями всех человеческих недостатков. Содержание мифа состоит в следующем. Во время оно царица небес и царица Урука и Нанна, желая возвеличить свое имя и умножить мощь и благосостояние своего города Урука, задумала превратить Урук в центр шумера. Для этого необходимо было добром или обманом заполучить мя, тщательно оберегаемое богом Эн-Ки. Богиня отправилась в Эри-Ду, в священный Абзу, дом властелина мудрости. Если Эн-Ки, знающий само сердце богов, даст ей не, ее желание исполнится. Слава Урука ее самой будет непревзойденной. Нарядившись, богиня отправилась в путь, озаряя все вокруг блеском своей божественной красоты. Увидев ее издали, Эн-Ки призвал своего посланца Исимуда и сказала ему. Приблизься, мои посланец Исимуд, склони ухо к моим словам. Я выскажу повеление, внимай ему. Юная девушка, совсем одна, направила стопы свои к Абзу. Инанна, совсем одна, направила стопы свои к Абзу. Впусти юную девушку в Абзу города Эреду. Впусти Инанну в Абзу города Эреду. Угости ее ячменной лепешкой с маслом. Налей ей холодной воды, освежающей сердце. Напои ее пивом из ливиной морды. За священным столом, за столом небес. Встреть Инанну словами приветствия. Переулок Ф.Л. Ниндельсона. Исимуд выполнил все, что приказал его господин. Эн-Ки сел со священной Инанной, своей дочерью, за священный стол, угостил ее и сам отведал немало еды и напитков. Подвыпивший Бог обещает своей дочери дать то, что она хочет. Во время пира он одно за другим передает Инанне, после чего, устав и отяжелев от крепких напитков, засыпает. Богиня спешно погружает свою добычу на небесную барку и отплывает в милое ее сердце у рук. Между тем, придя в себя, Ин-Ки замечает, что мне нет на их обычном месте. Бог, конечно, забыл обо всем. Он призывает Исимуду и узнает от него, что сам, своими руками отдал Мейнанне. Тогда он велит своему посланцу и нескольким морским чудовищам незамедлительно отправиться в путь и отнять то, что принадлежит Абзу. Главная роль в этом отводится чудовищам. Они должны захватить небесную барку на первой из семи стоянок, отделяющих Абзу города и Реду от Урука, а Инанну отпустить с миром, пусть она идет в свой город пешком. Исимуд спешит в Урук, впереди него мчатся морские чудовища. Вскоре им удается задержать небесную барку. Исимуд сообщает Инанне, что Ин-Ки велела отобрать у нее Ме вместе с баркой. Инанна горько жалуется, что Бог нарушил слово, которое дал. Исимуд и чудовище схватили небесную барку, но Инанна призывает на помощь своего посланца Ниншу-Гура, чья рука не знает дрожи, чья нога не знает усталости. И просит его спасти то, что теперь по праву принадлежит ей. Верный Ниншу-Бур освобождает небесную барку. Семь раз чудовища окружают лодку Инанны, семь раз Исимуд от имени своего повелителя требует возвращения Ме, и семь раз призванный богиней Ниншу-Бур помогает божественной Инанне освободиться от чудовищ. Инанна продолжает свой путь, и когда наконец она пристает к берегу, весь Урук выходит приветствовать ее. Инанна, выступающая в большинстве известных нам мифов как общешумерская богиня, здесь представлена как покровительница и владычица Урука. На этом основании можно судить о том, где первоначально возникла легенда и какие исторические события нашли в ней отражение. Рассказывая о подвиге Инанны, жрецы ее храма в Уруке хотели объяснить, каким образом Урук возвысился и приобрел гегемонию над всей страной. Этот миф, посвященный далекому прошлому, выражает четкую политическую тенденцию. Поведение богов и конфликт между ними являются отражением поступков людей и принимавшей самые различные формы борьбы за гегемонию, за первое место в стране. Мы уже неоднократно говорили о шумерских сюжетах, использованных в Библии. В мифах, где главным героем является Энки, таких параллелей особенно много. Приведем в качестве примера миф, действие которого разыгрывается в раю. Это случилось в раю. У современного человека сложилось весьма определенное представление о рая. Библия, живопись, литература рисует перед нами прекрасный сад, где прогуливается первый человек, Адам, в сопровождении Евы, созданной Богом из его ребра. Есть здесь и змей-искуситель, уговоривший Еву вкусить запретного плода. Попробуем на какое-то время забыть все это, вернемся к шумерам и узнаем, что они говорят о рая. Содержание глиняных табличек, на которых песцы начала два тысячелетия до нашей эры. Записали старинный миф, впервые стало известно благодаря Стефану Лэнгдону. В 1915 году. Лэнгдон опубликовал текст под названием «Шумерский эпос о рая, потопе и грехопадении человека». В поднявшемся шуме в связи с этой публикацией слышались и возмущенные голоса, обвинявшие автора в богохульстве, в скандальном посягательстве на все святое и прочее. Это, разумеется, не могло не умолить значение открытия Лэнгдона, ни тем более остановить творческую мысль. Ученые продолжали поиски и исследования, пытались дать научную оценку текста. Так, Анрида Женуяк опубликовал неизвестные с точки зрения происхождения, но, несомненно, связанные с табличками Лэнгдона фрагмент текста, записанного на другой табличке. Большую часть этих текстов восстановил многократно упоминавшийся уже Эдвард Киера. Переводом и обработкой текста занимались им. Лицель, Т. Якобсен из Н. Краймер. Каждый из этих ученых своей интерпретации, помог осмыслить содержание и значение этого мифа, который сейчас стал известен как Энки и Минхурсак. Шумерский рай не был предназначен для людей. Это было место, где могли пребывать только боги. Из первых фраз поэмы мы узнаем, что страна Дельмун. Поэт называет Дельмун то страной, то городом, священно, страна Дельмун чиста, что здесь обитает бог Энки со своей супругой, потому что эта страна чистая, светлая, непорочная. В Дельмуне ворон не каркает. Тиэтида не кричит. Лев не убивает. Волк не хватает ягненка. Дикая собака, пожирательницы а козлят, здесь не живет. Пожиратель зерна. Здесь не живет. Вдов здесь нет. Переулок Ф. Л. Ниндельсона. Шумерский поэт яркими красками рисует страну, которой неизвестно печали смерть, жестокость и отчаяние, где ягненок не боится волка и не издаст свой скорбный крик птицы Этида, вестник смерти. Прекрасно, полна чудес райская страна, где голубь не прячет голову. Нет таких, которые бы говорили. У меня болят глаза. Нет таких, которые бы говорили. У меня болит голова. Нет старухи, которая бы говорила. Я стара. Нет старика, который бы говорил. Я стар. В стране Дельмун нет ни старости, ни болезней, здесь живут вечные, никто не переходит реку смерти, а потому. Вокруг него не ходят с рыданиями жрецы. Певец не возносит жалоб. У стен города он не сетует и не плачет. Переулок Ф. Л. Ниндельсона. Одно плохо. В Дельмуне не хватает пресной воды. Когда богиня обратила на это внимание Энки, тот приказывает Уту, богу солнца, доставить в Дельмун воду с земли. Уту выполнил приказ Энки. Из уст земли забил родник пресной воды и все было так, как пожелал бог. Теперь ничто уже не мешало счастливой жизни в стране Дельмун, где расцвели деревья, зазеленели луга, налились зерном колосья хлебов. А довольный Энки прогуливался по райской стране. Далее поэт рассказывает о том, как в один из дней Энки овладел богиней-матерью Нинхурсак. Он извергает семя в ее лона. Она принимает в свое лона семя, семя Энки. Один день для нее, один месяц. Два дня для нее, два месяца. Девять дней для нее, девять месяцев. Девять месяцев материнства. Через девять дней. Вместо девяти месяцев, без боли и мучений Нинхурсак родила богиня Нинму, которая, судя по ее имени, стала покровительницей плодоношения, созревания. Затем Энки, гуляя по болотам и озирая все вокруг, увидел прекрасную девушку. Он говорит своему посланцу Исимуду. Я ли не поцелую юную красавицу? Я ли не поцелую прекрасную Нинму? Исимуд, его посланец, отвечает. Что ж, поцелуй юную красавицу. Поцелуй прекрасную Нинму. Для моего царя я подниму сильный ветер. Переулок Ф.Л. Ниндельсона. Энки овладел Нинму, и та через девять дней, которые были для нее как девять месяцев, без боли и мучений родила богиня Нинкура, что означает, по-видимому, богиня горной страны. Подобная история повторяется еще один или два раза. В одном из вариантов мифа Энки произвел на свет трех, а в другом, четырех богинь. Так появились Уту богиня ткачества и одежды и Нинсук, которой было поручено следить за созреванием растений. Если Нинхурсак не противилась любовным поползновениям Энки, то Уту, по-видимому, выразила протест. Испорченный, малопонятный текст как будто указывает на это. Уту согласилась уступить Энке лишь при условии, что он принесет ей огурцы, яблоки и виноград. Когда Энке явился с этими дарами, Уту с радостью отворила ему дверь и приняла его как возлюбленного. Однако от этого союза не родилась никакая богиня, потому что Нинхурсак, отняв семя бога, посеяла восемь растений, в том числе медовая, колючая, каперсовая. Новые растения заинтересовали Энке. Он пожелал определить судьбу этих растений, для чего ему надо было их отведать. Исимут, повсюду преданно следующий за своим господином, одно за другим срывает эти растения и дает ему. Съев их, Энке познает их сердце и определяет их судьбу. Этот поступок вызвал гнев богини Нинхурсак. За это Нинхурсак прокляла имя Энке. Пока он не умрет, я не взгляну на него глазами жизни. И ушла, скрылась от богов, которыми овладела печаль, потому что Энке смертельно заболел. Восемь его органов поражает болезнь. В этом месте появляется Лиса, которая обещает Энлилю за соответствующее вознаграждение найти Нинхурсак. Лиса каким-то способом приводит Нинхурсак. Великая богиня садится рядом с Энке и расспрашивает о его недугах. Брат мой, что у тебя болит? Моя челюсть болит. Для тебя родила я бога Нинтула. Брат мой, что у тебя болит? Мое ребро болит. Для тебя родила я богиня Нинти, госпожу Режра, или госпожу, дающую жизнь. Переулок Ф. Л. Ниндельсона. Богиня создала восемь божеств-целителей, соответственно числу пораженных болезнью частей тела Энки. На эти божества были возложены и другие функции. Так, Нинка Си, созданная для того, чтобы исцелить род Энки, одновременно была богиней крепких напитков. О богине Нинти, исцелившей ребро Энки, мы поговорим позднее. Итак, восемь милых божеств избавили Энки от недугов. В последних строках поэмы Энки распределяет обязанности между новыми божествами. Пусть Абу будет царем растений. Пусть Нинтула будет господином Магана. Пусть Нинсуту сочетается браком с Ниназой. Пусть Нинкасе станет той, кто утоляет жажду. Пусть Нази сочетается браком с Ниндар. Пусть Азимуда сочетается браком с Нингишзидой. Пусть Нинти будет царицей месяцев. Пусть Иншак будет господином Дельмуна. А отец Энки, благослови. Таков шумерский миф о Рая. Отдельные детали этого мифа могут шокировать современного читателя, например, мотив кровосмешения. Но не следует забывать, что в мифе действующие лица, боги, чьи поступки, возможно, отражают обычаи глубочайшей древности, когда род был немногочислен и поведение людей определялось не моралью, принятой позднее в цивилизованном шумере, а заботой о продолжении рода. Обычаи тех времен к моменту создания мифа уже не существовали, а может быть, даже были запрещены. У истоков библейских сказаний. Читатели могут задать еще один и весьма существенный вопрос. Что общего между нашими представлениями о Рая, сложившимися на основе библейского предания, и шумерским мифом о безнравственных богах? Попробуем, опираясь на выводы различных исследователей, по возможности полно ответить на этот вопрос. Начнем с самого понятия Рая. Поскольку не существует письменных данных о том, что какой-либо из развивавшейся одновременно с шумерской культур. Например, египетской, было известно это понятие, создателями легенды о райском саде принято считать шумеров. Шумерское представление о Рая как о стране, где нет смерти, соответствует библейскому. За заимствование у шумеров библейской идеи божественного Рая говорит и местоположение Рая. Останавливаясь на шумерском происхождении легенды о Рая, следует обратить внимание на реки, протекавшие в библейском раю. В Библии прямо указывается и Фрат, то есть. Район Месопотамии. Этой стороной вопроса мы не будем заниматься, так как она чрезвычайно сложна и слишком далеко увела бы нас от основного содержания книги. Заметим лишь, что как в шумерском раю, так и в библейском первостепенную роль играла проблема пресной воды. Следует обратить внимание на еще один момент, который особо подчеркивается в шумерском мифе. Это безболезненные роды. Ведь в Библии только из-за непослушания Адама и Евы на них было послано проклятие. Со скорбию рождать будешь детей. Книга Бытия 3, 16. Интересно также сопоставить преступления Энки и грех первых людей. Желая познать сердце растений, Энки съедает их. Адам и Ева вкушают запретный плод, хотя Бог сказал. От дерева же познания добра и зла от него не ешь. Книга Бытия 2, 17. Итак, стремление к познанию явилось причиной того, что у шумеров по воле Нинхурсак заболел Энки, а в Библии по приказанию Бога из рая были изгнаны Адам и Ева. И, наконец, наиболее популярный библейский сюжет. Сотворение Евы из Адамова ребра. Каковы его истоки? В шумерском мифе говорится, что Нинхурсак, желая избавить Энки от боли в ребре, приказала родиться богиня Нинь-Ти. Это имя по-шумерски означает буквально госпожа ребра. Но поскольку шумерское Ти означает также жизнь, имя этой богини может быть переведено как госпожа, дающая жизнь. Из этой игры слов, которые воспользовался шумерский поэт, родилось библейское. И переустроил господь бог ребро, которое он взял у человека, в жену. Книга Бытия 2, 22. Очевидно, игра слов оказалась забытой. Древнееврейские песцы, по-видимому, запомнили лишь одно значение шумерского Ти, ребро. Отсюда и родилось общеизвестное представление о создании женщины из ребра мужчины. Этим интереснейшим решением загадки библейского текста мы обязаны французскому асерологу Шойлю. Позднее ту же идею развил и обосновал, независимо от Шейля, с Н. Краймер. Разумеется, шумерский и библейский рай отражают совершенно различные, исходящие из разных предпосылок этические концепции. Насколько же убедительно была нарисованная шумерами картина рая, если она, просуществовав тысячелетия, покорила воображение философов и поэтов, авторов Библии. Легенды о потопе. В рассмотренных нами мифах в качестве действующих лиц выступают боги. В сонме бессмертных, которые, однако, могли тяжело и даже смертельно болеть, происходили самые разнообразные события, отражавшие земные дела, порой весьма прозаические. Однако в некоторых шумерских мифах рядом с богами фигурируют и люди. Например, в мифе о потопе. Земля была уже организована, боги установили порядок и создали людей, которые должны служить небожителям, чтобы им удобно и беззаботно жилось в раю, как вдруг по неизвестным причинам происходит катастрофа. Табличка, содержащая шумерский вариант легенды о потопе, дошла до нас в сильно поврежденном виде. Эта табличка, обнаруженная в Нипури, до сих пор остается уникальной. Несмотря на то, что сохранившийся на ней текст тщательно восстановлен и внимательно изучен, кое-какие места все-таки остались неясными. Поскольку этот документ имеет огромную историческую ценность, мы опишем его по возможности подробно, используя опубликованные в 1914 году. Перевода. Пюбеля, который по сей день является общепринятым. Верхняя часть таблички, содержащая около 37 строк текста, не сохранилась, и мы не знаем, в связи с чем боги решили погубить всех людей. Доступный пониманию текст начинается с того места, где некое божество. Большинство исследователей считают, что это Энки, сообщает остальным богам о своем намерении спасти человечество от гибели. Он говорит. Я верну народ в его селение. В городах они воздвигнут святилища для божественных законов. Я сделаю их тень благостной. Переулок Ф. Л. Ниндельсона. Бог уверен, что спасшиеся от гибели люди построят храмы и сделают свои города религиозными центрами. Сложный и испорченный текст следующих трех строк повествует, вероятно, о том, что именно делает это божество для осуществления своего намерения. Здесь говорится об установлении обрядов, о божественных законах. На этом основании и делаются предположения, что этот бог, Энки. Нив переносит нас в незапамятные времена. Когда Ан, Энлиль, Энки и Нинхурсак. Создали черноголовых. Пышная растительность покрыла землю. Животные, четвероногие обитатели равнины. Были искусно сотворены. Переулок Ф. Л. Ниндельсона. К сожалению, дальнейшее описание актотворения и того, что за ним последовало, отсутствует. Следующее за приведенным отрывком лакуна составляет около 37 строк. Далее рассказывается о том, как были неспосланы свыше царская власть и царский трон. Это абсолютно созвучно с текстом царских списков. Когда царство было неспослано с небес, царство было в иреду, как были созданы обряды и высшие божественные законы и как бог, имя которого не названо. Основал пять городов. Освященных местах. Он дал им имена и сделал их главными святилищами. Первый из этих городов, Эреду, он отдал Нодимуду вождю. Второй, Баттибиру, он отдал. Третий, Эл-Арак, он отдал Эндурбиль-Хурсак. Четвертый, Сепар, он отдал герою, чье имя Уто. Пятый, Шурупок, он отдал Суду. Переулок, Ф.Л. Мендельсона. Итак, согласно мифу, до потопа существовало пять городов. Возможно, это и были города, в которых поселились только что прибывшие в Месопотамию шумеры. Следующие, сильно поврежденные строки повествуют о том, что бог повелел очищать малые реки. Далее в тексте снова следует пробел приблизительно в 37 строк. По мнению шумерологов, здесь, должно быть, говорилось о греховных поступках людей, которые и заставили богов не спослать на землю поток и уничтожить человечество. Это решение, как следует из текста, не было единодушным. Рыдает Ненту Божественная и Нанна заплакала о своем народе, боги небес и земли произнесли имена Ана и Энлиля. И вот на сцене появляется последний перед потопом правитель Шурупа Казиусудра, шумерский прототип библейского Ноя. Поэт изображает его как благочестивого, богобоязненного царя, который постоянно служит богам и повседневно воздает им хвалу, возводит в их честь храмы и другие постройки. В сновидениях и во время молитв боги сообщают ему свою волю. Из текста поэмы следует, что в тот момент, когда Зеусудра стоит возле какой-то стены, божественный голос возвещает благочестивому царю о жестоком решении небожителей. Встань из стены, слева от меня. У стены я скажу тебе слова, внемли моему слову. Слушай же мои указания. По нашему слову потоп зальет святилище. Дабы уничтожить семи рода человеческого. Таково решение и постановление собрания богов. По слову Ана и Энлиля. Его царству, его правлению придет конец. Переулок Ф. Л. Мендельсона. К большому огорчению исследователей, бьющихся над прочтением текста поэмы о потопе, в этом месте, столь важным для понимания мифа в целом, снова возникает пробел примерно в сорока строк. В отсутствующем отрывке, видимо, содержалась инструкция Зеусудри относительно постройки огромного корабля. По мнению исследователей этого текста, рекомендации касались точных размеров ковчега Зеусудры. Это мы находим и в Вавилонской легенде, повторяющей Шумерскую, и в Библии. Рассказ о потопе заканчивается отрывком. За которым следует очередная лакуна. Все бури с небывалой силой разбушевались одновременно. И в тот же миг потоп залил главное святилище. Семь дней и семь ночей потоп заливал землю. И огромный корабль ветра носили по бурным водам. Потом вышел Уту, тот, кто дает свет небесам и земле. Тогда Зеусудра открыл окно на своем огромном корабле. А Уту, герой, проник своими лучами в огромный корабль. Зеусудра, царь. Простерся Передуту. Царь убил для него быка, зарезал овцу. Переулок Ф. Л. Мендельсона. Этот миф просуществовал тысячелетия. К шумерскому первоисточнику восходит вавилонский миф о потопе и многие другие. Легенда о потопе, возникшая у шумеров и впервые ими записанная, вошла в мифологию и религию многих народов. Через посредство Библии она стала достоянием всех монотеистических религий, где фигурирует в качестве одного из основных сюжетов. Читая в Библии о том, как Бог, разгневанный прегрешениями людей, постановил. «Чрез семь дней я наведу дождь на землю сорок дней и сорок ночей и сотру с лица земли всякое существо, которое я создал». Книга Бытия 7, 4. Следует помнить, что библейский рассказ о потопе – неоригинальная легенда. Его шумерский прототип возник за 2000 лет до времени составления Библии. Необходимо обратить внимание на благотворность деяний Энки. Именно ему черноголовые обязаны своим спасением во время потопа. Анализ мифа о потопе показывает, что, во-первых, он возник в тех районах, где существовал культ Энки, то есть на юге. Во-вторых, в нем содержатся некие реминесценции, связанные с древнейшей историей двуречья и с появлением шумеров в Эреду, первом шумерском городе, и в-третьих, в нем отражено представление о шумерах как об опытных мореходах, для которых искусство мореплавания было традиционным. Последний сохранившийся фрагмент мифа касается двух проблем, отголоски которых мы также находим как в Библии, так и в других источниках – это проблемы бессмертия и рая. Когда Ан и Эмлиль вызвали дыхание небес, дыхание земли, когда по их приказу прекратились сокрушительные ливни и растения, выйдя из земли, поднялись. Зиусудра, царь. Простерся преданным и Эмлилем. Ан и Эмлиль обласкали Зиусудру. Дали ему жизнь, подобно Богу. Вечное дыхание, подобно Богу, принесли для него свыше. Потом Зиусудру, царя. Спасителя имени всех растений и семени рода человеческого. В страну Перехода, в страну Дильмун, где восходит солнце, они поместили. Переулок Ф.Л. Мендельсона. Остальная часть таблички разрушена. Но мы уже выяснили, что Зиусудра обрел бессмертие, а вместе с ним и право пребывать в раю, в стране Дильмун, которую, как мы уже говорили, отождествляют с островом Бахрейн. При чтении мифов, где главным или одним из главнейших действующих лиц является Эмки, создается впечатление, что шумерские авторы, отражавшие настроение и взгляды всего народа, относились к этому Богу с особой симпатией. Итак, мы познакомились с четырьмя главными божествами шумерского пантеона. Аннам, Энлилим, Энки и Нинхурсак. Это боги-творцы. Объединение отдельных богов в группы, как это делают некоторые ученые, например представление об Ане, Энлили и Энки как о Триаде, возглавлявшей шумерский пантеон, кажется нам произвольным, основанным на совершенно иной системе взглядов, не присущей шумерам. И если уж идти на поводу у магии цифр, более правильным будет утверждение, что сон богов возглавляла четверка, потому что Нинхурсак не может быть исключена из группы верховных богов шумера. Хотя круг обязанностей этой богини не был четко очерчен и ее культ в более поздние периоды истории шумера не имел широкого распространения, в глубокой древности цари и князья называли ее своей матерью. Нинхурсак, по-видимому являлась древнейшим олицетворением богини-матери, прародительницы всех живых существ, покровительницей плодородия и урожаев. Она, мать богов, и ее черты обнаруживаются во многих божествах женского пола. Бог Нанна отправляется в Нипур. Вслед за богами-творцами в иерархии богов шумерского пантеона следуют три астральных божества. Первое место среди них занимает бог Луны Нанна Син. Мы уже знаем, при каких обстоятельствах появилось на свет это дитя Энлили и Нинлиль. Ради освобождения Нанны, которому было предназначено сиять на небесах, Энлиль пожертвовал тремя сыновьями. Им предстояло влачить существование в мрачном аду. Бог Луны в шумерской мифологии является отцом бога Солнца Уту и богиней планеты Венеры и Нанны. На этом основании можно предположить, что культ Луны возник раньше, чем культ Солнца. Господину полного сияния, Нане, прежде всего поклонялись в Урё, где в его честь был построен великолепный храм. Не только из-за страха перед темнотой, рассеять которую мог один лишь свет Луны, люди придавали особое значение богу Луны. Функции бога, регулярно пересекающего на своей серебряной ладье. Полумесяц, небесный океан, представлялись шумером чрезвычайно важными. Кроме того, Нанну почитали как бога, оказывающего влияние на рост и размножение животных. Скотные дворы и загоны он наполнил тучностью. Миф о путешествии Нанны в Нипур, где бог Луны благодаря щедрым дарам получил благословение Энвили для своего города Ура, несомненно, связан с каким-то ранним периодом истории шумера, когда Ур играл главенствующую роль в стране. На основании многочисленных фрагментов, которые удалось найти, исследователи достаточно точно воспроизвели маршрут путешествия Нанны Сина. Повествование начинается кратким вступлением, прославляющим величие Нипура. Затем мы узнаем, что герой Нанны решил посетить город своей матери, город своего отца. Погрузив на корабль прекрасные дары и деревья, растения, животных, бог Луны отправляется в путь. Во время своего путешествия он делает остановки в пяти городах. Прочитать удалось только два названия, Урук и Ларса, в каждом из которых местный бог воздал ему почести. И, наконец, к пристани из Лазурита, к пристани Энвиля. Нанна Син пристал на своем корабле. К белой пристани, пристани Энвиля, Ашимбабар пристал на своем корабле. Пришвартовавшись и выйдя на берег, Нанна вскричал. Открой дом, привратник, открой дом. Открой дом, Калкалу, открой дом. Калкалу, человек-ключа, открой дом. Человек-засова, человек-ключа, открой дом. Привратник, открой дом, Калкалу, открой дом. Я буду загонять в загоны большое стадо быков. Мне Нани Синут, дом Энлили, привратник, открой дом. Жирных баранов я буду. Для меня, Ашимбабара, дом Энлили, привратник. Открой дом. Сделаю тучными. Для меня, Нанна Сина, дом Энлили, привратник. Открой дом. Козам я дам есть траву Мунду. Двенадцать раз призывает Нанна привратника к Алкалу, прося его открыть перед ним врата дома Энлили, то есть города Нипура, которому он хочет вручить свои дары. Масло, пиво, яйца, дичь домашних свиней, рыбу разных видов, овец, коз, коров, племенных быков и многое другое. Свою просьбу Нанна заканчивает следующими словами. То, что на носу корабля, то, что на носу хочу тебе дать. То, что на корме корабля, то, что на корме хочу тебе дать. Привратник к Алкалу охотно открывает дверь перед Богом Наиной. Энлиль радостно приветствует приехавшего к нему сына. Он окружает Нанну заботой и вниманием. Моему сыну, который охотно ест лепешки гук, дайте ему лепешек гук. Моему Нанне, который их любит, который ест лепешки гук, дайте ему лепешек гук. Принесите ему из икура предназначенный для него хлеб и мой наилучший большой хлеб. Моего хорошего вина, в котором содержится чистая сила, налейте ему. Сыну подали то, что приказал его отец. О том, как точно воспроизведены здесь земные порядки, можно судить хотя бы на основании слов, предназначенный для него хлеб. Каждый человек, трудившийся в храмовом хозяйстве, получал свой продовольственный паёк из амбаров храма. Судя по мифам этого времени, такой же порядок существовал на небесах. Тогда Нанна обратился к Энлилю. А мой отец, воспитавший меня, ты дал мне пищу, и я насытился. Ты дал мне питьё, и я утолил жажду. Когда ты поднимаешь свой взор, царство начинает существовать. А Энлиль – твоё богатство. Дай мне от него, дай мне от твоего изобилия. Я хочу идти, Вур. Дай мне в руки океан карпов. Я хочу идти, Вур. С полей дай мне позднее хлеба. Я хочу идти, Вур. Из рыбного садка дай мне рыбу, куда и сухур. Я хочу идти, Вур. Из зарослей тростника дай мне мёртвый тростник и зелёный тростник. Я хочу идти, Вур. Из сада и огорода дай мне мёда и вина. Я хочу идти, Вур. Из высоких степей дай мне тамариск. Я хочу идти, Вур. Из лесов дай мне горных козлов и диких овец. Я хочу идти, Вур. Во дворце дай мне долгую жизнь. Я хочу идти, Вур. Царь богов выполнил просьбу своего сына, дал ему всё, чего он требовал. Довольный, Нанна вернулся в Ур и воссел на возвышенном троне. Заканчивается миф словословием в честь Бога Луны. Вполне возможно, что за путешествием Нанна стоит история поездки в Днепур одного из царей Ура, вероятно, это был царь первой или второй династии Ура, желавшего получить из рук жрецов и куратиту Луголя и формальное подтверждение своей гегемонии над всей страной. Цари Ура, желавшие получить поддержку со стороны жрецов, приходили в и курни с угрозами и не с наводящими страх войсками. Они несли с собой богатые дары. Также, по-видимому, они поступали и тогда, когда главенствующая роль перешла от Эреда к Уруку. На это намекает миф о том, как и Нанна да Баламя. Читая мифы о богах, мы не можем избавиться от ощущения, что описываемые в них события происходят на Земле. Храм Нанны Сина, величественный Экишнугаль, был окружен в уре особым почитанием. Здесь отправлялись торжественные богослужения, устраивались народные празднества. Особую пышность все это приобретало в Дни Возвращения Луны. И народу, наверное, показывали мистерии, повествующие о путешествии Нанны и о других его деяниях. Гимны Бога Луны. Нане поклонялись во всем шумере. До нас дошло множество молитв, обращенных к этому Богу, и хвалебных гимнов в его честь. Все это говорит о постоянном почитании Бога Луны. Большинство связанных с Наиной текстов было интерпретировано и опубликовано сравнительно недавно шведским ученым Аке Сьёбергом. На основании этих текстов, принадлежащих к числу замечательнейших поэтических произведений той эпохи. Записаны они, правда, позднее, в начале два тысячелетия до нашей эры. Мы можем составить полное представление о функциях Бога Луны. Вот один из наиболее популярных гимнов в честь Нанны Сина, упомянутый в шумерском каталоге литературных текстов. Как многочисленны овцы, как многочисленны коровы. В хлевах Сина, как многочисленны. Есть черные, блестящие, словно лазурит, есть белые, подобные свету Луны. Когда она возникает на небе, испуская лучи. Мелких коров ты развел так много, что они как зерно. Крупных ты развел так много, как диких быков. Бесчисленных коров в своем прекрасном загоне. Краса небес он спустил с привязи. Молоко прекрасных коров он возливал на жертвенном столе. Его лучистые руки принесли это молоко. А мой царь, чей труд окончен? Синь. Коровы на сияющей привязи. Он. Коров, он. Коров, он пасет коров. Его мать, та, что его родила, госпожа Непура, Произносит господину в его степи молитву. Молитва, а пастырь, молитва. Для твоих прекрасных степей, дабы ты умножил коров, когда ночной порой. Дабы ты им коровом выкурил, достойнейшим святилище, дозволил родиться. Он любимец его храма Экура, он его любимец. Господин, любимец Экура. Он муж наслаждений Энлиля. Синь, коему сопутствует милостивый крик его родной матери. Его мать, та, что его родила, с любовью милостиво говорит ему. Сину. Возлюбленный сердцем, ты, думу сердце успокаивающий. Синь, испускающий лучи теленок, прекрасно выращенный на коленях. Ты ко всему стремишься сердцем. Всего, что имеет цену, жаждешь сердцем. Ты украшение Экура. На коленях Энлили пожелай исполнения своей воли. Дабы он создал великолепие на небесах. Дабы Экур пел о тебе радостную песню. Дабы народ молился за твою жизнь. Синь, в небесах и на земле дабы был ты гигантом. Молоко. Коров на жертвенный стол возливал. Синь установил очищающие обряды. Все, что я творю, прекрасно, отец мой Энлиль щедро меня одарил. Царю, священному кораблю Магур. Странствующему по небесам. Его мать говорит милостивые слова. А мой дикий бык Коева он призвал с доверием. Имя твое мило всем странам. Господин, кто имеет чистый загон? Кто очищающие обряды с сияющими делает? Выросшая в чистом храме дитя-герой, рожденная Нинлиль. Нанна, выросший в поле. Возлюбленный. Тибиан в своем возвышенном сердце царства. Энлиль дал тебе прекрасное имя. А господин непреложного слова, а сын Энлиля. Тибиан в своем возвышенном сердце царства. В твоем городе урел, который ты призвал в своем сердце. Он, Ан, для тебя в княжеском потоке рыб и птиц. Первородный сын Энлиля, жреческую должность. Царство небес тебе вручил. Ты, Бог, великолепием своим озаряющие небеса. Твой лунный свет лучист и светел. Подобно Уту, ты являешься пастырем страны. А Нанна, для царя богов ты расточаешь лунный свет. Подобный сиянию и блеску солнца. Таким образом, Нанна является первым сыном Энлиля, любимым теленком своей, матери Нинлиль. Он царь и владыка всех богов вселенной, он устанавливает законы, он добрый пастырь. Песнь молитва прославляет Нанну как бога-покровителя, который заботится о преумножении богатств своего города. И другие гимны, в частности, приводимые ниже, славят Нанну как владыку Ура. О, Боже, ты богов! Ты шествуешь по высокому небу, испуская лучи. Возвышенная тиара, блеску. Князь! Небес, Клоево-Ан и Ураж-Земля, то же, что Кий. Верно охраняли, рожденный в дуранке. Прекрасного, прекрасного себе просил. Господин Нанна измучил Эн-Лиле просьбами определить. А свет, блеск, венец Ура! Счастливую судьбу своему городу. А мой отец, отстрой для меня мой город. Господин решительного слова, отец Нанна, от руки Коева. Никто не уйдет, возвышенный князь, возвышенный князь, имеющий княжескую власть над богами. В доме Урео, что как небо распространяет вокруг страх. И ужас, ты расточаешь свое лучистое сияние. О почитании, каким был окружен бог Луной, свидетельствуют его эпитеты. Царь богов, краса небес и прочее. Одним из дополнительных имен этого бога было Ангаль, что означает «великий Иоанн». Так в более ранней эпохе именовали самого Анна, а позднее его внука. От Анна к нему перешло еще одно имя – Аншар. Небесный круг. Кроме великих детей, Утуи и Нанны, у бога Луны и его жены Нингаль. Имевший свой храм Эгара Вурё, были менее важные дети. Сыном Нанны был уже знакомый нам советник Энлили и бог света Нуску. Другим потомком Нанны считался покровитель города. Провинции, казалу бог Нумушда. Нумушда, как полагают, сделался сыном Нанны после того, как цари Третьей династии Ура захватили эту восточную страну. По традиции бог побежденных стал сыном бога победителей. Судьбы богов и судьбы людей. Даже самые могущественные боги не могли избежать предначертанной им судьбы. Подобно людям, они тоже терпели поражение. Шумеры объясняли это тем, что право выносить окончательное решение принадлежало совету богов, против которого не мог выступить ни один из его членов. Власть могучего бога покровителя Ура также была ограничена волей совета богов. Судя по некоторым сохранившимся шумерским текстам, собрание богов могло приговорить своего члена даже к уничтожению. Каким бы нелогичным и абсурдным нам это не представлялось, мы не должны забывать, что теологические концепции шумеров, известные нам по молитвам, мифам и другим литературным текстам, формировались под влиянием самых разных и противоречивых факторов, а идея антропоморфизма находилась в ожесточенной борьбе с более ранними представлениями. Прогресс в организации политической и хозяйственной жизни ликвидировал старое верование. И если в начале три тысячелетия бог – это сила, не имеющая определенного облика, то в конце этого тысячелетия он определенно приобретает человеческий облик. Рассмотрим это на конкретном примере. Первоначально богом были луна или солнце. Серп луны или солнечный диск и являлись божествами. Позднее возникла теория, что луной управляет некая сила, обладающая человеческими чертами, так легче было представить себе эту силу, лунный же серп и солнечный диск превратились в символы этого божества. Жители степных районов почитали ту силу, которая способствовала произрастанию растений. Поскольку после весенних дождей грозь растения бурно шли в рост, грозу стали почитать как божество. В воображении шумеров, стремившихся придать своим представлениям конкретную форму, пролетающая по небу туча приобрела облик огромной птицы с распростертыми могучими крыльями. Раскаты грома в сознании людей также ассоциировались с тем, что они знали и наблюдали в жизни, с рыканьем льва. Поэтому они стали представлять себе божество, управляющее грозами. А заодно и жизнь и степи, как птицу с головой льва. Это существо они назвали эндугот. Стремление к антропаморфизации и можно проследить по изменению изображений этого бога. Если вначале он был представлен в виде птицы с головой льва и человеческими ногами, то позднее это уже просто человек, а птицы эндугот — лишь его символ. Изменяется также имя бога. В Лагаше и Гирсу его называют Нингирсу, в Непуре, Нинуртой, а еще дальше на север, Ишкурам. Повсюду он выступает как бог-покровитель города или области, и лишь со временем, когда жрецы упорядочили и систематизировали шумерскую мифологию, ему было отведено определенное место в Пантеоне. Нанно-Син не всегда был только богом Луны. Пастухи из Ура в древнейшие времена поклонялись ему и как своему покровителю, который заботится об их имуществе и приумножает его. Они представляли его себе в виде молодого быка с сияющими рогами, пасущегося на небесах. Эта традиция сохранилась в эпитетах, какими наделяли Нанно-Сина. Поскольку взаимоотношения людей целиком переносились в общество богов, последние, естественно, должны были иметь жен, детей и слуг. Позднее об этом будет более подробный разговор, а пока поговорим о женах богов. Они согласно шумерской мифологии, могли быть разного ранга. Минлиль. Жена Энлиля Дамкина. Жена Энки – Мингаль. Жена Нанны, как и другие богини-жены, помогали своим мужьям вести хозяйство. Они присматривали за домом бога, распоряжались многочисленными служанками и нередко бывали посредницами между богами и их паствой, передавали богам просьбы смертных или от своего имени просили богов о чем-либо для людей. В упомянутой скорбной песне о разрушении ура богини Энкингаль присоединяет свои слезы, мольбы и стянания к плачу жителей разрушенного города. Ужас уничтожения, подобно наводнению, обрушился на меня. Беда внезапно ворвалась в мою спальню. В спальне моей нет мне больше покоя. Несчастье внезапно прогнало сон и покой. Горькие слезы стали уделом моей страны. И я, обегая землю, как корова, которая ищет своего теленка, не могла от этого ужаса мою страну избавить. И если бы даже я, словно птица, распростерши крылья, прилетела в свой город, мой город до самого основания и тогда был бы разрушен. Напрасны мольбы Нингаль. Приговор богов неотвратим. Хотя авторы шумерских мифов стремятся четко определить функции и сферы влияния богов, тем не менее в них то и дело слышатся отголоски более древних верований, в результате чего круг обязанностей того или иного бога расширяется. Например, в них проявляется старая традиция, согласно которой бог-покровитель являлся верховным божеством с неограниченной властью. Бог солнца Уту. Таким богом был и Уту. В мифологии он выступает прежде всего как бог солнца, сын Нанны и Нингаль, супруг богини Шанирды. Как сообщает миф о потопе, верховный бог, распределяя после потопа первые города, четвертый, Сепар, отдал герою, чье имя Уту. Уту глубоко чтили как владыку и покровители не только в Северном Сепаре. Он был также богом-покровителем Ларсы. В обоих этих городах у него были храмы, они назывались Эбабар, Белый дом. Жители Сепара и Ларсы, занимавшиеся овцеводством и охотой, почитали его как силу, которая дает жизнь и помогает выследить дичь. Не случайно сын Уту, Сумукан, стал богом овец и всех диких четвероногих. К нему перешли функции отца, на которого шумерские богословы в более поздний период возложили другие, весьма важные обязанности. При этом Уту остался божеством, на чью помощь надеялись в первую очередь скотоводы, охотники и путешественники. Последние верили в могущество этого бога не только потому, что при дневном свете легче передвигаться по земле и по солнцу можно ориентироваться в пути, но и в силу традиции, заимствованной у пастухов-кочевников. Следы этого мы находим в мифах и эпических поэмах. В поэме «Гильгамеш и страна живых» доблестный царь-воин Гильгамеш сообщает Уту о задуманном им путешествии и просит его о помощи. В мифе о потопе Зиусудра, высадившись на берег, простерся перед Уту. О пастушеском происхождении Уту говорит также спор между Домузи и Энкинду, в котором Уту становится на сторону бога-пастуха. Этим диспутом мы займемся позднее. Энки приказал именно Уту напоить животворной водой рай, Дильмун. Ему же было поручено следить за порядком во Вселенной. Последнее говорит о связи между накоплением знаний о явлениях природы и религиозными построениями. Солнце более доступно наблюдениям, чем Луна. Несомненно, оно ассоциировалось с силой, охраняющей повседневные дела людей, то есть, всё, что происходит на Земле. Бог Солнца каждый день спускался с больших гор и начинал своё путешествие по раз и навсегда установленному пути на небосклоне, над Шумером, над далёкими странами, а с наступлением сумерек пересекал море и спускался в подземное царство. Шумеры считали, что это путешествие Уту совершает пешком или в колеснице. Несмотря на страшную жару, которую Уту посылает на Землю в долгие летние месяцы, его считали доброжелательным Богом. К нему обращается за помощью Думузи, прося заступиться за него перед Инанной. Он покровительствует Гильгамишу. Его призывают на помощь роженицы. Гимн в честь Уту прославляет его как Бога правосудия. Функции Судьи он выполняет и в стране, откуда нет возврата. Куль Туту получил особенно широкое распространение после падения Шумера, когда его стали почитать главным образом как Бога, устанавливающего законы и наблюдающего за их исполнением. А теперь полагалось бы обратиться к третьему члену так называемой Астральной Триады, к Богине Инане. Однако мы уделим ей внимание позднее, а сейчас займемся теми божествами, которые, подобно Энке, Нане и Уту, относились к кругу верований отдельных человеческих сообществ и сочетали в себе черты небожителей и людей. Это Ишкур, Нинурта, Нингирсу и другие. Разработанная жрецами мифология ставит этих Богов на более низкие ступени в иерархии шумерских Богов. Но мы не должны руководствоваться одними лишь данными мифологии, равно как и примерами из других религий. Громовержец Ишкур Ишкур, бог грозы и сильных ветров, о трансформациях и воплощениях которого мы уже говорили, первоначально, по-видимому, представлял те же силы, что и Нингирсу, Нинурта или Забаба. Все они олицетворяли могущественные силы природы. Гром, грозу, дождь, и вместе с тем покровительствовали животноводству, охоте, земледелию, военным походом, в зависимости от того, чем занимались их почитатели. Так, накануне сражения с Териконом царю Тухенгаль приносит жертвы в храме Ишкура. С просьбами о Ниспослании Победы можно было обращаться и к богу Лагаше Нингирсу, как это сделал Леонатум. Богами войны были и почитавшиеся в Нипурене Нурта, и Забаба, воинственной владыка Киша. Миролюбивые, заботившиеся об умножении стад и дичи в степях божества в трех тысячелетия, в эпоху непрерывных войн между городами-государствами за землю, за гегемонию, за рабов, представлявших собой ценную рабочую силу, вынуждены были изменить свой характер. Прославившись под разными именами, они в сущности не очень друг от друга отличались. Кого шумеры считали отцом Ишкура, установить трудно. Обычно им называли Наину, но гимн в честь Ишкура называет то она, то Энлиля. Местом его культа был какой-то северный город. Гимн, посвященный Ишкуру, возносит хвалу этому богу в следующих словах. «Великий бык, появляющийся святозарно, имя твое достигает краев небес. Ишкур, господин Изобилия, великий бык, появляющийся святозарно, имя твое достигает краев небес. Близнец господина Аманки, великий бык, появляющийся святозарно. Отец Ишкур, господин, оседлавший вихрь, имя твое. Отец Ишкур, оседлавший огромные вихрь. Отец Ишкур, оседлавший большого дикого быка. Ишкур, небесное животное, великий бык, появляющийся святозарно. Имя твое достигает краев небес. Имя твое, словно бык, обрушивается на шумер. Твой всепроникающий блеск, словно покров, распростерся над страной. Услышав твое рыканье, большая гора, отец Мулиль, опускает голову. Услышав твое рыканье, пугается мать Нинвель. После этого в гимне появляется Энвель, который говорит сыну своему Ишкуру о том, что он отдает во власть ему вихри и громы, веряет их ему как запряжку из семи ветров, что молния его посланец, мчится впереди Ишкура, наводя на людей страх и трепет. Текст гимна предположительно указывает на то, что Энвель снаряжает свое дитя Ишкура на войну. Легенда о Нинурте. Подобное же двойственное происхождение имеет сын Энвеля, воинственной Нинурте из Нипура. Здесь, в кругу земледельцев, первоначально он был богом грозы и ливней, то есть.